Субтитры делал DimaTorzok А мы начинаем Замок Тянькси, находящийся в удаленной зоне северонебесной драконьей империи Возведенный на горе Снежной горы, он имеет столетнюю историю Замок известен тем, что берет ученики только женщин Каждая из которых более пресс-прекрасна, чем предыдущие Пустынный уголок замка Тянькси Даже если во мне нет ни капли кровицы, я не могу культивировать Я не сдамся Я продолжу традиции из-за всех сил Черт! Я абсолютно бесел Юный мастер Почему вы снова здесь? Вы только вредите себе! Сестра Сяулянь Я в порядке, просто хотел немного позаниматься Вы юный мастер нашего замка, поэтому должны заботиться о своем здоровье Лорд замка попросил меня привезти вас обратно Но если он увидит у вас в таком состоянии, то будет крайне взволнован Сколько раз мне еще говорить, прежде чем вы услышите меня? Сестра Сяуляня Я знаю, что попытка культивировать, когда у меня нет кровицы, только вредит мне Но даже в этом случае, так легко я не сдамся Юный господин В любом случае, давай поторопимся и зайдем внутрь Лорд замка уже ждет нас Это он? Что он здесь делает? Вот же Интересно, почему лорд замка настаивает на том, чтобы этот отброс ошивался здесь? Он здесь только из-за его тети Иначе, такой мусор никогда бы не получил разрешения войти сюда Мужчина, который только и знает, как прятаться за спиной Худший мусор, худший Жалкий Они смотрят на меня с высока, потому что я слаб и не могу культивировать Они ненавидят меня, потому что я сын предыдущего лорда замка Который нарушил секретные правила Тенекси Гласящие, что лорд не может жениться Или завести ребенка Моя мать не только нарушила это правило Но еще и сбежала с этим мужчиной, как только родила меня По сей день о них ничего не было слышно Тянь Юнь, ты наконец-то здесь? Госпожа лорд Ты снова тайком пробрался на улицу, чтобы совершенствоваться в боевом искусстве? Действующий лорд замка Тянекси Шик Сююнь Тетя Тянь Юнь, ты выглядишь неплохо Все хорошо? Да, я в порядке Согласно воспоминаниям предыдущего носителя этого тела Шик Сююнь и Тянь Юнь даже подумать не могли, что они связаны кровью Но из-за того, что его мать попросила заботиться о нем Шик Сююнь защищала его все это время Даже несмотря на понимание, что он не может культивировать Она сделала бы все, чтобы помочь и поддержать его Тянь Юнь О чем задумался? Я не виню тебя за культивирование, но имей границы, окей? Если не согласен, я разозлюсь Вот, это тебе О, что это? Божественная таблетка из драконьей крови Божественная таблетка из драконьей крови очень дорогая и ценная Говорят, она содержит огромное количество кровицы Лорд заплатила высокую цену, чтобы получить ее Так и есть Это божественная таблетка Прими ее Она значительно повысит концентрацию кровицы в твоем теле Но Никаких но Воспользуйся ей и обнови свою кровь Это все, чем я... Чего я желаю для тебя, понимаешь? Лорд, люди из клана Духа Неба здесь Клан Духа Неба? На этих землях фракции поделены на пять уровней Пятый уровень Божественная нация Четвертый уровень Великая империя Третий Почетное поместье Второй Великий клан Первый Великий замок Клан Духа Неба выше на один уровень, чем замок Тянькси Хорошо Тянь Юнь Мне нужно разобраться с делами Возвращайся к себе Остальные За мной Клан Духа Неба просто хочет принудить замок Тянькси Дать им наш слот Чтобы они могли Проникнуть в древние руины Но я ничего не могу с этим поделать Так как слишком слаб Интересно Если я смогу восстановить мою кровь ци Эй, ты Эй, юный мастер Не хочешь отдать нам Можественную таблетку? Она нам нужна Чтобы прорваться на следующий уровень Но тебе она все равно не подействует Так что почему бы не отдать ее нам? Ученик вне замка Тянькси Фингчинг Эти ублюдки Беспардонно проникли в наш замок Тянькси Благодаря клану Неба Духа С целью найти своих дау-партнеров А что? Если я откажусь? Ооо Думаешь, у тебя есть право отказаться? И одержишь себя как выскочка Потому что находишься под защитой лорда замка? Хе-хе-хе Ты просто мусор Тебя бросила даже собственная мать Иди нахрен Сдохни, чмашник Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Ооо, эта таблетка Нет Тебе она ни к чему Так что Я возьму её Убери от неё свои грабли Да как ты посмел съесть мою божественную таблетку из драконей крови? Я тебя убью Я заставлю тебя Выплюнуть её Ты не получишь её Даже если я умру Поздравляем Игрок Юй Тянь Юнь Успешно активировал аккаунт системы безумной прокачки Откуда этот голос? Что произошло? Что? Почему они замерли в воздухе? Игрок Юй Тянь Юнь Получил тысячу опыта Поздравляем Игрок Юй Тянь Юнь Увеличил свой уровень И достиг первого этапа доработки тела Поздравляем Игрок Юй Тянь Юнь Увеличил свой уровень И достиг второго этапа доработки тела Система безумной прокачки? Игрок? Поздравляем Игрок Юй Тянь Юнь Увеличил свой уровень И достиг пятого этапа доработки тела Загрузка Панель загрузки Я чувствую силу, а она переполняет меня! Проваливайте! Фенг-ченг! Это и есть система безумной прокачки? Ха-ха-ха! Ты на пятом уровне доработки тела? Нет, не может быть! В этом мире этапы культивирования разделяются на Усовершенствование тела Усовершенствование духа Уплотнение ядра Этап избегания духа Этап трансформации дзена Духовный этап дзена Этап короля духов Этап священного короля Этап божественного короля Почему бы тебе? Самому не убедиться Никогда бы не подумал Что одна таблетка из драконьей крови так поможет Пожалуйста, отпусти меня! Я ошибался! Я больше не посмею просить тебя дать таблетку Сгинь Или склонись Тогда я дам тебе шанс Чтоб тебя Катись к чёрту Всё ещё пытаешься атаковать меня из-под тяжка Фенг Ченг На острее кинжала был яд? Поздравляем! Вы успешно убили Фенг Ченга Ученика секты небесного духа Вы получили 300 опыта и 5 безумных очков Поздравляем! Вы прибыли технику орлиного клана Технику меча падающее перо И одну устанавливающую таблетку Надпись Техника орлиного клана Минимальный ранг Низкий Награды за бой Техника орлиного клана Техника меча падающее перо Восстанавливающая таблетка Одна штука Они дали мне награду за его убийство? Статус Игрок Юй Тянь Юнь Уровень 5 Опыт 300 из 1000 Очков Сумасшествия 5 Техника культивирования Отсутствует Навыки Техника орлиного клана Техника меча падающее перо Навыки Режим безумия Уровень 10 Это оно? Хм Эти характеристики прямо как из игры Для геймера это расплянать Поздравляем игрока Юй Тянь Юнь С успешной активацией персонажа Вы получаете коробку даров новичка Желаете открыть? Да Вы получаете карту десятикратного опыта Действительно только в течение одного часа Две регулирующие таблетки И коробку с дарами для новичка пятого уровня У этого тела совсем нет способностей к культивации Система увеличения уровня сильно поможет Если я увеличу свой уровень То стану безумно сильным Ну что такое Режим безумия Режим безумия Может повысить любой эффект два раза Включая алхимию Поднятие Принятие зелья Атаку Культивацию Получение опыта Все может быть усилено в два раза И это только первый уровень Да это же просто божественный навык Эффект культивации Принятие зелья может быть двоен Значит принятие одной таблетки будет расцениваться Как принятие двух таблеток Хотя стоп Режим безумия поглощает одно очко безумия ежеминутно Очки сумасшествия Пять Черт Одно очко в минуту У меня сейчас только пять очков И это все исчезнет Стоит лишь моргнуть Награда за убийство Фэнг Чэнга Слишком низкая Фэн Чэнг Фэн Чэнг Фэн Чэнг Он мертв Ты Ты убил Фэн Чэнга Я убил его? Если бы Он не напал на меня Исход был бы иным Что происходит? Боже Кто-то умер Ха Лор Чи Что происходит? Ученик секты небесного духа Фэн Юн Второй старейшина секты небесного духа Джао Хоулун Старейшина Джао? Фэн Чэнг Фэн Чэнг Брат Братец Он умер Ты... Ты убил моего брата! Они хотели забрать мою драгоценную таблетку из драконьей крови. Так что я просто дал им отпор. Ничего мы не ворвали! Это подстава! Вы... Мы... Мы были на прогулке, а этот черт избил нас! Да, верно! Мы решили прогуляться, но он сказал, что это его территория! Он первый! Первый напал! Прежде чем мы все зазнали, он атаковал Фэнг Ченга! Как наши ученики могли лишиться на что-то столь низкое? Лорд Ши, потрудитесь найти объяснение. Присоединиться к дворцу позволяет только лучшим студентам. Мы хотели продлить отношения между нашими семьями. Не ожидал, что кто-то пострадает, просто прогуливаясь на вашей территории. Неужели господин Ши хочет разрушить сложившиеся отношения? На что вы намекаете? Он убил моего брата! Я требую смертельной дуэли! Согласен, это справедливое прошение! Наши ученики не нарушили правил замка Тянг Си, и все же... Он ранил их, а также убил Фэнг Ченга! На это нельзя закрыть глаза! Давайте разрешим это с помощью честного поединка на арене. Будет это победа или поражение? Решение примем по итогам! Он не входит в отборочный состав, поэтому выберите другого ученика! Лорд, мне все равно, входит он в состав или нет. Дело в том, что он вызвал на дуэль авторитета нашей секты Небесного Духа. Вы действительно хотите спровоцировать ухудшение положения? Нет. Вы можете выбрать любого, кроме него. Если я правильно помню, он является сыном вашего предыдущего лорда. Ходят слухи, что у него недостаточно энергии и крови, он может умереть в любой момент. Неудивительно, что Мастер Небесного Замка не хочет его участия. Да, но даже если он отброс невладейщицы, и это битва лишь потеря нашего времени. Сейчас он человек, который убил нашего ученика. И бросил вызов нашему авторитету. Иначе в будущем у нас не будет таких связей. Госпожа Асши, что вы делаете? Вы наращ... нарываетесь на войну из-за этого болвана? Слово не воробей, а улетит, не поймаешь. Слышали такое выражение, господин Джао? Если Тянь Юнь – ничтожество, то те трое, лежащие на земле, хуже ничтожество. Госпожа Асши, вы совершили ошибку. Эта пощечина является проявлением неуважения ко мне и моему клану. Если я ошибаюсь, то почему же вы не желаете, чтобы он сражался? Я бы не хотел проблем для него, но... Он убил нашего человека, потому должен отвечать за последствия. Я уверена, что Тянь Юнь никогда бы не напал без причины. Все из-за ваших учеников-паришек. Если вы все еще обвиняете Тянь Юня, тогда не ожидайте, что я буду вежливым. Это аура сильного человека на этапе конденсации дзена. Я принимаю вызов. Я буду сражаться от имени Небесного Замка. Новое задание – победить ученика секты Небесного Духа и привести Небесный Замок к победе. Выиграть, значит? Побочный квест? Как по заказу. И... Третья главушка. Продолжаем. Награда за завершение миссии – 10 тысяч опыта, 200 золота. Небесные доспехи Бога. Небесные доспехи Бога? А награда хороша. Это будет очень полезно. Особенно опыт. Но оружие кажется низкоуровневым. В этом мире оружие и сокровища тоже являются. Разделяются по качеству. Обычный, духовный, священный, реликвия и артефакт. Но это только начальная миссия, так что... Нельзя ожидать слишком многого. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Очень хорошо. Раз уж он согласился, лорд Замка не должна иметь претензий, верно? Тянь-юнь, не неси чепахи. Тетушка, позвольте мне сделать это. Если я не могу разрешить проблему сам, тогда я не достоин находиться под защитой своей тети. Я буду сражаться в этом поединке и принесу победу Замку Тянь-Кси. Хорошо. Тянь-юнь будет представлять нас поединки. В таком случае встретимся через две недели и на арене решим, кто достоин жить, а кто умрет. Я согласен, но... Остальные битвы должны быть проведены. По стандартным правилам. Естественно. Вызота или обида на нас, только наша битва будет смертельной. Уходим. Приготовь гроб и жди своей смерти! Ладно. Возвращайтесь к делам. Ладно. Возвращайтесь к делам. Она, госпожа Замка. Какой-то придурок сделал проблему из ничего. Теперь от этой битвы будет зависеть наше место в руинах предков. Да, он никчемный, но все равно посмел согласиться на поединок. Даже если принять тот факт, что ему каким-то образом удалось убить Фэнг Чанга, Фэн Ю находится на абсолютно другом уровне. Когда придет время, не принуждай себя. Ничего страшного, даже если прииграешь. Тебе нужно выжить, а я разберусь со всем остальным. Тетя, вы верите в меня? Да, верю. Но ты должен убедиться, что не навредишь себе. Не волнуйтесь, тетя, я выиграю. Даже если умру, я больше не намерен падать ниц. Позволите мне побыть упертым хотя бы в этот раз. Я не хочу, чтобы тетю осуждали из-за меня. Я не хочу, чтобы вас снова обижали. Глупенький малыш, о чем ты? Что вы имеете в виду под малышом? Вы не намного старше меня. Ха-ха, раз не впору называть вас старшей сестрой. Грабиян! Жилье Юня на замке Тянькси. Если подумать, я уже получил сумку с подарками пятого уровня, но еще не открывал ее. Посмотрим-ка, насколько хорошие вещи могут выпасть. Поздравляем, вы активировали функцию лотереи. Вы получили три восстанавливающие таблетки и два навыка. Техника поглощения Великой Звезды, Северный Бог Нижнего Мира, сумка с дарами одиннадцатого уровня. Отличное начало! Поглощение Великой Звезды и Северный Бог Нижнего Мира? Я получил все эти мы... Я получил все эти изумительные боевые навыки только за получение пятого уровня? Не терпится узнать, какие навыки я могу получить в будущем. Так, Саш, что же таит себе лотерея? Лотерея. Божественные способности. Культивирующая техника. Расходные материалы. Материалы. Аксессуары. Оружие и снаряжение. Навыки. Удача. Вау! У расходных материалов слишком много слотов. Когда у навыков и культивирующей техники всего несколько, у божественных навыков слотов меньше всего. Выходит, соотношение получилось... Выходит, соотношение получить желаемое к одному и десяти тысяч. Мне понадобится очень много везения. В связи с тем, что вы открыли лотерею впервые, вам предоставлено три бесплатных шанса для игры. Хотите использовать сейчас? Да. Колесо лотереи активировано. Божественная способность. Божественная способность. Дай мне божественную способность. Оружие. Да. По крайней мере, это оружие. Поздравляем. Вы вытащили оружие. Ледяные рукавицы. Ооо. Ледяные рукавицы? Это не перчатки? Снижение скорости. Великолепный эффект. Но какая жалость, что это обычный предмет. Атрибуты. Атрибуты атаки льда снижают скорость движения врагов. Качество. Обычный может быть улучшен. Специальный навык. Используйте очки безумия, чтобы заморозить что угодно в радиусе 100 метров. И снизить скорость всех, кто попадает под эффект. Но если их можно улучшить, то оставлю на потом. Так, что у меня имеется? Для улучшения нужны очки. Хорошо, что я легко могу заработать опыт. Игрок. Юй Тинь Юнь. Уровень пятый. Пятый этап совершенствования тела. Очки безумия. Пять. Техника культивирования искусства северного бога нижнего мира. Духовный уровень владения. Ноль из тысячи. Навыки. Техника поглощения великой звезды. Духовный уровень. Владение. Ноль из тысячи. Оружие. Ледяные рукавицы. Качество обычный. Владение. Ноль из тысячи. Божественные способности. Режим безумия. Для улучшения требуется 10 тысяч очков. Безумия. Этот режим запрашивает 10 тысяч очков безумия. Я получил только пять очков за то, что убил Фингченга. Может это и статься так, что я буду получать очки только убивая других. Хм. Это действительно безумие. Невозможно. Может еще раз сыграть в лотерею? Уведомление. Количество лотерея требует тысячи очков безумия для одной игры. Тысяча очков? Ладно. Пока забудем об этом. Фэн Юн на 17 уровне совершенствования тела. Что выше на две стадии, чем та, на которой нахожусь я. Поэтому я должен сосредоточиться на поднятии своего уровня. И тогда одержу абсолютную победу в поединке. Ну что ж. Начнем. А у нас четвертая главушка. Так. Давайте. Вот так. Продолжаем. Прошло много времени с тех пор, как я был здесь. Судя по воспоминаниям, я вижу это место не впервые. Настоящий владелец этого тела хотел позаимствовать саму волчью суть. И улучшить свою кровь. Но был слишком слаб и почти погиб. В этот раз все сложится иначе. Вот же. Атакуют со спины. Техника орлиного когтя. Хватка орлиного когтя потрясающая. Позволь мне попробовать на тебе еще кое-что. Техника. Поглощение звезды. Получено 1 очко опыта, 2 очко опыта, 3 очко опыта. Получено 12 очков опыта, 13. Получено 36, 37 очков опыта. Поздравляем, вы успешно убили снежного волка. Получено 50 очков опыта и 3 очка безумия. Ох, как и ожидалось от техники поглощения звезды. Она пожирает чужие цы и в то же время дает мне опыт. Замечательно, продолжим. Поздравляем, вы успешно убили снежного волка. Получено 50 очков опыта и 3 очка безумия. 3 очка безумия. Поздравляем. Я чувствую, как кровцы циркулируют по моему телу. И внутренняя энергия наполняет все меридианы. Шаги стали легче и быстрее. Так вот, как себя чувствует культиватор. Осталось еще много снежных волчар. Не пропадать же им даром. Опробую, а мое новое оружие. Ледяная рукавица. Поздравляем, вы успешно убили 5 снежных волков. Получено 2500 очков опыта и 5 очков безумия. Ох, эти рукавицы удивительные. Каждый волк дает 50 очков опыта. Сейчас стоит использовать все преимущества. Время для десятикратной карты опыта. Нападайте. Опыт. Я иду. Я стану сильнее. Поздравляем, вы успешно убили 7 снежных волков. Получено 3500 очков опыта и 21 очков безумия. Поздравляем, вы успешно убили 9 снежных волков. Поздравляем. Поздравляем, вы успешно достигли 6 уровня совершенствования тела. Поздравляем, вы успешно достигли 7 уровня совершенствования тела. Поздравляем, вы успешно достигли 8 уровня совершенствования тела. Король снежных волков Король снежных волков? Это должен быть босс Даже его имя с золотой рамки Новое задание Убить снежного короля волков Награда 5 очков опыта И вызов снежного волка в качестве ездового животного Призыв ездового короля Снежных волков Снежный король Скорее предпочел бы умереть Чем стать ездовым животным Хе-хе-хе Я обязан выполнить это задание Ну же Давай Я получу тебя Две недели спустя Эй Где Тянь-Йонь? Мастер Ши Если он не объявится Все не закончится так просто Как в прошлый раз Если этот лазер сбежал Как я смогу отомстить за смерть моего брата? Тянь-Йонь сказал Что он не собирается сбегать Можете немного подождать Держу паре Он ухм... Держу паре Он умыкнул Потому что испугался И не хочет умирать Небесный замок убил нашего ученика А затем Принебег обещанной битвой Вы должны будете Отдать нам право на вход в древние руины Как ожидалось С самого начала Их целью было Ограбление Наших руин Если убийца сбежал Небесный замок Должен Кто сказал Что я испугался? Ооо Я здесь Как обещал Вы Готовы к битве? Ну что Пятая главушка Я думала Он сбежал Он какой-то чумазый Потерялся в горах Несколько дней что ли Но почему я чувствую Что он Как-то изменился Что ж По крайней мере Отойдет раз Теперь Когда мы собрались Лорд Ши Разрешите Начать поединок А почему он вернулся? Он все равно С треском прииграет Тень Юня Все же пришел Этот недоразвитый Явился Мы с легкостью Можем выиграть Один раунд Победитель Который выиграет Три раунда Из пяти Получит место В древних руинах Кто будет биться В первом раунде За дворец Тянь Ксе Конечно Это буду я Тяню Если не можешь Сражаться Просто сдайся И признай напряжение Не волнуйся Тетя Я больше Никому не позволю Унижать меня Ты знаешь Что делать? Да Заместите Старешины Благодаря Мальчишке Я получил шанс Унизить замок Тень Ксе А также Отнять их места В древних руинах Первый раунд Битвы Начинается Единственный способ Признать поражение Это покинуть Ирину Да Чмошник Я не позволю тебе Уйти отсюда Живем Я буду пытаться Пытать тебя До тех пор Пока ты не возмолишь А там Чтобы я убил тебя И отомщил За своего Младшего брата Серьезно? Валяй Посмотрим На что ты годен Проси прощения У моего брата Твари Орлиный коготь Не волнуйся Теньюнь Если станет опасно Я спасу тебя Думаешь Этот дворос Успеет выжить? Сдохни Техника Поглощение Великой Звезды Что происходит? Что это за техника? Моя Духовная Энергия Получено Один опыт Два опыта Три очка опыта Получено Семнадцать очков опыта Твари У него Отравленный клинок Лорот Ши Вы не должны Вмешиваться С дороги С дороги Снова Отравленный клинок Как и ожидалось Два сапога Пара Фэн Йон Фэн Йон Поздравляем Вы успешно Убили Фэн Йона Ученика Клана Небесного Духа Получено Семьсот очков опыта И двадцать очков безумия Поздравляем Одной Исцеляющей Поздравляем Вы Завладели Одной Исцеляющей Таблеткой Это реально Я Тянь Йон А каким образом Он стал так силен Тянь Йон Его боевые способности Должны быть На седьмом Или восьмом уровне Улучшения тела Внешность Обманчива Ты определенно Нет в раз Не удивительно Что ты смог Убить Фэнг Ченга Оба братьев В бестолочи И смерть у них Собачья Они оба Получили то Что заслужили Ты Этот ребенок Он не должен Оставаться в живых Победитель первого раунда Замка Тянь Кси И Тянь Йон Тянь Йон Теперь Ты можешь Спуститься Не так быстро Он убил Ученика Нашего клана Небесного Духа И Если Победил То должен Перейти Во второй раунд Старейшина Джао Вы просто Хотите убить Тянь Йон Он же выиграл Поэтому Ему больше Не нужно Сражаться Не думайте Что вы можете Принудить нас С помощью Имени Клана Небесного Духа Тянь Йон Спускайся Тебе больше Не нужно Заставлять тебя Я в порядке Лорд Позволь мне Продолжить Я докажу Что ты не ошибалась Защищай меня Что я Достоин Я никогда Не видела Тянь Йон Таким Через что Ему пришлось Пройти Чтобы Так и Измениться Столь короткий Срок То что Ты убил Фэн Гьюна Ничего не Меняет Лозер Навсегда Останется Лозером Мо Ченг Ты следующий Будь беспощаден Эх Вас понял Старичный Джава Элитный Ученик Клана Небесного Духа Мо Ченг Это Мо Ченг На этот раз Мы точно Проиграем Он на девятом Уром Недоработки Тела Ты правда Сильный Но твои Движения Слишком Жесткие И предсказуемые Твоя сила Неизрывная А твои Движения Слишком Медленные Но если Ты сможешь Пережить Три Моих Движения Я признаю Поражение Брат Мо Благодарю За помощь Но ты Слишком Наивен Думая Что сможешь Прикончить Ме Тремя Движения Ведь Мне Нужно Всего Одно Движение Чтобы Прикончить Тебя Только Потому Что Он Выиграл В прошлом Поединке Он Думает Что Непобедим Моё Первое Движение Летящие Облачные Шаги Избеги Этой Таки Если Сможешь Это Техника Клана Небесного Духа Летящие Облачные Шаги Слишком Просто Шестая Главушка Продолжаем Не могу Ударить Его А теперь Омри Орлиный Кагач Быстрее Берегитесь Молодой Господин Слишком Поздно Он Он Может Увернуться От Этого С Этот Этот Кагай Даст Фору Любому Соплеку Вот Последствия От Провоцирования Клана Небесного Духа Что Попался Я Только Этого И Ждал Что Он Тоже Знает Технику Нашего Клана Ты Даже Если Ты Знаешь Нашу Технику Для Меня Ты Все Еще Слабак Я Покажу Тебе Как Выглядит Настоящий Орлиный Кагать Меня Не Волнует Ваши Навыки Я Просто Хочу Добраться До Тебя Техника Поглощения Великой Звезды Странно Почему Аура Мочинга Остабывает После того Как он Дотронулся До молодого Господина Снова Тот Ужасающий Навык Мочинг Изболзь От него Сейчас же Боюсь У него Нет сил Даже Стоять Почему Ты Падаешь Мочинг Ножки Подводят Отпусти Горь Че Тварь Как я Мам Проиграть Лодера Никогда Бы Не думал Что Окажись Таком Состоянии Даже Так Я Не Позвали Тебя Выиграть Я Заберу Тебя Сабай Чен Юнь Ох Наконец Жаль Что нам Пришлось Пожертвовать Таким Гением Как Мочинг Всего Лишь Из-за Мальчишки Ох Очень Жаль Действительно Какая Жалость Что Мочинг Умер Что Поздравляем Вы Убили Элитного Ученика Клана Небесного Духа Мочинга Получено 800 очков Опыта И 35 очков Безумия Вы Получили Новый Навык Посту Плетящего Облака Вы Получили Одну Исцеляющую Таблетку Хорошо Что Я успел Съесть Исцеляющую Таблетку Иначе Тугому Мне Пришлось Теперь У меня Есть Пост Плетящего Облака Эта Техника Будет Полезна Победитель Второго Раунда Зима Победитель Второго Раунда Зама Тяньк Си Тяньйоне Он Выиграл Он Нестительно Победил Молодой Господин Очень Силян Молодой Господин Вы Неподражаем И Тянь Йоня Боевое Искусство Предназначено Для контроля Духа Но ты Все равно Использовал Демонические Новыки И убил Дух Наших Учеников Сегодня Замок Тянь Си Должен Объясниться Перед Кланом Небесного Духа Конечно У вас Есть Возможность Выставить Все В выгодном Для себя Свете В первом Раунде Фэн Юн Умер Из-за Своего Отравленного Кинжала И Сейчас Мочинг Использовал Таблетка Чтобы убить Себя И все же Увините Меня В этом Вы Единственный Кто оживал Смертельной Битвы И теперь Вы хотите Снисхождение Если Вы так Напуганы То признаете Поражение И убирайтесь Ах ты Сохраните Ваши Угрозы При себе И Пришлите Последнего Человека Я Закончу То Что Начал Тиан Юнь Все Хорошо Остальное Оставь Нам Нет Раз Сушен Согласился На последний Раунд То Должен Остаться И Сражаться Сторожный Чао Тиан Юнь Уже Сразился В двух Раундах Поэтому Теперь Уйдет Кто-нибудь Другой Это Не Противоречит Правилам Лорд Ши Это Был Его Выбор И Если Он Сможет Победить В последнем Раунде Я Предоставлю Прорывную Таблетку В качестве Награды Прорывную Таблетку Она Может Помочь Культиватору Прорваться Через Адап Доработки Тела Умня Доработки Духа Старейшина Джо Наверное Действительно Хочет Чтобы Тиан Юнь Грался О Прорывная В таком Случе Я Должен Принять Этот Бой Очень Хорошо Начнем Же Следующий Раунд Тупой Детеныш Сегодня Все равно Умрет Тиан Юнь Не волнуйся Тетя Зоуфенг Фенга На вид Она весит Около Шестиста Семьдесят Килограмм Может ли Кто-то кроме него На седьмом этапе Доработки тела Размахивать Таким огромным оружием Похоже 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 Эта Сестра Членджа Спланирована Перед Из-за того Что они Не могут победить Тиан Юнь В ближнем бою Он выбрал Человека С оружием Средней Станции Это копье Длинное Прочное Тиан Юнь Будет Не просто Сражаться Расстояние И использовать Свои навыки Моя честь Не позволяет Сражаться С Безорожным Я дам тебе Шанс Выбрать С чем Выйти На поле Боя Твое копье Выглядит Очень впечатляющим Тиан Юнь Какое оружие Тебе Нужно Все хорошо Тетя У меня Уже Есть Оружие Седьмая Глава Чем Это Отличается От Рукопашного Боя Тиан Юнь Как ты Собираешься Сражаться С таким Оружием Он Не Слишком Хорошо Работает Ногами Тогда Почему Решил Использовать Перчатки Ты Сам Сыскал Свою Смерть Не Вини Меня В ней Начнем Вихрь Дракон Нива Копья Его Глаза Он Поглотил Пилю Бешенства Тиан Юнь Беги Оттуда Он Пытается Блокировать Удар Другим Копьем Его Убьет Летящая Облачная Постань Что Как Ты Можешь Использовать Облачную Постань Что Это Победа Моя Что Что Сейчас Призошло Он Знает Не Только Технику Орлиного Когтя На Летящую Облачную Постань Как Он Изучил Наши Секретные Техники Победитель Замка Тянь Кси Тянь Он Выиграл Молодой Мастер Наш Молодой Господин Победил Наконец Это Все Поздравляем Вы Убили Элитного Ученика Клана Воздуха Зи Зау Фенга Получено 700 И 20 Очков Безумия Поздравляем Вы Завершили Миссию Получено 1000 Очков Опыта Доспехи Бога Небес И 200 Золота Поздравляем Вы Поднялись До Первого Уровня Доработки Тела Другие Доспехи Бога Неба И 200 Золота Но Некоторое Время Этого Хватит Новок Человеческий Уровень Техники Поглощения Великой Звезды 378 Из 1000 Новок Человеческий Уровень Техники Орлиного Когтя 378 Из 1000 Снаряжение Боевые Снежные Волчьи Сапоги Новок Летящая Облачная Постепь Новок Меч Летящего Пера И Теперь Я могу Открыть Коробку С дарами 11 Уровня Старич Наджао В этой Битве Победителем Становится Замок Тянькси Надеюсь Сейчас Мы можем Получить Уложить Этому Конец Да Ни за Что Не ученик Замка Тянькси Замок Тянькси Никогда Не принимал Учеников Пурского Пола Так Что Это Не считается Да Самое Большое Что Он Может Из себя Представлять Внештат Новоченька Так Как Он Может Представлять Замок Тянькси Стрич Наджао Вы Собираетесь Постепить Как Неумеющий Проигрывать Достойно Как Ты Изучил Запретные Новыки Клана Небесного Духа Я Просто Изучил Их Наблюдая За Вашими Учениками Значит Это Были Запретные Техники Просто Наблюдая Старишина Ваши парни Проиграли Но Не губите Гордость Клана Небесного Духа Возвращаемся Обратно Похоже Это Еще Не Конец Вот Интересно Что Я Могу Получить За Убийство Этого Сыраного Старикашки При Непрерывном Сражении Стребя Учениками Клана Небесного Духа Тянь Твоё Культивирование Должно Быть На Пиком Уровне Доработки Тела Да Насчет Этого Оно Уже Немного Выше Ты Прорвался Через Этап Доработки Духа Тянь Ты Совсем Не мог Культивировать В прошлом А теперь Стоишь А теперь Стоишь На уровне Доработки Духа Пожалуйста Скажи Что С тобой Происходит Но Вообще Несколько Дней Назад Я Встретил Загадочного Эксперта Который Решил Помочь Не Культивировать И я Неожиданно Прорвался Через уровень Доработки Духа Это Это Оправдание Должно Сработать Да Все же Лучше Чем Если Я Скажу Что Получил Истекай Способности Загаточный Эксперт Мог ли Он Быть Под Досом Твоим Отцом Возможно Эксперт Не распространялся О любой Другой Информации Я Только Говор А только Говорю Мне сосредоточиться На Культивировании Я Так Волновалась За тебя Все Это Достаточно сил И Достаточного Количества Ци В крови Я Просто Хотел Сделать Тетушке Сюрприз Но Раньше Я Действительно Был Слаб И Ци У Меня Было Маловато Наконец-то У меня Появилось Время Открыть Коробку С дарами 11 Уровня Система Интересно Что Я Получу На этот Раз Уже Не терпится Узнать Поздравляем Вы Получили Все Профессиональные Навыки Начального Уровня Начальный Уровень Алхимии Начальный Уровень Кузнеца Начальный Уровень Мастера Рун Подарочная Коробка 15 Уровня Один Шанс В Колесе Фортуны Даже Если Учесть Что Не все Начального Уровня Они Могут Весьма Мне Помочь Навыки Эквивалентны Третьему Уровню В этом мире В этом мире Все Профессии Поделены На С первого По пятый Уровни Уровень Мастера Великого Мастера И далее Создателя Третий Третий Уровень Неплох В любой Из Категорий По крайней Мере Это Не Ступень Новичка Замок Тианикси Вынужден Искать Мастеров Аутсайдеров Чтобы Делать Культивирующие Таблетки Оружие И Амуницию Но Теперь Мы Не будем Никого Умолять Даже Несмотря На то Что Все Они На Начальном Уровне Я Могу Поднять Их Ранг С Помощи Практики Итак У меня Есть Шанс К Лесе Фортуны Что Мне Выпадет Запустить Колесо Удачи Восьмая Главушка Так Ну что Ребят Стрим У нас Удет Уже Час Сколько Главушек Сегодня Будет Ладно Давайте Пока Восьмой А там Посмотрим Божественная Способность Божественная Способность Пожалуйста Божественная Способность Божественная Способность Поздравляем Вы получили Божественную Способность Аура Удачи Я Реально Получил Ее Аура Удачи Увеличивает Вашу Удачу В пять Раз И поглощает Одно Очко Безумия Каждую Секунду Че Увеличивает удачу в пять раз? Хм, это что-то вроде, как найти деньги на улице. Эй, можно попробовать. Поглощено одно очко безумия. Поглощено одно очко безумия. Поглощено одно очко безумия. Как ожидалось от божественной способности, скорость поглощения слишком большая. Молодой господин. О, сестра Сеолянь. Лорд Замка попросила меня проинформировать вас, что завтра утром вы должны явиться в главную камеру. Ох! Ох! Прошу прощения, молодой господин. Думаю, это тоже считается удачей. Неплохо. Лорд, мы не согласны с этим. Вы не можете игнорировать наши правила. Культивация Юэй Тянь Юня очень низкая. Как он может представлять замок Тянь Кси и войти в другие древние руины? Тянь Юнь, ты как раз вовремя. Я принял решение. Тянь Юнь официально станет учеником замка Тянь Кси. Место в древних руинах, которые он выиграл, будет принадлежать только ему. Ох! Даже если бы вы позволили ему войти с его имеющимся уровнем культивирования, я бы не согласилась. Его убьют, и место будет потрачено впустую. Вторая старейшая на замке Тянь Кси. Тянь Юпин. Есть еще полгода до того, как откроются руины. На данный момент Тянь Юнь на первом уровне недоработки тела. Скоро он будет соответствовать требованиям, так почему же вы отказываетесь? Что? Он прорвался через этап доработки духов? Вторая старейшая, я знаю, о чем вы думаете. Вы хотите, чтобы наш главный ученик заполучил эту возможность, но... Тянь Юнь получил ее, сражаясь в трех битвах, поставив на концу жизни. Он выиграл благодаря своей силе, так что у нас нет права мешать ему. Место в руинах должно принадлежать Тянь Юню. У кого-то есть возражения? Нет. Тянь Юнь, тебе нужно много работать, и когда ты войдешь в древ... Тянь Юнь, тебе нужно много работать, и когда ты войдешь в древние руины, у тебя будет много возможностей улучшить твое культивирование. Я буду стараться изо всех сил. Главное задание. Пройти древние руины, погруженные в небеса. Награда. Контроль и власть над древними руинами, погруженными в небеса. Сто тысяч очков опыта. Десять тысяч безумных очков. Нескончаемый меч. Похоже, я активировал главную миссию. И это награда. Древние руины могут находиться под контролем. С такой большой наградой сложность должна быть подстать. Невероятно высокой. Кузнец Мастер Конг еще не прибыл? Он отдыхает в нарушенном гостевом замке. Великая старейшина замка Тянькси. Мой Ёнь. Сейчас приглашу его. Я попрошу господина Конга выковать тебе подходящее оружие. У тебя есть талант? Лучше иметь при себе оружие вроде меча или копья. Это поможет тебе увеличить боевые навыки. Хорошо. Но я не думаю, что он может выковать лучшее оружие. К тому же, мои ледяные перчатки уже на уровне смертельного железного ранга. У них невероятный эффект. Мастер Конг прибыл. Мастер Конг, пожалуйста, присаживайтесь. Такое ощущение, будто он минимум на четвертой или пятой стадии доработки духа. Мастер Конг. Хоть его культивация и слабее, чем у здешних старейшин. Его зовут Мастером. Мастер Конг, на этот раз нам необходимо, чтобы вы выковали три оружия духовного ранга. Назовите свою цену. оружие духовного ранга выковать непросто, и цена за него не мала. Я могу выковать его для вас, но... У меня есть три условия. Если вы не примете их, тогда мой интерес к этой сделке угаснет. Первое. Позвольте моему ученику стать последователем замка Тенькси. Тенькси. Мы согласны. Второе. Материалы. Ковка трех оружий духовного ранга требует много редких и дорогих материалов, так что дайте мне денег, и я куплю их сам. Я понимаю, но как много вам нужно? Немного. Десять тысяч золота будет достаточно. Десять тысяч золота? Очень дорого. Это около трех сотен, всего лишь за одно оружие духовного ранга. Не могли бы вы снизить запросы? Лорд замка Ши, вы должны знать стоимость оружия духовного ранга. Это самая низкая цена, что я могу предложить. Если вы купите его в другом месте, оно обойдется вам по крайней мере в пять тысяч золотых. Хорошо. Каково последнее ваше условие? Замок Тенькси? Небольшой клан. Если мы используем такое количество золота за один раз, потом придется экономить. Оно касается меня. Я влюбился в одну из ваших учениц. Если она согласится быть моим дау-компаньоном, я дам все три оружия бесплатно. Тенькси? А кто это? Она! Молодой господин! Не вижу проблемы, если Сяо Ли Ань согласится на это, но если же нет, я не позволю этому случиться. Сяо Ли Ань, подойди. Понравится Конгу твоя великая удача? Таланты Сяо Ли Ань невысоки. Выдать ее замуж в обмен на три оружия духовного ранга стоит того. Нет, я не хочу выходить замуж. Я кузнец третьего ранга. Если ты выйдешь за меня, вы сможете использовать... Вы можете пользоваться кучей ресурсов. Позже стану кузнецом четвертого или пятого ранга. Ты все еще не хочешь быть со мной? Спасибо, мастер Конг, но я пока не ищу партнера. Надеюсь на ваше понимание. Чертова служанка, как ты смеешь отказывать мне? Если ты не станешь моим дау компаньоном, тогда для ковки предметов замок Тенгси должен искать кого-то еще. В таком случае, пойдите прочь. Что? Мы зовем вас мастером в дань уважения. Но вы начали насмехаться над моей ученицей, потому что вам отказали. Мы не хотим, чтобы такой человек ковал нам оружие. Так замок Тенгси обращается со своими гостями. Вы пожалеете об этом. Сяулянь, о чем ты думала? Это мастер Конг. Войдя за него, ты воробушек сможешь стать Фениксом. Ты можешь получить все, что захочешь. Вы неправая сестра. Сяулянь всегда была Фениксом. Она не согласилась, значит нет нужды мусорить эту тему. Да и говоря о кавке духовного ранга, я тоже так могу. Девятая главушка. Так, друзья, наверное, сегодня у нас будет десять глав. Тянь-юнь, должно быть, сказал те слова в ярости, чтобы заставить мастера Конга замолчать. Становление кузнецом не то, чего можно достичь за несколько дней. Тянь-юнь даже чудом не сможет преуспеть. Ты? Ты можешь выковать оружие духовного ранга? Я слышал тебя, ты просто мусор без сц. Думаешь, ты можешь делать все, что угодно, потому что выиграл против секты небесного духа? Тогда что, если я смогу выковать оружие духовного ранга? Если ты сможешь выковать его, я подарю тебе этот меч и начиная с этого дня, буду ходить на руках. Никогда не думал, что победусь на провокации отброса после того, как мне откажет служанка. Но если у тебя не получится, ей придется согласиться с моими условиями. Я дал тебе шанс, раз ты не принял меня раньше. Теперь я буду обращаться к тебе как к слуге, даже если женюсь на тебе. Сестра Сеулева не вещь, я не стану использовать ее как предмет для спора. Если у меня не получится выковать оружие духовного ранга, тогда я отрублю одну из своих рог. Отрубишь одну руку? Хорошо, как хочешь. Если ты не сдержишь слово, то поплатишься. Сдержу. Лорд дворца, пожалуйста, соберите для меня все материалы. Я сразу все изготовлю. Вы приняли задание выковать оружие духовного ранга. Награда 5000 очков опыта и бессмертное пламя. Бессмертное пламя эффект используется для ковки снаряжения высшего ранга и для создания препаратов может улучшить ранг снаряжения во время ковки. Также применимо во время сражения. Ты с ума сошел? Не тяни. Попроси прощения у мастера Конга. Как я уже сказал, сестра Сяо лень, не вещь. Говорит мастер Конг такой гениальный, почему бы тебе самой не выйти за него? Эй! Молодой господин. Хорошо сказано, Тянь Юнь. Пойдем я отведу тебя в мастерскую. Тетя, ты веришь в меня? Конечно, мы же семья. Вот, все необходимые материалы, чтобы выковать оружие духовного ранга. Здесь пять наборов, и мы приготовили еще два, на случай если у вас не получится. Этого будет достаточно, я не ошибаюсь. ха, вот вот же. Этот сопляк очень самоуверенный, даже с моим уровнем у меня только 50% шанса выковать духовный ранг. Какое оружие мне сделать? Длинный меч, мы часто их используем. А, принял. пламя внутри печи обычное, поэтому нужно быть предельно аккуратным. А, ну давай, посмотрим, сколько ты сможешь продолжать этот фарс. Я уверен, что этот ребенок блефует. Он просто пытается заставить меня снизить цену. Лорд замка, это уже слишком. Если Теонион потерпит неудачу, мы потеряем ценные материалы и оскорбим мастера Конга. Как потом ученики войдут в руины без хорошего оружия. Я беру ответственность на себя. Если он потерпит неудачу, мне придется уведомить об этом предков и позволить им решать. Без проблем. Лорд замка, я могу просто согласиться на женитьбу. Вверх в Теонион. Хо! Так, давайте что-нибудь эпичнее, наверное. Поздравляем! Задание завершено! Получено 5000 очков опыта и бессмертное пламя. Вау! я получил еще один навык! Кузнец, уровень новичок, мастерство 10 из 1000. Мастер Конг, вы можете проверить это изделие на качество. Подтверждаю, меч действительно духовного ранга. Мастер Конг, попробуйте? Ах, не нужно! замок Тянь-Си обманул меня и заманил в паре. Вы еще и притворялись, что Малец не умеет ковать. Я никогда не говорил, что не знаю, как создается оружие. Теперь отдай мне свой меч и с этих пор ходи на руках. Погоди-ка! Я проиграл спор, но это была твоя ловушка. у вас и в мыслях не было заказывать у меня что-либо. Если бы ты не был таким напористым, я бы не вмешался. Даже если в замке Тянь-Си одни женщины, они здесь мастера, а не ты. у женщин есть право выбора. Надеюсь, ты усвоишь этот урок. Теперь можешь идти. И не забудь, иди на своих руках. У тебя молоко на губах не псохло, чтобы заставлять меня что-то делать. Значит, у меня для этого прав достаточно. Мастер Конг, не должны ли вы сдержать свои обещания? Тянь-Юнь поставил на кон одну из своих рук, и мастер Конг поставил свое оружие духовного ранга. Ха, плевать. Я не буду спорить с вами, у меня и другие дела есть. Я запомню тебя, сопляк. Пытаешься сбежать? Потеряйся! Десятая главушка. Так, друзья, наверное, на сегодня последняя. Так что, ребят, обязательно поставьте лайк под видосиком вот прямо сейчас, пока мы еще не начали. И если кто-то захочет поддержать канал, да, как это сделал Александр, будет здорово. А мы продолжаем. У нас десятая главушка. лорд замка, вы переборщили? Мистер Конг не последний человек в небесном лунном городе. Если он приведет сюда людей, что мы будем делать? Я возьму на себя всю ответственность. Я лишь ученик извне, а то, что я делаю, не касается замка Тень Кси. Хотя ты можешь ковать оружие духовного ранга, но прорыв в твоих навыках не так уж велик. В сравнении с мастером Конгом, который известен как хороший кузнец, у тебя нет никакой силы или связи. Да, но если мои навыки выше, чем его, все должно быть хорошо, ведь правильно? Тогда я выкаю больше духовных оружий, чтобы вы увидели разницу в наших навыках. Что? Что это за огонь? А кто бы мог подумать, что Тянь-Юнь заполучит такое необычное пламя? Так он не проявил всю свою силу перед мастером Конгом. Теперь у меня есть бессмертное пламя. Все будет гораздо проще. поздравляем вы получили рейтинг мастерства 50. Меч обычной длины духовное оружие среднее качество. Духовное оружие среднего качества? Три старейшины пожалуйста посудите сравнится ли сравнюсь ли я с мастером Конгом? Я впечатлена Лорд замка я должна идти оставляю дела на ваше с тянением попечительства Тогда я продолжу ковать пока все сестры не будут экипированы духовными мечами Посмотрим кто смелится угрожать замку Тинянь-Кси Новая миссия выполнить запрос Шиксю и Юнь Награда 5000 очков опыта плюс 10 к расположению Шик Сюнь О новая миссия и награда расположения Интересно как сейчас ко мне относится тетя Расположение 330 330 это хорошо или плохо График отношений 0 очков прохожий 10 очков знакомый 100 очков хороший друг 200 очков любимый 300 любовь до гроба любовь до гроба выходит мои теты ко мне так благосклонно поздравляем вы выполнили запрос Шиксю и Юнь получено 5000 очков опыта плюс 10 очков расположения поздравляем вы поднялись до второго уровня совершенствования духа навыковки ранг новичок уровень мастерства 310 из 1000 а у нас закончились материалы да я не рассчитывал что каждый раз будет спешным это все духовные мечи среднего ранга как я мог облажаться если моя тетя возглавала на меня столько надежд кстати у нас нет никаких трав я бы мог сделать таблетки правда в таком случае замку Чангси больше нет необходимости кланяться кому-либо за простыми расходниками но на данный момент у нас нет духовных трав я пошлю кого-нибудь купить их вместе с материалами для ковки тетя могу я пойти сам я могу продать эти вещи и обменять их на материалы из золота да почему бы и нет нехорошо запираться в четырех стенах тебя будут сопровождать два ученика оба ученика те кто войдет вместе с тобой в древние руины используй этот шант чтобы узнать их получше ведь потом так легче будет работать приветствую молодой мастер приветствую молодой мастер Квин Ксю Анлинк ха ха старшие сестры позаботьтесь обо мне их благосклонность по крайней мере она не нулевая думаю они изменили свое мнение обо мне после той битвы с клоном небесного духа тянюнь возьми это кольцо хранилище в нем немного золота и духовное оружие которое ты создал спасибо тетя эта штука очень удобна я могу хранить внутри кучи вещей и их вес совсем не чувствуется мы вернемся как только получим все необходимое новая миссия купить материалы и вернуться замок Тенгси награда 10 тысяч очков опыта 2000 золота и 1 шанс в лотерее улучшить благосклонность всего замка Тенгси за 20 очков мы направляемся в город небесного ветра да молодой мастер город небесного ветра крупнейший торговый город рядом с нами я слышал мастер кунг на короткой ноге с большими семьями этого города надеюсь мы не наткнемся на него но если он снова попытается причинить вред замку Тенгси я не отпущу его так просто о город небесного ветра безусловно оживленный прочь с дороги не загораживайте путь в сторону это повозка крылатой секты в сторону если не хотите умереть как они посмели ворваться так бездомно эй путиша не удивительно что они так самоуверены это повозка крылатой секты у них большое явление в городе небесного ветра они создают техники гораздо лучше чем клан небесного духа и у них есть 4 места в древние руины крылатая секта эта повозка сама по себе духовное оружие созданное ими лично даже низкоуровневую карету подобного вида было бы сложно уничтожить новая миссия победить самоуверенных учеников секты крыла ма линг ма линг пэнк принимайте награда 5000 очков опыта 500 очков к мастерству кузнеца и 500 золота о новая миссия а почему бы и нет странно что система раздает рандомные задания в отличие от основного задания нет необходимости принимать его но если я активирую ауру удачи в тот момент когда заканчу то вероятно получу больше наград молодой мастер это зал небесного феникса юный мастер позвольте нам идти уходите лири ты сказал мне что дашь 8 серебра я спрашивала о цене нефритовой духовной травы каждый стебелек стоит по меньшей мере 12 сервера а ты предлагаешь мне всего 3 зал небесного феникса покупает стебелек духовной травы за 4 монеты серебра я даю тебе больше чем ты заслуживаешь я не буду сдерживаться если ты продолжишь обвинять меня как цена могла так резко снизиться ты обманываешь меня живо живо верни мне траву здесь такое случается постоянно юный мастер мы должны войти мастер вы получили миссию помочь бедняжке джи линьгунь награда 1000 опыта плюс 100 очков благосклонности джи линьгунь 5 очков престижности больно ты смеешь меня кусать нечесть соплячка цена духовной нефритой травы равна 12 серебряным монетам разве тебе не стыдно издеваться на маленькой девочкой тебя это не касается буди прочь нет осторожно держись подальше от нее ублюдок ты хоть знаешь кто я такая нет не знаю но если ты вернешь серебро которое ты украл я сделаю так что ты выпленишь свои зубы культиватор милорд прошу прощения пощадите я больше не наставлю проблем отдай ей серебро и убирайся не наставлю Мне ещё нужно кормить моего младшего брата, поэтому... Хм, всё хорошо, оставь это себе. И позволь спросить, не хочешь ли ты пойти с нами и присоединиться к замку Тянькси? Ага. Но мои навыки недостаточно хороши, вряд ли я подойду. Сёстры, она может вступить в замок Тянькси. Я лично поручусь за неё, так пойдёт? Это должно сработать. Кроме того, вы иный мастер замка Тянькси. Привлечение одного человека не станет проблемой. Видишь, ты можешь справиться с нами, ну что скажешь? Но... мне жаль, но я не могу оставить моего младшего брата. Новое задание. Помочь младшему брату Джей Линьгунь. Принять. Награда. Тысяча опыта, плюс 50 очков к благосклонности Джей Линьгунь и 5 очков престижности. Другое задание. Но... Что это за очки престижности такие? Игрок и Тяньйунь. Уровень 12. Уровень очищения духа 2. Опыт. 5820 из 50 тысяч. Очки безумия. 670. Очки престижности. 5. Техника культивирования. Навыки боя бога серебра. Навыки боя бога севера. Техника орлиного когтя. Меч падающего пера. Поступ летающего облака. Техника поглощения великой звезды. Оружие ледяные перчатки. Броня. Ботинки снежного волка. Броня бога неба. Божественные способности. Состояние безумия. Удачливая аура. Мастерство. Кузнец. Мастер духов. Алхимик. Очки престижности. Увеличивают вашу удачу. Чем выше их ценность. Чем удачливее вы будете. Можно использовать в любом месте. Похоже, что хорошие деяния увеличивают мою престижность. Но мне интересно, насколько все это эффективно. Хорошо. Принять. Не проблема. Ты можешь взять своего младшего брата с собой. Правда? Да. Но сначала нам нужно кое-что купить. А потом мы вернемся. Хорошо? Тогда я подожду вашего возвращения здесь. Людям из трущоб не разрешается входить внутрь. Ты можешь войти с нами. Никто не посумеет остановить тебя. Ты! И куда это ты идешь? Ты что, не знаешь, что леди мыстра ищет? Тут не место. Двенадцатая глава. Она со мной. Не будет проблем, если я ее проведу. А? Культиватор? Нет. Без проблем. Ах, мисс. Как так вышло. Должно быть это из-за моего плохого обслуживания. Я надеюсь, вы сможете простить меня. Зал Небесного Феникса приветствует вас. Пожалуйста, смотрите под ноги. Ладно, я пощажу тебя. Вау, мы действительно внутри Замка Небесного Феникса. Ого. О, нашла что-то интересное? Я... Да, это таблетка. Таблетка? Для чего она тебе? Моего младшего брата отравили. И я слышала, что эта таблетка может вылечить его. Поэтому... Если так, просто отведи меня к своему младшему брату. Я могу вылечить его. Правда? Конечно. Как только закончим здесь, пойдем к тебе домой. Большое спасибо, мастер. Кто позволил этой пролистолюдинке прийти сюда? Когда этот Зал Небесного Феникса Стал местом для такого отребья. Вот же. Это портит мне настроение. Ого. О, вы случайно не мастер Конг? Эй, ты... Как вы сюда попали? А почему мы не можем быть здесь? А? Где охрана? Кто пропустил эту девку из трещоб? Она портит мне вид. Быстро выгоните ее. Да, сэр. Это Зал Небесного Феникса. Просто лети нам не разрешено входить сюда. Уйди, или мне придется выпереть тебя. Мастер Конг здешний гость. Неудивительно, что охранники ему повинуются. О, с чего вы взяли, что она пришла из трущоб? Что? Она не может... На гарем в подзаемном мире. Ха-ха-ха. Валентин, спасибо за 65. Да. Помню этот тэтл. Или ты на мой личный гарем скидываешь? Ха-ха-ха. Спасибо, дружище. Да, гарем тоже будет в ближайшее время, я думаю. Она не может позволить себе даже самую дешевую вещь. Это место не для таких, как оно. Я просто тихонечко уйду. А что насчет этого? Мастер Конг, что тебе... Это место не принимает отбросов. Не важно, как много золота у вас есть. Мусор. Это мусор. По крайней мере, она лучше людей, что носят дорогую одежду, а ведут себя хуже животных. Кого ты назвал животным? Я почетный гость. И я хочу, чтобы вы свалили отсюда. Прогоните их. Так, если ты гость, то где же хозяин этого места? А? Ты хочешь увидеть владельца? Что здесь происходит? Лорд Лянь, вы вовремя. Этот тип мало того, что подставляет меня, так еще и простолинку с собой притащил. Такое поведение разрушает репутацию зала небесного феникса. Пожалуйста, избавьтесь от них. Хм... Должно быть они из дворца Тянькси. Мастер Лянь, вам не кажется, что ваши гости немного грубоваты? Мы из дворца Тянькси. Разве вы не слушаем нормального отношения, как к гостям? Вот оно что. Неудивительно, вы оба очень экстраординарные. Любой посетитель наш гость. Не говоря уже о том, кто из дворца Тянькси. Не нужно ругаться. Мир и гармония порождают богатство. Лорд Павильона Ганге, если вы позволите им остаться, то я немедленно бакину зал. О-о-о-о-о... Ох... Оскорблять мастера Конга ради дворца Тянькси, наверное, не стоит. Мне правда жаль, но я должен попросить вас уйти. Вы? Это возмутительно. Хм... Прекрасно. Мы не собираемся сотрудничать и посещать такое гиблое место. Мастер Ляньге, вы должны запомнить свой выбор. Вряд ли ваши действия пойдут вам на пользу. Даже не вздумайте возвращаться сюда. Это моя территория. О-о-о... Мне очень жаль. Это все из-за меня. О-о-о... Хм... Это не твоя вина. На самом деле, тут мастер Конг затаил на нас злобу. И к тебе это не имеет никакого отношения. Вместо этого, пойдем в другое. Я заставлю их пожалеть о своем выборе. Зал Небесного Дождя Молодой мастер, могу я спросить. Вы коллекционируете артефакты? Я бы хотел продать оружие духовного ранга. Раз уж зал Небесного Феникса сделал свой выбор, тогда я воспользуюсь залом Небесного Дождя, чтобы они пожалели. Да. Тринадцатая главушка. Что же будет дальше? Молодой мастер, подайте минутку. Я немедленно позову лорда Павильона Зе. Новое задание. Помочь залу Небесного Дождя подавить зал Небесного Феникса. Награда. Пять тысяч очков опыта. Плюс сто к расположению Зи Ю Вэй. Пятьсот золота. Плюс десять очков престижа. Лорд! Лорд Павильона! Зи Ю Вэй? Должно быть это кто-то влиятельный в зале Небесного Дождя. Кажется, заданий становится все больше и больше. Спасибо за ожидание. Меня зовут Зи Ю Вэй. И я лорд Павильона Зала Небесного Дождя. Лорд Павильона Зала Небесного Дождя. Зи Ю Вэй. Это духовное оружие. И абсолютно все среднего качества. Надо же, парнишка смог создать так много духовного оружия среднего качества в таком неном возрасте. И если я смогу работать с ним, то получу хорошую выгоду. Молодой мастер, вы собираетесь продать эти мечи? Что-то вроде того. Видите ли, это оружие было создано мной. И если вы предоставите мне материалы, то я смогу создать еще больше для продажи. Что касается моей доли, вы можете решить сами. Но единственное условие. Вы продадите его дешевле, чем Зал Небесного Феникса. А молодой мастер хочет украсть клиентов у Зала Небесного Феникса? Вы излитесь на них? Можно сказать и так. Ну что, вы готовы работать со мной? Конечно. С радостью приму ваше предложение. Старшие сестры, поскольку я буду некоторое время занят, Могу ли я попросить вас двоих сходить с маленькой мисс Джи И забрать ее младшего брата? Хорошо. Мы пойдем прямо сейчас. Зал Небесного Феникса Как он посмел спарить со мной? Я уверен, он больше никогда не сможет купить себе что-либо отсюда. Именно. Во дворце Теникси нет кузнецов. Поэтому обижать вас не лучший выбор. Лорд Павильона Лянь, беда! О, что случилось? Ты разве не знаешь, что бегать неприлично? Мастер Лянь, Зал Небесного Дождя Начал продавать оружие среднего качества На десять тысяч серебра дешевле, чем мы! Что? Че? Они с ума сошли? Десять тысяч серебра – это почти половина цены духовного оружия низкого качества. Кажется, это идея продавца! Если так продолжится, то мы потеряем всех наших лентов из-за них! Ха, что за щедрый продавец продает свое духовное оружие среднего качества по такой низкой цене? Думаю, это тот самый, которого мы вышвырнули! А? Что? Снова он? Тип из Дворца Тянь-Кси? Почему он продает духовное оружие? У Дворца Тянь-Кси даже для себя недостаточного количества духовного оружия. Или, может быть, мы что-то упускаем? Ха, по-любому, они разозлили! По-любому, они разозлились и пытаются отомстить нам! Хотел бы я посмотреть, сколько еще они смогут продать! Я надеюсь, что Паршивец остановится и быстренько вернется во Дворец Тянь-Кси! Точно! Немедренная идея, искупи у них все! Слушаюсь, Лорд Павильона! Лорд Леньга, мы искупили все их духовное оружие, но они выпустили еще одну партию! И это тоже выкупи! Еще одна партия из Зала Небесного Дождя! Мастер Лянь, там! Что происходит? Зал Небесного Дождя опять продает свое духовное оружие по низкой цене? Ха, нет, быть не может! Они не настолько тупые! Здесь точно что-то не так! Зал Небесного Дождя Мастер Зи, на этот раз штаб обязательно признает наш ваш статус! Спасибо молодому мастеру и... Что пришел к нам в такое непростое время! Хоть он и использует нас для подавления Зала Небесного Феникса, мы не останемся в стороне! Любой кузнец мог бы потерпеть неудачу! Но молодой мастер и ни разу не провалился! И его уровень навыков очень высок! Поздравляем! Навыковки повышен до среднего уровня! Наконец-то я достиг среднего уровня! Это значит, что я могу выковать духовное оружие продвинутого качества и... Возможно, даже превосходного! Как и ожидалось от продвинутого качества, успех составляет только 50%, а успех превосходного составляет всего 10%! Резиденция для гостей в Зале Небесного Дождя Молодой мастер, это мой младший брат! Пожалуйста, спасите его! Не беспокойся! Сначала позволь мне взглянуть на его состояние! Это действительно отравление! Думаю, его укусила одна из ядовитых змей! Хм... Яд попал в меридианы и полностью смешался с его кровью! Сестренка! Сестренка, ты вернулась! Мне снился сон, где мы играли возле реки и срывали дикие фрукты! Как только тебе станет лучше, мы пойдем собирать в днике фрукты, а сейчас... Не переживай! Та таблетка действительно может спасти твоего брата, но и способ избавиться от этого яда намного легче и быстрее! Не, этот лего не используется для создания оружия! Им... Он разгонит яд? Четырнадцатая глава Готово! Ядовитые токсины разогнаны! Братик, как ты себя чувствуешь? К счастью, этот яд не очень мощный, иначе парнишка давно бы умер! Сестренка, сейчас я чувствую себя намного лучше! Это отлично! Спасибо вам, молодой мастер! Я готова служить вам всю свою жизнь! В этом нет нужды! Я просто делаю то, что могу! Миссия выполнена! Получите награду! Не его пламя, только алхимики владеют таким уровнем контроля! Может быть, он также один из них? Лорд Павильона Зи, могли бы вы договориться о комнате, где они могут остаться? Да, без проблем! Прошу, следуйте за мной! Я покажу вам вашу комнату! Спасибо вам, мастер Зи! О, уровень успеха повысился? Раньше у меня было только 50% для продвинутого уровня, но сейчас он увеличился до 55! Значит, очки престижа также влияют на уровень успеха! Если использовать ауру удачи, я легко могу довести показатель до 100%! Докладываю! Лорд Павильона, зал Небесного Феникса продает духовное оружие среднего качества, дешевле на 10 тысяч серебра! В настоящее время цена на среднее качество достигла своего предела! Кажется, что мы можем пока только подавить их! А если мы снизим цену продвинутого качества? Духовное оружие продвинутого качества не дешевое, его цена равна тем... Духовное оружие продвинутого качества не дешевое, его цена равна трем духовным орудиям среднего качества! Поэтому, даже если мы предложим его немного дешевле, это будет бессмысленно! А если мы продадим его на 5000 серебра дешевле? Хм, а на успех у духовного оружия среднего ранга очень низок. А со всеми неудачами, может, оно того не стоит? Не проблема. Оставьте это мне. Нам нужно поддерживать темп и вернуть наших клиентов. Но сможем ли мы справиться или нет, зависит от вас. Если молодой мастер и сможет поддерживать уровень успеха, то мы дадим вам 40% или даже 50% прибыли. Для начала поднимем уровень успеха. Используем очки престижа. Активируем ауру удачи. Активируем сумасшедшие режимы. Уровень успеха 100%. Ха-ха, сработало! Обычный длинный меч. Духовное оружие продвинутого качества. Ах, ты действительно преуспел! Ах, хе-хе-хе. Настоящий гений. Я должна оставить благоприятное впечатление о нем. А после того, как мы снизили цены, клиенты перешли обратно на нашу сторону. Но если они продолжат снижать цены... Ох, эта ситуация... Все благодаря вам, мастер Конг. Лорд Павильона Лянь, я подозреваю, что они просто проверяли нас. Возможно, это шпионы, отправленные залом небесного дождя. Пожалуйста, прекратите нести чушь. Лорд Павильона, зал небесного дождя продает духовное оружие продвинутого качества. И цена... цена меньше, чем у нас, на пять тысяч евро. Что? Они специально настраивают клиента против нас, снижая свои цены. Если так продолжится, то репутация зала небесного феникса будет под угрозой. Лорд Павильона Небесного Дождя сумасшедший? Кто создает это духовное оружие продвинутого качества? Согласно информации наших шпионов, его зовут Итянь Йонь. Он старший ученик замка Тянь Ксея. Ага, снова это он. Это невозможно. Он только... Я могу создавать духовное оружие промежуточного качества. А для продвинутого мой уровень успеха менее 30%. Тянь Йонь успешно создал уже четыре оружия продвинутого качества. И все еще продолжает. Я слышал, что продажи будет более 10 духовных оружий продвинутого уровня. Канг Шэнь Пэнь, ты молодец. И до тебя зал небесного феникса спровоцировал такого парня. Ничего больше не говорите. Мы не можем обслуживать вас в качестве гостя, пожалуйста. Уходите. Итянь Йонь. Итянь Йонь делает это, чтобы отомстить мастеру Конгу. Если бы тогда Тянь Йонь остался, то зал небесного феникса не потерпел бы неудачу. Кажется, сейчас я могу попросить о помощи только Бога. Итянь Йонь из дворца Тянь Кси. Ты слишком юн, чтобы снова пойти против меня. Я не хотел марать руки. Но ты вынуждаешь меня сделать это. Пятнадцатая глава. Ну что, ребят. Главушки у нас интересные. Так что я думаю, это стоит того, чтобы оставить свой царский лайк под видосиком. Не стесняйтесь сделать это прямо сейчас. Вот прямо сейчас. А мы продолжаем. Кстати, если кто-то еще захочет поддержать канал, будет здорово. Ссылочки есть в описании. Я использовал слишком много духовной энергии. Молодой мастер, вы в порядке? Я просто устал. Так как долгое время занимался изготовлением. Поздравляем. Вы завершили миссию помочь залу небесного дождя подавить зал небесного феникса. Получено 5000 очков опыта. 100 к расположению Зи Юуэй. 100 очков престижа. Расположение. 142. Молодой мастер. Спасибо вам за все, что вы сделали за эти несколько дней. Но вы должны отдохнуть какое-то время. Вы получили 500 золота. Поздравляем. Вы поднялись до четвертой стадии развития духа. Нет нужды благодарить меня. Мы просто помогаем друг другу. Я не ожидал, что намного быстрее повыше уровень изготовления оружия по сравнению с убийством монстров. Тогда я вернусь в комнату и отдохну. Очки опыта, необходимые для перехода на следующий уровень, намного увеличились. Кажется, что сейчас повысить уровень не так просто, как раньше. Предупреждение. Опасность. Предупреждение. Опасность. А? Убийца? Активировать эффект брони небесного бога. Было бы очень плохо, если бы у меня не было брони небесного бога. Что произошло? Эффект брони небесного бога. Отражает половину нанесенного урона обратно противнику. Ограничивается только уроном в ближнем бою. Ты! Кто отправил тебя? Он быстрый. По крайней мере, на три стадии развития духа. На третьей стадии развития духа. Заморозить. Ну, что? Так как ты не хочешь говорить мне ничего, тогда... Активировать сумасшедший режим. Активировать ауру удачи. Сумасшедший режим. Аура удачи. Ты просто станешь моими очками опыта. Поздравляем. Вы уничтожили убийцу. Получено 8000 очков опыта. Навык. Невидимость. The Scarlet Rose. Спасибо за десяточку. Привет, удачного стрима, что ты меня давно не была на твоём стриме. Ах. Да. Ну ничего. Главное, что ты снова с нами. Ладненько, продолжаем. Навык. Навык невидимость. Навык невидимость. Теневой плащ. Тысяча золота. Алый кинжал. И 300 сумасшедших очков. Навык невидимости. Теневой плащ. И алый кинжал. Действительно, хорошие награды. Навык. Скрывает тело пользователя. Увеличивает скорость и урон в два раза. Теневой плащ. Иммунитет ко всем атакам на 5 секунд. Кровожадность алого кинжала. Восстанавливает хп пользователя при нанесении повреждений. Напитан ядом. Может убить моментально при попадании в слабое место. Жаль, если это оружие и навыки нельзя обновить. Кажется, что все оружие получено из-за убийства монстров. Нельзя обновить. Но, по крайней мере, они хорошего качества. Их можно долго использовать. Кто мог подослать убийцу? Явно кто-то из Зала Небесного Феникса. Или Мастер Конг. Это должно быть Кольцо Хранилища Убийцы. Духовное оружие низкого качества. Таблетки. И это все содержимое в кольце? Духовное оружие не имеет никакой маркировки. Но, судя по качеству, оно сделано Мастером Конгом. Давай сначала пойдем в Зал Небесного Феникса и узнаем, кто отправил мне такой подарок. Активировать плащ. А, что происходит? Почему ему требуется так много времени, чтобы просто убить этого парни-паршивца? Как он может называть тебя убийцей Лиги Теней, если так долго выполняет простое задание? Хм, как ожидалось, никто не хочет убить меня так сильно, как он. Желаете принять миссию Убить Конг Шэнь Фэня? Награда 10 тысяч очков опыта. 300 к мастерству изготовления. 300 золота. 300 сумасшедших очков. Да, я принимаю. Так, давайте, наверное... 16 глава. А-а-а-а! Кто здесь? Что это за странное чувство? В любом случае, сначала уйду отсюда. Имя Конг Шэнь Фэнь. Уровень... Вторая стадия духовного очищения навыки. Неизвестно. Боеспособность? Неизвестно. Меня ничего не волнует, кроме его уровня культивирования, который только на второй стадии духовного очищения. Мастер Конг, настало время твоей смерти. Поздравляем. Вы убили Конг Шэнь Фэня и получили 6000 очков опыта. 200 сумасшедших очков. Молот Бога. И один рецепт изготовления Молота Бога. Вы успешно завершили миссию. Вы получаете 10000 очков опыта, 500 сумасшедших очков, плюс 300 к мастерству изготовления и 300 золота. Это одна из вещей, которые я нашел у убийцы. Возможно, он хотел встретить все следы улик, включая троп. Позволить такому человеку, как он, жить, доставит мне больше проблем в будущем. Нужно быть осторожнее с этого момента. Молодой мастер И, что здесь произошло? Ничего особенного. Я просто уничтожил убийцу. Убийцу? Его подослал в зал Небесного Феникса? Не уверен в этом. Я завершил все мои задачи тут. Поэтому я должен вернуться скорее, чтобы избежать еще больших неприятностей. Молодой мастер И, приношу извинения. Мой зал Небесного Дождя небрежно не отнесся к вашим мерам безопасности. В качестве компенсации я готова предложить вам на 10% прибыли больше. Ваша доля будет 60%, а мы получим 40%. Договорились. В любом случае, если охранники не на 8-9 стадии духовного очищения или не специализируются на скрытности, они бы не смогли остановить убийцу. Это не вина зала Небесного Дождя. Примите, пожалуйста, нашу компенсацию в качестве извинений. Мы недостаточно хорошо вас защищали. Это последнее, что мы можем сделать после всего того, чем вы нам помогли. Он действительно помог зала Небесного Дождя получить больше трафика и стать более известным. Сравнивая с этим, это количество денег – ничто. А сейчас, если бы я только могла заставить его остаться здесь. Лорд Павильона Зи, я ценю ваше предложение. Но у нас есть все необходимые материалы, поэтому мы уезжаем завтра рано утром. Это не связано с тем убийцы. Не думайте слишком много об этом. Я понимаю, поскольку Молодой Мастер И принял решение, я не пытаюсь остановить вас. Но если Молодой Мастер когда-нибудь... Но если Молодой Мастер когда-нибудь будет нуждаться в помощи Зала Небесного Дождя, мы, несомненно, поможем. Лорд Павильона Зи, мы уже уходим. Молодой Мастер И, вам всегда здесь рады. Мы дадим большую скидку, если вы когда-нибудь захотите купить что-либо. Лорд Павильона Зи, Зал Небесного Феникса проводит аукцион. Они продают духовное оружие превосходного качества. И не только это. Есть также большое количество духовного оружия продвинутого качества, изготовленного создателями клана Бога. Там уже собирается большая толпа людей. И они говорят, что... В городе Небесного Ветра, кроме духовного оружия, изготовленного создателем клана Бога, все остальное является поддельным. Чего? А создатель клана Бога? Ха! Я никогда не думала, что Зал Небесного Феникса мог попросить у них помощи в деле с нами. Промежуточный экзамен на Мастера Города Небесного Дождя и оценка качества духовного оружия все решается создателями клана Бога. Теперь они встали на сторону Зала Небесного Феникса и говорят, что духовное оружие Зала Небесного Дождя является поддельным? Хм... Создатели клана Бога... Маля Ань Пень? Молодой Мастер И, вы знаете Маля Ань Пеня? Нет, я просто услышал кое-что о нем. Мастер И, Маля Ань Пень – один из учеников, которые примут участие в дряньих руинах в этот раз. Я никогда не думал, что он будет настолько высокомерным, а также называть ваше духовное оружие поддельным. Мы должны пойти в Зал Небесного Феникса и позвать тому Мастера для объяснений. Мы... мы хотим возврата денег! Последователь создателя клана Бога сказал, что все проданное духовное оружие продвинутого кранга является подделкой. Это все духовное оружие промежуточного качества! Да, неудивительно, что они продавали его так дешево! Это подделка! Дайте нам наши деньги! Я чувствовал себя странно, когда использовал его! Ну точно, это подделка! Я никогда не думал, что Зал Небесного Дождя будет продавать такое оружие! Все, пожалуйста, успокойтесь! Мы гарантируем, что все это духовное оружие продвинутого качества! С этим нет проблем! Не пытайтесь содурочить нас! Последователь создателя клана Бога сказал, что все это подделка! Создатель клана Бога это символ изготовления! Почему мы должны верить вам вместо него? Да, вы просто врете! Чтобы сохранить свое лицо, мы хотим вернуть наши деньги! Лорд Павильона Зи! Верните им деньги! Ну, молодой мастер! Хорошо! Я сделаю так, как вы сказали! Пожалуйста, проследуйте за мной и получите свой возврат денег! Похоже, что я еще не могу уйти! Нам нужно сделать еще один визит в зал Небесного Феникса! О, это ведь Лорда Павильона Зи! Мне интересно, что сегодня привело вас сюда? Лорд Павильона Лянь! Прекратите притворяться! Почему вы говорите, что все, кроме духовного оружия, продаваемого в зале Небесного Дождя, является подделкой? Проданное нами духовное оружие продвинутого качества является настоящим, и вы это знаете! Не захотите ли вы, слишком далеко говоря, что оно поддельное? Я изучил духовное оружие из вашего зала! Хм? Оно не может рассматриваться, как духовное оружие продвинутого качества! Оно максимум является духовным оружием промежуточного качества! Я знаю это, потому что я создатель клана бога Маляньпень! Маляньпень, последователь и создатель клана бога! Настоящее оружие продвинутого качества были мощное, а оружие, которое вы продали, слишком слабое! А, тогда почему бы не проверить его друг на друге? Давайте посмотрим, чье духовное оружие продвинутого ранга сильнее! О, вы хотите посоревноваться с создателем клана бога? Да, а вы осмелитесь принять мой вызов? Я покажу вам, как выглядит духовное оружие продвинутого качества! семнадцатая глава! Да кто ты, черт возьми! И Тянь-Йонь, я тот, кто создал это духовное оружие продвинутого качества, которое ты назвал поддельным! Итак, ты всего-то мусор дворца Тянь-Ксей, у которого нет кровицы! Мусор думал, что может создавать духовное оружие? Я уверен, что ты просил кого-то помочь создать это оружие, но тебя обманули с таким-то количеством духовного оружия продвинутого качества! Мусор без кровицы? Я не знаю, где вы услышали это, но только идиот поверил бы в слухи! А так как вы верите, что все духовное оружие, которое создал подделка, как насчет того, чтобы устроить матч? Посмотрим, чье духовное оружие сильнее! Ха? Как все это простое дерьмо так со мной разговаривать? Если ты хочешь устроить матч, хорошо, но ты должен будешь сражаться один, твои друзья тебе не помогут! Ты усомнился в моем оружии, поэтому, конечно, я буду лично сражаться с тобой, чтобы доказать подлинность! Мы обязательно выясним, у кого подделка! Тогда давай сразимся на арене снаружи, так каждый сможет увидеть, кто врет! Хорошо, нет проблем! Культивация Маленьпеня на 4 стадии духовного очищения! Уверен, что хочешь сражаться с ним! Это правда, младший брат, его уровень культивации выше, чем твой, и если ты будешь ранен, то мы не сможем встретиться с ложным дворца! Не беспокойтесь, сестры, я могу себе позаботиться, он не причинит мне вреда! Я думал, что ты только за ебками прятаться и умеешь, но все еще надеюсь, что ты настоящий мужчина! По крайней мере, я лучше тех, кто распространяет фальшивые слухи, используя влияние клана! В любом случае, слухи это или нет, мы узнаем очень скоро! Этот меч продвинутого кодисту, лучший меч, который я создал! С ним я докажу всем, чьё оружие сильнее! Я буду использовать этот тяжелый меч, чтобы посмотреть, насколько действительно сильно твоё духовное оружие продвинутого качества! Это просто спарринг, а не сражение на жизнь и смерть! Я надеюсь, не будет никаких несчастных случаев, иначе зал небесного дождя не пустит дело на смотёк! Он не настолько достоин меня, чтобы умереть от моей руки! Использовать тяжелый меч против лёгкого! Да я уничтожу этого ребёнка одним движением ног! Гость зала небесного дождя должен быть идиот! Использовать тяжелый меч против лёгкого! Разве он не ищет своей смерти? Ученик создателя клана бога не может проиграть! Гость зала небесного дождя точно проиграет! Он наверное был под эмоциями и попросил о мачте порыве! О! Так-то! Если что, у меча нет глаз! Вини себя за провокацию создателя клана бога! Так это бой? Он пытается убить меня? О! Он заплакировал мою атаку! давай посмотрим как долго ты сможешь продержаться! Это всё что ты можешь? О! Я должен сказать ты расстроил меня! Сейчас моя очередь! Активировать сумасшедший режим! Сумасшедший режим? Сейчас! Сейчас! Мой меч! И это предел твоего меча? Не ты не говорил что моё духовное оружие это подделка! Тогда почему этот твой меч супер пупер качество разрушился от моего поддельного? И чьё оружие здесь фальшивое? 18-я глава может быть оружие проданное залом небесного дождя действительно было духовное оружие продвинутого качества? Не за что! Получается что всё что сказал ученик создателя клана бога это ложь? Неужели он специально врал? ты поспел ранить меня? Бешеный взмак ветра! Затеряйся! Сдавайся! Молодой мастер и молод но его уровень культивации не низок и его стандарт создания также достаточно высок он действительно гений с большим потенциалом вы проиграли и кажется ваше оружие тоже не лучше я еще не заканчив и за что ни за что не проиграю кому-то вроде тебя умри вы проиграли вместо того чтобы признать это вы посмели использовать скрытую атаку но как жаль у вас и этого не получилось чего он последователь создателя клана бога убит гость зала небесного дождя не слишком безжалостен ты что не видел что последователь создателя клана бога пытался убить этого парня это нормально что он контратаковал все закончилось но теперь поскольку он убил последователя создателя клан бога ему тоже не поздоровится поздравляем вы убили малень пене и получили 10 тысяч очков опыта 1000 золота получили навык шагов небесных облаков навык владения мечом бешеный взмах ветра 400 сумасшедших очков поздравляем миссия завершена вы получаете 5000 очков опыта плюс 500 к мастерству изготовления и 500 золота этот малень пень просто ты убил малень пеня схватить его мы отведем его к создателю клана бога ляма лянь пень гость зола небесного феникса а теперь поскольку ты его убил мы должны дать ответ создателю клана бога если виновник и тянюнь сбежит это будет еще большей проблемой для нас хотите схватить меня вы можете попытаться все еще сопротивляешься ты просто убил последователя создателя клана бога если ты не сдашься то втянешь дворец тянь кси в это дело то есть если он хочет убить меня мне не разрешено убивать его что за логика просто потому что он из создателей клана бога каждый должен преклоняться перед ним что если ты сегодня не сдашься послушно замок тянь кси будет разрушен создателями клана бога лорд павильона лянь очень высокомерный наши воины третьего класса не скажет такого вы не могли бы представить создателя клана бога прямо сейчас замок тянь тянь быть слабым но у нас также есть свои связи если что-то случится во дворце тянь кси эти силы не будут просто ждать и наблюдать в любом случае вы должны последовать за мной обратно к дворцу создателей клана бога иначе не вините меня в том что произойдет дальше если тянь действительно последует за лянь тянь к создателям клана бога он точно умрет я должна сделать что-то чтобы помочь ему выйти из этой ситуации лорд павильон ази пожалуйста не будьте безрассудны мы тоже не можем обидеть создателей клана бога действительно если я вмешаюсь сейчас то стану соучастником и тянь тянь и принесу проблемы залу небесного дождя мне мне очень жаль это все на мне с этого момента я больше с этого момента я больше не внешний ученик дворца тянь кси проблема во мне так что нет нужны вовлекать кого-либо еще девятнадцатая глава друзья мы приближаемся к двадцатой главушке молодой мастер не действуйте безрассудно вот же вы просто дураки схватите его сейчас же но ставьте в живых все эти люди на четвертом или пятой стадии духовного очищения подходите я не боюсь надета экипировка боевые сапоги снежного волка режим сумасшедших очков опыта активирован режим сумасшедшего урона активирован аура удачи активирована затеряться вы убили диакона зала небесного феникса вы получаете восемь тысяч очков опыта одну таблетку третьего уровня для восстановления духа и четыреста сумасшедших очков что нет нет не подходите ближе шаги небесных облаков бешеный звак ветра вы убили диакона зала небесного феникса и получаете десять тысяч очков опыта одну таблетку двойного опыта последние десять минут пятьсот сумасшедших очков поздравляем вы успешно перешли на пятую стадию очищения духа кто нибудь еще кто нибудь еще хочет попробовать что происходит навыки которые он высводил ранее были использованы малень пенем но как он смог узнать о навыках создателей клона бога молодой мастер он сильнее чем раньше он не хочет раскрывать свою истинную силу ты как ты посмел убить моих диаконов мы зал небесного феникса не пощадим тебя позволь посмотреть на что ты способен босс лянь тянь чень новая миссия убить лянь тянь ченя желаете принять награда 30 тысяч очков опыта 10 тысяч золота пояс силы карта опыта 5 штук 1 час характеристики босса босс лянь тянь чень персонаж уровня босса на 7 стадии чищения духа я не ожидал что вы превратитесь в босса я ждал вас прекрати быть настолько высокомерным 10 тысяч ударов мечом бешеный взмах ветра тварь Молодой мастер! Держись подальше! Я больше не ученик дворца Тенькси, поэтому не вмешивайся! Пожалуйста! Младший брат! Вы слишком уперты! Но теперь, когда у тебя нет даже оружия, давай посмотрим, как долго ты сможешь быть высокомерным! Двадцатая главушка. Ну что, друзья, я обещал двадцать глав. Обещание исполнено. Давайте пройдем сейчас по двадцатой главушке, ну и посмотрим, может быть, осилим еще одну-две. А? Как вам такая идея? Если да, не забудьте поставить лайк под видосиком. А еще, если кто-то захочет поддержать канал, это тоже будет большим бонусом. Сорене спасибо. Мы продолжаем двадцатая глава. Почему вы думаете, что у меня нет другого оружия? Надета экипировка. Ледяные рукавицы. Ха! Ты собираешься сражаться со мной в рукавице? Если ты хочешь умереть таким образом, тогда я исполню твое желание! А? Что? Отличное начало техники поглощения! Вы получаете пятьсот очков опыта. Четыреста шестьдесят. Пятьсот семьдесят. Пятьсот семьдесят. Шестьсот тридцать очков опыта. Пятьсот двадцать. Шестьсот шестьдесят. Сейчас моя очередь. Время покончить с этим. Нет, ничего невозможного. Вы просто слишком слабы. Аура удачи активирована. Позволь мне уйти. Я смогу убедить создателя клана бога не заниматься этим делом. О-о-о! Поздравляем! Вы убили Лянь Тянчиня. Поэтому получаете восемьдесят тысяч очков опыта. Пять тысяч золота. Браслет силы. Кольцо силы. Десять тысяч ударов мечом. Меч погони за ветром. Духовное оружие. Семьсот сумасшедших очков. Поздравляем! Вы завершили миссию убить Лянь Тянчиня. И получаете тридцать тысяч очков опыта. Десять тысяч золота. Пояс силы. Три карты опыта. Один час. Поздравляем! Вы успешно перешли на шестую стадию духовного очищения. Я даже поднял уровень. Культивирование лорда Павильона Лянь было по крайней мере на седьмой стадии очищения духа. И он так просто умер. Я не могу поверить, что молодой мастер И такой мощный. Если бы он только мог... Подожди. Опасность еще не миновала. Молодой мастер И, вы должны уйти отсюда как можно быстрее. Иначе может быть слишком поздно. Ни зал небесного феникса, ни создатель реклана бога не отпустят вас. Старшая сестра, забери. Это моя битва, поэтому я справлюсь самостоятельно. Вернитесь и скажите лорду дворца не беспокоиться обо мне. Я оставлю Джо Линь Юнь и ее брата под вашу ответственность. Теперь, когда все повернулось таким образом, после моей жизни будет много сильных культиваторов. Если я вернусь, тетя выберет защищать меня. И это принесет только больше вреда дворцу Тянькси. Младший брат. Малыш, ты не сможешь летнуть. Босс Бо Юшень. Это, это Яков, создатель клана бога Бо. Это конец для него. Он спровоцировал создателя клана бога. Ему не сбежать. Этот человек должно быть на пике духовного очищения. Я надеюсь, младший брат сможет уйти. Так сильно, я никогда не думал, что появится другой босс, когда я уже убил одного. Даже если награды, дающиеся до убийства боссов, хорошие. Если я брошусь в лоб со своей нынешней силой, и убить его будет трудно. У меня только одна жизнь, поэтому нужно быть внимательным и осторожным. О, ты думаешь, что сможешь сбежать от меня? Я уже зафиксировал твою ауру, поэтому где бы ты ни прятался, это бесполезно. О, куда он ушел? Что за... Как он так внезапно исчез? Так, ну что, друзья, двадцать первая глава. Давайте продолжаем. Тебе лучше самому выйти. Хм... Я знаю, ты замка, Тенкси. Если ты не покажешься, то я схвачу девушек, пришедших с тобой. Брошу ученикам для удовольствования. И когда они забореют, я задушу их насмерть. Так что же ты будешь делать? Это твой выбор. Я не могу позволить, чтобы что-то случилось с остальшими сестрами. Иначе я никогда не прощу себя. Сейчас у меня нет выбора. Бешеная таблетка. Режим сумасшедшей силы активирован. Активирован. Надета экипировка. Браслет силы, кольцо силы и пояс силы. Активирован набор бонусных эффектов. Добавляет 50% дополнительного эффекта. Намерен убить? Очень хорошо. А сейчас время убить тебя. Броня этого дьякона должна быть высококачественная. Даже с бафами сумасшедшего решима я не смогу его пройти. Активирован экстра-эффект брони небесного бога. Я бы умер от этой атаки, если бы у меня не было брони небесного бога. Восстанавливающая таблетка. Как и ожидалось, у восстанавливающей таблетки три стадии. И под сумасшедшим режимом этот эффект удваивается. А сейчас... Активировать невидимость. Ого, что происходит? Я вообще не чувствую его присутствия. Он все еще в порядке даже после прямой атаки от меня? Я не ожидал, что этот ребенок будет настолько сильным. Не имеет значения, как. Я должен убить его. Высокомерный мальчик. Ты не можешь скрыться от меня вечно. Я похороню тебя здесь и сейчас. Это шанс. Пытаюсь совершить скрытую атаку. Шаги небесного облака. Он слишком силен. Этот пробег культивирования не то, что можно преодолеть с шестизначным эффектом. Ха-ха-ха-ха. Иди и умри. Не время сдаваться. Снова скрытая атака? Ты слишком наивен. Что за? Думаешь, твои дешевые трюки будут работать на мне? Позволь показать. Зеро, спасибо за двадцаточку. На чашечку чая. Благодарю. Спасибо, дрожище. Позволь показать. Настоящую силу эстракта от создателей клана бога. Черт, это скрытое оружие. Я не могу увернуться вовремя. 22 глава. Интересно же узнать, что же будет дальше. Что? Как это возможно? Старый ублюдок, сегодня ты сдохнешь. Как ты пробил мою броню? Вы действительно думали, что ваша броня может выдержать мои непрерывные атаки? Я смог с легкостью на него напасть из-за теневого плаща. Эффект теневого плаща. Иммунитет ко всем физическим атакам на 5 секунд. Если ты убьешь меня, создатели клана бога никогда тебя не отпустят. Не важно, как много людей придет. Я убью всех. И когда я стану достаточно сильным, то навещу вашу секту и поблагодарю их лично. Думаешь, ты можешь? Разрушить создателей клана бога! Вы успешно убили Боа Юшеня и получили 10 тысяч очков опыта. 5 тысяч золота, тысячу сумасшедших очков. Скрытое оружие, игла, цитка, груши ограничено одним использованием. Поздравляем! Вы убили босса и получили специальные награды. Плюс один уровень. Один шанс в лотерее. Поздравляем! Вы перешли на седьмую стадию духовного очищения. Поздравляем! Вы перешли на восьмую стадию духовного очищения. Отлично! Я получил два уровня. Проливная игла цветка груши. В рамках 100 метров культиваторы стадии очищения не ниже и ниже умирают при попадании. Великолепное оружие. Но, к сожалению, его можно применить только один раз. Это может помочь мне убить кучу людей за раз. Посмотрим, кто смирится окружить меня. В любом случае, сначала я должен покинуть это место. Вызвать короля снежных волков. Я должен быть в безопасности здесь и сейчас. Давай посмотрим на ум мой общий статус. Предметы. Карта, увеличивающая опыт в пять раз. Четыре восстанавливающие таблетки. Подарочный пакет пятнадцатого уровня. Один лотерейный розыгрыш. Пролитая игла цветка груши. Проливная игла цветка груши. Подарочный пакет? Я был в непрерывном бою, поэтому забыл открыть подарочный пакет. Поздравляем, вы получили оценочный глаз. Специальный лотерейный розыгрыш. Несите кратная карта опыта. Подарочный пакет двадцатого уровня. Оооо! Оценочный глаз. Может увидеть подробную информацию о цели. Статистика. Класс. Чтобы оценить боевую силу. Активировать. Король снежного волка. Восьмая стадия очищения тела. Его мех прочен, как броня промежуточного качества. Его острые когти прочны, как оружие промежуточного качества. ХП. Тысяча. Потенциал. Второй класс. Общая боеспособность. Тысяча триста. Боевая сила короля снежного волка. Тысяча триста. Тогда что насчет моей? Общая боеспособность. Восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят. Ха. Прекрасно. С этим я могу узнать боевую способность своих противников. И убежать, если они слишком сильны для меня. Сейчас попробуем лотерейный розыгрыш. Вы получили таблетку на пять тысяч очков опыта. А, мой престиж слишком низкий. У-у-у-у. Пять тысяч опыта. Это просто капля для моего текущего уровня. Ах, я забыл, что у меня есть аура удачи. Если я смогу повысить свою удачу в пять раз... Использую это в лотерейном розыгрыше. Интересно, если это сработает... Кручо. Использовано одна тысяча сумасшедших очков. Эй, божественная способность, божественная способность, божественная способность, божественные способности. Предмет. Хм, хорошо, если это не одноразовое использование. Поздравляем, вы получили сто трансформационных масок. О-о-о. Сто трансформационных масок? Ха. Так. Ну, давайте, друзья, еще две главушки. У меня как раз тут они открыты. Да. Сегодня идем по максимуму. Кто там просил? На сегодня 24 главы. Да, друзья. И нас уже 500 человек ровно. А лайков всего 270. Давайте устраним эту несправедливость. Вот прямо сейчас поставьте по лайку. Ну, вам не сложно, а мне приятно. А я, в свою очередь, сделаю для вас еще две главушки. Да, кстати, если кто-то хочет поддержать к нам, будет здорово. Ну ладно, поехали дальше. Черт! Я не могу поверить, что ты позволил этому случиться в зале небесного феникса. Малень пень умер, а дьякон был убит. Зал небесного феникса также понес убытки. Лорд павильона Лянь И, некоторые из ваших дьяконов, мертвы. Сянь Тянь Я, лорд павильона Управления Зала Небесного Феникса. Этот ребенок из замка Тянь Кси странный. Я слышал, он мусор, у которого нет кровицы. И даже дьякон Бо был убитым. Цинь Юнь Чень, мастер секты создателей клана бога. Или кто-то из замка Тянь Кси тайно помог ему? Возможно, говорят лорд дворца Шейк Сю Юнь слишком балует его. Так что кажется старейшина замка Тянь Кси или даже сама Шейк Сю Юнь помогает ему. Но этот ребенок заявил, что он больше не ученик замка Тянь Кси. Его действия также не связаны с ним. Не относятся? Разве в таком случае мы не несем убытки? На этот раз репутация Зала Небесного Феникса была сильно повреждена. И Зал Небесного Дождя подавил нас. Не беспокойтесь. И мы предоставим высокую награду за поимку этого ребенка. А когда он окажется в наших руках, мы убьем его перед замком Тянь Кси. Тогда мы нападем на дворец и заберем все его сокровища себе. В этом замке одни дураки, если не думают выйти с ихими из воды. Эти слухи, что замок Тянь Кси владеет сокровищами, которыми каждый хочет завладеть. Но никто не может осмелиться напасть так безрассудно. Это выглядит так, как будто время пришло. Иллюзорная гора зверя. Это место должно быть иллюзорная гора зверя. Мое культивирование слишком низкое. Монстры во внешних районах норы слабы. Поэтому я могу безопасно прорываться в область конденсации ядра. Вперед! Как раз вовремя. Снежный волк! В атаку! Успешно убили гигантского медведя и получили 900 очков опыта. Одну шкуру медведя и 90 сумасшедших очков. О, неплохо. Если я активирую режим сумасшедших очков опыта, то получу 1800 очков. Хм, выглядит так, будто кто-то сражается рядом. Давай уйдем, чтоб ненароком не влепнуть. Случайная миссия. Спасение мисс Янь. Хотите принять? Награда. 5000 очков опыта. Плюс 100 к расположению Янь Линьксю. 10 очков престижа. 10 очков престижа? Хорошо. Я принимаю. Ради этих очков я спасу девушку. Вперед. Впереди нет движений. Надеюсь, на шум битвы не прибудет больше зверей. Охранник Цэйвэнь. Охранник Тэнь Ёньчэнь. Лао Джань. Дворецкий семья Янь. Янь Линьсюэ. Молодая мисс семьи Янь. Охранник Тэнь. Кто здесь? Не бойтесь. Я просто пришел сюда на тренировку. Маска 100 превращений – настоящее благословение. С ней я могу находиться в любом месте, не раскрывая свою личность. Маска 100 превращений может изменить возраст и внешний вид. Не может изменить пол. Эти люди примерно на первой и второй стадии духовного очищения. Скорее всего, собирают здесь травы. Ох, черт! Будьте начеку! Придотовьтесь к бою! Молодой мастер, мне жаль, что мы втянули вас в это. Эта красавица Янь Линьсюэ хорошо воспитана. В отличие от охранников, которые даже не услужились скрыть свои раздражения. Не беспокойтесь. Это произошло бы в любом случае. И раз я здесь, то позвольте мне помочь вам выйти из с этой ситуацией. Помочь? Ха! Он, должно быть, ждет, чтобы атаковать... Помочь? Ха! Он, должно быть, ждет, чтобы атаковать нас, когда мы отвлечемся! Ты! Потеряйся! Пытаешься воспользоваться нашей мисс? Охранник Тани, что за ерунду вы несете? Охранник Тани, сзади вас! Мисс, сзади вас тоже один! Не-е-е! Вы успешно убили гигантского медведя и получили 700 очков опыта, 1 шкуру медведя и 70 сумасшедших очков! Этот парень... Кто он? Невероятно чистая сила! 24 глава. Крайняя на сегодня. Он довольно сильный, это впечатляет. Черт, он пытается сдвинуть нас на второй план? Вот же! Я! Тупой медведь! Съешь их! Ха? Так, сейчас музычку поправим. Фух! Наконец-то мы убили их! Давайте отдохнем! Миссия завершена! Вы получили 5000 очков опыта! Плюс 100 к расположению Яни Линксю! 10 очков престижа! Отлично! Это были легкие 10 очков престижа! Эй вы! Хорошая работа! Возьмите эти восстанавливающие таблетки и немного отдохните! Ха-ха-ха! Молодый мастер, спасибо вам за помощь! Расположение 103! Это для вас! С расположением чуть более ста, я с твоей хорошим другом! Хе-хе-хе! Хорошо! Вот же! Что он вообще сделал? Он просто пробил медведя! Кто знает, может эти медведи вернутся через время, чтобы он... Потому что он не убил их! Меня зовут Яни Линксю! Могу я узнать имя молодого мастера? Я Эй Тянь Юнь! Из неблагополучной семьи! Я здесь, чтобы просто потренироваться! Лучше использовать ненастоящее имя! На случай, если создатели Клона Бога назначили награду за мою голову! Молодый мастер И! Я бы хотела, чтобы вы были моим охранником! За это будет щедрая награда! Вы заинтересованы? Новая миссия! Сопроводить Яни Линксю! За травами! Желаете принять? Награда! Десять тысяч очков опыта! Плюс двадцать Тайян к расположению Линксю! Пятнадцать очков престижа! Да, я принимаю! Конечно, нет проблем! Мисс Янь! Вы уверены, что хотите нанять этого незнакомца? Он может быть и сильный, но вы уверены, что он внушает доверие? Мы обеспечим вашу безопасность! И если вы пригласите какого-то случайного парня, то он может просто стать грузом для нас! Этот Тань Ё... Этот Тань Ёньшэнь, кажется, ненавидит меня! Не беспокойся, брат Тянь! Я знаю, что делаю! Молодой мастер и довольно опытен и силен! Поэтому все будет хорошо! А сейчас давайте идти! Парень! Просто следуй моим инструкциям и не приноси проблемы, иначе ты поплатишься за это! Я не нуждаюсь в том, чтобы слушать тебя! Мисс Янь, мой работодатель, не твой! Мисс Янь, какие духовные травы вы ищите? Может, я могу вам помочь с поиском? Мисс Янь, в вашей семье кто-то страдает этим? Молодой мастер, вы знаете характеристики этой травы? А? Впереди монстр! Не беспокойтесь, мисс! Я разберусь с этим! Парень, я не дам тебе ни единого шанса показать себя! Монстр, иди и умри! Этот Тань Ёньшунь тупее, чем я думал! Ну, как утомительно! А мы еще не нашли ее! Почему эту траву хвоста дракона так трудно найти? Мисс Янь, раз мы не смогли ее найти, почему мы сейчас не вернутся назад? Оставаться здесь на ночь слишком опасно! Ам, хорошо, тогда... Мисс Янь, не могли бы вы позволить мне прокладывать путь? Молодой мастер И? Ох, что ты тебя возомнил? Если босс Тань не смог найти, тогда что заставляет вас думать, что вы сможете? Вы что, не видите, что мисс Янь спешит найти траву хвоста дракона? Если вы боитесь, то можете вернуться, я сам ее найду! Эти охранники занимаются этим слишком долго! Я сам найду траву хвоста дракона и выполню миссию! Думаешь, мы испугались? Мы просто беспокоимся о мисс Янь! Но если ты считаешь, что сможешь найти, тогда вперед! Позволь мне увидеть, действительно ли ты способен найти эту траву! Аура удачи активирована! Сейчас посмотрим, смогу ли я использовать ауру удачи, чтобы найти траву хвоста дракона! Ну, вот и подошла к концу 24-я глава! Че, продолжаем? Че, прям я разошелся! Давайте еще одну главушку! Или две! Если она загрузится Плюс... Плюс... Минус одно сумасшедшее. Минус одно сумасшедшее очко в секунду! Это ранит мое сердце! Я активировал ауру удачи! Она должна быть уже появится! А? А? Это? Труба хвоста дракона! Что? Правда? Да, это действительно оно! О, еще одна! Я умудрился поранить с этой травой! Молодой мастер Ли! Я не ожидала, что молодой мастер Ли найдет ее так быстро! Вы просто потрясающий! Миссия сопроводить... Миссия сопроводить Янь-Лянь... Ой, все! За травами! Завершена! Вы получили 10 тысяч очков опыта! Плюс 20 к расположению... Янь-Лянь-Ксю! 15 очков престижа! Хорошо! Миссия завершена! Я нашел то, что вы искали! Теперь давайте вернемся! А? Что? Что это? Миссия ограничена по времени! Наследие Бога Дракона! Активировано! Продолжительность 3 дня! Награда! Наследие Бога Дракона! А? Миссия ограничена по времени? Я принимаю! Если вы превесите лимит времени... То будете убиты Богом Драконом! Что? Почему? Это из-за травы? Но она действительно странная! Обычная трава Хвоста Дракона не может кому-то навредить! Молодой Мастер Ли! Она, должно быть, поглотила мою кровь, когда ужалила меня! Я не заметил это вовремя, но, возможно, это призвало миссию! Меня выбрал Бог Дракон! Моя удача действительно слишком хороша! А? Молодой Мастер Ли! Что... Что происходит? Начинается обратный отсчет миссии! Хорошо! Тогда... У меня есть всего три дня! И кажется, я должен отправиться в лес! Если буду медлить, то меня прикончит Бог Дракон! Мисс Янни, мне нужно идти! Я надеюсь, эта трава сможет вам помочь! Шаги Небесного Облака Молодой Мастер Ли! Выглядит так, будто появилось сокровище! Мисс Янни, мы не можем сопровождать вас в обратном направлении! Мы планируем пойти посмотреть, поэтому будьте осторожны, когда будете возвращаться! Мисс Янни, мы должны покинуть это место как можно быстрее! Мисс Янни, мы должны покинуть это место как можно быстрее! Тогда мы поймаем его за саду и заберем все себе! Вы успешно убиваете Черного Тигра! Вы получаете 6000 очков опыта! 500 сумасшедших очков! Поздравляем! Вы повысили свой уровень до 9 стадии духовного очищения! Поздравляем! Король Снежного Волка был повышен до 6 стадии очищения тела! Она светится все ярче! Кажется, мы приближаемся к месту назначения! Хорошо! Продолжаем двигаться вперед! Воздух здесь другой! Мы должны быть все ближе! Да! Вон там! Это место! И... 26-я главушка! Так, друзья! Ну, 26-я на сегодня будет уже точно крайняя! Так, главное, чтобы она загрузилась! Я перед каждым стримом прогружаю определенное количество глав! Поэтому у нас все более-менее быстро! Нет, чудо произошло! Лады, не ругайся! Последняя главушка! Это замок бога-дракона? Ха! Мрачновато! Ты можешь отдохнуть здесь! Интересно, что я найду внутри? Трава дракона! Ключ, открывающий эту дверь! Он входит! Мы должны поспешить! Остановись! Сейчас же! О, значит, вы решили последовать за мной! Вместо того, чтобы сопровождать мисс Янь! Парень! Я не ожидал, что ты настолько везучий! Эта трава-хвоста дракона должна быть ключ от замка бога-дракона! Поэтому отдай ее нам, и я сохраню тебе жизнь! О, вы сохраните мою жизнь! Если ты не хочешь пострадать, то лучше сделай, как я говорю! Сейчас! Схватим его! Коготь орла! Вы убили Тай Ёнь Шэня и получили 2000 очков опыта, 200 сумасшедших очков! Вы убили Цай Вэня и получили 800 очков опыта, 80 сумасшедших очков! Даже несмотря на то, что я убил этих двоих, у меня вообще ничего не было! Но станет ли наследником тот, кто получит траву-хвоста дракона? Не думаю, что это просто! Черт! Я активировал ловушку! Шаги плавающего облака Конечно, получить наследство не так просто! Но пара стрел не смогут остановить меня! А? Это статуи воинов-дракона? Это, кажется, было важным местом у драконов Но так как человеческая раса расширила свою территорию, драконы были вынуждены покинуть это место Если ты хочешь пройти здесь, то должен сначала сразиться со мной Это он говорит Если ты хочешь пройти здесь, то должен сначала сразиться со мной! Это как раз для меня Все нарушители границ должны умереть! Еще один? Это будет проблематично! Невидимость активирована Идеальная невидимость Скорость и урон увеличены в два раза Оценочный глаз активирован Статуя дракона ХП 5000 Культивация Пятая стадия духовного очищения Длинное копье Продвинутое качество Нормального уровня Боеспособность Четыре тысячи семьсот Защита Продвинутое качество Даже при активированной ауре удачи Я ничего не получаю Пустая трата моих сумасшедших очков А? О Это Другая статуя Такое сильное давление Так это легендарный бог дракон Мой глаз не может оценить его. Мой потомок! Ты наконец-то здесь! Ха, когда я стал его наследником. Он принял меня за кого-то из расы драконов. Теперь полоти в траву бога дракона и прими моё наследие! Так это называется травой бога дракона? Похоже на траву хвоста дракона. Я должен съесть это, чтобы забрать его наследие. Но я чувствую огромную силу, наполняющую всё моё тело. Тело, которое не могло культивировать из-за недостатка кровицы, начало меняться. Вы успешно поглотили траву бога дракона. Вы получаете 8000 очков опыта. Вы получаете 9000 очков опыта. 12000 очков опыта. 15000. 18000. Как это произошло? Могу ли я действительно быть наследником? Хотя, я никогда раньше его не видел, но я слышал, что мой отец сильный культиватор. Возможно, линия родства может передаваться через него. А трава бога дракона пробудила её. Поздравляем! Вы завершили миссию преемника бога дракона. Вы получили наследие бога дракона тайной искусства бога дракона. Поздравляем! Вы получили линию родства бога дракона. Первый класс. Вы видели то золотое свечение? Это отличная возможность стать сильнее. Кстати, так много людей явилось сюда. Будет ли выгодно разделить это на всех? Это зависит от ваших возможностей. Но сначала вам нужно открыть эту дверь. О! Она открывается! Быстрее! Отходите назад! Вдруг вылезут какие-то монстры! О! Может, выходит владелец этого замка? Нужно отойти подальше! Смотрите! Кто-то выходит! Четвертая стадия духовного очищения. Восьмая стадия духовного очищения. Культивация всех этих людей ниже стадии конденсации ядра, поскольку уровень иллюзорной горы слишком низкий. Но меня окружает так много людей, и если я не умею летать, то сомневаюсь, что смогу. Спокойно выйти. Эй, парень! А ну стоять! Меня не заботит кто ты! Но если ты хочешь уйти, отдай сокровище! Приди и забери его, если получится! Ох, брутал. Ну что, 28 глава, продолжаем. Евген. Давненько меня не было здесь. Евген, да, действительно давненько. Спасибо тебе за соточку. Надеюсь, ты прошел и с нами останешься. Как минимум, на сегодняшний стрим. Спасибо, дружище. А мы продолжаем. У нас 28 глава. Ты как в замок-то прошел? На своих двух. А как же еще? Если хочешь чего-то, полагайся только на себя. А? Смеешься над нами, что ли? По-быстрому отдавайся, крайне, иначе мы за себя не рычаемся. Верно, гони сюда! Думаешь, сможешь сбежать от всех нас? Даже если у меня есть сокровища, почему я должен отдать их вам? В чем ваша заслуга? Повторюсь. Позвольте мне уйти, или вы пожалеете. Тогда, позволь мне увидеть наш ТТ-способен. Посмотрите на его духовное оружие. Это как минимум продвинутое качество. Даже это оружие не достигает такого эффекта. Парень, ты лучше отдай нам это сокровище. Или зубов своих не соберешь. Они сумасшедшие? Я поранил руку этому парню, они и шагу назад не сделали. Но если так много людей зарядятся одновременно, это будет опасно. Я предупреждаю вас, всех в последний раз. Либо сейчас же потеряйтесь, либо умрете здесь. Скрытое оружие, игла, цвета, груши. Давайте просто убьем его. Потом отдащим его тело и найдем все сокровища, которые он получил. Режим сумасшедших очков активирован. Скрытое оружие, игла, цветка, груши. Вы убили Лю Юня и получили 3800 очков опыта. Одну восстанавливающую таблетку и 80 сумасшедших очков. Вы убили Лонг Тяньяня и получили 15000 очков опыта. Одну таблетку двойного опыта и 600 сумасшедших очков. Вы убили Тянь Манченя и получили 8700 очков опыта. Один гоняющийся за ветром меч и 200 сумасшедших очков. Вы убили? Вы убили? Вы убили? Демон! Он воплощение дьявола! Пощади меня! Поздравляем! Вы повысили уровень основной конденсации до третьей стадии. Это скрытое оружие, иголки, цветка, груши. Действительно невероятное. Жаль, что одноразовое. С его помощью я могу повысить уровень гораздо быстрее. Через три дня. Здесь тысяча... Десять тысяч золота? Почему мы просто не попробуем и не посмотрим, если мы можем? Если вы хотите рискнуть, то идите сами. Этот Ии Тянь Йоню ужасно безжалостный. Я не хочу подохнуть, как псина. Я слышал. Он зарезал весь зал небесного феникса. Что кровь даже реку образовала. А еще он забрал большинство их сокровищ. Но если мы схватим его, то все сокровища будут наши. Без основной конденсации стадии культивирования мы не сможем схватить его. Я должен вернуться в замок Тенькси. И оценить ситуацию. До открытия древних руин осталось мало времени. Молодой мастер Ли? О, мисс Ян, какое совпадение. Помогла ли трава Хвоста Дракона избавиться от вашей болезни? Это может только временно подавить ее. Если мы хотим снять болезнь полностью, то нам нужна другая трава. Неужели трава Хвоста Дракона бессильна здесь? Что же тогда сможет помочь? Трава Хвоста Дракона вызывает пылающий жар, поэтому нам нужна поддержка травы, возвращающей душу, для максимального эффекта. Если садить их вместе, эффект будет потрясающим. Трава, возвращающая душу? Она действительно может улучшить эффект травы Хвоста Дракона. Но если ее слишком много, то тогда жди повреждения души. А в каком состоянии психика пациента? На самом деле пациент это мой отец. Но не на него времени он сильно культивировал. Сейчас он в коме и изредка просыпается. Если все так запущено, то травы Хвоста Дракона будет достаточно. В таком случае опасно использовать траву, возвращающую душу. Есть возможность, что человек останется в коме навсегда. Хотите сказать, что придуманное мной лечение опасно? Я алхимик третьего класса Конг Лянь, а ты из какой секты? Как ваша ошибка связана с тем, откуда я? Какую квалификацию должен иметь человек, чтобы осуждать алхимика третьего класса? Если положение отца, мисс Ян, действительно такое, тогда вы не имеете права использовать траву, возвращающую душу. Перестань не сечешь! Здесь я алхимик! Мисс Ян, я тоже алхимик. Доверьте мне своего отца. Тогда получится вылечить его полностью, используя только траву Хвоста Дракона. Хорошо, мастер Ли, пройдемте. Новая миссия. Вылечить болезнь главы семьи Ян. Награда. 10 тысяч очков опыта. Плюс 100 к расположению главы семьи Ян. Плюс 30 к расположению Таян Линь Сюэ. Плюс 20 очков престижа. Мисс Ян, вы действительно верите в этот бред? Мисс Ян, вы действительно верите в этот бред? Тогда я пойду с вами. Я хочу увидеть, как этот парень может вылечить вашего отца. Но я говорю сразу, если у него ничего не получится, тогда вы заплатите мне двойную сумму за лечение. Не волнуйтесь, если мой план окажется провальным, я заплачу столько, сколько вы пожелаете. 29 глава. Ваш отец скультивировал слишком опрометчиво, но с травой хвоста дракона все будет хорошо. Этот тип агрессивной культивации может привести к повреждению души. И в таком случае нет никакой волшебной таблетки. Как вы лечили его раньше? Ты не знаешь даже этого, но называешь себя алхимиком. Мы использовали траву хвоста дракона, чтобы сделать таблетки. Но есть способ сделать лекарство эффективнее. Использование травы, возвращающей душу. Неудивительно, что он не пошел на поправку. Вы даже не знаете, как правильно использовать траву хвоста дракона. Ты? Мисс Ян, простите меня за мои действия. Чтобы вылечь его полностью, мы должны смешать кровь пациента с травой хвоста дракона до того, как сделаем таблетки. Этот тип состояния очень редкий. Поэтому немногие алхимики знают об этом методе. Но это опаснее для пациента. Кто рассказал тебе об этом? Я вас упоминал? Почему вы такой злой? Не беспокойте меня, когда я готовлю таблетку. Если произойдет какой-либо инцидент, вы сможете понести ответственность, а? Ему не нужна печь, чтобы сделать таблетку? А мог ли он иметь духовный огонь? Вы успешно создали таблетку второго уровня, таблетку хвоста дракона. Получили тысячу очков опыта, плюс 50 тысяч к уровню мастерства. Мисс Ян, пожалуйста, дайте таблетку вашему отцу. Хорошо. Итак, есть что-нибудь сказать? Хм, посмотрим на результат. Пациент еще не проснулся. Папа, ты очнулся? Как ты себя чувствуешь? Ленисюэр, я чувствую себя намного лучше. Таблетка, созданная алхимиком Конг, действительно хороша. Папа, таблетка была создана молодым мастером Ли. О, молодой мастер Ли, спасибо. Быть таким талантливым алхимиком столь юным в возрасте, это очень впечатляет. Рад, что таблетка смогла вам помочь. Думал он, ученик Конг Ляня, которого привели сюда. Кхм, поскольку глава семьи Ян проснулся, я уйду. Хорошо, что он уходит. Уходит тихо, не пытаясь усложнить ситуацию. Поздравляем, вы завершили миссию и получили 10 тысяч очков опыта, плюс 100 к расположению главы семьи Ян. Плюс 30 к расположению Ян Линсюэ и 20 очков престижа. Это печь алхимика? Братли, пожалуйста, примета. Это определенно должно помочь тебе. Вы не должны, я просто делал то, что умею. Это печь святого ранга, ее трудно купить даже за большую сумму денег. Она действительно является святым предметом низкого качества. У нас больше ничего нет, чтобы вам подарить. В нашей семье нет алхимиков. Не хотелось бы, чтобы эта пурпурная алхимическая печь стояла без дела. Пожалуйста, примите ее. Но она слишком дорога. Честно говоря, мы хотели найти надежного алхимика, которому можно доверить печь. И теперь, поскольку вы помогли мне и моей семье... Это... это должно быть у вас. Думаю, братли заслужило-то. Надеюсь, это поможет вам в будущем. Хорошо. Тогда я принимаю эту печь. Но я по-прежнему чувствую, что пользуюсь вами. Так что... Я останусь здесь на некоторое время. Если вы можете купить материалы, то я изготовлю для вас таблетки. Так я буду чувствовать себя комфортно, приняв этот подарок. Через пару дней. Так много таблеток. Поздравляем. Вы повысили уровень конденсации до четвертой стадии. Хм... Неплохо. Я снова повысил уровень. Мисс Ян, случилось кое-что плохое. Вы... Вы должны пойти и посмотреть передний зал. Так. В последние несколько дней я слышал, что глава семьи Ян болен. Но совсем недавно он вылечился. Поэтому мы пришли поздравить его с вашим выздоровлением. Это подарки от нас. Пожалуйста, примите их. Глава семьи Ванг и глава семьи Чень. Спасибо вам за вашу доброту. Я ценю это. Я уже благодарен за то, что вы навесили меня. На чай с лимоном. Евген, спасибо за чай с лимоном. Спасибо за соточку. Да. Это сейчас для меня очень актуально. Спасибо, дружище. Не стоит. Но сегодня мы пришли сюда по другому вопросу. Надеюсь, глава семьи Ян сможет помочь нам. А? Я слушаю. Сделаю все, что в моих силах. На самом деле, я слышал, что в семье Ян есть алхимическая печь святого ранга. Глава семьи Ванг. Могу ли я одолжить ее? А? Кто слил эту информацию? Ха-ха-ха. Глава семьи Ванг. Прекратите шутить. Как моя семья может иметь настолько... Настолько ценный предмет? Мы просто рады иметь несколько духовных оружий. А? Перестаньте притворяться. Я уже давно внедрился до своих людей. Моя информация точна. Глава семьи Жень. Недавно семья Циньсиоаня распространила информацию, что ваш брат умер на улице. Вы все еще думаете, что у вашей семьи еще есть поддержка? Глава семьи Ян, будьте мудрым. Отдайте эту священную алхимическую печь. И отдайте свою дочь в наложнице моему сыну. Иначе в этом городе больше не будет семья Ян. Тридцатая главушка. Спасибо за двадцаточку. У меня, к сожалению, тут не пишет кто. Кто-то сбросил донатик на Юмани. Спасибо, дружище, кто бы ты ни был. Благодарю. А мы продолжаем. Тридцатая главушка. Этот гроб приготовлен для вас. Хотите ли вы жить или умереть? Это ваш выбор. Дядя Мертв. Неудивительно. Отец спешил к прорыву в центральную область прозрачности. После того, как последуют новости, что в семьян больше нет эксперта в области конденсации, на нас нападут другие. А, папа. Уходите. Оставьте мою дочь в покое. К сожалению, это невозможно. Отдайте мне алхимическую печь, а я подумаю о том, чтобы оставить вас в живых. Задумайтесь. Вы думаете, что я тупой? Даже если я отдам вам печь, то вы нас не отпустите. Если вы уже знаете исход, то давайте больше не будем тратить время. У вашей семьи есть только один выбор. Отдайте нам печь, и я гарантирую вам безболезненную смерть. Об этой алхимической печи вы говорите? Это духовный предмет цветового качества. Кто ты? Гость семьи Ян. Молодой мастер Ле, пожалуйста, уйдите. Это дело не касается вас. Я не могу идти, зная, что семья Ян в опасности. Ха, глава семьи Ян, вы отдали такой важный предмет ребенку? Хотели, чтобы он привел вашу дочь и ушел вместе с ней. Парень, я дам тебе шанс. Просто отдай нам эту алхимическую печь, и раз ты не член семьи Ян, мы оставим тебя в живых. Вы думаете, что я поверю кому-то, как вы? Если вы сейчас потеряетесь, то я сохраню вашу жалтую собачьи жизни. Хотелось оставить твое тело целым, но сейчас я исполню твое желание, ты умрешь! Брат Ли, быстро забирай Сюэр и уходите. Я задержу их настолько, насколько это возможно. Глава семьи Ян, не беспокойтесь, оставьте их мне. Перестань быть высокомерным, дай мне увидеть твои способности! Кулак небесной силы! Плавающие облачные шаги Полоса защиты ветра Молодой мастерли! Брат Ли! Что? Ледяная перчатка Брат Ли! Очень силен! Методика поглощения великолепной звезды Получено 4000 очков опыта Получено 4300 очков опыта 4500 4200 4400 Получено Что это за дьявольская техника? Кто Кто ты на самом деле? Тебе Не нужно знать Это результат твоей жадности Он выглядит очень молодым, но его культивация уже сильнее, чем моя Что это за урат? Подожди У меня с собой есть редкое сокровище, если ты отпустишь Возьми его с собой в загробная жизнь Если сможешь Бессмертное пламя Нет! Ты не можешь обидеть меня! Если ты убьешь меня, тогда! Вы убили главу семьи Жень и получили 40 тысяч очков опыта Техника заквата души в поле боевого искусства Человеческий уровень Тысяча сумасшедших очков Вы убили главу семьи Ванг и получили 40 тысяч очков опыта Техника облака тирана боевого искусства Человеческий уровень Тысяча сумасшедших очков Игрок Итянь Юнь Уровень 24 Четвертая стадия конденсации ядра Опыт 45 457 281 Из 600 тысяч Сумасшедшие очки 28 728 Очки престижа 70 Техника культивирования Искусство северного бога бездны Техника бога дракона Навыки Техника поглощения великой звезды Плавающие облачные шаги 10 тысяч мечей Оружие Ледяные перчатки Алый кинжал Кинжал Преследование ветра Кинжал небесного ветра Снаряжение Боевые сапоги Снежного волка Броня Бессмертного бога Броня Небесного бога Теневой плащ Божественные способности Сумасшедший режим Аура удачи Принадлежности Изготовление Молотка бога Браслет силы Кольцо силы Пояс силы Предметы Восстанавливающие таблетки 20 штук Таблетки двойного опыта 8 штук Подарочный набор 31 уровня Мне все еще нужно Больше количества очков опыта Чтобы поднять уровень Брат Ли Ты А? Остались еще враги? Молодой мастер Ли Нет Нет У нашей семьи Немного врагов Только эти двое Со своей лохимической печкой И поскольку я до сих пор болен Они решили приехать сюда Чтобы заставить нас отдать ее Хм Я вижу Этот брат Настолько молод Но уже достаточно силен Чтобы убить двух глав семей Это действительно шокирует Ха И кто ты? Я Сороководитель Ассоциации Небесного Феникса Йонь Пин Йонь Пин Сороководитель Ассоциации Небесного Феникса Это Конг Лянь? Ассоциация Небесного Феникса? Кажется, что на этот раз Конг Лянь Пришел с подкреплением Сегодня я не должен Отпустить его Тридцать первая глава Тридцать первая глава Диакон Ассоциации Небесного Феникса Лю Третья стадия Конденсации ядра Конг Лянь Седьмая стадия Духовного очищения Подчиненный А Третья стадия Духовного очищения Подчиненный Четвертая стадия Духовного очищения Младший брат Я буду рад Если ты станешь Частью нашей текты Было бы здорово Если ты Присоединишься К нам Вы, ребята Заходите Я здесь дела решаю О, я Понял Эти люди Должны быть Пришли сюда По той же причине Что и главы Двух семей И судя по всему Они не допустят Чтобы это дело Закончилось Таким образом Мне не интересно Не спеши Отвергать нас Младший брат Эта алхимическая Печь Святого качества Сильный предмет Ты можешь Оставить ее Но только Если присоединишься К нашему Залу Небесного Феникса Так вы Просто хотите Эту вещь Святого качества Действительно Поэтому Либо Присоединяйся К нам Либо Умри Здесь Я надеюсь Ты примешь Мудрое решение Вы Ублюдки Зала Небесного Феникса Вы Все Одинаковые Всегда Используйте Грязные методы Чтобы Достичь Цели Парень Не забегай Вперед Только потому Что ты Сумел Убить Этих Двоих Вперед Атакуем Его Вместе Вот же Просто Кучка Жадных Ублюдков Ледяная Перчатка Надета Режим Сумасшедших Очков Активирован Использована Карта Двойного Опыта Идите Ват Замороженные Ты Что Ты За Демон Тот Что Убивает Таких Как Ты Техника Поглощения Великой Звезды Получено Десять Тысяч Очков Опыта Получено Десять Тысяч Четыреста Очков Опыта Десять Тысяч Восемьсот Девять Тысяч Восемьсот Девять Тысяч Девять Сот Десять Тысяч Сто Получено Вы убили Дьякона Лё и получили 15 тысяч очков опыта, карту двойного опыта и 800 сумасшедших очков. Вы убили Конг Ляна и получили 10 тысяч очков опыта, 500 сумасшедших очков. Вы убили подчинённого А, подчинённого Б и получили 13 тысяч очков опыта, 600 сумасшедших очков. Как можно быть настолько сильным? Кто ты? Это не имеет значения, если всё равно тебя ждёт смерть. Нет, если ты убьёшь меня, то за тобой будет охотиться зал небесного Феникса. Лидер Ассоциации отомстит за меня. Куда бы вы ни пошли, зал небесного Феникса найдёт вас. Я не против. Для меня это не ново. Ты... Ты тот парень! И тянь Йонь из замка, тянь к себе! Вы убили Йонь Пина и получаете 60 тысяч очков опыта, карту двойного опыта, технику меча с небесным пером и 1400 сумасшедших очков. Поздравляем! Вы перешли на пятую стадию конденсации ядра. Мне очень жаль, что вы двое больше не можете оставаться здесь. Зал небесного Феникса и семьи этих двух будут здесь очень скоро. Я знаю, но, братли, вы должны быть аккуратнее. Не попадитесь в залу небесного Феникса. Хорошо, я ухожу прямо сейчас. Он, наверное, из сильного клана или секты. Мне... Мне жаль, что не могу попросить его остаться. Ага. До свидания, мисс Ян. Мы встретимся снова, если судьба позволит. Дворец Тянь Сюань. Лорд Дворца Древней Руины открывается, когда вы определите последнего участника. Оставим его пустым. Дождемся, когда вернется Тянь Ёнь. Его преследуют создатели клана бога и зал небесного Феникса. Если мы посмеем позволить ему вернуться, то мы сделаем их нашими врагами. Если мы предоставим ему место, то не будет ли у нас проблем? Второй старейшина, вы действительно думаете, что Тянь Ёнь намеренно принесет нам проблемы? Тянь Ёнь преподал им урок, потому что они вели себя грязно. Даже если это и так, то он должен был стерпеть. Мы не можем позволить ему оскорбить большие кланы? Как он мог это не понять? Лорд Дворца, вы должны выйти. Люди из создателей клана бога и секты небесного духа здесь. Тридцать вторая глава. Друзья, спасибо неизвестному, который закинул на Юмани еще 70 рублей. Спасибо, дружище. Да, к сожалению, мне тут не показывает, кто это. Но спасибо. Так, у нас тридцать вторая главушка. Ну что, продолжаем? Их прибытие в это время определенно нехорошо. Они здесь из-за Тянь Ёня или чего-то другого? Пошли, увидим их. Могу я узнать, почему здесь лидеры двух кланов? Я уверена, что Древние Руины откроются через неделю. Лорд Замка Ши, мы пришли потребовать, чтобы вы отдали наши места для Древних Руин. Ученик Дворца И Тянь Ёнь убил нашего ученика, а также лорда павильона Зала Невестного Феникса. Цинь Ёнь Чэнь, мастер создателей клана бога. Джиа. И Тянь Ёнь, мастер секты Небесного Духа. Вы должны компенсировать нам это. И Тянь Ёня же объявил, что он больше не наш ученик. Он был просто внешним учеником. Поэтому мы не можем нести ответственность за его действия вне Дворца. Что за шутки? Просто потому, что он сказал, что больше не из замка Тянь Кси, вы думаете, что это не касается вас? Но... Но из того, что я слышала, именно ваш ученик был тем, кто спровоцировал его и принес проблемы тем, что назвал его оружие поддельным. И когда он вызвал его на дуэль, он использовал скрытую атаку. Только ваш ученик может винить себя в своей смерти. Кто может подтвердить ваши слова? Мы только хотели его забрать, чтобы задать пару вопросов, но он убил каждого, кого мы отправили к нему. Я никогда не думал, что замок Тянь Кси настолько безрассудный. Вы думаете, что я настолько наивная, чтобы поверить в это? Пожалуйста, уйдите. Я никому не буду отдавать наши слоты. Лорд Замка Ши, так как вы не даете нам лица, не вините меня в том, что произойдет дальше. Мастер Секты Цинь, что вы намереваетесь сделать? Дворец Цэн Кси может быть не настолько серьезным, чтобы противостоять двум кланам, но если вы загоните нас в угол, то пострадаете. О, вы говорите о том, чтобы попросить своего ученика, который женился на дворце... Цэн Цюань, привести подкрепление? Или может попросить вашего предка выйти из закрытого культивирования? Ты? Я уже говорил, Замку Цинь сегодня не ввешиваться в это дело. Цари, жена за мной следит. Передай привет, лисички. Царь, просто царь, спасибо за соточку. Да-да-да. Привет, лисички. Лисичка, привет. Это привет от мужа. Лорд Памилена, главного управления Зала Небесного Феникса. Как торговцы, как торговцы, вы не должны ввешиваться в дело клана. Обычно мы не должны, но ваш ученик убил многих наших людей, поэтому мы сделали исключение. Сегодня Замок Тянь Кси должен дать нам объяснение и урегулировать это дело. Но мы готовы забрать эту проблему, если вы согласитесь с двумя нашими условиями. Во-первых, отдайте все ваши слоты древних руин. Во-вторых, Лорд Замка Ши должна выйти за меня замуж. Иначе Замок Тянь Кси будет разрушен сегодня. Гадкий ублюдок. Почему бы тебе не взглянуть на себя в зеркало и посмотреть, действительно ли ты достоин? А? Он ищет смерти, приходя сюда в такое время. Ха-ха-ха, мы искали тебя везде, но никак не ожидали, что ты придешь к нам сам. Стоит ли мне назвать тебя смелым или же просто тупым идиотом? Здесь только ты, идиот, с тупым лицом, мечтающий жениться на нашем Лорде Замка. Перестань. Мечтать? Веришь или нет, но я могу убить тебя лишь одним пальцем. Собираешься убить? Я смеюсь... Попробовать. Лорд Замка Ши, я признаю, что вы довольно сильные, но... Вы думаете, что сможете победить трех из нас за раз? Схолодить этого парня! А почему бы нам и не узнать? Сейчас включу музычку. Ха-ха-ха! Лорд Замка! Лорд Замка, вы в порядке? Я в норме. Мы должны помочь Тяньюню. Тяньюню окружен. Я должна спасти его. Лорд Замка, если вы снова пошевелитесь, я не гарантирую, что они... Что они с ним сделают. Я дам вам последний шанс. Отдайте мне все ваши слоты и выйдите за меня. Но теперь мы тоже хотим загадочное сокровище Замка Тянькси. Конечно, если вы не согласны, тогда мы можем имбить всех вас и забрать его самим. Как ожидалось. Вы, ребята, ищите таинственное сокровище. И Тянь-Йонь просто... Извинение. Вашим истинным мотивом всегда было загадочное сокровище Замка Тянькси. Да, ну так что. У вас нет другого выбора. Если вы отказываетесь, мы убьем. А тогда... Мы разрушим Замок Тянькси. Хорошо. Я соглашусь с вашими требованиями. Но сначала отпустите Тяньюня. Да, ребят, у нас 33-я глава. Иногда появляются какие-то опечаточки, ну, по всей видимости. Потому что не всегда смысл текста соответствует тому, что там происходит. Ладненько. Продолжаем. 33-я глава. Парень, тебе невероятно повезло, что лорд Замка Ши зашла так далеко, чтобы спасти тебя. Она даже готова... Отдать таинственное сокровище Замка Тянькси. Хотя я даже не знаю, что это за сокровище. Но чтобы эти три силы соединились вместе, это должно быть что-то удивительное. Но я больше не дождаюсь в том, чтобы моя тётя защищала меня. Теперь я буду защищать её. Режим сумасшедших очков активирован. Карта увеличения опыта в 10 раз активирована. Карта двойных сумасшедших очков активирована. Карта двойного мастерства активирована. Использовать 5 таблеток двойного опыта. Аура удачи активирована. Не за что. Этот парень уже сильнее, чем старший. Позвольте мне увидеть, кто посмеет приседнуть на мою тётю и забрать сокровища Замка Тянькси. Я не позволю никому сорвать даже стебелёк с этой травы, не говоря уж о каких-то сокровищах. Это... это действительно Тюнь-Йони. Почему он настолько силён? Может быть у него была счастливая встреча? С этой скоростью, мощью и оружием он сильнее даже наших старейшин. Боевая техника. Десять тысяч мечей возвращаются к происхождению. Десять тысяч мечей возвращаются к происхождению. Вы убили старейшину клана Небесного Духа и получили двенадцать тысяч очков опыта и две тысячи сумасшедших очков. Вы убили старейшину клана Небесного Духа и получили двенадцать тысяч очков опыта и две тысячи сумасшедших очков. Вы убили старейшину создателей клана бога и получили 13 тысяч очков опыта, плюс 500 к ремесленному мастерству и 2000 сумасшедших очков. Вы убили... Кольчеваться этого парня не на 7-й, 8-й стадиях духовного очищения, а на 3-й, 4-й стадиях основного конденсации. Как мы так неправильно поняли? Быстрее! Быстрее! Остановите его! Вы убили старейшину зала небесного феникса и получили 12 тысяч очков опыта и 2000 сумасшедших очков. Парень, не будь слишком дерзким! Поздравляем! Вы успешно перешли на 6-ю стадию основной конденсации. Вы глава лорда павильона, а? Все вы из зала небесного феникса просто степсов! Поэтому я сделаю всем вам услугу и убью вас прямо здесь и сейчас! Режим сумасшедшего урона активирован. Невидимость активирована. Вы убили Сиантянья и получили 40 тысяч очков опыта. Боевая техника, экстремальный блеск. Плюс 1300 к мастерству алхимии и 3000 сумасшедших очков. Тянюнь, осторожно! Вот же! Вы лидер клана, но используете скрытое оружие, чтобы нападать скрытой атакой. Как позорно! Тетя! Жена дала мне подзатыльник. За донат можно я ей угол поставлю. Спасибо еще за соточку. Но это же жена. Не стоит таких методов применять. Хотя... Спасибо, дружище. Надеюсь, у вас там будет все мирно. Не хотелось бы быть камнем преткновения. Хладко продолжаем. Спасибо. Не важно, что она всегда выбирает оставаться на моей стороне. Ты, наконец, решил вернуться? Я никогда не хотел уходить, но я не мог допустить, чтобы дворец Сянь-Сюань был втянут в неприятности из-за меня. Но я должна заботиться о тебе, если что-то случится с тобой, я больше не смогу жить. Вы, ублюдки, может, хватит разыгрывать сопливую сцену передо мной? Идите! Убейте их! Убейте их всех! Я посмотрю, как двое из вас смогут спасти целый замок Сянь-Сюань от наших атак! Убить! 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 Не позволяйте кому-либо из замка Сянь-Сюань остаться в живых! Удар меня, если посмеешь. Таким бесстыдным ты можешь быть. Почему ты не бьешь первым? Я позволю тебе увидеть, как весь замок Сянь-Сюань покроется кровью! Окон небесного духа! Редяная перчатка надета. О-о-о-о-о! Поставь ноплотом, подари розу ей. Ха-ха! Евген, спасибо за соточку! Кстати, насчет розы это очень действийный прием. Да. Можешь применять. Спасибо, дрыщ. О-о-о! О-о-о! Я хочу видеть... ...со мной здесь! Кто осмелится тронуть замок Сянь-Сюань? Ну, видимо, опечаточка была. Тридцать четвертая глава. Продолжаем. О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о! Что происходит? Это из-за Тянь-Юня? Он действительно силен! Вы убили лидера клана небесного духа Джа-Джи-Юня и получили 40 тысяч очков опыта. Таблетка от замораживания духа одна штука. Три тысячи сумасшедших очков. Тетя, здесь со мной никто не сможет навредить замку Тянь-Юань. Поэтому давайте убьем их всех! Тянь-Юнь! Это верно. Еще не время расслабляться. Я разберусь с Тянь-Юнь-Чанем. О-о-о-о! О-о-о-о! Вздохни! Да как ты смеешь! Тетя! Тетя, быстро съешь эту восстанавливающую таблетку! Не волнуйся, Тянь-Юнь, и я в порядке. Какая сильная аура! Кто он? Оценивающий глаз активирован. Босс Цинь-Тянь-Лонг. Девятая стадия конденсации ядра. Духовная броня отличного качества. Боевая техника земного ранга. Ладонь небес. Боевая способность. 80 тысяч. Наконец-то появился еще один босс. Интересно, какую награду я получу за его убийство. Новая миссия. Защити замок Тянь-Сюань. И защититься от вражеского вторжения. Вы желаете принять? Награда. 100 тысяч очков опыта. 20 тысяч золота. 1 лотерейный билет. Плюс 100 к расположению. Каждому в замке. Я обязательно приму. Предок. Этот парень странный. Я не знаю, какое боевое искусство он использует, но он заморозил нас всех. Мы совсем не можем двигаться. Он уже убил больше половины наших. Вы все просто куски мусора, которые даже не могут захватить маленький дворец Цянь-Сюань. В итоге, я должен делать это сам. Мы по двери... Мы по двери вас, предок. Пожалуйста, простите нас. Я хотел подождать, пока старейший на замке Тянь-Сюань выйдет. И тогда я использую скрытую атаку. Я никогда не думал, что мальчик вытеснит меня. Позвольте мне увидеть, насколько он силен. За опоздание. Александр, спасибо за две соточки. Ну, как известно, лучше поздно, чем никогда. Да, рад тебя видеть. Спасибо еще раз. Какая плотная дьявольская аура. Этот предок Цинь непрост. Я слышала, что он убил многих культиваторов и использовал их кровь, чтобы сконцентрировать это зло в своей руке. Будь осторожен, или получишь воздействие на странную ауру. Не переживай, я буду в порядке. Сейчас вперед, убейте их все. Убить, убить. Лорд-20, позвольте разбраться с ними. Атакуем. Вы заплатите за то, что повредили мою тетю. О, туда подойди. Покажи мне, что ты можешь. Это была моя сильнейшая атака с ледяной перчаткой. А? Он уже прорвался через преграду? Тридцать пятая глава. Ты действительно силен, но эти атаки бесполезны против меня. Какая сильная, злобная аура. Даже старейшины будут под... Повреждены. Я использовал слишком много сил и просто так. Поэтому становится все труднее блокировать злую ауру. Тянь-Юнь. А-а-а? Тянь-Юнь, оставь его мне и помоги другим. С ним трудно справиться. Его культивация очень высокая. Поэтому позволь мне. Я больше не хилый и слабый ребенок, который нуждался в твоей защите, тетя. Сейчас мой черед защищает тебя и каждого в замке Тянь-Юань. Тетя, пожалуйста, доверься мне. А-а-а. Хорошо. Тогда я оставлю это тебе. Эй, парнишка. Ты все еще хочешь сразиться со мной? Наивный парнишка. Ты думаешь, что сможешь победить нашего предка? На фоне нашего предка ты просто грязь под ногтей. Ты очень молод, но уже смог убить многих старейшин моего клана. Должен признать, что ты намного лучше, чем мусор из моего клана. Почему бы тебе не присоединиться к моему клану? Ты же не хочешь умереть здесь вместе с замком. Я лучше умру, чем присоединюсь к твоему противному клану. Я не позволю разрушить замок Тянь-Юань. Это... Это сила Тянь-Юня? Он действительно больше не маленький мальчик, о котором я должна была беспокоиться. А-а-а-а. Ты-ты из расцедраконов. А-а-а. Старик, ты должен остаться в своем клане. Сейчас иди умре. Я никогда не ожидал, что в замке Тянь-Юань так долго скрывался такой, как ты. А-а-а-а. Искусство бога-дракона. Первая форма. Что? Мощь дракона действительно ужасна. А он так легко уничтожил моего нерокрови зла? Я еще не заканчивал. Еще раз. Коготь души дракона. Т-ты. Не смотри на меня свысока. А-а-а. Получай. И на печенье тебе. Ха-ха-ха. Александр, спасибо еще за две соточки. Ох, печеньки я просто обожаю. Спасибо тебе, дружище. А-а-а. Э-э-это... У него и правда есть сильное духовное оружие. Тридцать шестая глава. Не останавливаемся. Продолжаем. О-хо-хо. А теперь... Иди умри. Вот же. Великая техника. Поглощение звезд. Ха-ха-ха. Что? Ах ты! Я хочу увидеть, насколько ты силен на самом деле. Кровавый, свечащийся меч бога, духовное оружие высшего класса, созданное путем поглощения крови тысяч людей, вызывает у культиваторов низкого уровня сильную жажду крови и потерю рассудка. Боевые способности. Десять тысяч единиц. Такой сильный месть с высокой боевой мощью. О-о-о. Ты все еще думаешь, что сможешь победить меня? Почему бы нам не выяснить это? Ты же ждешь только смерти? О-о-о-о. О-о-о. Мы еще посмотрим, кто сегодня умрет. О-о-о. Древний, спаси меня! О-о-о-о. Ты осмелился. Вы убили и получили 43 тысячи опыта, плюс тысячу к мастерству ремесла и 3600 очков безумия. Поздравляю, вы достигли седьмого уровня конденсации ядра. Хе-хе-хе. Я опнулся. С этим мой бой улучшится, и теперь я могу сражаться с ним на одном уровне. А ты посмел убить хозяина моего клана прямо у меня на глазах, недоношенок. Как он может быть таким быстрым? Его скорость и сила. Они намного выше, чем раньше. Неужели я неправильно его заел? Или этот парень скрывает свой истинный уровень культивации? В любом случае, он должен умереть здесь! Боевые способности 95 тысяч Боевые способности 100 тысяч Боевые способности 110 тысяч Его боевые способности снова увеличились почти на 20 тысяч за один раз! Как будто он выпил микстуру Берсерка! Такая страшная аура! Неужели это и естественная сила Центиль Луна? Владыка дворца, мы не можем подойти ближе! Интересно, будут еще твои нарезки часов на 10-20 Ха, Йоген, спасибо за соточку Поверь, будет Там еще есть один видосик, тоже часов на 30 Так что все еще впереди Хватило бы возможностей железа Вот с этим проблем и действительно есть Спасибо Парень, я позволю тебе увидеть мою истинную сила! Сегодня я крашу дворец Тенсиони в кровавый цвет Так, сейчас музычку выберем Я никогда И когда я закончу Дворец Тенсиони будет стерт с лица земли Опыт Я накопил довольно много очков безумия Так что теперь я могу использовать их по своему усмотрению Улучшить безумный режим Улучшить родословную бога дракона Активировать безумный режим Такая силаура дракона! Активировать безумный режим Да, спасибо за соточку Да, выглядит еще более безумно Никто не сможет тронуть дворец Тянь-Сивань Только через мой троп Тридцать седьмая глава Что? Что случилось? Злая аура рассеивается Предводитель Тенсиони Выбирай Либо ты сдохнешь здесь Либо берешь своих сородичей И уходишь Ты Ах, твоя культивация Так сильно возросла за столь Короткий промежуток времени Какую злую технику ты использовал Культивация этого парня должна быть на пике сферы конденсации ядра Кроме того, что он из родственных драконов У него еще есть такая злая техника Это не имеет значения Я дам тебе три секунды, чтобы сделать выбор Раз Два Если я смогу получить его злую технику Никто не сможет мне противостоять Даже если я пожертвую всеми здесь Я должен убить его любой ценой Раз уж ты и сделал свой выбор Сейчас Ты Умрешь Я каждому Поясню Последствия нападения на дворец Чэнь Си Ваня Чэнь Юни Он уже так силен Ему больше не нужна моя защита Думаешь, дворец Чэнь будет в безопасности, когда ты убьешь меня? Она прибудет в открепление из других фракций Зал небесного феникса Клан небесного духа Или кто-то еще Неважно, кто придет Я уничтожу их всех Вы убили Цэнь Тень Луна и получили 50 тысяч очков опыта Боевую технику Кровавый зверь, взмывающий в небеса Копье кровавого заряда Низкосортное святое оружие Копье кровавого зверя Низкосортное святое оружие Браслет кровавого жреца Низкосортное святое оружие Плюс тысячу К навыку ремесла И 4 тысячи очков безумия Вы убили Цель намного сильнее вас Вы получили 10 шансов на розыгрыш Лотереи И 10 тысяч очков безумия Защита дворца Чэнь Сюань Задание выполнено Вы получили 100 тысяч очков опыта 10 тысяч золота Один шанс на розыгрыш лотереи И плюс 100 Благосклонность ко всем из дворца Чэнь Сюань Я получил 2 снаряжения святого класса Несмотря на то, что они низкого класса Это удивительно Получить сразу 2 святых снаряжения Не думай, что я прощу тебе побег Только из-за того, что ты сделал сегодня Я просто не хотел впутывать дворец Чэнь Сюань Свои разборки Ты не можешь решать такие вещи самостоятельно И ты даже не удосужился поставить мне сообщение Я так волновалась, что с тобой случилось что-то плохое Тётя Она плачет Я никогда не видел её такой раньше Простите, что беспокоит тебя, тётя Но видишь, я теперь очень... Я даже могу защитить тётю в будущем Сейчас ты просто самонадеян Но я рада это слышать Тётя Ну, раз уж все собрались Я хочу назначить Тянь Юня Старейшиной У кого-нибудь есть разрешение? Нет Я хочу кое-что сказать Владыка Я думаю, что будет лучше, если я останусь внешним учеником Также я не очень хорошо справляюсь с вопросами управления дворцом Старейшина должен заботиться о многих вещах И я не хочу тратить своё время на это Тянь Юня Тебе не нужно беспокоиться обо всём этом Ты просто должен представлять нас дворец Тянь Сюань Кроме того Если бы я позволил тебе управлять дворцом Тянь Сюань Он бы развалился в тот же день Что ж Это здорово Я полагаю Теперь Поскольку лидеры трёх кланов погибли здесь Сегодня они не будут пускать всё на самотёк Мы должны быть на чеку И быть готовыми к нападению в любой момент Они будут использовать любой предлог, чтобы напасть на нас Но в конечном итоге Они просто хотят заполучить сокровище дворца Тянь Сюань Сокровище дворца Тянь Сюань? Интересно, что это такое? Я намерена передать его Тянь Юне И позволить ему использовать его в случае необходимости К кому-нибудь Есть возражение? Подождите Я могу использовать сокровище вот так вот просто? Но повелительница Дворцовые сокровища всегда использовались повелителем дворца И никем другим Позволить кому-то другому использовать его Это... Я знаю Но Тянь Юнь намного сильнее меня И если три клана нападут снова Он сможет использовать сокровища, чтобы победить их И защитить всех нас Подождите Но я даже не знаю, что это за дворцовые сокровища Похоже, сейчас мы узнаем про сокровища Итак Тридцать восьмая главушка Ну что До скольки сегодня будем озвучивать так? Давайте, наверное, по сорковую До сорковой дойдем и остановимся на сегодня Пассивный эффект Нефрит морозной души Успокаивает плечо И очищает разум Увеличивая скорость культивации Активный навык Создает ледяную территорию Замораживает сё в определенном радиусе Священный предмет промежуточного уровня Это непростое сокровище Температура во дворце внезапно снизилась Это нефрит морозной души Он не только помогает в культивации Но и позволяет вызвать эффект морозной земли А если соединить его с навыком ледяного типа То эффект значительно усилится Промежуточный предмет души Он заслуживает звание сокровища дворца Тяньсюаня Владыка дворца Я не могу принять его Если честно Он не приносит мне большей пользы Он больше подходит вам Так что ставьте его себе Возьми Нет Хорошо Я придержу его для тебя Теперь о древних руинах Так как мы убили двух мастеров секты Мы получили их слоты Нам нужна твоя помощь Чтобы выбрать восемь учеников Которые войдут в руины Я должен выбрать всех восьмерых учеников А как же я? В руины могут войти только культиваторы Уровня духовного совершенства И ниже Но ты уже в сфере конденсации ядра Так что Я не могу войти в руины Тогда как не выполнить главную миссию Тяньсюань С твоим уровнем культивации Идти туда Бессмысленно Твоя культивация не улучшится Ладно Я понял Это главная миссия Я должен выполнить ее Несмотря ни на что Если я не справлюсь То не смогу продвинуться дальше Неважно Я подумаю об этом позже Давайте пока устроим лотерею Активировать Ауру удачи Начните лотерею Вы получили пилюлю Десять тысяч хп Расходный материал Так бесполезно Опять Вы получили Пятьдесят тысяч пилюль хп Вот же Опять Вы получили Одну жизнь Опять Подождите Жизнь Жизнь Она автоматически Активируется После вашей смерти И вы Возрождаетесь Один раз Ох Потрясающе Похоже Не все Расходные материалы Бесполезны Дайте мне Их побольше Чем больше Тем лучше Еще Опять 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 Проклятие Эти таблетки Совершенно Бесполезны Они помогают Мне Сколько бы я Их не съел По крайней мере Я получил оружие Которое можно Использовать В бою Похоже Я могу только ждать Пока Откроются руины И попытаться Войти в них Следующий день Старший Братья Ки Я нервничаю Не волнуйся Я буду здесь Наблюдать за тобой Просто Верь в себя И старайся Изо всех сил Изначально Тест на оценку Учеников Не проводился Так рано Но из-за Недавних Инцидентов Доворец Цянь Цюань Нуждался В быстром Увеличении Своей силы Поэтому Он был Перенесен На более Ранний срок Я не знаю Не слишком ли Это рано Для Цюань А кто эта девушка Со старшим И Интересно Как она стала Так близка С ним У нее Нет ни внешности Ни таланта И Похоже Она из сельской Местности Я слышала Что она Привела Своего Младшего Брата Мы все Потратили Много усилий Чтобы Переехать Сюда Но Она Просто Использовался Свои отношения Со старшими И чтобы легко Войти Не слушай Их Старшие Братики Будучи Отбросом Я часто Слышал Такие слова Тебе просто Нужно Использовать Свою силу Чтобы доказать Свою Правоту Старший Братик Прав Я Нужно Использовать Свои Способности Чтобы Показать Себя Соблазнить Старейшину Вот же Ее Должно быть Уже Приняли Она Пришла Сюда Просто Для Показухи Интересно О чем думает Старейшина И Почему Им вообще Нравится Такая Как она Она Такая Грязная Потрепана Изношенной Одежде И все равно Хочет Ступить Во дворец Тиан-Сиань Вы можете Говорить Обо мне Гадости Но не Говорите Ничего Плохого О старшем Братии И я Докажу Что вы Все Ошибаетесь И сдам Экзамен Используя Свои силы Используя Свои силы Да кем Ты себя Возомнила Но не Продержишься И одного Раунда Тишина Экзамен Начинается Дьякон Лян Экзаменатор Внешнего Ученика Дворца Тян-Сиань Старейшина И Дьякон Лян Позвольте Проводите Экзамен В соответствии С обычными Правилами Никому Не нужно Оказывать Особое Внимание Вызовите Духовный Мотив Это Массив Духовного Удара Как только Вы Встанете В него Вы будете Атакованы Ударами Души Чем Дольше Вы Продержитесь Тем Зильнее Ваш Ментальный Дух Чтобы Стать Внешним Учеником Тебе Нужно Выдержать Девять Раундов Атак А если Ты Выдержишь Одиннадцать Раундов Атак То Сможешь Стать Внутренним Учеником Всего Девять Раундов Чтобы Стать Учеником И Я думала Нам нужно Выдержать Тринадцать Или Четырнадцать И так Не будь Клупцом Выдержать Десять Раундов Уже Трудно Мало Кто Сможет Стать Внутренним Учеником Культивирование Ментального Духа Намного Сложнее Чем Культивирование Тела Помнит Помнит Давным Давно Был Кто Кто Продержался До Четырнадцати До Тридцати Четырнадцати А помнится, давным-давно был кто-то, кто продержался до 13-14 раундов. Чтобы отплатить старшему брату И, я должна сделать все возможное и продержаться. Я должна стать официальным учеником. Тридцать девятая глава. Смотрите, эта девушка идет в бой. Она хочет стать официальным учеником, но сможет ли она выдержать 9 раундов атак? Я думаю, она упадет после одного или двух раундов. Но разве результат имеет значение? Она все равно станет официальным учеником, так как она близка к старшему И. Я действительно завидую ей. Начинается оценка первой группы участников. Всем остальным молчать. Начинаем. Первый раунд. Второй раунд. Третий раунд. Четвертый раунд. Пятый. Шестой. Седьмой раунд. Как? Восьмой раунд. Она же просто бедная простолединка. Как она может? Она не сможет выдержать девятый раунд. Девятый раунд. О, только маленькая девочка все еще держится. Десятый раунд. Неплохо. Неплохо. У нее есть потенциал. Одиннадцатый раунд. Двенадцатый раунд. О, она действительно продержалась 12 раундов. А кто сказал, что она здесь только из-за связи со старейшной И. Но откуда у бедной девушки из сельской местности такой сильный ментальный дух? Она намного сильнее меня. О, ты умница. Старейший. Старшие братицы. Я сделал это. У меня получилось. Да. Ты действительно справилась. Ты доказала свою состоятельность. Поздравляю. Теперь ты член дворца Тянь Сюань. И даже стала внутренним учеником по собственным заслугам. Браво. Спасибо, старшие брати. Поздравляю. Вы завершили скрытое задание. Начальный период воспитания святой девушки. Вы получили 50 тысяч опыта. Плюс 50 благосклонность к Дзю Линьюню. И 30 очков престижа. Период воспитания святой? Что происходит? Может быть... Линьюнь, ты святая? Какая святая? Не бери в голову. О, манго это круто. Новый спонсор. Добро пожаловать на уровень волшебник. Манго это круто. Отличный ник и классный лозунг. Добро пожаловать, дружище. Ты знаешь, кто твои родители? Нет, я никогда не видела своих родителей. Всегда были только я и мой младший брат. Вообще-то, даже мой младший брат, не кровный родственник. Мы просто выросли в одном дворце. Старшие брати, почему ты спрашиваешь об этом сейчас? Ах, ничего. Мне просто любопытно. Не волнуйся. Должно быть, ее бросили с сельской местности в детстве. Но зачем клану это делать? И судя по результатам, врожденные способности, Дзюлинь-Йонь, очень сильны. Если я продолжу развивать ее, то в будущем она может стать святой. У тебя большой потенциал, и ты значительно улучшишься, войдя в руины. Но так как твоя культивация невысока, ты можешь подождать до следующего раза. Я не возражаю. Я просто счастлива, что могу присоединиться к дворцу Тянь-Сюань. Полмесяца спустя. Тянь-Йонь, на этот раз ты будешь сопровождать их при поддержке Великого Старейшины. Я должна позаботиться о многих вещах здесь, поэтому я настанусь во дворце. Хорошо. Но если другие секты сделают шаг, немедленно пошли нам весть. Массаж. Да, бывает прикольные печатки. Хорошо. Можете не беспокоиться об этом. Мы справимся, если кто-то нападет. В любом случае, уже поздно. Тебе пора уходить. Итак, это оборота, ведущие погружающим в небо древним руинам. Теперь я должен придумать, как попасть внутрь. Большинство здесь из фракции второго класса, а фракции первого класса, таких как дворец Тянь-Сюань, очень мало. Разве ты не из дворца Тянь-Сюань? Владыка дворца Шеи не пришел в этот раз? А? О, это глава клана небесная, земная Ли Хуа Цянь? Простите, не узнал вас в поддержке. Ничего страшного, я предпочитаю оставаться незаметным, когда нахожусь снаружи. Хуа Цюнь, глава клана небесной земли. Владыка дворца Шеи чем-то занят, поэтому в этот раз я пришел от ее имени. О, я вижу. Я слышал, что три великие силы напали на дворец Тянь-Сюань, но в итоге были уничтожены. О, похоже, старый предок дворца Тянь-Сюань действительно силен. Действительно, и даже если дворец Тянь-Сюань, всего лишь фракция первого ранга, мы не слабы. Врата Древней Рейны открываются! Так, сороковая глава. Друзья, финальное на сегодня. Ворота! Ворота открылись! Теперь мы можем войти! Раз уж я все равно здесь, я должен попытаться войти. Великий старец, не могли бы вы дать мне жетон? Я хочу попробовать, смогу ли я войти. Похоже, ты еще не знался. Вот, иди и попробуй. Спасибо. Итак, это жетон для входа в руины. Не похоже, что это что-то особенное. Хорошо, давайте попробуем. Я не чувствую, какой... Я не чувствую, никакой отвергающей силы. Ха? Странно. В руины не должны входить культиваторы выше уровня совершенствования духа. Но, ограничения все еще существуют. Как и ожидалось, великий старец не может войти. Как и ожидалось, великий старец не может войти. Что касается меня, то это, вероятно, из-за системы изогнания. Хм, в любом случае, теперь, когда я вошел, я могу завершить миссию. А-а-а. Итак, это древние руины погружения в небеса. Итак, это древние руины погружения в небеса. Руины были в основном исследовании, и большинство сокровищ также забрали. Но мы здесь не для того, чтобы искать сокровища. Старичный, как вы смогли выйти? Я не уверен. Я просто попытался войти, и вот я здесь. Ли Фэнк, ученик клана небесной земли. Ли Фэнк, ученик клана небесной земли. Ну, и что? Я слышал, ты очень силен. Ты наделал много шума в зале небесного феникса, убив Лянь Тянь Чина. И в конце концов, тебе понадобился дворец Тянь Сюань, чтобы вытащить тебя из беды. Ты должен полагаться на свои силы, а не напрягаться, а не прятаться за кучкой женщин. Что за чушь ты несешь? Старейшина, и уже он не полагается ни на кого, чтобы решить свои проблемы. Не говоря, не говори, если ничего не знаешь. Разве ты не можешь говорить за себя? Тебе нужно, чтобы и они за тебя говорили. Цинь Сюань, пошли. Я слышал, что ты в одиночку расправился с несколькими людьми из зала Небесного Феникса. А теперь ты убегаешь как трос. Хватит говорить, будто знаешь, что произошло в зале Небесного Феникса. Ты единственный трус здесь. А ну, заткнись. Я говорю с ним, а не с тобой. Если ты действительно так силен, как говорят слухи, я вызываю тебя на дуэль. жизни и смерти. Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Мне это неинтересно. Этот парень напрашивается на избиение, но у меня нет на него времени. Как и ожидалось, ты просто трос, прячешься за женщинами и полагаешься на дворец сен-си-у-аня. Ши-си-у-аня, должно быть стыдно за тебя. Очень хорошо, ты привлек мое внимание. Хочешь дуэль на жизнь и смерть? Давай сделаем это здесь и сейчас. Скорее, давайте уже начнем. Ах, а теперь умри. Ты слишком медленный. Вы убили Лин Фенга и получили 9000 опыта. Меч нефритового неба, духовное оружие низкого класса. Вы получили 900 очков безумия. Старший Лин Фенг! Старший Лин, он мертв! Ты, как ты посмел убить нашего старшего Лин Фена? Глава нашего класса, клана, не отпустит тебя! Это он хотел поединка не на жизнь, а на смерть. Почему ты обвиняешь меня? Если кто-то посмеет оскорбить дворец Тянь Юн Сюни? Если кто-то посмеет оскорбить дворец Тянь Сюань? Я не против сразиться с ним в дуэли на жизни смерть. Кто-нибудь еще хочет бросить мне вызов? Пойдем, мы и так потеряли здесь много времени. Старей Шинаи, куда вы собираетесь идти? Я просто пройдусь вокруг и посмотрю смогу ли найти какие-нибудь сокровища. Боюсь, здесь больше не осталось ничего ценного, кроме испытательного обелиска. О, испытательный обелиск? Тогда пошли посмотрим на него. может быть я смогу найти что-то, что поможет мне в моей миссии здесь. Итак, это испытательный обелиск, люди садятся перед ней и медитируют. И они могут выучить новую технику, основываясь на своем стандарте. Самый высокий ранг боевой техники, которую кто-то когда-либо изучил, ранг неба, а самый низкий ранг человека. Просто боевая техника среднего ранга? Интересно, какой секрет скрыт в ней? Давайте просто самоведитируем и посмотрим. О-о-о! В теле только название боевого искусства, но не ранг и его эффекты? Значит, я могу судить о них только по названию и сделать свой выбор. Судя по всему, как только боевое искусство будет отобрано, оно исчезнет из этого царства. Значит, я должен оставить все на удачу и выбирать наугад? Но меня это не интересует, я хочу лишь завершить главную миссию. ауру удачи активировать! Странно, на этом обелиске ничего нет, может быть моя удача еще недостаточно хороша? нет, с самого начала я хожу по кругу, как бы далеко я не заходил, я возвращаюсь обратно в эту область. Я вообще не могу покинуть это место. Как будто я нахожусь в лабиринте. этот обелиск может это ядро лабиринта? Если это ядро, значит оно было передано мной все это время. Я потратил столько очков безумя впустую. Взрыв! теперь мы наконец-то добрались до цели. Итак, чтобы попасть сюда нужно сначала прорваться через лабиринт снаружи. Те, кто не знает этого, могут выбрать только боевые искусства, выгравированные на обелиске снаружи. О-о-о! Кажется там есть путь. О-о! Внизу есть двор. Несмотря на то, что это иллюзия, двор слишком прост и не зателив. Всего лишь небольшой дом. Но на мой взгляд именно это и выделяет его. Ведь по-настоящему сильные культиваторы не зацикливаются на роскоши, а ведут себя скромно. Ходите. Я не ожидал, что здесь кто-то будет. приветствую, господин. Не нужно быть таким формальным. Я всего лишь менеджер. Можете называть меня старейшей на сегодня. Старейшей на сегодня, управляющей древними руинами. Следуй за мной, о, избранный. господин, прибыл избранный. А это? Это действительно король духов. Король духов это уровень чуть ниже короля святых. И это самый высокий уровень культивации, которого когда-либо достигали на этом континенте. Не удивительно, что он смог создать такие загадочные древние руины. Духовный король Сион тянет он уже. Да, даже если он король духов, он все равно не сможет избежать судьбы. 42 главушка. Продолжаем. Позвольте этому младшему отдать дань уважения королю духов. Очень жаль терять такого сильного и талантливого культиватора. Неплохо. Твое сердце и характер хороши. Ты достанешь стать наследным учеником мастера. Я только поднял палочку благовоний и я уже квалифицирован чтобы стать наследным учеником короля духов. О, не удивляйся. Это просто означает, что ты имеешь право пройти тест. Ты по крайней мере лучше, чем те неискренние, которые только хотят получить наследство. Есть и другие, кто приходил сюда раньше. Да, но они не были искренними, поэтому не могли получить наследство. И все они были наказаны за коварство и обман. Можешь не беспокоиться. Я вижу, что характер у тебя неплохой. Моему хозяину нравятся такие люди, как ты. К счастью, у меня хороший характер. Иначе, если бы я получил сильную травму в состоянии души духа, то даже если бы не умер, остался бы идиотом на всю жизнь. Итак, могу ли я узнать, каким будет испытание старейшины Сеня? Если ты хочешь получить наследство и стать преемником, то ты должен победить моего господина. Это... духовное сознание, которое оставил мой господин. Если ты сможешь победить это духовное сознание, то наследство будет твоим, но если ты не сможешь, то потеряешь память об этом месте. Хе, хорошо, я понял. Духовный образ мастера будет скорректирован соответств... Духовный образ мастера будет скорректирован соответствую с твоим возрастом, а что касается его уровня культивации, ты узнаешь, когда испытаешь его. Удачи! Если ты сможешь победить мастера, ты станешь преемником. победить Короля Духов Силантяня, даже если это его младший сын, будет нелегко. Оценивающий глаз активирован. Боевая способность 46 тысяч, боевые способности 49 тысяч, боевые способности 51 тысяча. В старь юном возрасте боевые способности Короля Духа уже достигли 50 тысяч. Твой хозяин не использует никакого оружия? Мой хозяин не нуждается в помощи оружия, он полагается только на свои кулаки. Но ты можешь использовать любое оружие, которое принес с собой. Тогда я тоже буду использовать только кулки, чтобы выразить свое уважение. как пожелаете, но если вы потерпите неудачу, у вас не будет другого шанса. Нет проблем, я не думаю, что мои кулаки кому-то проиграют. Давайте начнем! Атаковать так яростно с самого начала! Я поймал тебя! Великолепная техника поглощения звезд. Получил тысячу опыта. Тысяча триста опыта. Тысяча двести опыта. Ха, это хорошо. Похоже, я могу поглощать опыт в состоянии духа. Даже если ты король духов, ты все равно станешь моим источником опыта. Получено тысяча пятьсот опыта, тысяча сто опыта, тысяча триста опыта, получено тысяча семьсот опыта. В моем возрасте король духов обладает такими боевыми способностями. Если бы я пришел в более позднее время, у меня не было бы никаких шансов на победу. Но у меня с собой система, так что... ты хочешь сбежать? Я не позволю тебе! Ты действительно селян, но если ты не можешь атаковать, это бесполезно! Я думал, что в состоянии духа я не могу получить опыт, поэтому не принимал никаких таблеток. Но раз аж я могу, давайте их используем! Использовать три раза пилюлю опыта. Получено 5700 опыта, 5900 опыта, 5200 опыта, 5400 опыта, 5700 опыта. Получено! О! Такая необычная сила! Не так много культиваторов, которые могут сравниться, тем более превзойти мастера! Нет, подождите, это плохо! Духовная сила мастера поглощается полностью! 43-я главушка. Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться! стой! Ты, сопляк, остановись сейчас же! Если ты будешь продолжать поглощать духовную силу мастера таким образом, все это царство рохнет! Ха, как такое большое царство может так легко разрушиться? Более того, я даже не победил кроля духов, значит ли это, что я прошел? Нет, это не считается поражением мастера! Тебе нужно найти другой способ победить мастера! Хм, это разочаровывает! Поздравляю, вы успешно поднялись до восьмой ступени конденсации ядра! О, пожалуйста, прекрати поглощать духовную силу мастера! Ладно, если я случайно разрушу это царство, я не смогу получить наследство! Окей, хорошо, я больше не буду! Я уже поглотил около полумиллиона очков опыта, но изначально я хотел поглотить еще больше и достичь пика конденсации ядра! Но, похоже, если я буду поглощать и дальше, это царство разрушится и будет уничтожено! Ну что ж, пора заканчивать! Поднимайся! А теперь пора спускаться! до свидания, король духов! Поздравляю! Вы победили молодого короля духов и получили 100 тысяч очков опыта и получили 4300 очков безумия! Готово! Старейшина Сюань, я прошел тест? Да, я никогда бы не подумал, что ты такой сильный! Ты намного сильнее, чем мастер в твоем возрасте! Поздравляю, ты прошел тест! Теперь ты можешь получить наследство хозяина! Это включает в себя власть над руинами! Да, конечно! Как только ты получишь наследство хозяина, у тебя будет естественная власть над этими руинами! Таинственные небесные божественные искусства? Хозяин этого царства король духов Сюантьянь, значит ревтор, что если я буду культивировать это божественное искусство, то тоже смогу достичь стадии кроля духа! Эта техника божественного боевого искусства была разработана мастером после бесчисленных испытаний, но жаль, он умер, не успев превратить ее в боевое искусство высокого небесного ранга. Создать свою собственную боевую технику и дорасти до стадии кроля духа это уже очень удивительно. Техники боевого искусства небесного ранга есть только у четырех фракций и они крайне редки. Ты можешь начать изучать божественное искусство прямо сейчас, но сможешь ли ты это сделать будет зависеть от твоего уровня осознанности. если ты не сможешь если ты не сможешь то с этим если ты не сможешь то с этим поделать увы мы ничего не сможем а чтобы полностью соединить его с твоей духовной силой тебе нужно достичь хотя бы второго уровня неделю спустя я закончил медитативное культивирование но он все еще сидит перед обелиском он все еще колеблется в выборе техники боевого искусства если так и дальше пойдет то когда ворота вроде закроются он застранен здесь и не сможет выйти еще три года если такое действительно случится то это будет просто пустая трата времени всем приготовиться к отходу древние руины скоро закроются старшая сестра нам нужно покинуть руины но старец и все но старец и все еще не проснулся с ним что-то случилось я не знаю возможно он вошел в состоянии просветления или он может быть заперт внутри но мы не можем разрушить этот световой барьер мы можем только выйти и рассказать об этом великому старейшине давайте пойдем первыми простите старейшины я не хочу чтобы элитные ученицы дворца тяньсиони оказались здесь в ловушке голова клана случилось что-то плохое линфэнк он убит учеником дворца тяньсиони а что что случилось это это из-за тянььюня люди из дворца тяньсиони пожалуйста подождите как я и предполагала тянььюнь снова создал проблемы сорок четвертая главушка секта мастер хуа ваш ученик спровоцировал нашего брата и вызвал его на поединок жизни и смерти в результате чего тот погиб вы можете легко подтвердить истинность этого факта так как многие другие ученики клана тоже видели это и поскольку это дуэль жизни и смерти ты не можешь винить ни младшего брата ни дворец тяньсиони то что она сказала это правда да бестолку раз линфэнк проиграл поединки поединки жизни и смерти значит он недостаточно селян а теперь извинись перед великой а теперь извинись перед великим старейшином дворца да простите это вина нашего старшего брата простите что побеспокоил вас великий старейшином позвольте мне также извиниться от имени моего ученика клан потратил много ресурсов на воспитание линфэнга а он вот так просто умер какая трата все в порядке мастер секты хуа просто не хочет провоцировать дворец цэнсюань если бы не недавние события он бы не оставил этот вопрос так легко итак где же старейшина и он все еще медитирует у испытательного обелиска если так пойдет и дальше ворота закроются до закрытия ворот в руины осталось меньше суток а откроются они только через три года я я не ожидал что оценочный глаз окажет такой эффект любая техника может быть медленно выгравирована в моем мозгу и как только она будет завершена я смогу использовать ее по своему усмотрению так Роман Ковальчук новый спонсор добро пожаловать на уровень творец добро пожаловать к нам дружище друзья давайте поприветствуем нового спонсора Роман так да кстати спасибо неизвестному который закинул донатик 200 рублей спасибо дружище к сожалению на юмане мне не показывает кто но я очень благодарен можешь написать сюда в чатик ладненько продолжаем но это немного медленно я думаю потому что его уровень слишком низок вы успешно культивировали божественное искусство таинственного неба незаключенная версия незаконченная версия наконец-то я преуспел хоть это не полная версия я разберусь с этим позже у меня действительно получилось у тебя получилось так скоро да младший уже довел божественное искусство до второй ступени ты культивировал не будь бесконечности нужно сделать сейчас. А, последним желанием моего предыдущего хозяина было вернуться в свой клан и проверить, как там дела. Но он умер прежде, чем смог это сделать. Поэтому он надеется, что его преемник сможет пойти в секту вместо него. И если возможно, присоединить к особняку высоких небес и стать его учеником. Особняк высоких небес? Обители высоких небес должно быть фракцией третьего класса с множеством сильных культиваторов. Чтобы быть способным воспитать короля духов, он определенно не будет слабым. Новая главная миссия. Увеличить силу дворца Тяньсюань и повысить его до рафракции второго класса. Награды 1 миллион опыта, улучшенная лотерейная рулетка, улучшенный шанс, разыгрыши лотереи, 1 штука, 10 тысяч очков безумия. Для того, чтобы стать фракцией второго класса, необходимо иметь не менее 50 учеников, достигших уровня совершенствования духа. Во дворец Тяньсюань таких учеников не более 10, поэтому нам нужно еще 40, а это требует много времени и ресурсов. О, кстати, все техники боевых искусств здесь принадлежат мне, верно? Действительно, все здесь уже ваши, включая эти техники боевых искусств. Пожалуйста, следуйте за мной, молодой хозя... господин. Великий старейшина, что нам делать? Дверь закрывается, что если старейшина ей кажется в ловушке внутри? Дверь нельзя пробить силой, это все, что я могу сделать для тебя сейчас, Тянь Юнь. В этом кольце для хранения есть немного еды и несколько лекарственных таблеток. Если он будет использовать их экономно, этого хватит на некоторое время. Тем временем, мы должны придумать, как спасти Этиль Юня. Хо-хо, как жаль, великий старейшина Мо. Я хотел лично извиниться перед ним, но... но в итоге он не смог выйти. Пожалуйста, не расстраивайся. Все в порядке, мы сами справимся с этим делом. Мы уходим. До свидания, мастер секты Хоа. До свидания, великий старейшина Мо. Великий старейшина, а может ли старейшина и выйти живым? Я не знаю. И никому еще не удавалось открыть руины снаружи. Значит, надо поскорее доложить об этом дворцовому владыке. Тянь Юнь, пожалуйста, подай сигнал. Несколько дней спустя. Хм. О, разве это не кольцо и великого старейшины? Они, должно быть, подумали, что я здесь в выбушке. Да мое, пора возвращаться. Используйте ключ от древних руин. Открыть ворота. Хм. Покажись. Сорок пятая глава. Сорок пятая главушка. Ну что, продолжаем? О, хо-хо-хо. Похоже, я был прав, что нужно подождать здесь несколько дней. Но я действительно не ожидал, что ты можешь открыть дверь в руины, чтобы приходить и уходить по своему желанию. Мастер секты хватит, Сёни. Почему ты не ожидал увидеть меня здесь? Но увидеть тебя выходящим из руин еще более неожиданно. И я поражен тобой. Все думали, что ты окажешься в ловушке и умрешь, но я не верил в это. Ты смог убить Лин Фенга, так что ты определенно на пике сферы совершенствования духа. Не может быть, чтобы кто-то вроде тебя попал в ловушку в поисках техники боевого искусства. И теперь реальность доказала, что я не ошибся. Я не зря потратил время. Ожидуюсь здесь. Ха-ха. Позволь мне сделать тебе предложение. Если ты передашь мне власть над руинами, я, по крайней мере, оставлю твой труп не тронутым. Значит, даже если я передам тебе власть, ты все равно убьешь меня. Сект Мастер Хо, я не думаю, что ты знаешь, как работают сделки. Улучшенный оценочный глаз. Шестая стадия конденсации ядра. Высококлассная духовная броня. Боевые способности. 40 тысяч. Навыки. Удар ладони небесного дракона. Удар ногой падающего дождя. Если ты откажешься, я всегда могу убить тебя первым и обыскать твое кольцо хранения. Слабость. Атака по плечам и рукам сделает цель неповоротливой. Возможный урон. Ладонь небесного дракона. Работа ног падающего дождя. Пятикратная пилюля опыта. Сто тысяч пилюль опыта. Десять тысяч тире пятьдесят тысяч золотых. Боюсь, я не могу сделать так, как ты говоришь. Не говори, что я не давал тебе шанса. безусловно. О, неплохо. А теперь иди умри. И что теперь? Оставить тебе целый труп или расчленить? Его сила и скорость намного выше моей! Как же так? Проваливай! Теперь я не проявлю к тебе милосердия! О, неплохо! Но ты слишком слаб! О, ты уже закончил? Вставай! Разве тебе не должна власть над руинами? Как твоя активация может быть такой высокой? Это невозможно! Ты обманул, чтобы войти в руины! И что с того, что я это сделал? О, ты! Ублюдок! Захни! Ого! Это взрывная бомба! Так подло! О, чё? О, чё? Ого! 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 Пожалуйста, отпусти меня, я никому не расскажу о том, что здесь произошло. Если ты меня отпустишь, я и моя секта, будем под твоим командованием. Если бы наши роли поменялись местами, ты бы отпустил меня. Если бы ты хотя бы сражался достойно, я бы убил тебя с меньшей болью. Но сейчас... Вы убили мастера секты Хуа Цюня и получили 54 тысячи опыта, технику боевого искусства, ладонь небесного дракона, боевое искусство, ранга, земли. 100 тысяч пилюль опыта и 3200 очков безумия. Хотя это боевое искусство земного ранга, жаль, что я не могу научить ему учеников дворца Тянь-Сюань. Если кто-нибудь заметит, что ученики дворца Тянь-Сюань культивируют его, смерть мастера секты Хуа будет связана с нами. Похоже, секта Хуа здесь... Похоже, сектант Хуа здесь один. Если кто-то видит эту сцену и убежит, это будет очень плохо, хлопотно. Я должен сжечь его тело в пепел, чтобы предотвратить лишние неприятности. Мне пора возвращаться. Я устрою тетушке и другим старейшинам приятный сюрприз. Дворец Тянь-Сюань Похоже, наш короткий мирный период подходит к концу. Сорок шестая главушка Похоже, эти линии наконец-то решили перестать пытаться и показать себе. Владыка дворца, на Снежной горе стоит настражный эксперт, и он блокирует наш путь эвакуации. Госпожа, что нам делать, если бы я только не позволила старшему И пойти в руины? Это не твоя вина. Должно быть, ему подвернулось случайной встрече. Если бы это было не так, он бы не остался внутри. Но сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы разобраться с этими старыми ублюдками. Мы наконец-то доварились до творца Тянь-Сюань. Оно прошло много времени с тех пор, как я последний раз выходил. Но кажется, вы забыли, кто мы такие. Как вы смеете наступать на мой клан? Ты убил так много наших учеников, и сегодня ты заплатишь за это? Только потому, что мы не принимали активного участия в повседневных делах. Вы думаете, что мы померли? Фэн Юн, равноначальник зала Небесного Феникса. Итак, вы, три старых ублюдка, забыли смеси? А? Хотя дворец Тянь-Сюань не относится к фракции первого класса. Это не значит, что нас легко запугать. Бин Сюнь, равноначальник дворца Тянь-Сюань. Предок Бин Сюнь! Так ты еще жив, да? Учитывая твое состояние, я предоставлю дворцу Тянь-Сюань выбор. Уступите нам, и пусть наши ученики станут дау-компаньонами ваших учеников. Или все ваши драгоценные ученики умрут здесь сегодня. Вы хотите, чтобы мы стали вашими рабами? Мечтайте, мы будем сражаться до конца, даже если это будет стоить в нашей смерти. В таком случае, смотрите, как дворец Тянь-Сюань пойдет прямо на ваших глазах. Сделайте это сейчас же! А что? Среди наших учеников есть лжецы? Как вы смеете, предатели? Повелительница! Я в порядке, защитите остальных! Преклятие! Некоторые из этих предателей даже нашли элитные ученики! Это просто немыслимо! Лучше! У меня есть странное предчувствие! Я должен вернуться как можно быстрее! Жаль, что твой гениальный отпрыгс заперт в древних руинах! Я не знаю, как он попал в руины с его уровень культивации, но раз он заперт внутри, он рано или поздно умрет! И даже если он каким-то чудом останется жив, в том времени, как он выйдет от дворца Тянь-Сюань, и кирпичика не останется! Я дам вам последний шанс! Давайте! Я сохраню ваши жизни и буду хорошо с вами обращаться! Если вы продолжите сопротивляться, вас всех ждет смерть! Если кто-то хочет сдаться, валяйте! Я не буду вас винить! Поверительница! Айз! Что вы делаете? Вы что, не верите в поверительницу и старейшин? Разве дворец Тянь-Сюань не относился к вам хорошо все это время? Как вы можете быть такими неблагодарными и предавать их? Да это девушка! Она... О, так ее вернул тот парень, да? Не удивительно, что она выступает в защиту дворца Тянь-Сюань! Слышь, девчонка! Какой смысл говорить все это? Вы все равно скоро умрете! Даже если я умру, я не сдамся! Дворец Тянь-Сюань это не то место, которое можно топтать как душе угодно! Мы будем сражаться до самой смерти, чтобы защитить дворец Тянь-Сюань! Дворец Тянь-Сюань хорошо к нам относился! Даже если нам придется умереть, мы его защитим! Я сердца, и дворец Тянь-Сюань восстал, воспитал и вырастил меня! Я буду защищать дворец Тянь-Сюань, даже если мне придется умереть! Да, мы защищим наш дворец! Вы будете защищать его? Вы все просто кучка дурачков! Раз вам так хочется умреть, я с удовольствием отправлю вас в ад! Ватако, убейте их всех! И приведите ко мне это ничтожество! Я хочу увидеть, какая она на самом деле храбрая! Девчонка, тебе повезло, что наш предок приказал нам захватить тебя живой! Посмотрим, осмиришься ли ты потом так много говорить! Я... 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 не боюсь тебя! Думаю, не будет ничего страшного, если я отрублю тебя дно из рук! Снежный волк! Тянь Юня? Сорок седьмая главушка Не смотри на нас свысока Я не ожидал, что вы вырастите демонического зверя Но даже если у вас есть снежный волк Это не изменит сегодняшнюю судьбу дворца Тянь Сюань Что? Тогда могу ли я изменить судьбу дворца Тянь Сюань? Тянь Юня? Ты тот ребенок? О, разве он не был заперз в руинах? Как он выбрался? Убей их всех Начни с самого слабого Вперед! Даже ты не сможешь изменить ситуацию! Мы убьем тебя первыми! Ну что ж, попытайся! Оценивающий взгляд Боевые способности предка Фэн Юня 128 тысяч Боевые способности предка Тянь Фэна 132 тысячи Боевые способности предка Вэнь Тяня 146 тысяч Хех, кучка старых ублядков! Режим безумного урона Увеличение в 4 раза дамага Режим безумной силы Путь увеличения в 4 раза опыта Двойная пилюля опыта Давайте попробуем что-то новое! Вы убили элитного ученика клана небесного духа, вы получили 20 тысяч опыта, 1000 очков безумия и 1 пилюлю восстановления! Вы убили дьяка на зале небесного феникса, вы получили... Вы убили ученика клана бога ремесел, вы получили 28 тысяч опыта, 1300 очков безумия и плюс 500 к мастерству ремесла! Вы убили, вы убили, вы убили! Ах ты свежий, убивательников моего клана у меня на глазах! Я не позволю тебе сделать здесь все, что тебе заблагорассудится! Убирайся своей дороги! Прародитель! Этот старый ублюдок действительно проблематичен! Я должен быстро избавиться от мелкого парня и разобраться с ним, пока он не пастил еще больше хаоса! Ты ублюдок! Предок Квинтянь, боевые способности, 168 тысяч! Я покажу тебе истинную силу клана богов ремесла! Должно быть, он использовал какую-то запрещенную технику, чтобы увеличить свою силу! Отродье! Пришло время тебе угреть! 148 глава Умри! Я выбью из тебя твою надменность, сосынок! Посмотрим, кто будет стоять на ногах под конец! Умри! Вы убили предка Вентяне! Вы получили 120 тысяч опыта и 3000 очков безумия! Вы получили набор небесного хаоса! Топор святого... Топор святого, небесный хаос! Оружие души низкого ранга! Доспехи бога, небесный хаос! Снаряжение души низкого ранга! Боевые сапоги небесного хаоса. Снаряжение души низкого ранга. Старший братьев. Этинюнь, он очень силён. Он убил предка Уинтяни одним ударом. Как этот ребёнок так силён? У вас двоих есть что сказать перед смертью? Потому что вы следующие. Вы убили предка Тяньфына. Вы получили 110 тысяч опыта и 2700 очков безумия. Вы получили боевое искусство. Божественная небесная ладонь. Боевое искусство низкого уровня земли. Молниеносный шаг. Боевое искусство низкого уровня земли. Небесный заражащий божественный камень. Предмет души низкого уровня. Ха, ещё 200 на ход ноги. Ха-ха. Да, Александров. Александр Фролов. Спасибо за две соточки. Благодаря тебе, дружище. Да, от души. Спасибо. А мы продолжаем. Ты... Проклятие. Этот парень он моцар. Слишком поздно. Сожалеть. Ты должен заплатить за свои поступки. Кто-нибудь ещё хочет сразиться? Я сдаюсь. Пожалуйста, пощади мою жизнь. Вы больше никогда не побеспокоим дворец Сензюаня. Пожалуйста, просто отпустите меня. Как смешно. А за сего, что ты сделал с нами, ты просишь пощады. Предки, позвольте мне сделать это. Вы убили предков Феньюня. Вы получили 100 тысяч опыта и 2500 очков безумия. Вы получили... На чаёк с печеньками. Ха-ха. Александр, спасибо. Ещё за три соточки. На чаёк с печеньками. Мда. Чаёк с печеньками. Любимое угощение. Ну и плюс шоколад, который мне периодически подгоняет владет. Спасибо, дружище. Вы получили технику боевого искусства. Тайна из тускла горячих небес. Боевое искусство низкого уровня земли. Ладонь ветра и огня. Техника боевого искусства низкого уровня земли. Поздравляю, вы достигли девятой ступени конденсации ядра. Там есть монстры элитного ранга. Я не могу позволить предку Бин Сюнь убить их. Они ценные экспонаты и сокровища. Бегите! Мы ему не соперники! Никто из вас не уйдёт. Вы получили 240 тысяч опыта. Вы получили 360 тысяч опыта. Вы получили 475 тысяч опыта. Вы получили... Наконец-то, всё закончилось. Старейшина и... Позвольте мне извиниться за то, как я обращался. Как я обращалась с вами в прошлом. Надеюсь, вы простите нас за наши проступки. Это всё в прошлом. Я не думаю о таких вещах. Я просто слушаю приказы тёти. Мне всё равно. Как ты можешь так разговаривать со старшими? Да. Но я рада это слышать. Тётя? Тянь-юнь, если бы не ты... Не нужно меня благодарить. Я часть 20 Тянь-сюань. Поэтому, конечно, буду защищать своё. А поскольку я тоже старейшина, я просто выполнил свой долг. Старейшина Ивы, вы потрясающий. И отныне мы все будем слушаться вас. Да, старейшина Ивы, просто потрясающий. Это так здорово, что вы наш старейшина. Мы все будем слушаться вас и делать всё, что вы скажете. Завершили миссию защитить дворец Тянь-сюань. Вы получили титул Хранитель, увеличивающий защиту вдвое. Хранитель и Тянь-юнь. Увеличить защиту в два раза? Ладно. Все, кто не ранен, пожалуйста, помогите очистить это место. А позже я лично пойду уничтожу остатки этих трёх сил. И пусть все знают, что они не могут задирать дворец Тянь-сюань. 49 главушка. Ну что ж, продолжаем. Предки подбросили несколько хороших вещей. Особенно набор святого снаряжения низкого класса, который я получил от предка Винтяня. Так, давай-ка наденем его и посмотрим на эффект от комплекта. Вы экипировали боевой комплект небо хаоса. Бонус к комплекту из трёх частей. Защита вдвое. Скорость передвижения втрое. Сила атаки вдвое. Один... Однынк... Один только этот комплект увеличил мои боевые способности на 60 тысяч. С ним, даже если мне придётся столкнуться с культиваторами духовного ядра, я не проиграю. Хе-хе. Уже не терпится испытать свои силы. Старей Шенеи, ладыка дворца попросила вас найти её после того, как вы закончите. Тётя ищет меня? Ладыка дворца, мы уничтожили оставшихся учеников из трёх сил. Тётя, я здесь. Тянь-юнь, нам нужно обсудить несколько вещей. Мы очистили три силы и собрали много оружия, пилюль и лекарств духа. А ещё мы получили много материалов от клана божественного ремесленников. И я надмеренно передать их тебе для изготовления. Я не против, но позволь и мне заняться пилюлями. О, ты знаешь какого-нибудь хорошего алхимика? Эээ, кажется, я забыл упомянуть, я тоже знаю алхимию. Правда? А ты становишься всё загадочнее и загадочнее. Я также наткнулся на эту фиолетовую печь бога огня. О, я никогда не знал человека, который может не только создавать оружие, но и перерабатывать пилюли. Эта война показала нам, что боевая мощь дворца Тянь-Сюань слишком мала. Поэтому я предлагаю использовать нашу репутацию и набрать талантливых учеников. Что касается ресурсов, таких как оружие и пилюли, предоставьте их мне. Следующий шаг, поднять уровень культивирования наших учеников до стадии утончения духа и повысить уровень дворца Тянь-Сюань до фракции второго уровня. Если мы все вместе будем усердно работать, я верю, что мы обязательно достигнем цели. Молодой мастер, еда готова. Так много оружия и пилюль. Молодой мастер, пора обедать. Сестра Сиулянь, хорошо, что ты пришла. Я оставил для тебя оружие и пилюли. Я положил их в это кольцо вместе с золотом. Молодой господин, я... у меня нет кредитов или взносов, я не могу взять эти вещи. Конечно можешь, ведь ты заботилась обо мне все это время. Также я заметил, что ты не выходишь на связь после... последние несколько дней. все ли в порядке? Мой отец болен и моей семье нет денег на лекарства и я не знаю, что делать. Почему ты не сказал мне раньше? Сестра Сиулянь, мы не чужие люди. Мы практически выросли вместе и я считаю тебя своей сестрой. Не волнуйся, я приготовлю для тебя пилюли для восстановления и заберу домой, а еще дам 200 золотых. этого должно хватить на лечение твоего отца. Большое спасибо, мастер, но это очень много. Я не могу взять их без стыда, поэтому позвольте мне просто принять несколько таблеток для восстановления. Я пойду, отдам их отцу и вернусь как только смогу. все все в порядке я понимаю просто иди и позаботься сначала о своем отце когда я закончу здесь я сам найду тебя. Господин я никогда не забуду вашу доброту. Не говори так все лень я все тот же а ты всегда будешь моей сестрой. Старыши и новые ученики ждут. Уже и до. О смотрите вот он. Я слышала что во дворце Тянсионе есть только один старейший мужчина. Должно быть это он. Говорят он дьявол который убивает всех без раздумий. Он выглядит неряшливо. Неужели он действительно такой страшный? Владыка дворца простите за опоздание. Все в порядке ты много работал эти несколько дней. Ничего особенного. Позвольте показать вам оружие и пилюли которые я приготовил на сегодня. Это все духовное оружие. Большинство из них высокого класса. Но есть среди них и превосходные. А это все пилюли для совершенствования тела и пилюли для совершенствования духа. я уже бывал в сокровищнице и даже там не было столько духовного оружия сколько здесь. Это все ресурсы выделенные ученикам дворца Тяньсюань. Если вы будете хорошо выступать и усердно работать вы получите все что вам нужно. Это потрясающе. пока ты уверен дворцу Тяньсюань пока ты уверен дворцу Тяньсюань мы будем предоставлять тебе все ресурсы чтобы помочь тебе совершенствоваться. Усердно работайте чтобы стать сильнее. Я возлагаю на вас большие надежды. Спасибо владыка дворца. Спасибо владыка дворца. Итак если мы будем усердно работать мы будем вознаграждены. Теперь я очень замотивирована. Я также в восторге. Я очень рада что решил присоединиться к дворцу Тяньсюань. Тятя я планирую ненадолго покинуть дворец чтобы купить кое-какие материалы а затем навестить отца сестры Сяулянь. Он болен. Я вернусь как только разберусь с этими делами. И отец болен. Не удивительно что она была так подавлена и рассеяна. Хорошо тогда иди но будь осторожен и держись подальше от неприятностей. Хе-хе да ладненько Кажется я в правильном направлении это должна быть деревня Тяньло Хм это интересно Я уже дал вам деньги за три месяца господин Юнькан если нам придется платить вам снова нам не хватит на жизнь и все в деревне будут голодать И че похоже что мне не все равно вы должны платить когда я этого хочу я слышал что красивая девушка вернулась деревня несколько дней назад и у нее много денег где сейчас она прячется как ты мог так ударить старика и мы не знаем никого красавица правда тогда я убью этого бесполезного деревенского старика и буду убивать вас всех по очереди пока вы не скажете мне где девушка если вы хотите навредить старости деревне вам придется пройти через меня о ну и храбрец не так ли тогда начнем с тебя уме его да босс умри ты ты хочешь меня да я здесь теперь отпусти их еще ряду итак у нас 50 главушка так ребят давайте дойдем наверное до 52 и там посмотрим да вблизи ты еще краше если ты будешь пайенькой я не причиню им вреда и даже отменю плату за защиту на три года ну что скажешь и не мечтай сестра сяуля никогда не пойдет с таким как ты да тихо ты ты умная поэтому я уверен что сделаешь правильный выбор или ты идешь со мной или смотришь как их убивают одного за другим прямо у тебя на глазах не волнуйся сестра сяулянь я буду сражаться с ними даже если я умру я не позволю им забрать тебя да мы лучше умрем чем позволим сяулянь последовать за тобой они схватили моего сына и я до сих пор не знаю жив он или нет да нас слишком долго подавляли и издевались над нами хватит нас давайте сражаться с ними до последней капли крови ну не упрямьтесь прислушайтесь словам господина юня отпустить сяулянь с ним это к лучшему мы и мы даже будем освобождены от платы за защиту на 3 года разве это не чудесно не забывайте если бы не защита господина тянь юня нас бы уже давно съели демонические звери нюджи о чем ты говоришь они защитили нас от чего поблизости нет демонических зверей мы никогда не нуждались в защите нюджи почему ты стал на сторону этих ублюдков подожди что это ты рассказал нам им о сяуляне не говори так будто я сделал что-то плохое мы все здесь как уличные котики которым нужна еда и питье сяулянь привезла столько всего а нам дала совсем немного как она может быть такой скупой и оставлять все себе я никогда не думал что среди нас будет найдется крыса но ты я делаю это ради всех послушаться господина тянь юня самое мудрое решение ты думаешь что сможешь победить его ты черта предатель я тебя загопаю остановись ты не сможешь победить их а действительно сообразительно ну что будем делать давай быстрее у меня кончается терпение я пойду с вами только пожалуйста не трогайте жителей деревни сяуля не ходи с ними отец почему ты снаружи бандиты я не позволю вам забрать мою дочь отец разве не сказала тебе оставаться в доме и отдохнуть я помню как сломал тебе ногу я никогда не думал что эта красивая девушка твоя дочь если бы я знал я бы поступил с тобой чутка помягче но раз твоя дочь согласна следовать за мной я оставлю до тебя несколько лекарственных таблеток оставь эти подачки себе оооо молодой мастер хотите ли вы принять побочное задание бремя сяулянь защитить деревню юньго награды 50 тысяч опыта 30 очков престижа плюс 50 богосклонности к лю мэн тянь к лю мэн лянь и плюс 100 богосклонностей ко всем жителям деревни юньгун да откуда взялся этот идиот будешь тут героя передо мной строить а ну убей сосунка да босс отродья я тебя сейчас убью вы убили бандиты из оплота сокровищ дракона вы получили 600 очков опыта и 80 очков безумия ты силен но достаточно лишь чтобы сражаться со всеми нами почему бы тебе не стать моим подчиненным я даже могу отдать тебе эту девушку она просто игрушка которую все равно можно выбросить я дам тебе выбор стать моим подчиненным или подохнуть здесь эй парнишка стать подчиненным господина юня это честь для тебя подумай головой ты не знаешь силу оплота сокровищ дракона неужели вы не оставляете мне выбора вы все умрете раз уж ты сделал свой выбор я за себя не ручаюсь искусство орлиной хватки ты так самонадеян с одним лишь орлиным когтем твой уровень координации господи попроси меня пожалуйста отпусти меня жалкое зрелище теперь твоя очередь я не имею с ним ничего общего честь слова убегай пацан подожди я сказал ты можешь уйти лорд пожалуйста пощадите мою жизнь умоляю вас я сделаю все что угодно пожалуйста отпустите меня дай мне хоть одну причину я я бы выносил сделать это если бы не это они бы убили меня я знаю я сделал что-то плохое позвольте мне искупить свою вину закрой рад проси прощения жители деревни миссия завершена вы получили 50 тысяч опыта и 30 очков престижа плюс 50 благосклонностей к люмэн лянь и плюс 100 благосклонностей ко всем жителям деревни юньгун наконец-то мы сможем уничтожить ревимантов наконец-то мы сможем уничтожить ревимантов пожалуйста попросите меня спасибо молодой мастер все в порядке я брат сестры сяулянь помощь для меня естественно оставлю этих двоих на ваше усмотрение я я сделал это для деревни он заставлял меня я был вынужден хватит нести бред мы пришли сюда потому что ты сообщил об оплоте сокровищ дракона уважаемый культиватор пожалуйста возьмите сяуля и покиньте эту деревню если придут люди из оплоты дракона их сокровищ вы не сможете сбежать в связи с вышесказанным никто из нас больше не может оставаться здесь мы все должны уйти как можно скорее почему вы все должны погибать свои дома позвольте самому навестить тепло драконих сокровищ 51 главушка ох и тянь пожалуйста не совершай таких безрассудных поступков оплот сокровищ дракона очень силен в нем нам нам много сильных культиваторов нам много сильнее чем ты можешь себе представить я понимаю но вы не должны беспокоиться обо мне просто оплот сокровищ дракона не может оставить меня раз уж я все равно здесь я уничтожу их всех разом вы приняли побочное задание уничтожить оплот сокровищ дракона награда 150 тысяч опыта 10 тысяч очков безумия 100 очков престижа владыка дворца попросил меня передать тебе это серебро спасибо молодой господин позволь мне привезти тебя в оплот сокровищ дракона все олянь ты уверена что вами двумя все будет в порядке отец он молодой хозяин нашего дворца тяньсюань и он очень силен раз он сказал что избавится от оплота драконих сокровищ значит он точно сможет это сделать пожалуйста поверьте ему молодой мастер это оплот сокровищ дракона хорошо тогда идем следуй за мной сзади и держись в пределах двухметровой дистанции хорошо кто вы это территория оплота сокровищ дракона немедленно поверни назад или будешь убить на месте вы убили стража оплота сокровищ дракона вы получили 400 очков опыта и 40 очков безумия как же слабо сестра севлянь теперь можно идти хорошо экипировка святой топор небесного хаоса боевые доспехи небесного хаоса и боевые сапоги небесного хаоса бонус боевого комплекта небесного хаоса активирован защита двойная скорость передвижения тройная сила атаки двойная невежливо заставлять гостей ждать за воротами нарушителя нарушителя какой дурак осмелился проникнуть в оплот сокровищ дракона братья пойдемте заставим их пожалеть о том что пришли сюда что там происходит это что сестра сяулянь эй это действительно сестра сяулянь сяудун сяу юни я вижу незваных гостей братья они здесь головорезы они идут сестра сяулянь иди освободи их а я разберусь с головорезами хорошо позволь мне потренироваться на тебе потренировать на тебе свои навыки владения топором отрунья помереть захотел нет я думаю это ты захотел это доблюдо конселен мы не можем его остановить иди предупредить лордов быстро освободите всех и приготовьтесь спускаться с горы оставь это нам спасибо сестра сяулянь сестра сяулянь мэн хуа сестра сяулянь я думала что больше никогда тебя не увижу все в порядке мы сейчас выведем тебя отсюда сестра сяулянь я оставлю их тебе а сам пойду разберусь с остальными окей теньюнь пожалуйста будь осторожен не волнуйся обо мне так давайте выберем отходящее что-нибудь один мальчишку убил так много лон хуан тян номер два во плоти сокровищ дракона второй брат предоставь его мне лон хуан тян номер три плота сокровищ дракона мальчиш кто ты лон бэнтянь повелитель оплота сокровищ дракона тот кто собирается убить тебя похоже я не слишком доверял оплота сокровищ дракона я никогда не думал что главарь бандитов в этом отдаленном регионе может быть культиватором этапа трансформации дзена священная секира хунтянь вы убили лон вентяне ты получил тридцать тысяч очков опыта и восемьсот очков безумия третий брат ты ублюдок ото всех смерти не волнуйся ты следующий я разрежу тебя на тысячи кусочков второй брат вы убили лон хунтяна и вы получили сорок две тысячи очков опыта и две тысячи сто очков безумия теперь ты единственный кто остался кто ты я ограбил твою семью или родственников попроси меня ты можешь забраться воплотить сокровить дракона ты когда нибудь проявлял милосердие ко всем невинным людям которых ты обидел а сегодняшнего дня оплотца драконних сокровищ будет стерт с лица земли предки спасите меня вы убили лон бантяня вы получили сорок восемь тысяч очков опыта и две тысячи двести очков безумия он сказал предок ха а как ты сверишь убивать моих потомков 52 главушка так друзья это будет крайне на сегодня так что если кто-то еще не поставил лайк под видосиком друзья обязательно это сделаете а также если кто-то еще захочет поддержать канал вы успеваете это сделать на стриме а мы продолжаем 52 главушка предок черной души контроллер духовной жилы черного дракона культиватор пикового ядра конденсации и силы черного дракона боевая мощь 210 тысяч контроллер духовной жилы черного дракона похоже истинная цель этой крепости скрыть духовную жилу черного дракона я только что вершил правосудие над бандитами причиняющими зло чего же ты хочешь правосудие в этом ходить на мире ты думаешь что можешь вести себя как хочешь только потому что у тебя есть немного силы ты слишком наивен малыш не плевать на тех кого ты убил потому что слабые заслуживают смерти ты явно сильнее их всех так почему бы тебе не стать моим подчиненным ты получишь все богатство и слово как и только пожелаешь я помогу тебе достичь невообразимого уровня культивации но как я слышу лишь пустые слова от какого то призрака не волнуйся ведь под землей этого места находится жила духа черной души дракона а как только ты станешь моим подчиненным я позволю тебе поглотить духовную жилу и твоя скорость культивации возрастет в несколько раз а когда мы достигнем более высокого уровня культивирования мы создадим клан чтобы никто не смел нас провоцировать что ты скажешь теперь это заманчиво но что я должен делать ловить и приводить сюда больше людей смертных или культиваторов не важно ты ищи их всех сюда все они станут подношениями духовной жили черной души дракона тогда мы сможем поглотить больше силы и развиваться еще быстрее так вот почему бандиты схватили так много людей неужели ты не боишься возмездия возмездия я здесь бог никто не сможет от меня убежать выпей эту пилюлю и стань моим подчиненным это увеличит твою боевую мощь пилюля черного сердца после употребления она временно увеличит вашу силу но через некоторое время вы будете отравлены и почувствуете боль хуже смерти так вот как он контролирует своих подчиненных а если я не захочу думаешь я позволю тебе остаться в живых наивный мальчишка ты уже знаешь мои секреты если ты не хочешь быть моим подчиненным я просто сделаю тебе своей закуской ты сам сделал свой выбор похоже я снова могу повышать уровень мощь черного дракона скоро мы узнаем кто для кого станет подношением ты сильный и храбрый но такой идиот ты не сможешь победить меня полагай столько на свое духовное оружие а это мы еще посмотрим закон притяжения звезд еще одно духовное оружие похоже ты непростой культиватор но если ты думаешь что становишься непобедимый за побрякушек я тебя огорчу раз ты отказываешься подчиняться мне встань подношением для черного дракона на наход ноги к2 а а а а спасибо еще за две соточки ну все теперь я просто быстроноги а лихандра спасибо дружище благодаря дыхание черного дракона я использовал половину своей силы в этой атаке а этот парень не поцарапался он поглощает мою атаку но ты закончил это все вы получили 4050 опыта 4000 опыта 4120 опыта так так ты владеешь темным искусством верно посмотрим насколько тебя хватит рев черного дракона закон притяжения звезд активирован режим безумной скорости вы получили 8200 опыта 8255 опыта 8150 опыта 8322 вы получили но же чем больше тем лучше и это все да ты слабак он поглощает энергии черного дракона как будто это ерунда но как это возможно слишком активировано божественное искусство таинственного неба использована таблетка двойного опыта вы получили 31000 опыта вы получили 33000 опыта 33000 опыта 33000 опыта вы получили 33000 опыта отдаю тебе должное за то что ты дал мне так много халявного опыта он не будет долго продолжать атаки но для меня этого достаточно А он обманом заставил меня потратить столько сил! Я не могу позволить ему уйти! Я должен убить его! Умри! Так, продолжаем. Надо закончить. Что же там будет? Атака из-под тишка! Теневой плащ экипирован. Что? Как он смог увернуться? Как ожидало, ты решил атаковать напрямую. Почему бы тебе не использовать силы Черного Дракона? Я заставлю тебя пожалеть, что ты меня спровоцировал! Ты не выйдешь отсюда живым! Заморозка Сила Черного Дракона Полностью замерз! Недорно! Ну как тебе нравится быть беспомощным? Не волнуйся, я не стану убивать тебя сразу, это будет слишком просто! Вы получили 33 тысячи опыта, 35 тысяч, 32 тысячи, 37 тысяч. Вы получили... Я... Я убью тебя! Жила Царя Драконов Смерть Черного Дракона Что? Ты из расы Драконов? Ну да, и что? Ты... Ублюдок! Отпусти... Отпусти меня! Ты... Зачем? Чтобы ты снова попытался меня убить? Ты думаешь, что я настолько тупой? Ты совершил слишком много злодеяний, так ускопи свои грехи, став моим опытом! Ты... Пожалуйста, отпусти меня! Я уйду и больше никогда не вернусь! Что происходит? У тебя уже закончился запас духовной энергии? Разве ты не поглощал духовную жилу Черного Дракона все это время? Это что, вся духовная сила, которая у тебя есть? Не забудь стать хорошим человеком в следующей жизни! Аура удачи активирована! Нет! Подоле! Я прошу тебя, пожалуйста, позволь мне! Вы убили предка Черной Души! Вы получили 120 тысяч опыта и 3000 безумных очков! Вы получили Тайное Искусство Черного Дракона! Боевое Искусство Низшего Земного Уровня! Вы получили Ладонь Уничтожения Души! Боевое Искусство Низшего Класса Земного Уровня! Вы получили Кристаллическую Жилу Духа Черного Дракона и Скелет Черного Дракона! Кристаллическое ядро жилы духа Черного Дракона? Скелет Черного Дракона Кристалл духовной жилы Черного Дракона Кристалл энергии Черного Дракона Может быть поглощен для культивирования Подходит для культиваторов с темным атрибутом Скелет Черного Дракона Кости Черного Дракона При использовании вместе с его остальными атрибутами Вы сможете вызвать Черного Дракона Чего? Я могу вызвать черного дракона? Если я хочу летать, мне нужно достичь стадии трансформации ядра. Но если я смогу вызвать черного дракона, разве я не смогу на нем летать? Но мне все еще нужна душа черного дракона, чтобы вызвать его. Я не получил ее от предка даже после активации ауры удачи. Как же жаль. Если бы у меня было больше очков престижа, или я бы снова улучшу аура удачи, я бы точно смог ее получить. Но теперь черная душа предка мертва. Как мне получить ее? Что? Черная душа предка мертва? Черный предок, он мертв? Не может быть, он мертв! Кажется, я пропустил несколько этих дырочков. Неважно, сейчас их убью. Герои, спасибо тебе за убийство предка черной души! Ты спас нас всех! Нас заставили присоединиться к оплоту драконних сокровищ. Они угрожали убить наши семьи, если бы мы их не послушали. Пожалуйста, пощадите нас, умоляем! Я не знаю, скольких из вас действительно заставили присоединиться, а сколько просто прячутся и притворяются. Но если вы попытаетесь сделать какую-нибудь глупость, не вените меня в том, что я не проявил милосердия. Все, идите сюда! О-о-о! Господин, а что с ними? Они говорят, что их заставили работать здесь, но я сомневаюсь, что все честны. Поэтому я хочу, чтобы жители деревни посмотрели и отделили бандитов от невинных. Он! Он один из бандитов! Он уже приходил в нашу деревню! Вот же! Вот ты проклят! О-о-о! Продолжайте! Не бойтесь показать, кто из этих людей причинял вам вред. Я слушаю. Он! Он из нашей деревни! Он решил присоединиться к ним, чтобы защитить нас! Это... Это мой муж! Его насильно отправили к ним! Его тоже привели силы, и он готовил для нас еду! Вы успешно завершили задание. Уничтожить оплот сокровищ дракона. Вы получили 150 тысяч опыта, 10 тысяч очков безумия и 100 очков престижа. Господин, нам не пора возвращаться. Почему бы вам всем не отправиться назад первыми? У меня здесь еще есть кое-какие дела. Хорошо. Я буду ждать вас в деревне. Яньгун, пожалуйста, будьте осторожны, господин. Лады. Резиденция предка Черной Души. Хм... Жила Духа Черного Дракона должна быть где-то в этой пещере, однако... Это аура. Это сила Черного Дракона? Она должна быть за этой каменной дверью. Интересно, смогу ли я найти там Душу Черного Дракона? Душу Черного Дракона. Так, друзья, 54-я главушка для ровного счета. На этом сегодня все. Глаз, исследование включен! Черный Дракон. Нет базы культивирования. Нет слабых мест. Можно получить Душа Черного Дракона. Кость Черного Дракона. Кристалл Духовной Жилы Черного Дракона. Так, а вот где спряталась жила Черного Дракона? Конечно же, она здесь, если убью его, получу жило. Человек, желаешь ли ты великой власти? Конечно хочу. Разве ты еще не понял, зачем я здесь? Отлично. Просто слейся со мной, и у твоих ног будут все богатства мира. Ты обретешь огромную силу. Когда никто не сможет тебе противостоять, ты станешь повелителем мира. А что насчет предка Черной Души? Разве это не он слился с тобой? Хе-хе. Ну, вряд ли он выдержал бы такую мощь. Этот сопляк не мог противостоять моей силе. Он слишком слаб. Только если ты достаточно силен, чтобы в совершенстве использовать мою силу. Я легендарный король Черных Драконов. Если ты сольешься со мной и будешь приносить достаточно жертву. Овладеешь большим количеством боевых искусств, чем кто-либо другой, и сможешь достичь стадии конденсации Духовного Ядра, а вскоре и еще могущественнее. Это правда так? Что мне надо сделать? Тебе ничего не нужно делать. Просто расслабься и позволь моей энергией слиться с твоей стать единым целым. Звучит заманчиво. Трудно устоять. Тогда давай станем одним целым. Вы активировали технику поглощения звезд. Вы использовали зелье двойного опыта. Аура удачи включена. Эх, что ты делаешь? Вы получили 36 тысяч опыта. 38 тысяч. 40... 42 тысячи. В смысле? Разве ты не сказал, позволь мне быть с тобой одним целым? Если я поглощу тебя, то все будет так, как ты хочешь. Нет, нет. Ты сейчас поглотишь мою сущность. Да, я знаю. Мне так больше нравится. Вот, ублюдок, тогда умрем вместе. Жила царя драконов. Легкость дракона. Умрем вместе? Умрем вместе? Ты что, шутишь? Ты... У тебя есть царя дракона, но как? Поздравляем. Игрок и Тянь-Ёнь. Вы успешно достигли пика совершенствования культивации. Избегание духа. Наконец, я дошел до пика совершенствования и избегания духа. Теперь я смогу перейти на этап трансформации Дзена. Засранец, отпусти! Отпусти меня! Я... Я признаю, ты победил, а отпусти меня! Я знаю множество боевых искусств. Знаю много секретов. У меня есть целая куча сокровищ. Отпусти меня, и я тебе обо всем расскажу. К твоему сожалению, ничего из перечисленного меня не интересует. Ты убил слишком много невинных людей. Пришло время заплатить за это. Ох, будь ты проклят! Вы убили короля черных драконов Тагаши и его духа и получили 100 тысяч очков опыта. 5 тысяч очков безумия. Вы получили душу черного дракона. Вы получили кристалл духа черного дракона. Наконец, душа черного дракона. Теперь все материалы собраны. Нет, меня же сейчас завалит. Ох, слишком поздно уходить отсюда! Вы использовали кость черного дракона. Вы использовали душу черного дракона. Вы использовали кристалл жилы черного дракона. Слияние. Удача! Вы получили и призвали детеныша черного дракона. Уровень культивации черного дракона. Первая стадия культивации. Все части тела твердые и непробиваемые. Острые когти. Духовное оружие низкого уровня. Нетвердые и непробиваемые. Потенциал на пятом уровне. По мере развития тело будет становиться все больше и больше. А исходящий из пасти пламя будет испепелять все вокруг. Еще немного, и я бы не успел убежать. Баулунсай теперь полностью разрушена. Такой сильный. Особенно с потенциалом пять. У снежного волка всего два. Вот это разница. Отныне ты будешь моим питомцем. Тебе будет хорошо со мной. Опускайся рядом с деревней. Нехорошо, если жители деревни увидят тебя и испугаются. Он вернулся! Молодой господин, он и вернулся! Оплод сокровищ дракона уничтожен. Теперь вам ничего, нечего бояться. Ты наш спаситель. Благодаря тебя мы сможем жить и развиваться. Давайте сделаем все возможное, чтобы наш гость остался доволен. Деревня уже давно не была такой оживленной. Похоже, у тебя хорошее настроение, сестра Сиулянь. Я просто радуюсь тому, что небо над нашими головами, оно чистое. Я даже не знаю, как могу тебя отблагодарить. Если я смогу решить, одно из твоих забот мне станет лучше. Сестра Сиулянь, ты слишком любезна. Мы всегда можем встретиться. Давай отправимся в Тяньфэн после банкета. Можно купить партию материалов, чтобы вернуться. Хорошо, мой господин. Дома Тяньфэн больше нет. Здесь здание занял дом Тяньфэн. Господин Итяньфэн? Господин Итяньфэн, сколько лет, сколько зима. Прошу вас, не стесняйтесь. Проходите, я угощу вас самым вкусным чаем во всем нашем Тяньфэн. Так, давайте еще, наверное, одну-две главушки. Я смотрю, скоро мы достигнем, надеюсь, 600 количества просмотров, да? Тех, кто смотрит нас. Так что давайте, все-таки, давно хотел, чтобы у меня на канале, на стриме было 600 человек. Думаю, сегодня это осуществимо. Так что продолжаем, 55-я главушка. Так уж получилось, что я пришел сюда, чтобы купить кое-какие материалы и вернуться. Интересно, есть ли какая-нибудь скидка? Мастер И, для вас мы можем отдать все необходимое бесплатно. В этом нет необходимости. Просто продайте все мне по обычной цене. Итяньфэн, пожалуйста. Это наш новейший высококачественный материал. Пожалуйста, выберите его. Здесь нет материалов для изготовления духовного оружия. Материалы для духовного оружия? Думаю, он уже умеет создавать оружие души. Господин И так молод и уже достиг такого уровня? Это... В городе Тяньюнь мало людей, которые делают духовное оружие. И нам нет необходимости держать здесь материалы подобного вида. Но если вам так будет угодно, можем закупить их. Однако нам понадобится больше времени. Тогда сначала мне нужны обычные материалы из... Тогда сначала мне нужны обычные материалы изготовления. Я возьму столько, сколько вы сможете отдать. Конечно, без проблем. Подождите минутку. Пройдемте со мной на склад. Здесь вы можете забрать материалы. Хорошо. Все материалы изготовления Дома Тяньёнь находятся здесь. Это все? Этого достаточно, чтобы сделать только 20 или 30 духовных оружий. Да, к сожалению, это все, что есть. Если хотите, мы можем перевезти еще части штаба. Сколько бы ни было, принесите мне весь ассортимент. И таблетки мне тоже нужны. Чем выше сорт, тем лучше. Если у меня не хватит денег... Я могу сделать для вас кое-что равноценное. Как насчет двух копий материалов за каждое трехклассное... Духовное оружие или таблетки четвертого уровня. Это очень хорошая сделка. Другим людям нужно около четырех или пяти попыток, чтобы отточить навык создания первоклассного духовного оружия. И в качестве оплаты ему понадобились только две копии материалов. Да, мастер И, эта сделка нас полностью устроит. Нельзя упустить такую высокую выгодную возможность. Но в таком случае, я пока куплю эту партию материалов. Вы можете перевезти остальное во дворец Цзянсюань, чтобы я изготовил оружие. Вы можете послать кому-нибудь за ним, когда он будет готов. Конечно, без проблем. Как только мы получим материалы, то немедленно отправим их во дворец Цзянсюань. Идите и организуйте банкет. Мы хотим угостить господина И. Не нужно. Я уйду, раз уж мы закончили. Вы уже уезжаете? Так скоро? Как мы можем наладить хорошие отношения, если они приехали так ненадолго? Мастер И, пожалуйста, подождите минутку. Простите, я Лю Хэн, старейшина дома Тянь-Йой. Примечание. Тянь-Йой. Измененное название дома Небесного Дождя. Я хотел бы попросить прощения у вас. За то... За то, что мы не протянули вам руку помощи залам Небесного Феникса в то тяжелое время. Мы действительно хотели поддержать вас, но наш Тянь-Йой не был достаточно силен, чтобы противостоять залу Небесного Феникса и его сообщникам. Надеюсь, вы понимаете нашу ситуацию. И, пожалуйста, простите нас. Да, я не держу обиды на дом Тянь-Йой. То, что было в прошлом, это лишь мое дело, и я не собираюсь перекладывать на вас кого-то отве... на... То, что было в прошлом, это лишь мое дело, и я не собираюсь перекладывать на кого-то ответственность. Итак, насчет того, что вы станете нашим почетным гостем. Я думал, что уже стал им, и теперь не собираюсь отказываться от своего слова. Но, скорее всего, у меня не будет времени на частые визиты, так что в этом нет необходимости. В любом случае, я ухожу. Мастер Зи, разве у вас с ним не лучшие отношения? Может вы попробуете его убедить? Старишина, он может снова прийти к нам, чтобы что-то купить. Что уже придает мне достаточно уверенности в себе. И думаю, нам не стоит вмешиваться в его дела. Мы ничего не сможем сделать. Молодой мастер, вот-вот вернемся во дворец Цзюань. Да, давайте вернемся и устроим дворцовому владыке сюрприз. Цзюань, измененное название небесного клана. Следующий шаг сосредоточиться на завершении основной миссии. С таким количеством эликсира я не могу поверить, что не могу накопить ни одной из силы второго ранга. А, что это? А, почему эти гигантские орлы? Кто-то пришел. Чтобы прокатиться на повозке, запряженной гигантскими орлами, это должен быть кто-то из вышестоящих классов и фракций. Один только такой орел стоит очень недешево, и его нельзя купить за золото. Пойдем и посмотрим. Гаспора Ши Сюань. Пожалуйста, считайте это торжественным событием, если вы присоединитесь к нашему дому Цзюань. Примечание Ши Сю Зюань, измененное имя тети и Тянь Юня. Ши Ксю Юнь. Став нашим партнером, вы безусловно получите массу преимуществ. Примечание Цзюань, измененное название лазурного особняка. Можем даже сделать вас нашим филиалом. В этом смысле, вы уже будете равны силам третьего ранга, и никто не сможет наступить вам на хвост. Мне жаль, инспектор Гэ, но дворец Цзюань не хочет становиться филиалом вашего дома на данный момент. В нынешней ситуации мы все надеемся сохранить первоначальное состояние и сохранить фундамент, переданный нашими предками. Вы уверены, что хотите отказаться от приглашения державы третьего ранга? Никто другой даже и мечтать не может о таком предложении, но вы пришли... Но мы пришли потому, что высокого мнения о вас. Без нашей помощи вам было бы невозможно стать влиятельными. Подумайте хорошо, господи Ши. Мне кажется, госпожа уже сказала вам окончательное решение. А? Посторонние не вправе вмешиваться и критиковать методы развития нашего дворца. Цзюань? Цзюань? Ты вернулся, Цзюань? Аспожа Ши, это ваш человек? Невежливо так ворваться? Важный разговор. Он старейшина дворца Цзюань. Имеет право обсуждать этот вопрос. Старейшина Цзюань? Разве он старейшина в таком неном возрасте? Да, я четвертый старейшина дворца Цзюань. Почему вы говорите, что мы не сможем добиться влияния своими силами? Я верю, что пройдет совсем немного времени, и мы сможем подняться на второй ранг власти, что не так же сложно. Даже если вас повысят до второго ранга, разрыв между вами и третьим рангом слишком велик. Если вы хотите больше ресурсов, вы должны присоединиться к нам. У нас есть много талантливых учеников, Цзюань. Если мы объединимся с вашими учениками, родословная, которая родится, определенно будет могущественна. И если мы объединимся, мы не будем отделены друг от друга, а наше могущество не превзойдет никто. Тогда почему при атаке трех вы не пришли к нам на помощь? Ты только сейчас хочешь, чтобы мы присоединились после всего произошедшего? Об этом ничего и говорить. В то время твоя сила была слишком слаба, поэтому мы приняли решение бросить вас. Теперь, когда ваша сила на должном уровне, вы можете присоединиться к нам. Ты даже не знаешь, такого рода правил не так ли? Если фактическая сила слишком мала, какой нам прок от вас? Не будьте наивными пятилетними детишками. Конечно, я понимаю установленные правила, но не путайте наше отсутствие достаточной мощи с отказом. Мы хотим стоять на своих собственных ногах, а не быть чьим-то филелом. Мы будем полагаться на наши собственные силы, чтобы сделать Цзюань могущественным. Цзюань прав. Что за самонадеянность? В одиночку содержась ведь Цзюань? Вы победили несожные три дома и теперь чувствуете себя могущими? И теперь чувствуете себя всемогущими? Не зазнавайтесь. Только сила третьего ранга может позволять себе такие высказывания. Это угроза? Любой из трёх рангов может уничтожить нас при должном желании. Но пока мы нежимся всеми нейтралитет, нам будет вполне комфортно в нашем скромном местечке. Именно поэтому мы не будем сливаться с вашим домом. Можете идти. Очень хорошо. Значит, вы не собираетесь понести наказание? Тогда я перестану вести с вами переговоры и возьму эту территорию под свой контроль. Нам нужна секта, которая имеет абсолютное право голоса в этом регионе. И вы... Нужная цель. Я даю вам один шанс выбрать свою судьбу. Либо вы повинуетесь и сможете не только жить припеваючи, но и получать огромное количество ресурсов. Либо будете стёртые с лица земли. Дом Ценсион слишком силён. И хотя эти инспекторы имеют более низкий уровень культивирования, чем наш старый предок. Но их аура определенно сильна. Если от нас отвернутся и пришлются двое ещё более сильных воинов, сможет ли один старейшина и с ними справиться? Это просто невозможно. Инспектор Фан. Седьмой уровень культивирования, усовершенствования духа. Общая боевая мощь 150 тысяч. Инспектор Джан Сюнши. Седьмой уровень культивирования, усовершенствования духа. Общая боевая мощь 150 тысяч. Гэ Сюнши. Седьмой уровень культивирования, усовершенствования духа. одет в духовную броню высшего качества, общая боевая мощь 160 тысяч. Без использования боевых искусств и оружия он уже достиг боевой мощи 160 тысяч. Если бы он достал своё оружие, его боевая мощь определённо составила бы 180, 190 или даже 200 тысяч. Это правда, что уровень силы третьего ранга намного сильнее, чем у предков силы второго ранга. Кажется, что вы изначально пришли именно за этим. Правильно. Либо сдавайтесь нам, либо умрите, другого выбора нет. Если вы откажетесь, увы, не придётся применить силу. Но с сегодняшнего дня дворец Тянь-По больше не будет существовать. Вы уверены, что вам по зубам уничтожить Тянь-Сюань? Я знаю, что у вас есть некий эксперт, который сумел прорваться на стадию избегания духа. А может, даже на этап трансформации Дзена. Почему бы вам не позвать этого эксперта сюда? Посмотрим, действительно ли он так хорош. Похоже, они не в курсе, что именно Тянь-Нюнь в одиночку убил все три основные силы. И из всех случаев, и из всех слухов, уловил только то, что у нас есть сверхсильный человек, который всех уничтожает. Фу, какой ужасный напиток. Почему кто-то это пьёт? Это дребедень по вкусу, как сморщенная черная черепаха. Госпожа Ши, если вы не хотите полного уничтожения Дворца Тянь-Сюань, повинуйтесь нам. Наш повелитель сохранит ваше имя. С таким талантом, как у вас, наш дворец расцветёт. Родившееся потомство будет невероятно сильно. Какое право ты имеешь говорить так с моей тётей? Для вашего хозяина подходит лишь крупный рогатый скот и лошади. Слышь ты, мальчик, ты вообще понимаешь, что сделал? Осмелился бить меня и унизить моего хозяина? Все вы, Дворец Тянь-Сюань, ждите пыток и мучителя смерти! Может, даже костей не останется. Ты мне угрожаешь? Я ещё слукавил, сказав, что твоему хозяину годится только скот. Он возомнил себя великим только потому, что у него есть несколько. Редких навыков? Ты, ты, Дом Тянь-Сюань, не отпусть от тебя! Ты, тебя... Кого, кого не отпустит? Повтори это ещё раз! Прекратите! Неужели вы так хотите нажить себе врагов во Дворце Тянь-Сюань? Отпустите меня, ты троп! Вы двое, не шумите! Наш Дворец не станет нарочно наживать себе врагов, но и не потерпится пугания от других. Ха-ха-ха-ха! Ну что ж, достойный герой-подросток и такое воспитание столь юном возрасте! Тянюнь, постой! О, так у тебя есть культивация стадии избегания духа, не так ли? Какой невероятный талант, но, к твоему сожалению, вы все здесь сегодня умрёте! Пятьдесят седьмая глава Продолжаем Так, ПГА-01 Новый спонсор, добро пожаловать на уровень Творец! Добро пожаловать, дружище! Приветствуем нового спонсора! Так, ну что, продолжаем? Уэй! Старейшина Уэй! Старейшина Уэй Второй уровень культивирования этапа избегания духа Носит Духовные доспехи низшего класса Боевые искусства Разящий коготь Боевое искусство среднего класса земли Шаг облака дракона Боевое искусство низшего класса земли Общая боевая мощь Двести восемьдесят тысяч Синнейший на этапе избегания духа Конечно же, они пришли хорошо подготавленными Неудивительно, что инспектор Г Был так откровенен Вытеснить так называемого сильного человека в тень А затем выйти в атаку А первое, что произошло Это то, что этот человек Даже не вышел, но уже заставил Явиться Старейшина Уэя Люди, которые меня не отпускают Конечно Давай, можешь еще раз сдать мне пощательно Ха-ха Давай, нападай Чего ж ты сбавил свою агрессивность И испугался Ха-ха-ха-ха Поскольку ты умоляешь меня ударить тебя Я исполню твои желания Ха-ха-ха Вот как А ты достаточно смел, мальчишка Кто бы ты ни был, ты уже троп Леденящий нефрит души Засранец Жила царя дракона Маленькая девчишка А ну, прочь с дороги Он легко прорвался через душу нефрита Тетя, предоставь его мне Приговор священного дракона Эй, держись подальше от моей тети Я Мои Зуба Ты Ты Осмелился ударить меня Да я тебя в пыль сотру Осмелился Ха Сегодня тебя ждет смерть Но никак не меня Тайное искусство бога Как это могло произойти Уровень развития растарейшины Вы Все еще уступает этому мальчику Я Уничтожу тебя Противник Достаточно силен У него есть крестражи После полного взрыва Боевая мощь составляет 300 тысяч Похоже, действовать с ним Легкомысленно нельзя Тебя Даже такое не убивает Кожа толстовата Умри Тенюль, берегись О, какое мощное дыхание Если старейшины вы Разгни вон Никому не сдобровать Взрывной коготь Замерзший кулак Заморозка Заморозка Что? Он Оледенил старейшину Уэя Что это за злая груша Для битья Тебе важно Кто я? Я понял Чем сильнее уровень Культивации Тем короче Время заморозки Я не смогу сейчас Улучшить кулак мороза Неплохое оружие Поэтому ты так силен Я его забираю Не стесняйся Забери Если сможешь Отобрать Теперь моя очередь Атаковать Так что не будем Тереть время Режим сумасшедшего урона Успешно включен Режим сумасшедшего опыта Успешно включен Это аура Она один уровень Сильнее Чем устарешного я Может ли быть что Может ли быть то Что тянь юни уже Смог пробиться Пробиться Может ли быть Что тянь юни уже Смог пробиться На духовный этап Цена Опечеточки Получай Кто ты такой Ты уже слышал Обо мне Тот кто помог Дворцу Тянь Сюане Это я 58 главушка Это невозможно Ты слишком молод И уже смог Достичь стадии Трансформации Цена Нет ничего Невозможного Верно Ваш дом Сам вынудил Нас На ответные действия За последствия Я не отвечаю Удар Ветра И огня Ты еще держишься Это действительно Непрост Счастливая аура Включена Вы успешно Активировали Ауру Потроха Мы разгромим Вы успешно Убили старейшиновые И получили 200 тысяч очков Священных писаний И 500 очков Веры Получены Боевые искусства Взрывной коготь Облачный шаг Дракона Коготь Грозового облака Получены Доспехи Из кости Дракона И коготь Дракона Получена Карта Пятикратного Опыта И зелье Ревущий ветер Это не похоже На полноценную броню Но точно пригодится Это Оружие души Еще есть Боевые искусства Класса земли В конце концов У старейшины Был сильный дух Очень неплохо Улучшение Удачи Отличается От моего Основные вещи Взорвались Я так и не получу Важную награду За бой Господи Ты Ты убил Старейшину Уэя Это Непрестительно Хозяин Секты Сравняет тебя С Сенсюан Земли Если ты Если ты Отпустишь Нас То мы Будем умолять Хозяина Милости Кто-то Говорил Не вести себя Как наивные Пятилетние Детишки Почему мы До сих пор Говорим О таких Наивных Вопросах Позволить Вам Уйти Дорит Сенсюань Боится Крупного Нападения Которое Будет Через Пару Дней Я прав Если Отпустить Тебя Ты Умрешь Если Не отпустить Тоже Умрешь Почему бы Нам Не оставить Тебя Здесь И не Похоронить Вести С нами Нет Мы Просто Испугаем Приказ Если Ты Нас Отпустишь Вы Успешно Убили Инспектора Г И получили 140 тысяч Очков Опыта И 3800 Очков Безумия Получены Новики Боевых Искусств Небесная Ладонь И Колючий Шаг Получено Сокровище Разрушитель Неба Получено 100 тысяч Очков Опыта А теперь Вы Я Мы Ничего Не скажем Мы Можем Отсаться Тянсьюань Как Рабы Только Прошу Пощадите Заманчивое Предложение Если Вы Рабы То Должны Быть Готовы Отдать Свою Жизнь За Господина Станьте Моим Опытом Вы Получили 38 Тысяч Очков Опыта 42 Тысячи 48 Вы Получили Ценсюань Даже Если Он Не Придется Меня Атаковать Я Сам Приду К Ним Вы Успешно Убили Инспектора Фен Вы Получили 160 Тысяч Очков Опыта И 600 Очков Безумия Вы Получили Оружие Тяньго Вы Успешно Убили Инспектора Джана И Получили 160 Тысяч Очков Опыта И 3600 Очков Безумия Вы Получили Ботинки Падающего Облака Тяньюнь Твоя Культивация Достигла Этапа Трансформации Дзена Нет Я Еще Не Прорвался На Стадию Трансформации Дзена Ну Что Ты Даже Не Достиг Стадии Трансформации Дзена Но Сумел За Несколько Секунд Убить Старейшина Уэя Как тебе Удалось Если Старейшина И Прорвется На Стадию Трансформации Дзена Разве Цэнсюань Будет Всего На Один Шаг Чтобы Стать Дворцом Второй Силы Но Старейшина И Теперь Будет Еще Больше Проблем После Того Как Цэнсюань Узнает Обо Всем Этом Они Обязательно Нападут На Нас Как Мы Сможем Противостоять Им Старейшина И Несомненно Поразил Всех Предков Дома Цэнсюань Но В Нынешнем Положении Мы Не Только Не Сможем Помочь Старейшине Но И Станем Обузой На Поле Боя Есть Кое Что О чем Я Давно Хотел С Вами Поговорить Но Все Время Откладывал Идите За Мной Снаружи Особняка Цэнсюань Доставили Повозку Эти Древние Руины Эти Нюнь Это Наш Пункт Назначения Да Верно На Этих Вратах Есть Запрещающая Печать Так Что Внутри Более Чем Безопасно С Сегодняшнего Дня Весь Мир Переменится Теперь Это Территория Нашего Тяньсюани 59 Глава Как только Ворота Этих Руин Закроются Пройдет Три Года Прежде Чем Они Откроются Это Не Так Важно Заходите Мы И Правда Смогли Пройти Эти Нюнь Как Ты Это Сделал Все Просто Когда Я Обходил Обелиск В поисках Нужного Боевого Искусства Проходил Испытание И я Получил Наследство Все Древние Руины Теперь Я Наследник Этого Места Все Здесь Принадлежит Мне Включая Старейшину Сиуаня А На Этот Раз Мастер Привез Собой Людей Добро Пожаловать Сейчас В древних Руинах Нет Никаких Сокровищ Включая Те Что Вы Видели Раньше Все Они Были Разграблены Тем Не Мене Это Место Абсолютно Идеально Подходит Как Для Тренировок Так И Для Убежища С точки Зрения Условий Культивирования Здесь Намного Лучше Чем В Дворце Цин Сюань Нам Просто Нужно Переселить Всех Наших Учеников Сюда Дворец Цин Сюань Точно Не Сможет Нас Найти Это Единственный Способ Сейчас Понимаю Выбор Сложный Я Предложу Единственный Компромисс Верно Но Теперь Выбора Нет Ради Будущего Дворца Цин Сюань Мы Должны Совершенствоваться Здесь И укреплять Свои силы Точно После того Как наша Сила Улучшится Никто Не посмеет Насмехаться Над нами Соберите Всех Учеников И Запрети Им Выходить Отсюда Условия Древних Руин Без проблем Подходят Для всех Наших Людей Да Я чувствую Облегчение Что ты Здесь Тетя Мне надо Ненадолго Уйти Куда Заработать Хороший Опыт Оставайся Здесь Ты нужна Людям Тянь Сейчас Опасно Выходить На улицу Враги Могут Заметить Тебя Не волнуйся Тетя Я уверен В своей силе И безопасности Пока Я буду В этой Маске Посмотри Кто Меня Узнает Вау Действительно Не Придраться Поэтому Я И говорю Тетя Не волнуйся Я стану Сильнее И смогу Защитить Тебя И наш Дворец Я Передаю Управление Тебе Теперь Ты Здесь Второй Владелец Я Вернусь Ровно Через Три Месяца Сколько Бо Преград Не Пришлось Пройти Будь Осторожен Я Буду Ждать Твоего Возвращения Возвращения Континент Правильно Правильно Редак 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 За вход Нужно Заплатить Десять Золотых Десять Золото С Человека Это Немалая Сума Я Нахожусь Столько В этапе Усовершенствования Тела И у меня Не так Много Денег Никто И не может Войти Без оплаты Если вы Придете В Тяньсинь Вы будете Защищены По умолчанию Вы Не сможете Сражаться Или грабить А? Да кто Захочет Приятить Его даром Да тише Ты Этот молодой Человек Очень щедр Процветание Здесь Не сравнится Ни с одним Другим Городом В земном Царстве Принеси Мне Все Подробности О небесном Царстве Да Подождите Минутку Господин У меня Есть Все Что Вам Нужно Общая Опасность Континента Действительно Указана Но Детали Скудные Почти Мимоходом Извините А у вас Нет Более Подробной Информации Об опасном Участке Такого Нет За Бородробностями Вам надо Сходить В павильон Сенчэнь Там Вы Можете Приобрести Всю Необходимую Информацию Сенчэнь Кажется Это Единственное Место Куда Можно Пойти Шестидесятая Главушка Здравствуйте Господин Чем Я могу Вам Помочь Я Хотел Бы Приобрести Некую Информацию Да Пожалуйста Следуйте За Мной Сильный Управляющий На стадии Избегания Духа Правда Уровень Культивирования Здесь Довольно Высок Дьякон Хуан К Вам Гость Вы Молоды Вы Глядите Очень Свежо Должно Быть Не Из Небесного Царства Я Прав Верно Имеет Ли Значение Права Вы Или Нет Я Пришел Сюда Чтобы Купить Информация Там Где Находятся Самые Опасные Монстры База Культивации Должна Быть Не Меньше Студе Этапа Избегания Духа О Так Наш Милый Друг Планирует Охотиться На Демонических Зверей В таком Случа Есть Две Ветки Развития Диалога Первый Вариант Продать Зверя Нам По Хорошей Цене Информация Будет Предоставлена Бесплатно Второй Вариант Тысяча Золота Информация Ценей Предоставляется Напрямую Я выбираю Первый вариант Но я Обмениваю Зверей Только на Материалы А не на Золото Я все равно Собираюсь Купить Материалы Так что Смогу Убить Двух Зайца Сразу Хо Договорились Получено Задание Охота И убийство Демонических Зверей Требуется Убить 100 зверей Монстров Уровня Яудань Награда 500 тысяч Очков Опыта 10 тысяч Тайрей Золота 10 очков Безумия 10 удачных Прокруток Благосклонность Павильона Синчень Плюс 100 Есть Мало Месть Где монстры Густонаселены Особенно Те Которые находятся В этапе Избегания Духа И выше Я слежу За новостями В этом направлении И это Самое важное На данный момент Концентрация Монстров Средоточена В Дьявольском Море Дьявольское Море? В Небесном Царстве Есть 5 Опасных Мест Одно из которых Море Дьявола Но оно По крайней мере Ходит в первую Тройку По степени Опасности Эти демонические Звери Не все В море Не так ли? Это Создат Трудности Конечно Нет Я говорю Об острове Муйон В Дьявольском Море Я не знаю Что произошло Но внезапно Там появилась Группа Сильных Монстров Все они Поднялись Содна моря И объединились Уровень Развития Этих Зверей Варьируется От стадии Усовершенствования Духа До стадии Трансформации Дзена А их количество Просто Огромно Но Я наблюдал Только издалека Что касается Детали То мы Мало Что знаем Мы не можем Исключить Существование Еще более Сильных Культиваторов Это хорошая Новость Это то Что мне нужно Есть ли у вас Подробная Информация О маршруте Это Астро Это Астролябия Приведет Вас туда Я предоставлю И вам Бесплатно Примечание Астролябия Древнегреческая Берущие Звезды Один Из старейших Астрономических Инструментов Служащие Для измерения Горизонтальных Углов И определения Широт И долгод Небесных Тел О Благодарю Когда я Приму ее И не буду О Благодарю Тогда я Приму ее И буду Следовать Маршруту Господин Подождите Со Сколькими Людьми Вы Отправитесь Никто Кроме Меня Одного О О О Так Кажется Примерно Вот сюда Отправимся На остров Майон Что? Пираты? Тот Кто может Починить тебе Такого зверя Как Фейтянь Должен быть Довольно Населен Я Предлагаю Вам Сдаться Вы Думаете Сможет Можете Победить Нас Здесь В этих Водах Править Должны Только Мы Мы Должны 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 Я думаю Вам Лучше Поторопиться В противном Случае За последствия Которые Вы Привлечете Мы Не Отвечаем Жители Должны Это Чо Та Полуразвалина Которая До сих Пор Называется Сектой Всего Лишь Какая Это Посредственная Секта Дьякон Дьякон Циань Что Нам Делать Сдавайтесь Это Лучшее Что Можно Сделать Капитулировать Дьякон Циань О чем Ты Говоришь Мы Будем Сражаться Пока Последняя Капля Крови Не Вычищет Из Наших Тел Мы Не Можем Дать Им То Чего Они Хотят Дьякон Циань Ты Кто Еще Хочет Слушаться Моего Приказа Мы Еще Недостаточно Повеселились Так Что Давайте Их Немного Напугаем Бродби Только Побыстрее Дьякон Ты Как Ты Можешь Предавать Нас Не Удивительно Что В этот Раз Ты Приложил Взять Нас На Тренировку Ты Хотел Сдать Нас Плен Особняк Тянь Синя Уже Мертв Если Я Остану С вами Как Я Улучшу Свой Уровень Культивирования Избергания Духа С Таким Успехом Я Мог Быть Пиратом За Братами Наша Группа Обладает Самым Высоким Уровнем Культивации И Прелестными Талантами Конечно Вы Идеально Подходите В виде Дара Я Советую Тебе Вести Тебя Хорошо И Я Советую Тебе Вести Тебя Хорошо И Присоединиться К нам Ради Лучшего Будущего В Осадимике Тянь Вообще Нет Будущего Зачем Бояться Заткнись Возможно У дома Тянь Меньше Ресурсов Но Он Сделал Все Возможное Чтобы Взрастить Нас А Что Он Сделал Для Нас Хотя Сейчас Дом Тянь Ди Находится В упадке Я верю Что Однажды Он Снова Станет Великим Это Верно Для Особника Тянь Ди Большая Честь Иметь Ваше Поколение А Это Еще Кто Друг Особника Тянь Ди Закон Притяжения Звезд Что Что Это За Злая Сила Такая Сила Которая Как раз Тебе По Заслугам Живо Живо Помогите Мне Что Вы Стоите Отпусти Его Черт Черный Дракон Как Могло Это Редкое Чудище Появиться В море Разве Вам Не Нравится Доминировать Над Слабыми Уничтожьте Их Эту Группу Отбрасав Шестьдесят Первая Главушка Бегите Вы Успешно Убили Пирата Би Юна И получили Сорок Восемь Тысяч Очков Опыта И Две Тысячи Двести Очков Безумия Вы Получили Навык Полета Технику Нырения Боевое Искусство Низшего Класса Ваш Питомец Черный Дракон Был повышен До второго Уровня Культивирования Дан Он Слишком Слишком Сильный Отвозди Нас Делай Ноги Быстрее Черный Дракон Убей Их Всех Не Позволь Никому Сбежать Ну Ладно С этим Решили Что вы Хотите Сделать С остальными Предателями Отвести Обратно В клан Или Убить На месте Вы Старший Вы Кто вы Для нашей Секты Дэнзи У меня Есть Некое Наследство А еще Я Ученик Их Предка Что-то Вроде Мастера Наверное Как бы Это сказать В общем Друг Я Хочу Поблагодарить Вас За спасение Моей Жизни Это Этот предатель Будет возвращен Нами И казнен Хозяином Дома Если вы Свободны Не могли бы вы Вернуться с нами В небесный дворец К сожалению Я не могу Этого Сделать Сейчас А вам Стоит Поторопиться И вернуться Туда Как можно Скорее Я не думаю Что в этом Районе Будут Еще Пираты У вас Много Дела Вернитесь И поговорите С хозяином Я Только Что Видел Твою Решимость Даже Если Особняк Тянет Здесь Сейчас В упадки Я верю Что В будущем Он Станет Сильнее Спасибо Вам За Добрые Слова Господин Когда Ждать Вас К нам В гости Мы Хотим Отплатить Вам За Спасение Наших Жизней И Жизнь Клана Если Будет Возможность Мы Обязательно Встретимся Снова Вы Успешно Выполнили Задание Спасти Одну Жизнь Лучше Чем Построить Семиэтажную Пагоду И Получили Первый Ранг Титу Спаситель А Также Бессрочное Увеличение Ценности Персонажа На 200 Очков Я Не Ожидал Что Смог Выполнить Звание Спаситель Потому Наверное Нужно Добавить Спасенных Ранее Жителей Деревни Чтобы Чтобы Достичь Стандарта Процент Успеха Приковки Оружия Души Который Раньше Составлял Менее 10% Был Увеличен До 20% И Аура Удачи По моим Подсчетам Теперь 50% Остров Майон Кажется Это он Уровень Культивирования Демонических Зверей Здесь Варьируется От стадии Очищения Духа До Стадии Конденсации Дана А самый Низкий Уровень Находится На Четвертом Или Пятом Уровне Стадии Очищения Духа Высший Уровень Культивирования Это Седьмой Или Восьмой Уровень Стадии Конденсации Дан Но Хорошо Здесь Никого Нет Так что Пора Действовать Открыто Кровь Бога Драконов Активирован Режим Сумасшедших Четырехкратного Урона Активирован Четырехкратный Режим Безумного Опыта Пятикратная Карта Опыта Активирована Десятикратная Карта Опыта Активирована Удвоенная Удвоенная Карта Сумасшедшей Ценности Святое Слово Небес активировано Вы успешно убили гигантского осьминога Дженси и получили 200 тысяч очков опыта 4 тысячи сумасшедших очков Вы получили Вы получили осьминога Может удвоить силу на короткий промежуток времени Вы успешно убили гигантского ламантина и получили 350 тысяч очков опыта 6 тысяч сумасшедших очков Вы получили рок ламантина Материал Вы успешно убили гигантского моржа и получили 400 тысяч очков опыта И 6500 очков безумия Вы получили шкуру амоя Материал Поздравляем игрока и тяньонь С успешным прорывом на первый уровень этапа трансформации дзена Ух ты, отлично Как же мне нравится это ощущение Хочу еще Это уровень культивирования этапа трансформации дзена? Как же мощно! Конечно же, улучшение базы культивирования является ключом к самому фундаментальному увеличению силы Пусть все они станут моим опытом! Поздравляем игрока и тяньонь с успешным прорывом на второй уровень этапа трансформации дзена Поздравляем игрока и тяньонь с успешным прорывом на третий уровень этапа трансформации дзена Разве нет монстров, которых можно убить? Еще одно значение грехов Что это еще за система цена грехов? Цена грехов Защита новичков пройдена Была открыта система цены грехов Каждый раз, когда вы убиваете любую жизнь, вы увеличиваете ценность греха на одну очко Чем выше цена грехов, тем легче привлечь враждебность Тем легче привлечь враждебность недоробрых людей Чем больше злых врагов вы убьете, тем выше значение цены грехов получите Очки грехов можно обменять на очки безумия, мастерство, очки опыта и покупку визуальных предметов в магазине грехов А этот магазин грехов, что в нем? Броня дракона Требует 30 уровня Экипировав его, вы в любой момент можете превратиться в огромного дракона длиной 100 метров С увеличенной в 10 раз силой и увеличенной в 20 раз защитой С эффектами полета и способностями Сянь Линь Цена 100 тысяч очков грехов Броня мастера Требует 30 уровня Экипировав его, вы можете научиться управлять формацией в любое время В пределах 10 миль все духовное оружие высшего класса уровня В пределах от Фань Юаня контролируется сами по себе Вы сможете контролировать до десятка тысяч Чанчуанов С эффектом полета Юджуана Цена 100 тысяч очков грехов 100 тысяч очков цены грехов? Как их мне получить? Кто там? Черт, я даже не знал, что сюда может кто-то прийти Этот старик из лавки и словом не обмылся о нежданных гостях Цин, Льюнь Восьмой уровень стадии Лидан Одет в мягкую золотую броню Крестража низшего класса Доспехи души Держит небесный крестраж низшего класса в руке Боевые искусства, которыми он владеет Ладонь небес, Тихий шаг и так далее Общая боевая мощь 43 тысячи очков Лин, Льюнь Член секции Циньсюань Интересно, что он здесь забыл 62 главушка Можете выходить, мы прибыли на место Сяуши, девушка в карете из перьев Сяуши, притормози Сейчас промокнешь Я... Не стоит, я справлюсь Цин, Льюнь, почему ты пошел с нами? Мы приехали сюда на разведку, не более Джао, девушка в карете из перьев Я беспокоюсь у вас двоих Слышу, здесь обитает много монстров Если вас вдруг ранят, вам нужна будет подмога Здесь есть монстры? Надо смотреться, понять где они Что? Кто-то добрался сюда раньше нас? Эй ты, там за деревом Когда ты сюда пришел? Брат Цин, Льюнь Задал тебе вопрос Какое право ты имеешь молчать? Сяу, Джан-Джан Господин, так как вы прибыли раньше нас Не могли бы вы сказать Видели ли здесь демонических зверей? Да, они здесь были Но я их всех убил Ты убил их? Если убил, то где трупы? Блефовать перед такими людьми, как мы, себе дороже Кстати, ты ведь не в сговоре со стариком из Сенчэнь Здесь было много демонических зверей Но сейчас ни одного Странно, да? Ты берешь всю вину на себя за эту ситуацию? Значит, они тоже пришли На наживу демонических зверей Что-то здесь нечисто Лучше не говорить лишнего Эти двое из секты Цинь-Сюань Однако девушка рядом с ними Точно не из их секты Если им станет известно, что я убил чечеников Цинь-Сюань Будут проблемы Хотите верьте, хотите нет Но я тут ни при чем Ты! Держи себя в руках Пролитие крови в присутствии Сяуши и остальных Не лучший исход событий Вот же! Она сегодня ему повезла! Сяуши, давай осмотримся Нет ли здесь других монстров? Раз здесь были монстры, значит здесь могут быть какие-то сокровища Пожалуйста, ведите себя прилично А ты, господин Цинь, не будь таким неженкой Ну, не надо опять Сяуши А? Опять ты? Да, это я А в чем проблема? Оставьте его в покое Давайте сначала смотрим Стелла Это важнее Примечание Стелла Каменная, мраморная, гранитная и деревянная или деревянная вертикальная плита Или столб С височенной на ней текстами или изображениями Я не каждому отдана понять Только талантливые люди так смогут Итак, что вы узнали из этой Стеллы? Я? Да я вообще ничего не знаю Обращайся к моему брату Он точно много понял Хоу Хотя содержание на этой Стелле немного завуалированное Я всё же ношу кое-что интересное. Да, вы можете сказать, что там написано? Что это значит? Ты идиот! Ты что, сам не понимаешь, что там написано? Там священная информация! Лучше сам нам расскажи, что ты понял отсюда! По счастливой случайности я знаю, что здесь высечено. Текса, выгравленный на нём, это язык духов. Она простая, на ней написано «Трава призрачной арфы», а под ней имя того, кто её воздвиг. Его поставил могущественный человек по имени Лейон. Если вы можете что-то постичь, глядя на простое надгробие, вы действительно очень талантливы. Я всё равно ничего не вижу, значит я дурак. В конце концов, надгробие не может открыть небесное боевое искусство, верно? Надгробие? Что за глупости? Как ты можешь доказать, что то, что ты говоришь, правда? По-вашему, я говорю глупости? Если бы она была такой ценой, её бы давно отсюда забрали. Это, конечно, место опасное, однако это не значит, что сюда никто не приходил. Несмотря на то, что язык духов используется редко, есть люди, которые его понимают. Да ты просто напыщенный индюк. Никто не поверит твоим словам. Говори правду! Что ж, я всё сказал, если хотите верить. Что ж, я всё сказал, если не хотите верить, стойте здесь и пытайтесь поймать Дзен. Чтобы достигнуть тайну надгробной плиты и найти какую-то гробницу? Ха-ха-ха-ха! О, не слушай его, всё уж и... Этот камень вовсе не простой надгробие. Да плевать мне, я прошу кого-нибудь найти человека, который разбирается в языке духов, и он посмотрит. Сестра Джао, пойдём отсюда, здесь делать нечего. А вы не обязаны за нами следовать. Ох, хорошо-хорошо. Странно, здесь нет обещанных демонических зверей, куда они пропали. Брат, моё терпение заканчилось! У некоторых людей отсутствует инстинкт самосохранения. Идти против меня я никому не позволю. Найди его. В этом районе есть кладбище. Интересно, где оно находится? Ты всё это время следил за мной? Я всё вижу. Покажись. Ха, уже почувствовал, как надвигается твоя погибель. Кажется, в тебе что-то есть. Ты хочешь моей смерти? Откуда такая большая ненависть? Я покажу тебе, как это шутить надо мной. Отправляйся в ад! Видимо, в доме Ценсионь полно таких же, как ты, второсортных идиотов. Избавь меня от своего унылого присутствия. Шестьдесят третья главушка. Умри! Моя, моя рука, чёрт! Вы убили Сяо Джанженя и получили 68 тысяч очков опыта и 1700 очков безумия. Вы получили боевые искусства, ладонь превращения и летучие шаги. Одно зелье восстановления. О-о-о-о! Что? Теперь твоя очередь. Ты-ты-монстр! Ты убил моего младшего брата! Ты узнаешь, как особняк Ценсион! Ты-ты посмеешь убить меня? Конечно. Я знаю, кто ты. Я даже убил вашего старейшину Вэй, инспектор Гэ. Думаешь, не посмею прикоснуться к тебе? Что? Старейшина Вэй и инспектор Гэ. Мертвый? Они хотели захватить дворец Ценсиани. Я убил их. У меня не было намерения убивать тебя на раз ты посмею покуситься на мою жизнь первым. Это уже не мои проблемы. Ладонь разрушителя душ. Оставь меня в покое. Я не хочу умирать. Не хочешь умирать? Ну, я тоже не хочу убивать случайных людей. Жаль, что ты сам спровоцировал меня на это. Предки! Предки! Отомстят за нас! Вы успешно убили Цинь Льюня и получили 72 тысячи очков опыта и 1800 очков безумия. Вы получили ладонь, небес и призрачный шаг. Кинжал неба оружия души низшего класса. Вот же! Ничего нормального не выпало. Особняк Цинь Сюань. Когда я стану сильнее, я навещу его лично. Надо бы осмотреться. Здесь должно быть какое-то сокровище. Возможно, это что-то связанное с расой духов. Почему бы демоническим зверям... Почему бы демоническим зверям не ошиваться здесь? О, это язык... духов? Врата в рай? Это должна быть великая формация, которая может быть активирована с помощью языка духов. Дверь! В... Рай! Откройся! Хм, ничего. На что использовать духовную силу? Ворота! Урай! Откройтесь! А, сейчас. Так много драгоценных камней. Это сокровище? Жарковато. Интересно, что здесь? А, это... Драконий камень? Внутри есть живые люди? О, ее аура говорит о том, что ее уровень культивирования находится как минимум на стадии конденсации дан. Поскольку она заперта здесь, она может быть слабее, но, может быть, и стала сильнее. Кто это? Ты не из клана духов? Конечно, я не из разницы духа, просто прохожу мимо. Ты же та девушка по имени Хуан Цзинь? Как ты знал мое имя? Я видел его с надгробной плиты снаружи. На ней была выгравлена могила Хуан Таи, оставленная человеком по имени Ле Йони. Я думал, что это кладбище, но не ожидал, что тебя здесь держат. Ну вот как. Похоже, что если я не раскрою секрет, то буду относиться к этому месту, как к своей могиле. И ты вошел, ты не знал... не смог бы... И ты вошел, ты не смог бы, не зная языка духов, если с тобой кто-нибудь еще или тебя привел Ле Йонь. О, ну, все не совсем так, как ты сказала. Я совсем не знаю Ле Йоня. Я немного знаю язык духов и попал сюда по ошибке. Кроме того, ты ведь не можешь поведать секрет какому-то незнакомцу вроде меня. Хорошо, я верю, что ты не от него. Тогда поможешь мне выбраться? Если ты мне поможешь, я тебя хорошенько отточу. Я не только дам тебе боевые искусства земного уровня, но и дам тебе несколько рецептов зелий. И обязательно сделаю тебя сильным мужчиной. Хм, награда хорошая. Но почему ты думаешь, что я смогу открыть эту клетку? И даже если бы мог, для начала хотелось бы узнать причину, по которой ты здесь. А если ты вдруг окажешься демоном, пытающийся... Вытащить тебя плохая идея. Ладно, я поняла. Это бесполезно. Причина, по которой я здесь, очень проста. Ле Йон заточил меня здесь, потому что хотел узнать секреты секты духов. Поскольку я следующая святая клана... Поскольку я следующая святая дева клана духов, меня заточили в темницу, чтобы я не смогла взойти на свои законные места. И после того, как его заменит кто-то другой, появится шанс вернуть себе секреты клана духов. И поэтому теперь я просто брошена здесь. Святая дева и клана духов... Похоже, борьба за власть неизбежна даже для клана духов. Ну, мы, духи, всегда жили в гармонии. Это все из-за предателя Ли Йоня, рыцаря империи Юки. Нижняя империя будет решительно поддерживать его, чтобы он стал лидером клана духов при условии, что когда он займет власть, клан духов станет волсамом Нижней империи. Мы, духи, всегда действовали в одиночку и никогда не примыкали ни к какой власти. Нижняя империя сделала это только для того, чтобы закрепить свое положение. Именно поэтому я здесь. Я рассказал тебе все, как есть. Вы успешно активировали скрытое задание «Спасти клан духов». Оно окажет влияние на ландшафт мира. Поэтому, пожалуйста, принимайте решение тщательно, примете ли вы это скрытое задание. Что? Повлияет на ландшафт мира? Интересно. Ха. Как можно родиться и не изменить мир? Принимаю. Вы успешно приняли скрытое задание «Спасти клан духов». Выполнив его, вы получите 200 тысяч очков опыта, 10 тысяч очков безумия и влечите бласкосклонность магии Цинь Найтсто. Что ж, верю, я помогу тебе вырваться из этой клетки. Подожди. Ты должен сломать печать снаружи. Это стрела и уничтожить решетку. А дальше я сделаю все сама. Вот таблетки для восстановления. Они нужны тебе. И выше это заклинание духов. Просто произнеси его, дабы развить телу. С помощью этого ты сможешь делать все необходимое. Духовный эликсир полностью восстанавливает вашу силу и духовную мощь. Может быть использован только один раз. Ладно. Я все сделаю. Жди меня. 64-я главушка. Предпоследняя на сегодня. Продолжаем. Я не ожидал, что это каменное надгробие окажется печатью. И сломать ее можно только с доклинанием духов. Что ж, приступим. Божественная печать. Разрушение. Ого. Какое сильное заклинание. Если бы на Тяньшинском памятнике была сделана такая печать, ее было бы очень трудно сломать. Мне нужно найти время для практики божественного мастерства. Печать снята. Можно возвращаться. А как у тебя? Так у тебя есть кровь дракона? Неудивительно, что ты так быстро снял верхнее заклинание. Спасибо. Быстрее выбирайся отсюда. Это будет лучшее спасибо. По крайней мере, я точно не потратил силу впустую. Я выберусь из этого проклятого места. Сделал всего пару трещин. Я что-то не так сделал или не хватило мощи? Нет-нет. Дело в том, что хоть печать снята, мои силы все еще слишком подавлены. Я никогда не сумею сломать клетку. Спасибо за помощь. Обегай отсюда. Тогда я сам сломаю эту чертову решатку. Нужно сконцентрировать энергию. Закон притяжения звезд. Что это за техника? Вы получили шестнадцать тысяч очков опыта. Семнадцать тысяч пятнадцать. Ты ты же не хочешь получить всю энергию этого огненного драконьего камня? Слишком много. Ты можешь лопнуть от такого количества энергии. Вы получили семьдесят шесть тысяч опыта. Семьдесят восемь. Семьдесят пять. семьдесят девять. Поздравляем игрока и Тянь-Йонь. Вы успешно прорвались на четвертый уровень этапа культивирования уплотнения ядра. Вот-вот прорвется? Что это это же? Это формация небесного грома. Лейонь использовал ее и запечатал в виде клетки. Не подходи ближе. Нет. Он использовал ресурсы этого острова и запечатал их в клетки. Если ты будешь продолжать пускать сюда свою энергию, то в конце концов просто умрешь. вы использовали духовный эликсир. Неужели ты думаешь, что я так легко сдамся? Простая молния не убьет меня. Тело немного немело, но я не поверю, что мне это не по зубам. Прошу, не надо! Я не верю, что такое количество восстанавливающих таблеток не может противостоять технике небесного грома. Вы использовали одну таблетку восстановления. Одну таблетку, одну таблетку. Прошу тебя, уходи, умоляю. Формация небесного грома вот-вот зарядится, и я не хочу, чтобы ты умер. Скорость моего поглощения все еще слишком медленная. Следующая громовая волна будет еще более мощной. Вы активировали плащ теней. Не волнуйся, я уверен, что смогу спасти тебя. Вы активировали режим сумасшедшего урона. Остановись! Злой огонь от водораконьего камня, который запечатан внутри, просто расставит тебя. Даже если твоя культивация сильна, ты все равно погибнешь. Злой огонь? Да плевал я на него! Вы использовали одну таблетку восстановления? Вы использовали таблетку восстановления? До тех пор, пока я не вытащу тебя, я не умру! Да, сломал! Мой принц! Спасибо! Какое освежающее чувство! Вы успешно получили дар небес! Что? Ты в сознании? мое тело! Удивительно, оно полностью восстановилось! Я передал тебе свою божественную руну, и теперь ты обладаешь способностями рас и духов! Ты передал мне свою божественную силу? Это ведь равно сильно тому, чтобы потерять половину своей мощи! Зачем? Ты спас меня! По сравнению с твоим подвигом отдать тебе свой нам нельзя здесь долго оставаться! Это стоит больших денег! Жалко оставлять это здесь! У меня не хватает денег, чтобы купить таблетки! пришло время прощаться! ухожу в соседний город, там стоит повозка с пельмей, и я убил ее хозяина! Спасибо! Я не знаю, увижу ли я тебя снова, мой принц! У меня есть для тебя подарок! Ты передала мне этот дар небес, что является бесценным подарком! Не отказывайся! Я надеюсь, ты сможешь сохранить этот подарок для меня! А память моей духовной расы! Пользуйся ею, но никому по-странему не рассказывай! Или будешь убит! 65 главушка Так, друзья, финальное на сегодня Что? Метод гравировки продвинутых божественных рун, а еще секретная техника духовной расы! Зачем ты разрешила передать мне все это? Я не знаю, буду ли я жива, если вернусь, если я не смогу противостоять силе газового облака, то клан духов может оказаться под контролем империи, Юи и поэтому я решил отдать тебе эту секретную технику, если духовная раса в конце концов будет уничтожена, по крайней мере, секрет будет в надежных руках. И я до сих пор не узнала твой имя и тянь йони и это мое настоящее лицо, то, что ты видела, было маскировкой. Ты действительно так выглядишь. Я не ожидала, что в столь юном возрасте у тебя уже такой высокий уровень культивирования. Я буду с нетерпением ждать, каких высот ты добьешься в будущем. Кстати, Святая Цин это мой титул в клане духов. Мое настоящее имя Я Цин. Я Цин Святая Дева из клана духов. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся снова. Береги себя, я обязательно найду тебя снова. Если ты сможешь найти меня еще живой, тогда я выйду за тебя замуж. Вы исполнили задание спасти Святую Деву клана духов и получили 200 тысяч очков опыта, 10 тысяч очков безумия и увеличили благосклонность Я Цин на 100. О, я? Мне пора возвращаться в Тянь Чен чтобы выполнить задание. Аура монстров слонявшихся здесь просто исчезла? Как это возможно? Двойная формация Лорда Грозового Облака разрушена? Здесь успели побывать самые старейшины клана духов? Черт! Надо срочно вернуться и сообщить об этом! Город Тянь Чен Павильон Синь Чен Что? Уже убери их так быстро! Да Я уже был достаточное количество монстров и готов продать их вам Вы можете сами во всем убедиться Вот Мне нужны только расходные материалы Какая будет цена решать вам Это это удивительно Тропы сотен этих монстров просто невероятные Вы охотились за ними в одиночку Я охотился с другом Это проблема? Думаю да У меня есть общая статистика Какие материалы вам нужны? Ничего конкретного просто материалы которые можно использовать для создания духовного оружия Что сделать оружие души? Кто заказчик? Вы или ваш друг? В чем проблема? Проблем нет Просто количество мастеров способных создавать оружие духовного класса очень мало Если это возможно мы хотели бы встретить мастера который умеет делать духовное оружие и попросить его сделать несколько для нас А вот оно что Мой друг фальсификатор сейчас слишком занят и недоступен для подобных услуг Если будет возможно Если будет возможность пусть обязательно приходит к нам Мы хорошо заплатим Я дам вам 15 обычных материал для изготовления духовных оружий в обмен на убитых вами демонических зверей пойдет Да без проблем Вы успешно выполнили задание охоты и убийства демонических зверей и получили 500 тысяч очков опыта 10 тысяч тайлей золота 10 тысяч очков безумия 10 прокруток лотереи и плюс 100 к богосклонности поверьона Синчень Помогите Погодите минутку Сяучо Иди Иди сюда Зачем дело Декан Хуан Лорд Зи Лорд Зи При Джу Юсяне я не имею права быть хозяйкой павильона Джу Сюань Культивация Девятый уровень совершенствования духа Носит первоклассное духовное оружие из фиолетовой нефритовой мягкой брони Владеет такими боевыми искусствами как облачная ладонь облачный шаг и так далее Общая боевая мощь 10 тысяч У вас случаем нет старшей или младшей сестры Расскажите мне об этом мой милый друг Вы видели женщину похожую на нее Да это так Очень хорошо Очень хорошо Тогда скажи мне где она Я обязательно тебе доплачу за это Вы видели мою сестру Где она Сестра Я так взволнована Я давно не видела сестренку И ничего не слышала о ней с тех пор как она сбежала Я не могу представить где она сейчас Сбежала из дома Интересно Как ее зовут Ее зовут Джо И Уэй И она уже несколько лет живет вдали от дома Можете ли вы подсказать мне где она находится По какой причине она убежала из родного дома Я не могу вам этого сказать Это наши семейные дела Просто скажи мне и позволь ее найти Мы заплатим вам вдвое больше сколько пожелаете В таком случае больше ничем не могу помочь Я дружу с вашей сестрой и раз она решила сбежать Должно быть есть что-то чем ей больше не хочется иметь дела Поэтому я ничего не скажу Так получается вы мне не расскажете Как друг вашей сестры я должен услышать некоторые вещи Чтобы понять стоит раскрывать ее местоположение А Да как вы смеете Это важное дело для всего повеленности Нчань Вы обязаны предоставить любую имеющуюся информацию В противном случае мне придется предпринять меры Благодаря которым вы так или иначе все расскажете Арестуйте его Меня Я советую вам не шутить со мной Иначе в следующий раз я нанесу ответный куда удар куда более мощный чем вы можете себе представить Итак мы решим все мирно или будем переходить к контрмерам Дорогой друг мы не хотим ставить тебя в неловкое положение но Джо Ю очень важна для нас Она столько лет была вдали от дома и доставила много хлопот повеленности Нчань Как я уже сказал просто так бы она не ушла из дому должна быть веская причина и знаком с недостаточно она очень ответственный человек и никогда бы не совершила подобный поступок бездомно поскольку вы хотите знать я скажу вам правду моя сестра сбежала от брака чтобы сохранить репутацию павильона Синчень мы не могли разглашать это сбежала от брака да это это было да это невозможно я не ожидала что моя сестра все прознает и втайне сбежит из дома на наступление часа икс я понимаю и признаю что это вынужденная мера по отношению к ней но я я хотела как лучше ее будущий супруг обладает огромным влиянием и сможет помочь ей устроиться в жизни и из кого и за кого ей надо выйти замуж сын второго старейшина дома циньсюань который как вы знаете здесь весьма влиятельен этот союз выгоден для обеих сторон он пойдет на пользу Синчен Ли и моей сестре что вы думаете господин особняк циньсюань я не ожидал что снова буду связан с домом циньсюань если бы она была уверена что это принесет ей пользу то не убежала бы из дому я понимаю ваше положение но к сожалению по этой же причине мне еще больше не хочется ничего говорить если это все пожалуйста дайте мне необходимые материалы так как у меня есть нерешенные важные дела прошу вас господин скажите мне где моя сестра если бы у меня не было возлюбленного я бы сама заняла место сестры и присоединилась к дому циньсюань если не разрешить этот вопрос нашей семье придет конец итак ты планируешь положиться на джу ю вэй чтобы она присоединилась к дому циньсюань тем самым повысив статус семей жо и повелев на сенчень мне жаль мою сестру но другого выхода нет если честно очень наивно полагать на то что один человек спасет всю семью эта тактика еще никого не приводила к успеху если хотите влияния будьте сильными каждой по отдельности больше нечего обсуждать я не хочу принесите мне товар этот разговор бесполезен и ни к чему не приведет я отказываюсь говорить юпо отправляйся за наградой отправим молодого господина с миром благосклонность 15 благосклонность 20 благосклонность снизилась похоже это из-за того что я не сказал местоположение ювэй 15 наборов материалов для изготовления духовного оружия низшего класса можете проверять почему она единственная чей рейтинг благосклонности вырос благосклонность 150 15 наборов материалов для изготовления духовного оружия низшего класса то что нужно спасибо за сотрудничество всего хорошего кстати чуть не забыл сказать даже если ты ищешь нового покровителя лучше не рассматривай циньси ани почему потому что дворцу циньси ани скоро придет конец постойте господин подождите что еще не сдалась молодой господин если вы увидите мою сестру пожалуйста дайте ей это 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 нефритовый кулон который я ношу с собой отдайте его моей сестре чтобы она никогда не вернулась это я сказала я избежать отсюда что то есть все что ты сказала ранее было лишь актерской игрой не важно верните ей нефритовый кулон и пожелайте ей от меня благополучия у меня совсем нет надежды даже если семья джу погибнет хоть сестра будет в прятке вы успешно создали духовное оружие низшего класса и получили 100 тысяч очков опыта и повысили мастерство на 500 вы успешно создали духовное оружие низшего класса и вы успешно улучшили бессмертный огонь наземного уровня увеличив пламя в 10 раз а время переработки и алхимии сократилось вдвое вероятность успеха увеличилась следующий уровень требует 100 тысяч очков мастерства этот бессмертный огонь действительно хорош до этого мне потребовалось до этого мне требовалось минимум полдня на усовершенствование оружия теперь же я могу сделать его менее чем за 12 часов я сделал все за очки безумия хотя я потратил 1 миллион очков безумия которые я только что получил режим безумия был поднят до третьего уровня все эффекты увеличены в 8 раз это лучший результат который я смог добиться хотя я прокрутил колесо фортуны 10 раз мне не выпало ничего путевого надо посмотреть нет ли поблизости демонических зверей которых можно залутать я слышал что многие влиятельные люди цельсион сейчас отправились куда-то я видел 7 или 8 из них но не знаю куда они ушли о что-то такое я слышал они вроде хотят намстить кому-то похоже что какой-то клан наступил им на хвост убив их людей а вот они ушли давать сдачи мне нужна любая информация про то как обстоят дела в доме ценсиони тот кто расскажет мне все получит этот золотой ключик о о я знаю что тот кто завербал хуэю в дом ценсиони это человек силой третьего ранга он кажется убил старейшин ценсиони сильный парень да не не говори бред ты ничего не знаешь я слышал что это первоклассная держава они спровоцировали и убили старейшина собника ценсиони вот почему они выслали туда так много могущественных людей скажите мне когда это произошло это произошло несколько дней назад сегодня они начали один за другим отправлять на материк но какова их конечная точка не знаю несколько дней назад значит это золотой ключ ваш я думал что на подготовку к атаке у них уйдет как минимум три месяца прошло всего ничего они уже предприняли активные действия слишком быстро старейшина хван этот человек уже покинул пределы нашего павильона я видел как он расспрашивал людей про особняк ценсюань а потом быстро покинул территорию он уехал как только узнал об особняке ценсюань может это был человек из небесного дворца но нет небесный дворец обладает лишь силой первого ранга как там может быть такой молодой ученик мужчина что прикажете делать господин иди и подробно расследуй дело небесного дворца мне нужно знать находится ли в этом небесном стеклянном дворце джуи уэй лес за древними руинами ищите дольше далеко они точно не убежали как же мне не повезло я только что столкнулась с людьми из тень фэн а покупая еду похоже они столкнулись с кем-то из особняка цельси они лучше блин шестьдесят седьмая главушка я надеюсь что смогу наверстать упущенной и ничего плохого не успело произойти не теряйте бдительности осматривайте каждую ветку вам не уйти особняк цинь сень на самом деле отправил так много людей старишина что нам делать следите за временем сбежать можно под подловив момент старейшина дворца цельси цельси они куда это вы торопитесь никто из посланных нами людей и дьяконов не вернулся интересно что произошло не расскажете дьяконов особняка цельси цельси они они не вернулись после того как покинули дворец цельси что здесь происходит а кажется это истин лоу если вы не хотите попасть под горячую руку лучше уходите отсюда лорд пурпурного павильона напротив особняка напротив особняк цельси давайте эвакуироваться молодой мастер и мой друг говорит цельси они беде на этот раз я обязательно помогу да как да как ты смеешь вступать в бой с особняком цельси без разрешения я я сейчас же выгоню тебя из тень лоу отныне ты не имеешь ничего общего с нашим домом позвольте мне помочь вам мы пойдем вместе хорошо не беспокойся если мы выберемся отсюда ты будешь нашим самым почетным гостем тенсион да я вас всех уничтожу ладонь тенсион не что разве техника ладони может быть не атакующей я не вижу ударную волну великий старейшина так эта техника на самом деле отбрасывающая нельзя их недооценивать как ты смеешь бороться со мной с такой-то силушкой все вы схватите их живыми если будут сопротивляться убить и и и небесный грамм черт А вот же, сволочь, с техникой грома. Приведите её ко мне, я лично хочу разобраться с ней. Нинчуань, чего ты ждёшь, поторопись. Канхоутянь, ты ослаб. Ты даже не можешь убить слабую женщину, похоже, ты уже совсем негоден. Нинчуань, дьякон особняка Циньсюань. Куда бежать? Беги! Что, не ожидала, что теперь будешь делать, малышка? Отпустите нас, их старейшина и гость нашего дома Тиньлоу. Я не думал, что у Тиньлоу хватит смелости улезть в чужие дела. Нет, нет, это её личное дело, мы тут ни при чём. Вы можете делать с ней всё, что хотите, она не имеет никакого отношения к дому Тиньлоу. Раньше у нас были хорошие отношения с вами, а сейчас вы бросили меня на произвол судьбы, как собаку. Что за бред ты говоришь? Это же владыка особняка Чин Цен. Это неправильный выбор для тебя быть хозяйкой павильона. Позвольте мне занять почётное место в Тиньлоу и наказать этого человека. Неправильный выбор, я так не думаю. Дом Ценсиань, я не ожидал, что вы так быстро отреагируете. Хочу глянуть, скольких из вас смогу перебить. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и... Мастер Ии. Что это за Итяньоня? Откуда это волис, парень? Уничтожить их! Уничтожить их! Вы успешно убили Кана Хаоти, они получили 120 тысяч очков опыта и 2300 очков безумия. Также получено 20 очков грехов. Это дракон! Как он может управлять черным драконом? Как я это могу делать, тебе знать не обязательно! И что же заставило вас приехать сюда в этот раз? Не пытайся, я ничего не скажу тебе! Но в таком случае... умри! Вы успешно убили Нинчуаня и получили 120 очков опыта и 2300 очков безумия. Также получено 20 очков грехов. А вы... вы будете говорить... Я скажу! Мы видели, что старейшина вы и остальные так долго не возвращались! Должно быть, что-то случилось! И так и получилось, что это произошло здесь, на материке! Поэтому он приехал, чтобы провести расследование! Были отправлены все главные старейшины! Даже дворцов лорда! Все они... Все! Точно говорю! Куда они пошли? Кто-то видел... Среди за учениками Тянь-Сианя! Они отправились куда-то! Кажется, это место называется Тянь-Шэнь! Что? Они уже отправились туда? Черт подери! Они обнаружили его слишком быстро! 68 главушка Он убивает старейшин моего Тянь-Сианя! Думает, что сможет укрыться в древних руинах и избежать наказания? Хозяин дома Тянь-Сиань! Сын Тянь-Сиань! Я не решился входить в земное царство и заправил, но ты не оставил мне выбор! Нужно воспользоваться возможностью нанести атаку по этому жалкому континенту! Готовьтесь к следующей атаке! Я не верю, что эта дверь продержится долго! На этапе избегания духа много сильных культиваторов! Хозяин особняка Тянь-Сиань должен быть сильнейшим культиватором из всех! Похоже, что ворота долго не продержатся! Ха! Я уж думал, что ваше достоинство так и не проснется! Тетя! Кажется, она тяжело ранена! Черт! Я разорву этих людей на куски за то, что они обидели тетю! Госпожа Ши! Мы можем легко сгладить возникший конфликт! Кроме того, вы замужем за моим сыном Цинь-Льюнем! И мне не следует привлекать ответственность дворца Цинь-Сиань! Мне просто нужен тот, кто убил моих старейшин! Дворец Цинь-Чэнь должен стать филиалом нашего Цинь-Сиани! Я пойду с тобой! Ты пальцем не тронешь никого из Цинь-Сиань! О, как я уже сказал, вам нужно сдать убийцу, чтобы условия были выполнены! Я слышу, что вы умоляете меня, а не ведете переговоры! Через несколько дней ворота будут сломаны, и вы все окажетесь в нашей власти! Тогда стать союзниками с нами будет очень сложно! Ну, тогда, либо ты, либо я! А ты та еще штучка! Зря ты приняла такое решение! Поймать ее! И принести живое! Наша госпожа в опасности! Не уходите, госпожа! Сказала нам ждать здесь ее! Живо! Поймайте ее! Окружите ее! Хочешь поймать меня? Я так просто не отдамся! С дороги! Уберитесь с дороги! Госпожа собирается сконцентрировать силу и атаковать! Если она сделает это, то умрет! Но, другого выхода нет! Если мы сможем сдержать их, ворота ревних руин смогут выставить, восстановиться! Ха-ха-ха! Сопротивляйтесь! Обожаю смотреть, как слабые! Беспомощно сопротивляются! Покончите с ней! О-о-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о! Как сложно! эти люди не боятся смерти заклинание ловушка уже сдалась ты сама выбрала свой путь сопротивляться бесполезно что происходит и что случилось почему погибло так много моих учеников привет но только из-под тишка чёрт их обнаружили тогда я всех вас здесь убью вы успешно убили ученика дома циньсю они получили 180 тысяч опыта из 1000 очков безумия вы успешно убили ученика дома циньсю они получили 190 тысяч опыта и 1200 очков безумия вы успешно убили а вот и я тетя поздравляем игрока и тянь юнь успешно прорвались на 5 уровень этапа избегания духа тетя все будет хорошо мне нужно идти вы ребята позаботьтесь о тете ради меня а я разберусь с остальными ты кто я старейшина дворца тяньсю они тот кого ты ищешь раз уж ты так насыщих я решил сам разобраться с тобой убить их всех это черный дракон а сегодня я убью всех вас на следующий раз лично разгромлю ваш гребаный циньсю они карта проклятого опыта активе карта пятикратного опыта активирована карта восьмикратного урона активирована культивации это по избегания духов это ведь аура избегания духа так такой молодой но уже на стадии избегания духа откуда взялся этот монстр уходим всего хочешь сбежать сегодня тень твоей смерти никто из нас не спасется общая боевая мощь старейшины и тянь юня 245 тысяч 69 главушка я вам покажу плату за нападение на тяньсю они иди к черту да будь ты проклят но хороший меч техника меча падающие перо вы успешно убили старейшину циньсюань и получили шестьсот восемьдесят тысяч очков опыта двенадцать тысяч очков безумия и 30 очков грехов получено оружие меч пламени он что издевается да я его одним пальцем прикончил выродок остановить его сейчас же я не верю что ты сможешь пробить мою крепкую защитную броню умри вы успешно убили старейшину циньсюань и получили семьсот тысяч очков опыта тринадцать тысяч очков безумия и тридцать пять очков грехов получено снаряжение сапоги ветров будь ты проклят за то что убил столько людей из моего дома предок идет это предок идет предок поможет мне старый предок взгляни на эту ауру он должен быть сильным культиватором этапа избегания духа добро пожаловать кровный предок до черта зла ну что за наглость кровавая ладонь кровавая ладонь это всего лишь иллюзия умри гроб небес надо разбить его глаз исследования кровный предок второй уровень культивирования этапа трансформации дзена защитная печать духовного уровня среднего класса владеет такими техниками как ладонь крови магия кровавого зла и так далее слабое место незначительные атрибуты атаки которые могут ослабить атаку противника за убийство вы получите кровавую ладонь магию кровавого зла и так далее общая боевая мощь миллион триста тысяч общая боевая мощь миллион триста сорок тысяч миллион четыреста двадцать тысяч миллион пятьсот шестьдесят тысяч в таком юном возрасте уже достиг такого уровня культивирования не удивительно что меня попросили помочь этот кровавый предок может увеличивать собственную силу просто поглощая энергию крови других людей я думаю что вы старики должны учить своих потамков что делать ничего нельзя делать не тебе указывать мне что делать что ж кажется ваше поколение молодых имеет слишком завышенное самомнение миллион шестьсот девяносто пять тысяч миллион семьсот семьдесят пять тысяч миллион девятьсот две тысячи пока мы не умрем эта эпоха никогда не будет принадлежать вам а два миллиона пятьдесят пять тысяч два миллиона сто тысяч боевая мощь неожиданно выросла до двух миллионов это уровень культивирования этапа трансформации дзена это и есть твоя истинная сила нет это еще цветочки меньше чем была на моем пике культивация однако ты прав это еще не все ты не сможешь избежать моего правосудия мне жаль всех мертвых учеников если я высосу тебя досуха высосишь меня досуха именно это я и собираюсь сделать с тобой я не могу тратить свой опыт впустую закон притяжения звезд вы получили шестьдесят три тысячи опыта идиот как ты смеешь поглощать мою кровь тебе точно жить надоело раз уж ты хочешь вери ее я убью тебя мальчишка этому подонку больше не жить у большие спасибо за такую вежливую слугу вы получили шестьдесят три тысячи опыта шестьдесят пять тысяч шестьдесят восемь как такое возможно ты поглотил столько энергии и все еще стоишь на ногах Нет ничего невозможного. Или ты думал, что я на старика жалок, что... поскольку ещё молод. Заморозка. Что это ещё за трёки? Искусство орлиной хватки. Закон притяжения звёзд. Что это за техника? Ты можешь высасывать не только мою энергию, но и мою силу. Ты же хотел высосать меня досуха. Давай же. Посмотрим, кто сделает это первее. Семидесятая глава. Эй! Отпусти предка! Вот же. Похоже, чтобы спокойно его поглотить, надо сначала с вами разобраться. Ха! Вы будете похоронены вместе с ним. Вы убили старейшину Циньсюань и получили 670 тысяч очков опыта и 11 тысяч очков безумия. Вы убили старейшину Циньсюань и получили 680 тысяч очков опыта и 11 очков безумия. Ты меня раздражаешь, сволоча! Общая боевая мощь 2,5 миллиона. Сжигать кровь сущностей для улечения боевой мощи. Это действительно поразительно для человека на этапе трансформации Дзена. Открыто. Родословная бога дракона. Вы экипировали меч бесконечности. Общая боевая мощь 2 миллиона 800 тысяч. Тратить почти 3 ляма боевой мощи? Только чтобы убить тебя, самое мое глупое вложение. Однако пора положить этому конец. Пришло время покончить с этим. Попробуй это! Аура удачи активирована. Не могу поверить. Я израску удал все свои силы, а он все еще наступает. Невозможно! Как это возможно для такого юного мальчишки? Я хочу, чтобы ты умер! Активирован двойной урон. Нет! Нет! Вы успешно убили кровавого предка и получили 980 тысяч очков опыта, 15 очков безумия и 100 очков грехов. Получено боевое искусство магии небесного бока. Редкое боевое искусство. Вы получили кость кровавого дракона, костяной клинок кровавого дракона и доспехи кровавого бога, оружие высшего качества. Вы получили камень кровавого нефрита. Редкое. Вы получили карту сокровищ кровавого дракона. За успешное убийство суперэлиты вы получили дополнительный бонус к уровню и 100 тысяч очков безумия. А также улучшенную версию колеса фортуны и одну крутку. Наш предок сильнейший на этапе трансформации Дзена! Он умер? Ты убил нашего кровавого предка! Монстр! Монстр! Ваш предок чудовище! Он питался кровью людей, чтобы жить! Раз уж вам так нравится ваш предок, не хотите пойти к нему? Бежим! Там повозка! Подожди меня! Я ведь сказал, что вы никогда не войдете! Эй ты! Вали и останови его! Ну, хозяин! Ты... Ты должен умереть! Взлетай! Скорее! Ха-ха-ха! Теперь ты меня не догонишь! Блюдок! Тебе крышка, парень! Ха-ха! Какой же наивный! Я никогда не передаю свои слова! Я... Я... Я каюсь! Отпусти меня! Я сделаю тебя хозяином дворца! Я дам тебе все, что есть домицы и силанья! Ты имеешь ввиду, сделаю тебя хозяином дома, а потом откнув нож в спину и снова заберу себе власть? Нет, нет, нет! И как я мог? Как я могу такое сделать? Неважно, сдержишь ты слово или нет. Тот факт, что ты хотел отдать хозяйку. Чантьюань замуж за своего сына достаточно, чтобы убить тебя еще сто раз. Позволь мне рассказать тебе кое-что. Твой сын хотел напасть на меня. Я пытался преподать урок этому непокорному сыну. Пусть я умру, если не научим его хорошим манерам. Ну, раз уж ты так сказал, отправляйся в ад. Вы успешно убили цинь Чантьюаня и получили 780 тысяч очков опыта и 13 тысяч очков безумия. Вы получили сокровище, нефритовая жемчужина. Поздравляем игрока и Чантьюань с успешным прорывом на шестой уровень этапа избегания духа. Фух, наконец-то все закончилось. Чантьюань, ты удивительный. Тетя, ты в порядке? Со мной все будет хорошо. Надо просто немного отдохнуть. Тетушка, возьми это. Оно восполнит кровь, которую ты израсходовала. Нет, я не могу это принять. Лошадь, ты слишком много отдал моему клану. Ну, тетя, ты должна его поглотить, иначе я рассержусь. Ой, ну ладно. Это потрясающе! Я чувствую, что моя энергия крови полностью восстановилась, и я намного сильнее, чем раньше. Конечно, для тети только лучше. Господи, мы опаздываем! Великий Старейшина? Не слишком поздно. Как раз вовремя, чтобы убрать трупы людей Цэнсюани. А то если день Цэнсюань больше не осталось? Старейшина И очень силен! Госпожа Цзи, как насчет того, чтобы присоединиться к нашему Цэнсюане? Вы хотите, чтобы я вступила в Цэнсюань? Семьдесят первая главушка. Дворцу Цэнсюань сейчас не хватает Старейшины, которая умеет хорошо управлять большими и малыми делами. Я бы хотел, чтобы ты стала главным Старейшиной Цэнсюань. С твоими талантами ты точно сможешь справиться. И мы предоставим тебе максимальные полномочия для управления по твоему усмотрению. Стать главным Старейшиной Цэнсюань? Правда? Раз так... Раз Тяньёнь так сказал? Это доказывает, что вы заслуживаете доверия, госпожа Цзи. И вы решили поддержать нас без лишних колебаний. Мы должны вам оплатить. И я официально приглашаю вас стать нашим Старейшиной. Что думаете? Великий Старейшина также сказал, что он рисковал своей жизнью ради нас. Мы все видели. В управлении делами вам нет равных, я уверена. Я... Я принимаю приглашение, но я строга к себе. А поэтому есть одно условие. Если в течение года не смогу добиться повышения дворца, то уйду сама. И, раз так пошло, я хочу сделать еще одно объявление. Я хочу назначить Цэолянь и Дюмэй резервными Старейшинами. Сделать меня резервной Старейшиной? Ого! Правда? Во время этого кризиса, Цэолянь и Дюмэй хорошо проявили себя. Помимо того, что они взяли на себя ведущую роль в лечении раненых, они также утешали людей и уходили на поиски ингредиентов. Возможно, они не обладают самым высоким уровнем подготовки, но у них есть мужество и лидерские качества, чтобы быть резервными Старейшинами. Да, вы правы. Мы поддерживаем любое решение, госпожи. Хорошо, тогда я оставляю все на вас. А я хочу сходить в Цэнсиань и выкорчевать всех прямо сейчас. Ты не возьмешь меня с собой? Ну как я могу отказать своей тете в просьбе? Я... Я тоже хочу пойти с тобой в Цэнсиань. Я тоже хочу... Оставайтесь здесь и предоставьте это нам. Вы нужны здесь. С этого момента в мире больше не будет дома Цэнсиань. Тетя, разве ты не собираешься спросить меня, почему мой уровень культивирования вдруг стал таким высоким? А почему? Я должна спрашивать. Ты все еще мой Цэнсиань. И этого достаточно, чтобы ты не делал. Я буду следовать за тобой. Если ты умрешь от своих занятий, я буду охранять твою могилу, пока не умру. Но никогда не оставлю тебя. Твоя спина стала такой крепкой и сильной. Раньше она не была такой. Да, можешь оперяться о нее. Я не знаю, что происходит с хозяином, но вероятно, нашему дворцу конец. Говорят, что для убийства наших старейшин были использованы методы Джоу-Бу. Так много погибло. Нам надо узнать, жив ли кто-то из них. Я слышал, что во дворце Цэнсиань есть много симпатичных учениц. Если мы приведем их всех сюда, то сделаем их нашими женщинами-рабынями. Ха, идеально. Нет, не просто рабынями. Они должны быть в рабстве на протяжении многих поколений. Кто сказал дворцу Цэнсиань завербовать их в наш особняк? Сделать рабынь на целые поколения? Вы думаете, что вам все дозволено из-за статуса державы третьего ранга? О-о-о! Черный дракон! Это божественные звери! Кто ты? А что, не видно? Мы те, кого вы называете мусорным кланом. Ваши старейшины и хозяин дома все мертвы. И теперь вы почти единственные, кто остался. Я подумывал отпустить вас, но теперь могу сказать, что ваша смерть будет заслужена. Получите! Я хочу забрать все сокровища и боевые искусства Цэнсиань. Это трофеи нашей победы. Да. Что там происходит? Хозяин вернулся! Я не могу выйти! Я растратил все силы! Или же это проклятые люди из Цэнсиань? Да как они смеют мошки выступать против нашего дворца? Если бы я пошел, я бы давным-давно их всех урыл. Что? Кто там? Разве ты не говорил, что хочешь нас урыть? Раз уж я здесь, почему бы тебе ни надрать не заняться? Вы успешно убили дьякона особняка Цэнсиань. Получили 33 тысячи опыта и 200 сумасшедших очков. Боевые искусства человеческого и земного уровня. Еще есть таблетки и эликсир. Мы их заберем. А? Этинюнь! Посмотри туда! Здесь есть подвал. Может там что-то спрятано? Пойдем посмотрим. Ох, какой сильный кровавый запах. Это что? Если ад, сколько людей нужно убить, чтобы сотворить такое? Помогите нам! Ваши ублюдок, как они смели использовать детей для создания крови? поможем им! Пожалуйста, не убивайте нас, не убивайте! Мы очень послушные, мы сделаем все, что угодно. Где моя мамочка? Не плачьте, дети, я неплохой человек. Мы пришли спасти вас, все хорошо, плохих дядек больше нет. Сестренка пришла, чтобы освободить вас. Правда, сестренка нас спасет? Сестренка красивее тех плохих парней, она хорошая. Тетя, выведи их, а я займусь этим. Хорошо. Должно быть, именно здесь кровавый предок питал свою энергию. Вы активировали вечный огонь. Особняк Цинциань завоевал материк, чтобы забрать еще больше детей. Я сожгу его дотла. Какие бы здесь ни были сокровища, я все сожгу. 72 главушка. Цинциань давно должен был сгореть. Цинюнь, ты закончил? Нам нужно забрать этих детей. Их родители? Да. Мы станем для них новой семьей. Они смогут положиться на дом Цинциань. Тетя, подожди минутку. С этим костяным ножом ваших древних предков на память для вас. Это? Предупреждение для всех, кто придет сюда после нас. Отныне дома Цинциань больше не существует. Вы выполнили скрытое задание спасите детей, запертых дьяволом и получили 100 тысяч очков опыта и 100 очков грехов. Все, давай вернемся домой. Да. Он разрушил дворец Цинциань? Что же это за мальчик? Даже черные драконы охотно становятся его скакунами. Если их не дрессировать, с детства такое происходит весьма редко. Надо доложить это императору. Кажется, на этом континенте поднимается беспокойная сила. Госпожите, прошу вас, вернитесь и будьте нашей хозяйкой. Мы не можем жить без нас. Да, вовсю виноваты старейшины и к нам это не имеет никакого отношения. Если бы мы были здесь, мы бы помогли без колебаний, правда? Да, мы всегда были хорошими друзьями с людьми Тянь-Чюань. Даже если дело касается Тянь-Чюань, мы все равно сделали бы все. Нет необходимости объяснять, мастер Ван. Не вы ли подготовили старейшину Юй шпионить за мной? Не вы ли подговорили старейшину Юй шпионить за мной? Как вы можете не знать, что происходило? Это старейшина Юй не доложила нам вовремя. Старейшина Юй самолично изгнал вас из теней мы не знали. Пожалуйста, вернитесь к нам, я дам вам самые высокие полномочия во дворце, вы будете жить в комфорте и неприкосновенности. Мастер Ван, я больше не хочу слышать ни слова, пожалуйста, идите. Я понимаю причины вашей просьбы, вы хотите спасти лишь собственную шкуру. Теперь я присоединилась к дворцу Тянь Сюань и слышать больше ничего не хочу. Хорошо сказано. Спасибо всем вам за вашу любовь, иначе я не смогу встретить такого талантливого человека, как она. Если это все, вы можете идти. Я провожу вас, мастер Ман. Похоже, что ваш старый хозяин не хочет тебя отпускать и хочет, чтобы ты вернулась в качестве управы руки. Я уже отказалась от дома Тянь Юй. Они просто хотят использовать меня в своих личных целях, а после выбросить как мусор. С тех пор, как меня назначили старейшин Тянь Сюань, я умру за небеса. Ладно, я понял. Не принимай близко к сердцу. Госпожа Си? Сестренка, что это за место? Это дворец Сюань, и отныне это твой новый дом. Это ваш новый дом. Сеатун, позаботься о них. Ребятки, вы, должно быть, проголодались. Пойдемте, я вас покормлю. Старейшин и разве с госпожой не отправились уничтожать особняк Цинсюань, где вы нашли столько детей? Этих детей взял в плен Цинсюань и использовал как еду для предка. Дом Цинсюань достойен не только смерти за такое злодеяние. Мы распро... Мы распределим их и сделаем учениками Цинсюань. Так много боевых искусств и все неземного уровня? Все это оружие первоклассное духовное оружие. Это духовное оружие. Что это? Эликсир зелия четвертого класса? Да, этого достаточно, чтобы мы легко достигли второго ранга силы и даже поднялись до высшего ранга второй силы. Да, я думаю, это лишь вопрос времени, а когда мы вернемся на землю наших предков? Возвращаться не стоит. Нам нужно остаться здесь в древних руинах. Нам нужно привести это место в порядок. После ремонта это место будет использоваться как место расположения нашего дворца Тяньсюань. Будь то с точки зрения безопасности или с точки зрения культивации, этот древний памятник идеальное место. Формация здесь будет немного исправлена. Концентрация духовной энергии здесь определенно намного выше, чем в предыдущем месте. Это будет чрезвычайно полезно для многих учеников в процессе их обучения. «Конечно, я просто прилагаю, но если вы действительно не хотите, тогда вы можете использовать это место как тренировочную площадку. Я полностью согласна с предложением Тяньюня. Я, конечно, ностальгирую по-прошлому, но наши предки все переселились из небесного царства, разве это не одно и то же? Когда мы станем сильными, мы... Когда мы станем сильными, вы не хотите отправиться на континент небесного царства? Что скажете, старейшина? Теперь это на ваш мир, делайте что хотите, но я хочу вернуть Тяньсюань на континент небесного царства при своей жизни. Хорошо. Что теперь это будет наш дом? Здесь слишком мало духовной энергии, и я намерен сам восстановить эти великие образования. Старейшина Сюань, сколько уровней божественных меток необходимо для ремонта массива сбора духов и других здешних построек? Для починки этих великих формирований требуется примерно уровень пятого класса, но для ремонта некоторых из них требуется мастер уровня повыше. Поскольку предыдущий владелец использовал божественную технику Шэньвэнь, если вы хотите починить его, вам нужен по крайней мере этот уровень. Пятый класс? Мое мастерство создания божественных знаков равен пятому рангу, но чтобы достичь его потребовалось много времени. Чтобы улучшить свое мастерство владения божественными знаками, мне нужно работать над собой. Сколько времени мне потребуется, чтобы достичь такого уровня подготовки? Покажи мне, давайте начнем с простого ремонта. Без проблем, самые простые третьего класса. Без проблем, самые простые третьего класса. Хозяин, пожалуйста, идите сюда. Это простейший из малых формаций собирания духа. Слегка сломанные. Конечно, я ничего об этом не знаю, так что смотреть должен мастер. Кажется, что прошло много времени и степень повреждений относительно серьезно, а эффект от него довольно слаб. Нужно использовать божественный кейс, чтобы подлатать его. Я использую талант данный Ецинбао Око Небес, чтобы понять, с чего начать. Око Небес, откройся. С этим Небесным Оком, независимо от того, каков божественный узор, я вижу его ясно и могу легко определить, отремонтирован он или сломан окончательно. Этот подарок, который мне подарила Ецинбао, очень значим. Это удивительно, но расход психической энергии немал. Фух, кажется, мне нельзя использовать Око Небес слишком долго. Молодой господин, вы в порядке? Да, я в норме. Давайте исправим эту духовную метку. 73 главушка. Вы успешно отремонтировали формацию духа и получили тысячи очков опыта и 50 очков мастерства. Готово. arsen ученики puffs Song снова но значительно увеличит скорость своего культивирования. Вы успешно отремонтировали формацию духа и получили 2000 очков опыта и 50 очков мастерства. Вы успешно отремонтировали формацию духа и получили 2000 очков опыта и 50 очков мастерства. Вы успешно отремонтировали формацию духа и... Тянь-Юнь, занимаешься восстановлением формаций? Да, я собираюсь починить здесь все духовные формации. В основном я починил мелкие из них, а теперь буду приступать к крупным. Если я смогу все починить, то концентрация духовной силы сильно возрастет. Это, конечно, не то, что было раньше, но я смогу вернуть примерно 80% от первоначального состояния. О, это потрясающе! Я абсолютно уверен в твоих силах, Тянь-Юнь. Некоторые формации весьма сложно восстановить, но я верю в тебя. Мне нужно продолжать обход, поэтому не буду стоять над душой. С поддержкой тети я обязательно добьюсь успеха. Что ж, возьмусь за одну из больших формаций. Чтобы повесть процент успеха, нужно следить за временем. Вы успешно починили большую духовную формацию и получили 15 тысяч очков опыта и 500 мастерства. Поздравляем игрока и Тянь-Юнь. Вы успешно перешли с начального уровня владения кистью до среднего уровня владения кистью божественных узоров. Готово! Моя духовная сила стала более интенсивной. Поздравляем игрока и Тянь-Юнь с завершением главного задания. Усилить Тянь-Юань и повысить его до дворца второго уровня. Вы получили 1 миллион очков опыта. Вы получили улучшенную версию Колеса Фортуны стоимостью 100 тысяч очков безумия. На выполнение этого задания ушло много времени. Вы успешно взяли задание укрепить и вознести секту Тянь-Юань до Дома Небесной Инспекции и перенести ее на континент Небесного Царства. В награду вы получите 100 миллионов опыта, 1 миллион очков безумия, 100 тысяч мастерства, может быть использована на боевые искусства и способности, 100 тысяч очков грехов и одну жизнь. Появилось новое главное задание. Награды намного более щедрые, чем в прошлом задании, особенно дополнительная жизнь. Первый шаг главного задания. Ремонт всех образований древних руин. Наградой за выполнение этого задания будет 1 миллион очков опыта и повышение на 10 тысяч мастерства кистью божественных узоров. Это задание можно выполнить только самостоятельно. Обычная версия, улучшенная версия. Надо глянуть на улучшенную версию Колеса Фортуны. Аура удачи активирована. У меня есть только две бесплатные крутки. Пожалуйста, пусть выпадет что-нибудь вкусное. Да, пожалуйста, пожалуйста. Озиазя. Ну прошу, ну прошу. Вы выиграли карту опыта... Умножение на 20. Вы выиграли волшебную технику мгновенное перемещение. Что? Мгновенное перемещение? Это отличная техника для побега от преследования. Мгновенное перемещение. Мгновенно перемещается в любое место в радиусе километра. Время действия 2 часа. Радиус действия неплох. Но кулдаун длинноват. Хм... Бесплатные крутки я использовал. Чтобы критить снова, нужно 500 тысяч очков безумия. Вот же. Больно хотелось. Есть и другие важные вещи. Старейшины и... Некоторые люди ищут Джу Ювэй. Спрашивают, не находится ли она у нас в Тинсюань. Ищут Джу Ювэй? Черт. Они точно пришли по приказу павильона Синчень, чтобы разыскать ее. Я сам разберусь. Я сам выйду и разберусь с ними. Старейшины и... Это они. Да, это точно люди из Синчень. И просто так они не свалят. Я старейшина секта Чунсюань. По какому вопросу вы пришли? О, ты старейшина? Бред. Это неправда. Мы из павильона Синчень. Знаешь где это, малой? Не смейте так разговаривать с нашим главным старейшиной и... Извините, но он выглядит слишком молодо для такого титула. Я не верю, что он старейшина. Меня зовут Хуан Ху. Я диакон павильона Синчень. Старейшина, вы знаете кого-то по имени Джу Ювэй? Мы пришли с континента Небесного Царства, чтобы найти ее. У нас нет никаких плохих намерений. Я и Тянь-Юнь. В клане Тянь-Юань нет такого человека. Клан Тянь-Юань? Дворец Тянь-Юань обосновался в таком хорошем месте? Здесь точно что-то не так. Если ее здесь нет, мы вас больше не беспокоим. Если у вас появится любая информация, свяжитесь с павильоном Синчень. Мы вам хорошо заплатим. Значит, люди из павильона Синчень все еще не сдались и пытаются ее найти. Если так будет и дальше, рано или поздно ее обнаружат. Старейшина, и мне сказали, что сюда приходили люди из Синчень, это правда? Спрашивали про какую-то девушку. Твоей сестры среди них не было. Сюда пришел Дьян Канхуан. Вы... Откуда вы знаете? Если ты захочешь вернуться, я пойду с тобой. Через несколько дней я как раз запланировал отправиться в небесное царство. Хорошо. Если ты захочешь уйти, то, пожалуйста, предупреди меня об этом. Старейшина Сиуани. Что еще мне нужно отремонтировать? Я видел формации, которые сможет отремонтировать только мастер в этой области. Да, есть большая воздушная формация. Она сломана. И она разрушена слишком сильно. Не знаю, получится ли ее восстановить. Ее повредили предыдущие владелец. После этого он больше не мог летать по округе древних руин. Что? Тут есть воздушная формация? Вы хотите сказать, что этот памятник может летать? Да, но летающую формацию чрезвычайно трудно восстановить. И обычное мастерство божественного узора не в состоянии ее починить. И поскольку восстановить ее невозможно, единственный верный вариант – оставить все как есть. А, вот оно как. Хм, кажется, система не пальцем деланная. Если соотнести все с моим новым заданием, мне надо переместить и древние руины. Старый Шинаи. А? Ты уже приняла решение? Пойдешь со мной? Да. Я хочу пойти с вами. Уверена, что они не дадут меня в обиду. И теперь, когда особняк Циньсюань уничтожен, я хочу увидеть свою семью. Хорошо. Тогда собирайся. Да. Да, так и есть. На самом деле, ее зовут Джу Юэй. Ничего себе! И поэтому я собираюсь отвезти ее на континент Небесного Царства, чтобы она увидела... Увиделась с семьей и узнала, как у них дела. Древняя руина нуждается в новых хранителях, и мне тоже нужно пообщаться с ними. Хочу узнать, могут ли они присоединиться к нам в одну семью. Это хорошее предложение. Дом Тянь Цзи не слаб и обладает хорошими финансами, и их присоединие к нам будет весьма полезно. Тянь Юнь, хотя ты уже очень силен, все равно будь осторожен. И возвращайся скорее, чтобы я не волновалась. Тетушка, я обязательно вернусь. Тянь Юнь, ты уже сильно превзошел меня. И мне не нужно отставать, иначе в будущем я буду совсем тебе бесполезна. Я наконец вернулась, после стольких лет. Не бойся, давай зайдем. Сестренка! Сестра! Семьдесят четвертая главушка. Так, друзья. Спасибо неизвестному, который отправил донатик на Киви. Да, спасибо за эту двоцеточку. Благодарю. Продолжаем. Семьдесят четвертая глава. Младшая сестренка, это правда ты? Джо Юэй? Сестра! Это разве не ты старейшина секты Тянь Сюаня? Да, я только что узнал, что человек, которого вы ищете, старейшина нашего клана. На этот раз я пришел на континент Небесного Царства по одному делу, и мне нужно присутствие старейшины клана. Так, оказывается, Юэй стала старейшиной Тянь Сюань? Для нее это большая честь. Спасибо, что присматриваете за ней. Это правда, мы всегда будем бережно относиться ко всем членам своего клана. Старейшина Джо, наш маленький алмазик, талантливая, умная, она очень помогает нашему клану изо дня в день. И я знаю кое-что о ней, то, чего обычные люди не знают. Сила павильона Синчи надевительна, но есть некоторые вещи, которые лучше не оглашать публике. Что за вдор? Клон Цинь Сюань всего лишь сила второго ранга. Не думаешь, что можешь позволять себе запугивать настолько потому, что разрушил Кан Цинь Сюань? Дан Цинь Сюань обычный по сравнению с нами. Я не позволю выражаться к нам таким образом. Раз Цинь Сюань настолько ничтожен, почему вы хотите выдать Джо замуж за здешнего принца? У этого дьяка накылкий язык, но он не знает, с кем связался. Ты... Старейшины, прошу прощения. Мой брат немного на нервах из-за происходящих событий. Прошу, поймите. Значит, эти двое братья. Я понимаю, что сила нашего клана не настолько велика. Но это не значит, что я буду прятать голову в песок при любом случае. Старейшина Джо, ваша старейшина. Вы не можете силой забрать ее у нас. Старейшина Джо, наша старейшина. Вы не можете силой забрать ее у нас. Что ж, давайте не будем разжигать здесь розни. Старейшина И, не хотите зайти внутрь и пройти в отдельную комнату? Две сестры давно не видели друг друга. Должно быть, им есть что сказать друг другу. Прошу прощения. Кто-нибудь проводите наших достопочтенных гостей. Брат, зачем ты останавливаешь меня? Этот мальчишка лишь притворяется тигром. На деле он точно обычный овца. Так что он может сделать против нас. Я слышал, что в клане Циньсюань есть неизвестный человек, чья сила превосходит обычных людей. Но то, что теперь будет с семьей... Но что теперь будет с семьей Джо? Дом Циньсюань разрушен. Что же им делать? А этого загадочного героя из Циньсюань мы не видели лично и не можем судить, правда это или нет. Почему бы нам не использовать возможность испортить им репутацию? Ведь скоро будет великий турнир божественных знаков. Ты имеешь в виду? Если клан Циньсюань так не хочет отдавать нам Джу Юэй, разве мы не можем попросить их об услуге на турнире? Если мы не сделаем этого, нашему клану Джу придет конец. Циньсюань точно не так полезен, как ты думаешь. И разве не очевидно, что клан Бу хочет расцарапать наши лица? Какой в этом смысл? Мы никого не провоцируем, а Джу Юэй одна из нас. Семья Джу потратила много средств на обучение? Нет смысла спорить, если они оставят ее себе, мы должны получить что-то взамен. Он прав. Для семьи Джу охот Джу Юэй будет большой потерей. Если мы не поднимем уровень секции, семью Джу рано или поздно вырежут. Ладно, я уже сказал, если хотят сделать Юэй старейшиной из своей секты, надо заплатить нам. Да. Извините за беспокойство. Что такое? Мы не решили вопрос. Вы теперь в кусте про положение семьи Джу. Если вы позволите Джу Юэй стать вашим старейшиной, ее семья окажется в опасности. Ах, если у вас есть какие-либо пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь их высказывать. В конце концов, вы так долго ухаживали за ней. Вы достойны почестей. Наша просьба очень проста. Скоро пройдет турнир божественных знаков. Вам только нужно предоставить нам мастера божественных знаков четвертого класса и занять три первых места в конкурсе. И тогда Джу Юэй станет ваше. Что за бред ты говоришь? Даже если бы вы выдали свою мою сестру за принца Циньсюань, она, они не смогли бы дать максимум мастера третьего ранга на турнир. Что за бред? Что за бред ты говоришь? Если бы вы выдали мою сестру за принца Циньсюань, они могли дать, они мы могли дать максимум мастера третьего ранга на турнир. Не говоря уже о тройке лидеров, даже в десятку лучших попасть сложно. Вы просите слишком многого. Юпа, это ты сейчас кому помогаешь? Заткнись сейчас же! Да, семья Джу дала мне многое, но за эти годы вы не давали мне бороться за свою судьбу самой. И я ведь сделала многое для семьи Джу, так? Так вот моя сестра внесла вклад намного более стоящий, и это при том, как вы с ней обращались. Прекратите спорить. Если вам нужен всего лишь мастер божественных знаков четвертого класса, я его найду. Что? Вы действительно можете его найти? Я ведь сказал, вы можете просить о чем угодно, но и у меня есть условия. Мы сделаем все, о чем вы попросите, старичный. Оно простое. Обе сестры и семьи Джу станут членами нашего клана Циньсюань. По рукам. И награды этого турнира также отойдут нашему клану. Вот же. Мы просто хотим занять первое место по брякушке с турнира ваше. Ну вот и договорились. Тогда мы вышлем человека в ваш дворец. Он прибудет за маст... Тогда мы вышлем человека в ваш дворец. Он прибудет за мастером четвертого класса позже. В этом нет необходимости. Нужный вам мастер божественных знаков. Это я. Не может такого быть. Ты мастер божественных знаков четвертого уровня? У всех, что такое свои границы. Нам нужен истинный мастер божественных знаков четвертого ранга. Если это и правда ты, я съем этот стол. Что ж. Вперед. О. Четвертый класс божественных знаков. Я не ожидал, что этот молодой человек, такой юный, действительно кажется божественным мастером четвертого класса. Он вообще супердемон. Итак. Это божественный узор четвертого класса. Теперь вы съедите стол. Старейшиной, пожалуйста, простите меня. Мой брат считает, что вы слишком молоды, чтобы быть мастером божественных знаков четвертого класса. Мы вас недооценили. Почему бы тебе не засвидеть суть свое почтение старейшине? Да, я был неправ. Прошу признать вашу силу. Хочу признать вашу силу. Я могу предложить вам очень ценный подарок в обмен на свое поведение. Прошу. Простите меня. Ешь. Я буду есть. За сказанные слова нужно платить. Ты заслуживаешь этого. Это ведь дело чести. Господи, вот это страсти. Это все? Да. Идите готовьтесь к турниру. И дайте мне знать, как он начнется. Без проблем. Старейшины, и вы можете чувствовать себя здесь, как дома. Получено новое задание. Занять все призовые места в конкурсе божественных знаков и спасти двух сестер. В награду вы получите один миллион опыта и бесплатную крутку в расширенном лотерейном колесе. А также пять тысяч очков к мастерству божественных знаков и плюс то к благосклонности Джу Ю Вэй и Джу Ю Линю. У меня еще есть дела, так что я вас составлю. Хорошо. Не ожидал, что мне подкинут еще одно задание. Турнир божественных знаков. Игра определенно ставит свеч. 75-я главушка Это топлюдо как оставил у меня съесть стол. Если бы он не был нужным нам мастером божественных знаков, я бы его на месте прикончил. Да и вообще, пусть она проиграет, тварь. Я не хочу отдавать ему наших сестер. Ну, посмотрим. Но я думаю, что богатый и набирающий могущественность клон должен иметь свои скрытые преимущества. Большое спасибо за помощь, старейшина, и если я смогу вернуть себе свободу, я смогу решить сама, куда мне идти. Но если вы скажете остаться септи тяньси я все равно буду готова отдать за вас тысячи своих жизней. Я очень хочу, чтобы вы присоединились к клану Тяньсюань. Вы двое очень талантливы и привлекательны. Ваши способности очень нужны нам. Если вы решите войти, то будет большой потерей. Насчет остального не волнуйтесь. Я выполню нужные условия, и вы сможете выбраться из этой клетки. Мы сделали все, что было в наших силах. Мы сделаем все для павильона Сичен, и я больше не хочу быть в их должнице. Мы бы очень хотели служить вам, старейшина и отсел сердца. Мы готовы отдать за вас все, наш господин. Эй, тише, тише, девушки, у меня и мыслей таких не было. Мы сами приняли это решение, вы помогли нам, вы наш благодетель. Это вы, старейшина, дали нам новую жизнь. Ладно, давайте дождемся результатов турнира. Мы вас верим, старейшина, и если вы сказали, так и будет. Тогда вы бы не могли рассказать мне об этом турнире. павильон Синчэнь это секта, состоящая из многих кланов. Естественно, он сильнее, чем особняк Цинцюань. Но с точки зрения сплоченности он не так хорош. Для дивизионов секты важен статус, поэтому каждый год проводятся турниры на увеличение или понижение их статуса. И турнир божественных знаков призван, чтобы узнать силу каждого. До начала турнира осталась всего неделя. Если семья Джу не выиграет, их просто выкинут из секты. Не удивительно, почему они так пекутся о нем. Стариши Наи, можем ли мы как-то помочь вам подготовиться к турниру в главном павильоне? Нет-нет, у меня уже все готово. Семь дней спустя. Главный павильон Синчэня. Как думаете, кто победит? У семьи Ван все шансы на победу. Я поставил 100 тайлей золота на семью Джу. Вот же, ну ты чё, семья Джу столько раз проигрывала, твоя ставка сто процентов сгорит. Поприветствуйте, хозяина секты. Это мастер божественных знаков четвертого уровня, которого ты нашёл? Что-то он слишком щупленький. Да, всё верно. Джу Чэнь Хун, глава семьи Джу, павильона Синчэнь. Итак, я глава семьи Джо. Мы пригласили вас сюда, поскольку нам важна победа на этом турнире. Больше у нас нет никаких условий. Нам нужна победа. Если вы не выполните это единственное предписание, что ж, придётся принять меры. Не волнуйтесь, я вас не подведу. А глава семьи Джу не церемонится. Вы можете сказать, что я бессердечный, но на кон поставлена моя семья, и я не собираюсь сдавать позиции. Если бы не мы, этих двух сестер давно бы не было в живых. Надеюсь, вы это осознаёте. И как уже было оговорено, за победу вы получите их обеих, а также щедрое вознаграждение. А если же нет... Я понял. Спасибо за вашу откровенность. Это лучше, чем молча втыкать нож в спину. Я Джо Чан Хон всегда говорю правду в лицо. Вам может не нравиться мой подход, но именно он держит на плаву всех членов семьи. Меня интересует только выгода и ваше умение. Если мы не сможем работать вместе, я не стану кресетничать. В конце концов, я не настолько жалок. Хорошо, это мне нравится. Люди, которые ставят выгоду превыше всего, не могут стать с кем-то друзьями, однако с ними можно заключать честные сделки. Хо, мастер Джо, прошло уже много времени. Интересно, не обделались ли вы и в этот раз? Не обделаетесь ли вы и в этот раз? Будет так стыдно, если вы займете девятое место. Учитель Иван, вам не следует лезть ни в свое дело. Я свое дело знаю. Глава Сим Иван, павильон Син Чен Ван Цз Шен Ха-ха-ха, что ж, желаю вам честной победы. А, погодите, вы что, отправляете этого малыша на турнир? Такой худенький и совсем не ест. Достаточно ли у него силенок, чтобы считаться мастером божественных знаков? Похоже, здешнюю репутацию заполучить весьма трудно. Мне это даже на руку. Посмотрю бы я на них. У этих турниров есть свои подводные камни. Слышишь, Ван, это не твоего ма дела. ха-ха-ха, да ладно тебе, не кипятейся. Я просто немного ностальгирую. Я вдруг вспомнил, как вы нанимали иностранных помощников, и они, мягко говоря, были бесполезными. А теперь вы прислали этого юнца. Слушай, если тебе не хватает людей в этой области, ты попроси меня, ладно? Я тебе кого-нибудь зажрю, чтоб ты не пихал, не пихал сюда подростков. Ты в этом году одна семья, как, впрочем, и в предыдущие годы будет на дня. ха-ха-ха, давайте пройдем внутрь. Соревнование вот-вот начнется. Это мы еще посмотрим. Джо Евэй говорила. что отношения между семьями Поверена очень натянутые. Она права. Пять кланов, каждый из которых имеет максимум пять мастеров божественных знаков. Это небольшое число. Как уже говорил мастер Ван, семья Джо всегда находилась в нижней десятке. Могу представить, как плохи у них дела. господин, извольте. Это семейный символ, с ним вы будете представлять нашу семью Джо. Судить это внутреннее соревнование будет главный мастер павильона. Он сам является мастером божественных знаков и лично будет оценивать уровень каждой семьи. Хм, а что меня ждет в турнире? Это всегда случайно. Никто не знает, что будет происходить, кроме самого главного мастера Синчани. Тихо! Всем молчать! Внутренний турнир скоро начнется, и я бы хотел пригласить главного мастера павильона Ли, дабы огласить призовые за победу. За третье место вы получите кисть божественных знаков духовного уровня. За второе место обе моих уроков по обучению искусству божественных узоров. Главный мастер павильона Синчань Ли, Синчань, Лун. Награда за первое место пять дней культивирования в нефритовом бассейне небесного духа. Приз за первое место идеален пять дней тренировок в нефритовом бассейне. Советы по культивированию главного мастера павильона. Да об этом и мечтать нельзя. Неплохо бы оказаться в первой восьмерке, не говоря уже о призовых трех. С наградами закончили. Теперь я вьюлю первый раунд турнира. Силы божественных знаков. Вы должны начертить божественный знак в виде быстрого точного волка, не слишком медленного, без отклонений. Высвобождаемая духовная сила должна быть мощной в противном случае проигрыш. Первый раунд турнира не привязан к силе. Здесь будет оцениваться только сам божественный образец. Чем выше прочность, тем больше возможно... Чем выше прочность, тем больше воздействия он может выдержать. Чем больше у вас сил, тем дальше вы сможете продержаться в ходе нападения. Больше я пошлю мастеров боевых искус разных уровней подготовки они будут проверять вашу божественную защиту на прочность. Дальше пройдут те, чья оборона продержится больше остальных. У вас появилось новое случайное задание. Выиграть первый раунд турнира божественных знаков. В награду вы получите 500 тысяч очков опыта и 1000 очков к мастерству владения божественными знаками. Как интересно. система выдала мне задания подробного подобного рода. Я точно не облажаюсь и покажу все свои навыки. 76 главушка. Так, друзья, это крайняя на сегодня глава. Так что, ребят, если вы еще не поставили лайк под видосиком, а я вижу, что половина еще не оставила лайк, сделайте это сейчас. Мы сейчас продолжим, а еще, если кто-то захочет поддержать канал, это будет здорово. Продолжаем. 76 глава. Первый уровень связан с силой, которая является очень базовой божественной моделью. Для тебя это должно быть очень просто, верно? Конечно. Участник может выбрать предмет защиты и нарисовать божественный удар. У меня хорошо получается. Я не ожидал, что это будет так легко. Иностранный помощник Симиван Линь-Ли. Вот она. Все вы взяли свои защитные приспособления. Время один час. Кто превысит время, вылетает. мы надеемся, что вы воспользуетесь этим временем с пользой. Хм, все, кто про... Все, все, кто превысит элемент времени, автоматически исключатся. Ну, погнали! Я не могу проиграть здесь. Я должен быть в тройке лидеров. Мастер Джо, я слышал, что этот мастер божественных знаков, которого вы наняли, очень хорош. Полагаю, вы сами потом сможете увидеть это по результатам турнира, не так ли? Хм, в этом году я пригласил только одного человека на помощь, поэтому я не так хорош, как другие семьи. Хотя вы пригласили только одного человека, кажется, он из Дома Божественного Узора, верно? Откуда родом человек, приглашенный семьей Джо? Он разве не оттуда? Мне подумалось, что именно этот молодый паренек из Дома Божественного Узора, но он ведь так молод, как его могли сюда отправить. Учитель Иван, что за чепаху вы говорите? Он никогда не был в Доме Божественного Узора, и все же никогда не видел столь молодого ученика. Интересно, откуда он пришел? Учитель Иван, как вы думаете, чемпионат уже у вас в кармане? Я этого не говорил, просто шанс относительно выше. Как думаете, на каком месте окажетесь вы, мастер Джо? Вот же, это не в моей власти, но уж точно выше, чем ты. О, ради такого я готов остаться и посмотреть весь турнир. Так, вроде закончил. первый участник завершивший этап. Кажется, был приглашен в семье Ивана. Гений дома божественного узора. Неудивительно, что он уже закончил. О, и какая семья послала сюда какого молодняка. Я чувствую в нем какую-то необычную энергию, какая не выровня владения божественными знаками. Я закончил. Я тоже закончил. А что здесь сделает старейшина Ивана? Не волнуйся, у старейшины Ивана есть свои причины. Готово. Время вышло. Великий мастер, все участники выполнили свои божественные узоры и установленный срок. Отлично. Далее начинайте тесты в порядке завершения. Божественный образец защиты третьего класса выполнен лишь Линь-Ли. Начинайте испытания. Линь-Ли, твоя божественная защита находится на седьмом уровне усовершенствования духа. Поспорим, он занял первое место. Думан гений не меньше. Божественный образец защиты второго класса выполнен Дзянь-Тханя. Четвертый уровень усовершенствования духа. Божественный образец защиты третьего класса выполнен Ван Цинь-Хо. Первый уровень усовершенствования духа. Божественный образец защиты второго класса выполнен Линь-Добайем. Второй уровень усовершенствования духа. И наконец Тянь-Ёнь. Первоклассный божественный образец. Божественный образец первого класса серьезно? Вы здесь чтобы соревноваться или стать посмертищем. Он выглядит слишком молодо. Первоклассный божественный знак. Удивительно, что он вообще смог его нарисовать. Что это, черт возьми, такое? Божественный взор первого класса? Что за бред? Он же сказал, что он мастер четвертого ранга. Ха-ха. Так ты всего лишь на первом уровне. Не участвуй в таких серьезных турнирах, малыш. Возвращайся к мамкиному молочку. Если ты настолько слаб, зачем вообще пришел выставлять себя на посмешище? Пожалуйста, проверьте его. Хорошо, давайте проверим. Что? Как может сила пятого уровня совершенствование тела не пробить божественные образецы первого класса? Божественная кисть, которую он использовал, кажется, была более высокого класса. По крайней мере, это точно было духовное оружие. Какая пустая трата божественной кисти. Использовать духовное оружие, чтобы нарисовать божественный узор первого класса, возмущительно. Хо. я действительно недоценил тебя. В таком случае, я буду продолжать испытывать свои силы. Седьмой уровень совершенствования тела. Девятый уровень усовершенствования тела Третий уровень усовершенствования духа Седьмой уровень усовершенствования духа Божественный образец первого класса уже был атакован седьмым уровнем усовершенствования духа Как он остался целым? Это точно образец первого класса? Да он же точно минимум третьего И как такое возможно? Что случилось? Вы уверены, что это божественный знак первого класса? Мастер Ли, я уверен в этом. Я пришел, чтобы лично убедиться, какой божественный взор первого класса может выдержать атаку седьмого уровня совершенствования духа. О, это действительно знак первого уровня. Но с точки зрения защитной силы, почему он уже находится на пиковом уровне божественного образца третьего класса? Что? А, я понял. Это не обычный взор, а тройной божественный знак первого класса. Три знака первого класса были слиты вместе, чтобы достичь эффекта божественного образца третьего уровня. Как можно менять схему создания божественных меток по своему желанию? Божественный образец третьего уровня? Да, точно. Это он. Этот мальчик не опозорил меня. А, он нарисовал тройной божественный узор? Если в процессе создания третьего класса что-то не получится, вы все равно можете его перерисовать. Если множественный божественный знак не сработает на третьем уровне, первые два будут разрушены вместе с ним. Ты не проверил его внимательно. Это твоя вина. Я признаю свою ошибку. Я не думал, что кто-то может слить несколько божественных узоров. Так что это наше упущение. Однако это идеальный божественный образец. Десять баллов и десяти. Спасибо. А, все идет по плану. Теперь перейдем ко второму этапу. Это невозможно. Нарисование одного божественного знака выходит эмосил. Как можно вырезать сразу три? Ну, я просто использую свои текущие навыки и не вижу ничего плохого в практике. Раз ты сказал мне вернуться к турному молочку с такими навыками, значит тебе нужно вообще вернуться с чревом матери, так? Что ты сказал? Я лишь повторю то, что ты только что мне сказал. Тот же, не зазывайся. Я не знаю, как ты это сделал, но я тоже могу сделать несколько божественных узоров. Впереди еще столько испытаний. Посмотрим, кто сдуется, малыш. В первом раунде первое место занял участник с хорошим владением использования несколькими божественными знаками. Я этого не ожидал. Во втором раунде я немного изменю правила, чтобы оценки не были такими жесткими, как в первом раунде. Однако меня радует, что каждый клан показывает себя с разных сторон. Разделение становится все сильнее. Это хорошо для нашего павильона Синчэнь. Содержание второго этапа называется быстрый тест. Он изменил весь второй раунд. Зачем? Он изменил содержание раунда? Чем больше божественных узоров вы сможете успешно вырезать в течение часа, тем выше будет ваша оценка. Чем выше оценка, тем выше балл. Один балл за божественный узор первого класса, два балла за божественный узор второго класса. Пять баллов за третий класс и десять баллов за четвертый класс. Количество баллов неограничено. Спасибо за озвучку. А тебе спасибо за две суточки. Ээээ... Люблю 0.2. Ха-ха. Прикольный ник. Спасибо, дружище. Стараюсь и буду стараться. Качай скилл. Продолжаем. Вы получили 500 тысяч опыта и 1000 очков мастерства божественных узоров за успешное завершение первой миссии. Ха-ха. Вы получили новое задание. Успешно завершить второй раунд турнира. Награда 500 тысяч очков опыта и 1000 очков мастерства божественных узоров. Я впервые вижу серийные миссии, но так даже лучше. Чем больше очков, тем лучше. Если я буду продолжать в том же духе, то мне не составит труда прорваться к продвинутому уровню мастерства божественных узоров. Мастер Ли, а есть бонус за несколько божественных узоров? Да, он есть за множественные божественные знаки. Множественные божественные узоры будут суммироваться в один большого класса. Однако это займет больше времени, поэтому хорошо подумайте, перед тем, как нарисовать множественный узор. Вероятность удачи также снижена, так что гораздо проще вырезать искусственный, но простой узор. Лимит времени 1 час. Второй раунд турнира начинается. Интересно, какой божественный узор вырежет этот молодой человек на этот раз? Что? Божественный узор первого класса? Смотрите, семья Джу нашла человека, который может рисовать только один знак. Да нет, ты уверен, что все настолько просто? Я-то думал, что он скрытый гений, а похож на обычного мальчишку, который кроме одного круга ничего вырезать и не сможет. Черт, похоже, я его переоценил. Я думал, он не хочет показывать свою силу, мастерство божественных узоров третьего класса. Теперь я точно уверен, что это обычный новичок. Да он вообще мне не конкурент. Сколько их нужно вырезать, чтобы догнать остальных? Какой дурак! Я думал, что выровень этого молодого человека будет очень высоким, поэтому немного изменю правила. Не ожидал, что он может вырезать только божественный узор первого класса. Я что-то упустил? Фух, чувствую себя намного лучше, чем раньше. Почти готов. Что? Его скорость так внезапно ускорилась? Что? Так быстро? Но это ведь невозможно в таких условиях. Вновине около уже семь или восемь божественных узоров. Таким темпом он перегонит даже третьих классных мастеров. Это слишком, слишком быстро. Как ему удается так концентрироваться на скорости? Это просто ненормально. Насколько искусным должно быть его мастерство, чтобы достичь такого результата? Извините, больше нет бумаги для выполнения задачи. Пожалуйста, добавьте еще. О, конечно. Да какого мать его хрена? Мне тоже нужно ускориться. Неправильный рисунок. Мой божественный узор третьего класса и испачен. Время вышло. Всем остановиться. Ты врешь. Нельзя столько вырезать за час. Зачем больше? Я уже вижу, кто придет дальше. Да, если делать очень много рисунков, шанс ошибки резко увеличивается. Что ж, начнем считать оценки. Ван Цинь Ху. Два божественных узора третьего класса. Один божественный узор второго класса и один божественный узор первого класса. Двенадцать очков. Лю Вай. Два божественных знака третьего класса. Два божественных знака второго класса. Четырнадцать очков. Дзен Дэми. Два божественных знака третьего класса. Два божественных знака первого класса. Четырнадцать очков. Ван Цинь Ху. Два божественных знака третьего класса. Один божественный знак второго класса и один божественный знак первого класса. Двенадцать очков. Вой Цинь Хань. Три божественных знака третьего класса. Пятнадцать очков. Лин Ли. Два божественных знака третьего класса. Два божественных знака второго класса и два божественных знака первого класса. Шестнадцать очков. Я мог бы получить 20 баллов, но теперь у меня такой же балл, как и у всех остальных. Я ученик дома божественного узора. Это ускорительно. Эй, Тянь-Юня, с учётом всех правильных узоров, 32 божественных узора первого класса. Всего 32 балла. Да, я намеренно сделал несколько неверных узоров, чтобы моя победа не казалась столь странной. Мастер Ван, спасибо за вашу щедрость. Этот раунд и ещё одна победа для Семи Джо. Ты! Это ещё не конец! Не сознавайся! Результат удивителен. Скорость, с которой можно было вырезать божественный знак первого класса. Если бы я их делал, не думаю, что это бы вышло так быстро. Но следующее будет настоящей проверкой ваших навыков. Делать всё возможное и проявлять свои лучшие качества. Самый сильный божественный знак, который вы можете сделать, будет определяться уровнем вашего ранга. Сложность узоров будет определять балл. И на этот раз верхнего предела для балла нет. Сейчас реальный шанс победить у тех, у кого есть реальная сила. Те, у кого нет подлинной силы, будут обречены. Итак, приступим к финалу. Семьдесят восьмая главушка. Вы успешно завершили второй этап турнира и получили 500 тысяч очков опыта и 1000 очков мастерства в божественных узорах. У вас появилось третье задание подряд. Идеально выиграть третий раунд турнира. Награда – 500 тысяч очков опыта и 1000 очков мастерства. Вознаграждение тоже на меня вполне устраивает. Итак, третий ретап турнира займет у вас больше времени, а именно 5 часов. Надеюсь, вы сможете использовать каждую минуту в свою пользу. Предыдущий раунд всех изрядно потрепал. И большинство из них решили помедитировать, дабы восстановить свои силы. И, видимо, позже вырезать самые высшие и возможных божественных узоров одним махом. Вот же, третий этап ты уже точно не пройдешь, судя по твоим скудным умениям. Да начнется новый этап турнира. Поехали, поехали. Линдлей собирается сразу начать вырезать божественные узоры. Интересно, сколько класса божественных узоров он сможет сделать на этот раз. О, смотри, та девушка, приглашенная из семьи Ли, она рисует какой-то странный узор. Он светится красным и не похож на обычный божественный знак, верно? Девушку зовут его Цэньхань. Похоже, что семья Ли пригласила девушку из Цэньзи на помощь. Из особняка Цэньзи? Это случай не тот самый, который уже почти развалился. Не ожидал, что этот Цэньхань из особняка Цэньзи. Мы определенно как-то связаны. Что? Божественная метка третьего класса с множественными атрибутами. Но это еще и улучшенная ее версия. Редко такое вижу. Интересно. Девушка, которую вы наняли, кажется, обладает какими-то скрытыми способностями. Только у нее ручки и дрожат. Не заметил? Недостаточно она уверена в себе. Если ты потерпишь неудачу, придется рисовать божественную метку на несколько классов ниже. Тогда тройки лидеров тебя не видать. Я... Я не могу понять, куда надо вести узор. Мои силы не исходи, когда я закончу. Держи себя в руках. Чтобы сделать огненную божественную метку, нужно опираться на внутренние линии, а внешние полностью перекрыть. Это ведь парень, который рисует только метки первого класса. Он прав. Надо сосредоточиться на внутренних линиях. Да, получилось. Неплохо. Улучшенная божественная метка с огненным атрибутом. Проще говоря, двойной божественный узор весьма недурно. Я ставлю тебе 25 баллов. Дополнительные 3 балла за точное улучшение метки. Спасибо, мастер Ли, за ваше наставление. Слушай, если бы не ты, я бы провалилась. Большое спасибо. Да, не за что. Это ты молодец, я тут ни при чем. Смотрите, какой божественный узор вырезал Линь-Ли. Божественный узор средней сложности четвертого класса. Вау, это просто невероятно. Старе нам в возрасте суметь вырезать божественный узор четвертого класса. Хотя он может не уметь все, но если он может сделать метку четвертого класса, получается он уже мастер божественных узоров четвертого уровня. А ты не хочешь начать? Или уже за заднем? Ох, ну еще рано. Ну ладно, начнем. Смотрите, парень от семьи Джу начал рисовать. Ох, все еще божественный знак первого класса? Теперь что, пятикратный сделает и все? Да даже если шестикратный, все равно не сможет всех обоннать. Это невозможно. Хм, так ты все же безнадежен, мальчик. Все еще пытаешься перегнать меня с помощью такого простецкого приема? Ты так наивен, не поверишь, что способен на большее. Может, просто посмотришь? Закончил. Что ж, я дам тебе 45 очков за улучшенный божественный знак. Остался только один участник, парень из семьи Джуо. Да, он умеет делать только первоклассный божественный узор. Уже и так все понятно, зачем тянуть. Эх, провал, точно провал. Я все. Он это сделал? Божественная метка пятого класса? Совершенно верно. Вы получили 5000 очков опыта и 100 очков мастерства за успешное вырезание первоклассного божественного знака пятого уровня. Очень хорошо. Не думаю, что вам это действительно удастся. Это очень хорошая божественная метка. По сложности относится к промежуточному божественному знаку четвертого класса. Хотя уровень сложности должен быть немного выше, я могу поставить тебе оценку. Только 40 баллов. Я доволен вашей оценкой, спасибо. Неплохо. Неплохо. Итак, завершился заключенный раунд великого турнира божественных узоров. И сейчас я объявлю рейтинг. Первое место. Итянь-юнь. Второе место. Линь-ле. Третье место. Воцань-ханя. Мастер Ван, жаль вам такое говорить, но кажется каким-то случайным образом наша семья Джу выиграла. Вот же. Вы успешно выполнили третье задание. Идеально выиграть третий раунд турнира. И получили 500 тысяч очков опыта и 1000 очков мастерства. Награда за первое место. Пять дней культивирования в непритовом бассейне небесных духов. Да. Хорошая штука. Это оскорбление для меня. Проиграть тебе. Ты не способен знать только... Ты не способен знать только одну технику первого класса. Докажи мне, что ты можешь вырезать божественные знаки четвертого класса. И что я получу, если продемонстрирую эту способность? Польза? Если ты сможешь вырезать здесь божественный узор четвертого класса, я дам тебе не только свои знания, но и все, что у меня есть собай. А если не сможешь этого, ты отдашь мне приз за первое место культивированию в непритовом бассейне духов. Ну, раз уж ты так сильно хочешь отдать мне все, что у тебя есть, я согласен на твои условия. Семьдесят девятая глава. Семьдесят девятая глава. Разве ты не создаешь только божественные руны первого уровня? Кто сказал, что я умею делать только их? Я никогда этого не говорил. Такой молодой мастер сделал божественную руну четвертого уровня. Это действительно удивительно. Семья Джо выбрала хорошего кандидата. Неплохо. Очень хорошо. Божественные руны четвертого уровня довольно хорошо вырезаны. Вот только почему ты не хочешь создать божественные руны четвертого уровня на соревнованиях, а вместо них делал руны первого уровня? Я считаю, что самое важное – практичность. И правила одни и те же. Независимо от того, какой уровень создал, главное, что он соответствовал правилам. Кроме того, эффект божественной руны первого класса не хуже, чем у четвертого класса. Верно. Божественную руну, которую ты создал в последний раз, это была самая простая руна божественной силы. После пятикратного увеличения сила была удвоена, и это меня удивило. И она гораздо полезнее, чем божественная руна четвертого уровня. Я слышу, что Семья Джо пригласила тебя помочь. Почему бы тебе не прийти в павильон Синчень в качестве гостя? Мы не будем просить тебя что-либо делать. Но если тебе нечем заняться, ты можешь помочь создать божественные руны. Спасибо вам, мастер павильон Али, за вашу доброту, но у меня сейчас нет таких мыслей. Жаль. Я надеюсь, ты хорошо подумаешь об этом. Мы не будем тебя слишком ограничивать и сможем предоставить тебе больше ресурсов. Я подумаю об этом. Буду ждать хороших новостей. Мастер павильон Али, я ученик соединка Шэнь Вэнь. Я могу. Я уже выиграл пари, и поэтому могу бесцеремонно забрать твое колесо для хранения. Когда он его достал? А, и Тянь Йоня, верно? Мы еще посмотрим. Ты очень хорошо проявил себя. Ты видел лицо мастера Вана, такое мрачное. Я первый раз увидел его лицо таким сморщенным. Спасибо тебе за труды. Не стоит. Не это. Тут же было выгодно. Я понимаю. Я уже научил тебя этим двум вещам. Извините, старейшины. Это все наша вина. Это наша вина. Это вина нашего брата. Раз уж так получилось, не обязательно говорить об этом. Отныне они не состоят в семье Джо. Таков был уговор. Конечно, обещание есть обещание. Моя семья Джо больше никогда не поставит никого в неловкое положение. Если это возможно в будущем, я надеюсь, что мы сможем хорошо сотрудничать и говорить о любом вознаграждении. Если представится возможность. Вы успешно завершили задание победы на соревнования спасения двух сестер и получили награду в миллион очков опыта, тикет для игры, улучшенную версию лотереи, а также 5000 очков опыта божественного мастерства рона. Благосклонность Джу Ювея и Джу Юйсянь увеличилась на 100. Поздравляем игрока и Тянь Юнь с повышением уровня божественного мастерства рон до среднего... Со среднего до продвинутого уровня. У меня появился еще один шанс улучшить колесо. Это лотерея на полмиллиона сумасшедших очков. Молодой мастер, спасибо, что помогли мне закончить мою божественную руну. Я бы не справилась. Я чуть не забыла представиться. Я из особняка Тянь Зи. Хэ Тянь Хань. Могу ли я узнать имя моего мастера? И Тянь Юнь из Тянь Сионе. Неожиданно у Тянь Сионе оказался такой гений. Как вы, мастер И? Интересно, будет ли у вас свободное время заскочить к нам в Тянь Зи? Конечно, как-нибудь загляну к вам, но сейчас у меня еще есть дела. Здорово, тогда я буду в особняке Тянь Зи ждать вас. Это реферальный жетон. Если ты отправишься в особняк Тянь Зи, вы можете использовать его, чтобы найти меня. Ладно, спасибо вам, госпожа Хэ. Скоро увидимся. Старейшина И? Старейшина И? Что, в чем дело? Почему вы так смотрите на меня? У меня что-то на лице. Ничего такого Старейшина И, почему бы нам не носить вашу фамилию? Мы были с родами, когда нас удочерили в семье Джу. Теперь, когда мы освободились от них, мы больше не хотим быть под их фамилией. О, это неожиданно. Однако, меня это не особо волнует. Тогда меня зовут И Юсиань. А я теперь буду и Юэй. Теперь мы будем подчиняться любым вашим приказам, Старейшина И. Хорошо, хорошо. Спокойно, девушки. Возвращайтесь и отдохните несколько дней, а я обменяю первый приз. Да. Павильон Синчэнь. Старейшина Юня, что случилось? Я занял первое место, и я здесь, чтобы получить свою награду. Это Орден Мастера Павильона Ли. Давайте проверим его. Да, это действительно Орден Мастера Павильона Ли. Согласно правилам, вы можете свободно пользоваться прудом в течение пяти дней. Духовная энергия здесь весьма сильна, и она намного мощнее, чем снаружи. Поторопитесь, дверь откроется через пять дней, и вам будет разрешено выйти. Вы можете делать здесь всё, что угодно, ограничений нет. Однако, переместить эликсир по своему желанию нельзя. Если вы сделаете это, то придётся потратить деньги на его покупку. Это нефритовый пруд Тянь Лин. Пятый класс живого источника может породить пятый класс чудодейственного лекарства. Духовная сила, содержащаяся в нём, чрезвычайно богата. Она подходит для поглощения основ совершенствования культивации и обладает эффектом усиления культивации и укрепления духовной силы. Удивительно, это полностью духовный источник. Эти цветы и растения – редкие эликсиры. Я должен использовать данное мне время полностью. Получено 500 очков опыта. Получено 420 очков опыта. 300 очков опыта. Нет никакой необходимости поглощать что-то. Духовная сила сама вливается в тело. Получено 600-460 очков опыта. Что ж. Поехали! Включён режим сумасшедшего опыта. Получено 32 тысячи очков опыта. Получено 38 тысяч очков опыта. 34 тысячи очков опыта. Поздравляем игрока Этианюнь с успешным прорывом на восьмой уровень культивирования в стадии избегания духа. Да, перепрыгнул сразу на два уровня. Кстати, я до сих пор не играл в лотерею. Если я получу карту опыта, то смогу использовать её здесь. Активировать лотерею. Открываю расширенную версию лотереи. Вы получили особый предмет. О, особый предмет? А это ещё что такое? Восьмидесятая главушка. Крылья Феникса. Обновление недоступно. Является предметом декорации. Оснащены для полётов. Если вы можете летать самостоятельно, увеличьте скорость в три раза. О, хорошая вещь. Таким образом, я смогу летать и вместе с этим ещё и телепортироваться. Ну и кто тогда меня догонит? О, откуда взялась трещина под водой? О, что случилось? Куда это меня унесло? Никогда не думал, что под прудом может находиться совсем иной мир. Похоже, Звёздный дворец даже и не знает, что здесь есть тайник. Примечание. Звёздный дворец. Исправленное название павильона Синчэнь. Неужели я попал сюда из-за орёла счастья, который приводит к неожиданным удачам? Эй, здесь кто-нибудь есть? М-м-м, там виден свет. Это нефритовый духовный камень? О, какой сильный мороз. Это что, гроб? Внутри него кто-то есть. Хотя, на первый взгляд, тело выглядит как живое, но оно не подавало никаких признаков жизни. Должно быть за счёт крепкой духовной силы, которая идёт по венам этой девушки. По венам этой души. И за счёт этих редких снежных лотосов. Труп так хорошо сохранился. Я не хочу уторгаться, но прошу, если не возражаете. Здесь что-то написано. Снежный лотос распускается, жизнь воздобновляется. Что это значит? Может, после того, как эти снежные лотосы раскроются, она проснётся? Значит, это живой труп. Здесь, кроме этого хрустального гроба, больше ничего нет. Я лучше пойду отсюда. Этот звук... Он только что донёсся из гроба? И правда, это оживший труп? И всё-таки это человек или дох? Сначала я, пожалуй, спрячась. Брат, ты пришел? Ты сейчас со мной разговариваешь. Брат, а что за глупости ты говоришь? Каждый раз, когда я просыпаюсь, ты ведь рядом со мной. Это девушка, я прошу прощения, но я правда не ваш брат, я здесь просто мимо проходил. Брат, перестань шутить, ты снова издеваешься надо мной. Вы в порядке? В порядке, брат, а куда мы теперь пойдем? Домой? Девушка, я правда не ваш брат, вы обознались. Не может быть, ты точно мой брат? Брат, ты снова смеешься надо мной? Больно, у меня так болит голова. Да если ты не мой брат, тогда кто? Наверняка эту девушку положили среди снежных лотосов для того, чтобы успокоить ее. Попробую использовать этот. Спасибо, я немного начинаю припоминать. Вспомните и станет лучше, не доропитесь думать об остальном. Я Жен-Джи-Джо, родом из... Из... Братец, у меня так болит голова. Сначала прилягте сюда. Вы только что проснулись от сна, и ваши мысли сейчас немного спутаны. Братик, не уходи, не оставляй меня здесь одну. Я не ухожу, а можешь спокойно дыхать. Здесь под водой есть несколько подземных каналов с духовной энергией. В них еще больше, чем тех, что снаружи. Ну, брат... Мне уже лучше, когда мы теперь вернемся домой? Опять она за свое. Ладно, я твой брат. А ты все еще помнишь, где сейчас твоя семья? Где же они живут? Не помню, брат, а ты что-то... Что, тоже не помнишь? Мне очень жаль, но я тоже не помню. Время не ждет. Давай-ка мы сначала выберемся отсюда, и потом уже поговорим. 81 глава. Ты пока оставайся здесь, я скоро вернусь. Не смей никуда убегать. Поняла? Ага, поняла, братик. Этот выход кажется довольно захолустным. Да он еще и расположен далеко от нефритового пруда небесного духа. Неудивительно, что никто и не заметил это место. Уже пора, нужно идти. Вы всегда делаете вид, будто вы внутри. Господин И, время пришло. Скорее выходите. Прошу прощения, я слишком сильно увлекся, пока практиковался. Господин И, кажется, ты многое усвоил. Духовная энергия в этой округе стала слабее. Старейшина Йонь. Я не знаю, как именно я могу еще раз войти в этот нефритовый пруд небесной силы. Если хочешь еще раз войти туда, это будет дорого стоить. В общем, один духовный сосуд среднего уровня может обменяться на два дня. А если брать сосуд низшего уровня, его можно обменять только на полдня. К тому же, даже если у тебя есть духовный сосуд, количество духовной силы внутри него ограничено. Она может действовать максимум 10 дней, а затем сразу исчезнет. Сейчас скорость восстановления силы намного медленнее, чем раньше. Чтобы объем силы вернулся в полной мере, потребуется несколько месяцев. Господин И, вы можете оставаться там 5 дней, это уже большая награда. Многие о таком только и мечтают. Кстати, господин Ли велел мне передать вам эту вещь перед уходом. Это пропуск для гостей. Он надеется, что вы станете гостем Звездного дворца. От вас в таком случае ничего не требуется. Ничего не требуется? Как такое может быть? Ну и ладно. Это как минимум он сможет мне потом предоставить некоторые удобства. Хорошо. Я заберу пропуск. Господин Ли, добро пожаловать к нам. Начиная с этого момента, вы теперь являетесь самым молодым гостем Звездного дворца. Это такая честь для меня. Господин Ли также передал, что если вы согласитесь стать гостем, тогда как насчет того, чтобы остаться здесь на праздничный ужин в честь початных гостей? Он намечается, в следующем месяце это будет очень торжественный ужин, который будет организован вместе с несколькими силами третьего разряда. Слышу, что Тёмная Империя тоже пришлет своих людей. Такое действительно редко случается. Тёмная Империя? Удивительно, что эта чрезвычайно не симпатичная Империя приезжает на почетный ужин. Всё это очень интересно. Да, из Тёмной Империи прислали государственного чиновника. Кажется, он собирается объявить о чём-то важном. Поэтому, если у вас есть время, лучше не пропускать такой ужин. Хорошо, мне нужно закончить несколько важных дел, если я буду... Если я освобожусь к этому времени, то приду. В таком случае, не буду вас больше беспокоить. Мне ещё нужно обо всём доложить господину, так что я пойду. Всего доброго! Мне нужно поскорее возвращаться в бамбуковую рощу. Извини, что заставил тебя так долго ждать. Брат, ты вернулся? Что случилось с этими людьми? Брат, эти двое подошли ко мне и спросили, не заблудилась ли я. Они хотели забрать меня к себе домой. Когда я отказалась идти с ними, они потащили меня насильно. Поэтому в ответ я ударила их. И вот что с ними стало. Я это неправильно поступила. Не вини себя, ты всё правильно сделала. Всегда в первую очередь защищай себя. Если бы я был на твоём месте, то точно бы... То точно бы... Тоже ударил... Уделал их. Нам пора возвращаться. Возвращаться домой. Сначала нам надо встретиться с двумя людьми. Комната и Юйвэй. Сюда явно вломились воины и забрали и Юйвэя, и девушек. Эти иероглифы написаны божественной кистью. Линь-ли. В одиночку он не способен на такое. За этим определённо стоит императорский двор. Если с ними хоть что-то случится, я похороню вместе с ними всю семью императора. Брат, в чём дело? Я собираюсь убить кое-кого. Ты со мной? Да, брат, куда бы ты ни пошёл, я с тобой. Хорошо. Тогда пора в путь. Брат, здесь такие большие горы. Куда мы направляемся? Я собираюсь найти их место нахождения с помощью духовной силы. Нашёл. Господин Линь, что мы будем делать с этими девицами? Сначала избавимся от того парня, потом разберёмся с ними. Господин Линь, этот паренёк такой слабый, и вы можете расправиться с ним с... с ним сами. Но ещё зовёте нас, не слишком ли вы его переоцениваете? Подозреваю, что парню кто-то помогает, поэтому он смог достичь такого уровня. Я уверен, что где-то здесь, рядом его охрана. В любом случае, мы останемся здесь, поймаем его людей, и тогда он точно придёт. Что вы хотите сделать со старейшины? Эй, этот паренёк пользуется большим успехом у женщин. Неудивительно, что двадцатка семьи Джу на его стороне. К сожалению, он скоро умрёт. Мы уже давно не принадлежим семье Джу. Наша фамилия И. Старейшина И не придёт. Можете не тратить зря время. Решать вам. Убью я вас, или оставлю порезы в качестве наказания. Ха, если он не придёт, то я заставлю его женщин испытать что-то хуже смерти. И правда. Но я вижу, что ты уже упустил свой шанс. А-а-а. Я пришёл. Если тебе есть что сказать, то вперёд. Старейшина И. А ты очень быстро сюда добрался на этот раз. Ты, кажется, не привёз... Не привёз с собой помощников. А-а-а. Если сюда придёт подмога, тогда нас потом не вини. Ты ещё смеешь меня шантажировать? Ты ещё смеешь меня шантажировать? Я уже очень зол. Вам конец. 82-я глава. Так, сейчас мы тимуточку подберём. Какие громкие слова! Каким-то образом я снова тебя шантажирую сейчас, и они вдвоём в моих руках. Деточка, сдавайте без боя, иначе они обречены на смерть. Я могу сдаться без боя. Не нужно причинять им боль. Старейшина И. Старейшина И, не слушайте их. Если сдадитесь без боя, тогда всё кончено. Это ты так много болтаешь. Кто позволял тебе распускать язык? Сестра, нападай на меня, если хочешь, но не трогай мою младшую сестру. Какая сильная сестринская любовь. Это такая мерзость. Слышу, что они обе не замужем. Что их бросили? Видимо, семья Джо так тебя вырастила, что толку от тебя никакого, поэтому ты никому не нравишься. Если он сбежит, я не могу уручаться за то, что именно они с вами сделают. Не распускай руки. Я же сказал, я не собираюсь убегать. Тогда сдавайся. Господин Винь, я уже поймал его, он не сможет убежать. Отлично. Приведи его ко мне. Раз вы меня уже схватили, отпустите их. Это и правда такой глупый. Мир не так прост, каким ты его себе представляешь. Он и правда поверил. Даршань Вэйн, неплох. Что скажешь? Сейчас он еще не попал ко мне в Рокино. Не полностью в моем распоряжении? В твоем распоряжении? Режим безумия включен. Вы успешно сразились с Ван Циньем. Получено 250 тысяч единиц опыта. 3 тысячи 4 единиц безумия. Бацан! Получено боевое искусство. Лью Йон Джан. Ты... Так не пойдет. Сначала поймай заложников. Ого. Тело не двигается. Это сила, которая владеет людьми. И все-таки откуда взялся этот мальчишка? Почините. Катись отсюда. Вы успешно сразились с Ван Циньем. Получено 150 тысяч единиц опыта. 2400 единиц безумия. Получено боевое искусство. Лью Йон Джан. Старей Шинаи. Извините, что заставили вам неприятности. Нет. Это я. Все из-за меня. Пора свести счеты. Братан. Кажется, тебе уже не нужна моя помощь. Брат. Какая красивая. Ты... Кто ты такая? Неужели это помощница и Тянь Юня? Это тебя не касается. Все твои помощники умерли. Теперь твоя очередь. Пощади меня. Я больше не буду вмешиваться в это дело. Я член дома Шэнь Вэнь. Знаешь ли ты, с какой силой тебе придется столкнуться? Я ведь главный ученик мастера в доме Шэнь Вэнь. Если убьешь меня, за это будет равносильно тому, что ты станешь врагом дома Шэнь Вэнь. Дом Шэнь Вэнь? Если я убью тебя здесь, думаешь, дом Шэнь Вэнь об этом узнает? Они могут прийти и исследовать все здесь. Если тебе лишь нужно отпустить меня, я не буду вмешиваться в твои пустяковые дела. Да, я еще и представлю тебя дома Шэнь Вэнь и позволю тебе стать главным учеником мастера. Дашь мне присоединиться к дому Шэнь Вэнь? Я ничуть об этом не заинтересован. Ты же не думаешь, что если ты выскажешь мне условия, то я сразу тебе поверю. С тобой ведь не может быть все так просто. Если в тебе найдутся силы после того, как я восстановлюсь, давай сразимся в честном поединке. Не на жизнь, а на смерть. В честном поединке? Ты уже произносил эти слова. А что только что случилось с двумя помощниками? Я тебя спрашиваю, осмелишься ли ты сразиться со мной. Если ты мужчина, то принимай вызов. Хочешь разозлить меня? Спокойно, я принимаю твой вызов. Тогда она пусть не вмешивается. Это будет наш поединок не на жизнь, а на смерть. Если ему никто не будет помогать, ему ни за что не одолеть меня. Успокойся. Чтобы одолеть такой мусор, как ты, ей совсем не нужно вмешиваться. Тебе всего-то нужно убить меня, и тогда ты сможешь выбраться отсюда живым. Пока. Пока нужно подождать. Я еще не пришел в себя. Протяни руку, я помогу тебе. Ты все еще такой наивный. Не ожидал, да? У меня есть смертоносное оружие. Световой меч Шэнь Вэйн четвертого класса. Мои гуза. Ты станешь дерзким. Умри уже. Восемьдесят третья главушка. Ты и правда невыносима. И это все, на что ты способен? Я ни за что не проиграю. Подлец. Умри уже наконец. Убирайся вон отсюда. Моя рука. Как раз этой рукой ты сейчас собирался ударить кое-кого. Теперь. Теперь не собираюсь. Раз ты такой смелый, Дом Шэнь Вэйн не оставит тебя в покое. Не беспокойся. Если Дом Шэнь Вэйн меня спровоцирует, я его сравняю с землей. Ты собирайся сравнять с землей Дом Шэнь Вэйн? Рассчитывая на себя и на своих помощников. Хе-хе. Ты такой наивный. Думаешь, Дом Шэнь Вэйн настолько слаб. Может быть. Попробую тогда и узнаю. Но жаль, что ты этого уже не увидишь. Я не отстану от тебя, даже когда превращаюсь в демона. Вы успешно сразились с Линь Ли. Получено 170 тысяч единиц опыта. 2400 единиц безумия. 500 единиц квалификации Шэнь Вэйн. Получен предмет. Бумага Шэнь Вэйн. Предмет высшего уровня. Она энергетическая пилюля. Ты ничего не смог сделать. Сделать со мной, будучи живым. И уже ничего мне не сделаешь, став демоном. Старей Шэнь Вэйн, большое спасибо, что спасли нас в этот раз. Извините, что втянули вас в это. Я рад, что вы в порядке. Такого больше не повторится. А теперь возвращайтесь и ждите меня. Я собираюсь вести с ними счеты. Хорошо, мы будем ждать вас на постоялом дворе. Сестрица Шэнь, ты тоже возвращайся с ними. Ждите от меня новостей. Хорошо, брат. Дом Императора Я не знаю, что случилось с Линь Ли. Убил ли он того парнишку? Если он от него не избавился, то у нас будут большие проблемы. В этот раз мы послали старейшину Ван Цин и его младшего брата Ван Шуя. Не верю, что этот мальчишка смог побежать от них. Помогите! Что там происходит снаружи? Пожар! На помощь! Нет, не надо! Это черный дракон? Быстрее, убегайте! Что? Что здесь происходит? Хозяин, докладываю, что снаружи кто-то пришел с черным драконом и убивай всех! Там один человек. А те, кто обладает уровнем мифического животного, определенно относятся к клону с мощной синой. Когда это мы навлекли на себя такой сильный клан? Хозяин Императорского дома. Неужели вы не вышли поприветствовать меня лично? Похоже, что вы не очень-то и рады гостям в доме. Интересно, чем это наш Императорский Эдуар обидел этого друга? Может, это какое-то недоразумение? Поводов слишком много. Моя ненависть в сердце не рассеется. Пока я не уничтожу ваш Императорский Эдуар. Несмотря на то, какая у тебя сила, если хочешь идти в тот же Императорский Эдуар. Но не трогай нас, пожалуйста. Я тебе это припомню. Хочешь сбежать? Это еще не конец. Хозяин! Скорее! Скорее! Хочешь позвать на помощь? Давай, зови. Кричи во все горло. Все равно никому нет дела до тебя. Хозяин! Мы пойдем позовем на помощь. Черный Дракон, ты хорошо справился. Схватить двух девушек и шантажировать меня ими. Это действительно очень смело. Сейчас я зарежу всю вашу Императорскую семью. И покажу вам, кого лучше не провоцировать. Ты... 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 Это самая внешняя помощь Симиджу, которую они прислали нам? Меня никто не присылал. Я сам пришел. Ты... Ты... Не шати со мной! Я хозяин Звездного Дворца. Если ты убьешь меня, дворец тебе это не простит. Правда? Человек, который убьет тебя, выглядит так. Как ты думаешь, кто меня таким узнает? Ты... 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 Пусти меня, я отдам тебе... Омрие! Вы успешно сразились с хозяином Императорской семьи. Получено 270 тысяч единиц опыта, 3600 очков безумия, 1000 единиц квалификаций и опыта Шэньвэнь, 100 единиц грехов. Овладел боевым искусством Лань Юнь Чжан, Тянь Фэн Цюань. Получен предмет бумага Шэньвэнь, предмет высшего уровня. И 100 тысяч пилюль опыта. В чем дело? Императорский двор был так быстро уничтожен, неужели они спровоцировали силу Империи? Как Звездный Дворец мог спровоцировать силу Империи? Нас же не будут это вовлекать. Срочно возвращайтесь и доложите об этом начальнику дворца. Сила Империи, значит... На этом материке действительно полно сильных людей. Восемьдесят четвертая глава Старей Шинаи, вы вернулись? С вами все в порядке? Вы не ранены? Не беспокойтесь, со мной все хорошо. А где сестрица Жень? Примечание, Жень. Сестра Чень. Уточнено имя в оригинале произведения. Сестрица Жень стоит снаружи. Не знаю, о чем она думает. Она постоянно что-то бормочет себе под нос. Не понимаю, что она говорит. Сестрица Жень, о чем думаешь? Брат... Пока ты там сражался, я кое-что вспомнила. Я вспомнила? Эдди находится в моей семье? Ты вспомнила? Тогда ты наверняка поняла, что я не твой брат, да? Я вспомнила немного, но я все еще чувствую, что ты моя родня, словно мой брат. В тот раз брат не дождался, пока я проснусь. Я не знаю, что тогда произошло. Велика вероятность, что что-то произошло. Затем тайником уже давно никто не присматривает. И туда явно уже никто не приходит. Ага, а мне нужно вернуться туда еще раз. Я смутно вспоминаю некоторые события, так я пойму, что я должна делать дальше. Уже поздно, мне пора. Большое тебе спасибо за то, что все эти дни заботился обо мне. Ты вот так просто уйдешь? Может, мне пойти с тобой, чтобы помочь? Не нужно. Есть некоторые дела, в которых не нужно разобраться самостоятельно. Брат, ну, я пойду. Мы снова встретимся, если нам так суждено. Ага. Это сила. Этапа трансформации Дзена, которая может накапливаться и превращаться в духовные кылья. Вы успешно завершили и активировали тайное задание. Помочь богине империи. И в награду вы получаете 50 миллионов очков опыта. 1 миллион очков безумия. Очки симпатии. Жэнь Джи Джо. Увеличивается на 200. Она получает титул ангела-хранителя империи. Примечание. Вы можете самостоятельно выбрать помощь и задания, влияющие на устройство мира. О, богиня империи. Неудивительно, что от моей помощи она отказалась. Она что подумала... Она что подумала от меня, наверное, совсем никакого толку не будет. Осталось еще задание, которое влияет на устройство мира. Так что мне следует действовать осторожно. А что с сестрицей Жень? Она уже вернулась к себе. Мне еще нужно сходить в дворец Тянь-Ди. Но сначала я отвезу вас обратно в дом Тянь-Цюани. Хорошо. А у вас еще так много дел. У нас еще невысокий уровень совершенствования. Если мы последуем за вами, то доставим вам много хлопот. Мы последуем плавно Старейшины И. А? Старейшины И? А? Крепко держитесь и готовьтесь летать. Вы использовали крылья Феникса? Держитесь! Дворец Тянь-Ди. Наконец мы добрались до дворца Тянь-Ди. К счастью, у меня есть крылья Феникса. Иначе мне бы пришлось добираться сюда из дома Тянь-Цюань. Затем нужно было бы спешить в звездный дворец на ужин. Боюсь, что я мог бы и не успеть. Это кто идет? Я пришел, чтобы увидеться с госпожой Хэй Цянь-Хань. Вот мой пропуск. Проходите. Идите прямо до зала Тянь-Вэнь. И доложите о своем прибытии. Далее немного пройдите вперед. Затем поверните налево и увидите ее. Да, большое спасибо. Управитель Хэй снова разрешает входить сюда с другим юношам. Не знаю, что за тип пришел в этот раз, но если он такой же, как и предыдущие, то это весьма досадно. Ладно, управитель Хэй делает это во благо дворца Цянь-Ци. Оказывается, управитель Хэй часто предлагает ученикам приходить сюда. Убийство двадцати волков и принесет двадцать очков. Десять трупов редких животных высшего уровня принесет пятьдесят очков. Хм. Разве это не та самая женщина с характером, которую я спас в море в прошлый раз? Э-э-э, извините. А-а-а. Это пропуск, который мне дала управитель Хэй и сказала, чтоб я пришел к вам. А ты тот, кого рекомендовал управитель Хэй? Я такой молодой. У вас есть какие-то вопросы? А впрочем, вопросов нет. Просто я думаю, что ты слишком молод, как управитель Хэй могла порекомендовать и прислать сюда юношу. Пойдем, я проведу тебя на место прохождения испытаний. Тогда я был в море и носил множество массов, которые отличались от моего внешнего вида сейчас. Так что неудивительно, что она меня не узнала. А что это за испытание, о котором вы только что сказали? Ты совсем не знаешь об этом? Управитель Хэй тебе не рассказала? После того, как ты пройдешь испытания, то сразу сможешь присоединиться к дворцу Тяньвэй, и у тебя будет доступ к особому месту, где ты сможешь практиковать силу Тяньвэй. Я ведь пришел увидеться с управителем Хэй, а она здесь? Управитель Хэй пока не вернулась. Если тебе нужна она, то подожди, пожалуйста. Но тебе бесполезно ее искать. Если ты не сможешь пройти испытания, то ты не сможешь вступить в дворец Тяньвэй. Мне нужно возвращаться во дворец Тяньвэй. Сейчас как раз время отправить тебя пройти испытания. Если ты его пройдешь, то можешь тогда называть меня сестрицей наставницей Шэн. Хорошо было бы пойти с ней, чтобы посмотреть, как тут все устроено, посмотреть, что внутри дворца Тяньвэй. Хорошо, извините, что доставил вам столько хлопоты из-за испытания сестрицы наставницы. Когда пройдешь его, только тогда сможешь называть меня так. Сесюэ. Пожалуйста, не называйте меня так ласково, чтобы не вызывать недоразумений. Ты ведь моя невеста. Почему я не могу тебя называть так? Афан Юэлон, еще раз говорю, это было решено отцом и остальными. Я тут совершенно ни при чем. Если бы ты не превосходил меня в вырезании Шэнвэй, то я бы никогда не вышла замуж за мужчину, который славил меня. Это решение обеих семей. Я советую тебе хорошенько подумать. Испортить отношения между двумя семьями. Правильный ли это выбор? Я, Ян Сесюэ, никогда не пожалею о том, что решила. Эй, ты на что смотришь? Осторожно, я... Это новый ученик, рекомендованный правителем Хэ. Он готовится пройти испытания. Не нужно здесь сходить с ума. Если вопросов больше нет, то вы можете идти. Парень, рекомендованный управителем Хэ? Такой молодой, кажется, его уровень определенно не такой высокий, чтобы суметь пройти в лабиринт. Его хватит только на то, чтобы встретить привидение. Может быть, это подделка? Не знаю, где он мог взять этот пропуск. Верно. Тогда такой молодой ученик присоединяется к дворцу Тяньвэнь. Я тоже подозреваю, что у него поддельный пропуск. Он одет так бедно, что я подозреваю, он обманом принял сюда, чтобы что-то украсть. Я не хочу вмешиваться в ваши дела. Я лишь хочу поскорее пройти испытания. Раз вы в таком возрасте не можете достичь такого, то это не значит, что и другие не могут. Всегда найдется кто-то лучше тебя. А? Сказано довольно дерзко. Если ты в течение часа сможешь выбраться из лабиринта, то я пойду по дороге задом наперед. Брат Фэн прав. Если ты сможешь выйти оттуда, то я всю жизнь буду ходить головой вниз. Тогда вы сначала потренируйте свои новые позы для ходьбы. И подождите, пока я выберусь из лабиринта. Я потом хорошенько наслужусь этим. Восемьдесят пятая главушка. Для испытания в лабиринтном лесу нужна духовная сила и проницательность. И хотя лес небольшой, однако пройти его не так-то просто. Хорошо, тогда встретимся у выхода из леса. Брат Фэн, этот мальчишка еще и слишком наглый. Может мы пойдем с ним и посмотрим, как он выберется из этого лабиринтного леса. Ты прав. Я хочу видеть, как мальчишка встанет передо мной на колени и будет просить прощения. Идем. Я тоже пойду прослежу. На случай, если они с Фэн Йо и Луном начнут действовать за его спиной, я должна буду их остановить. Лабиринтный лес? Кажется, такое действительно существует. Но выглядит лес все же совершенно обычным. Для мастера пятого уровня шеневания этого действительно недостаточно. Это место – пустая трата времени. Это и есть дворец Цянь Вэнь, а во дворце Цянь Зи есть особое место для практики Шэнь Вэня. Вы здесь новенький? Пожалуйста, предъявите ваш пропуск. А вот. Не знаю, можно ли предъявлять его... Это не пропуск ученика, а пропуск кандидата, которого рекомендовали. Подождите. Кажется, этот пропуск не подходит. Похоже, что это не пропуск кандидата. Что? На удивление, он походит в лабиринт быстрее нас. Этот мальчишка определенно жульничает. Ха, дружочек, если у тебя есть способности, то я неохотно позволю тебе стать моим младшим учеником. В будущем ты изречешь пользу для себя, если последуешь за мной. Он, на удивление, идет даже быстрее нас. Видимо, в этот раз рекомендованный управителем Хэ и правда непростой. Сестрица-наставница, я прошел испытание. Эй, я с тобой разговариваю. Конечно, прошел. Я не ожидала, что ты так превосходно с ним справишься. Добро пожаловать в дворец Тяньвэнь. Брат, он смотрит на тебя свысока. Эй, мальчишка! Уже распоясался, раз обладаешь способностями? Для дворца Тяньвэнь такого уровня недостаточно. Посмотрим, достаточно или нет. Это не твое дело. Ты еще не ходишь задом наперед, и этот твой приквостень тоже не ходит вниз головой. А? Ты умеришь? Ты умереть захотел? Раз дал обещание, то тогда нужно его выполнить. Повтори, что ты сказал. Тебе жить надоело. Фэй, Юйлон, во дворце Тяньвэнь запрещено устраивать бойню. К тому же, вы сами только что сказали это. Ты еще и защищаешь этого деревенщину? Успокойся. Я не буду его трогать, просто покажу ему, насколько небо высоко, а земля огромна. Да, мы хорошенько проучим его, чтобы он знал свое место. Мальчишка, осмелишься сразиться со мной? Не соглашайся. Сестрица, не волнуйся. Я справлюсь. Ну, теперь можем начинать. Нападай первым. Ладно, ты сам напросился. Ты путаешься у меня под ногами. Брат Фэн. Как ты смеешь бить брата Фэна? Ну, погоди у меня. Ты умрешь жестокой смертью. Ты ударил Фэнью и Луна. Семья Фэн может прийти за тобой, тем более в дворце Тяньвэнь. Немало его друзей. Ты только пришел, а уже столкнулся со всем этим. Это все моя вина. Я решу все эти проблемы. Все в порядке. Мне все равно. Ладно, не будем о них. Ладно, не будем о них. Ты прошел испытание. Давай, я провожу тебя в адрес Тяньвэнь и доложу о твоем прибытии. Благодарю, сестрица-наставница. И теперь, раз ты будешь жить в дворце, вот твой пропуск. На нем вырезано твое специальное имя и указано место, где ты будешь жить. Его можно использовать в каждом дворце Тяньзи. Эти пропуски изготовлены дворцом Шэнвэнь. Они не могут быть подделаны. Но запомни, ни в коем случае не теряй пропуск. Если потеряешь, то у тебя будут проблемы. Образцовые дети... Дворца, которые потеряют его, становятся учениками за пределами дворца. И также могут получить суровое наказание. Хорошо, сестрица-наставница. Мне нравится, когда он меня так назыв... Мне нравится, когда он меня так называет. Ну, мне еще нужно разобраться с делами. А ты пока ознакомься с этим местом. Хэй! А? Я слышал, что ты здесь впервые и уже успел побить рекорд. Безжалостно избил Фэн Йейлона. Это действительно потрясающе. Мне этот парень уже давно неприятен. Хорошо, что ты его избил. А вы? Чуть не забыла. Представится, меня зовут Ян Йой. И я занимаю 83-е место в рейтинге во дворце Тянь Вэнь. Твое имя уже нам всем известно. Ты и Тянь Йой. У тебя и правда неплохое имя. А что за рейтинг дворца Тянь Вэнь? Пойдем. Пойдем в сторону... Да... Площадь... Пойдем. Пройдем в сторону площади и ты сразу все поймешь. Количество людей во дворце совсем небольшое. В общей сложности их всего 133. О, нашел. Я на 81-м месте. Моя позиция немного низкая. 81-е место для тебя низкое. Я здесь уже так долго. Занимаю всего лишь 83-е место. Поскольку вы здесь уже давно, то должно быть... Знаете, а в принципе мудрый свет оберегает. О-о-о-о-о. Я аскорбин, Фен Йой Луна. Поэтому другие не осмеливаются приближаться ко мне. Но вы осмелились. И какая у вас в итоге цель? 86-я главушка. Так, друзья. Бред последний на сегодня. Цель? Нет у меня никакой цели. Я, как увидел твои успехи, сразу захотел познакомиться с тобой. Если не скажешь, тогда я пойду. А ты оставайся здесь. Подожди. Я еще не договорил. Хорошо, говори. Я слушаю. Мы с Йой Фен Лунем враждуем. Но я никак не мог его побороть. А ты так жестоко с ним расправился. Вот и понравился мне. Давай станем друзьями. Я здесь во дворце Тянь Вэй очень хорошо знаю обо всем. И знаю даже обо всех делах в каждом из дворцов Тяньзи. Если у тебя будут какие-то вопросы, то обращайся ко мне. У вас, кажется, хорошо получается узнавать новости. Разумеется. Я знаю всех людей в каждом из дворцов Тяньзи. И я даже знаю обо всем, что происходит за пределами дворцов. Наша семья, Ян, собирает здесь все новости. Я могу рассказать обо всем, о чем пожелаешь. А какие у вас отношения с Ян Ци Юэ? Если честно, она моя сестра. Но этот Юэ Фен Лун совсем не достоин того, чтобы стать мужем моей сестры. К тому же, семья Юэ сейчас наглеет все больше и больше. И отношения между нашими семьями становятся хуже и хуже. Было бы хорошо, если бы ты его ударил еще разок. Но тебе следует быть осторожнее. Семья Юэ точно от тебя так просто не отстанет. И еще есть люди из дворца Тяньвэнь, которые с ними в хороших отношениях. Они тоже обратят на тебя свое внимание. Я тебе ничем не смогу помочь, но я могу рассказать тебе обо всех новостях, будь то путь к отступлению. Или если у тебя появятся враги и решат прийти за тобой, я сообщу тебе все заранее. А в этом нет необходимости, я сам разберусь. Ты так уверен в себе? Вполне. Кстати, где здесь можно найти лучших гениев? Том, иди в башню небесной души. Многие выдающиеся таланты дворца отправляются практиковаться в башню. Неужели ты собираешься пойти сразиться с ними? Я просто пойду прогуляюсь. Я сейчас тогда... Я сейчас тогда пойду в башню небесной души. Ты со мной? Да, конечно. В каждой башне по пять уровней. Чем выше уровень, тем больше нужны духовные силы. Соответственно, эффект культивирования душа. Чем дальше, тем будет мощнее. Духовная сила и культивация могут увеличиваться одновременно. Только, чтобы туда войти, установлено ограничение по времени. А количество дней пребывания там будет варьироваться в зависимости от рейтинга. Действительно неплохо. Это хорошее место для культивирования. Естественно. Для нас башня небесной души – отличное место для совершенствования. Но ограничения здесь довольно жесткие. Если у вас нет определенного количества дней, то войти сюда почти невозможно. Управитель Диан. Мы пришли сюда, чтобы совершенствоваться. И Тянь-Йони. Ты тот самый новичок, который наделал много шума в последнее время. Только пришел, а уже установил рекорд. У тебя хороший талант. В этот раз все намного интереснее. На какой уровень ты хочешь пройти для совершенствования? На пятый, пожалуйста. На пятый? У тебя действительно большие амбиции. Ни разу еще не пробовал эффект других уровней и уже сразу осмелился бросить вызов и пройти на пятый? Просто я спасибо за десяточку Прости, что так мало Да, всё нормально Спасибо, дружище А мы продолжаем Теперь пятый уровень Под силу только 30 Лучшим в рейтинге Ты уверен, что хочешь пройти туда? Если ты не продержишься То количество дней будет вычтено Так ты не только позоришься Но и сократишь количество дней Большое спасибо за совет Управитель Дзян Я пройду сразу на пятый уровень И останусь там на 10 дней Что, на 10 дней? Ты уверен, что справишься? Только 15 лучших в рейтинге способны Оставаться на пятом уровне В течение 10 дней Я уверен, что справлюсь Я записал, что количество всех твоих дней Было аннулировано так, что Можешь проходить прямо на пятый уровень Это талисман Как только ты потеряешь сознание В процессе культивирования Талисман, который на тебе Расколется и переместится И переместит тебя обратно И ты не сможешь пройти на другие уровни Спасибо, господин Братец, подожди меня Боже мой Братец, ты должен быть очень смелый Пятый уровень Это привилегия 25 лучших Войдешь туда и сразу Потеряешь сознание Правда? Тогда мне точно нужно пройти и посмотреть Эй, если уж выбрал пятый уровень Тогда попробуй себя там В течение одного дня Зачем проводить там так много дней? Если ты потеряешь сознание И тебя телепортируют обратно То ты понесешь убытки Вот тот самый пятый уровень Действительно много Действительно людей немного Вы получили 300 очков опыта Вы получили 320 очков опыта Эта степень атаки Духовная сила Соответствует этапу Совершенствования духа И в нем нет взрывного Эмпирического эффекта Кажется Мне даже не нужно Включать режим безумия Вы получили 350 очков опыта Вы получили 320 очков опыта 340 Так Не Принужденно Такой красивый Шэнь Вэнь Если вы Сможете положить Шэнь Вэнь Башню Небесной Души В памятник Тян Чэнь Тогда Вы сможете получить Особый предмет Для совершенствования Это Очень подходит Для учеников Которые Совершенствуют Шэнь Вэнь Как ты Сюда вошел Тебе Приходить сюда Пока что Очень опасно Я не чувствую Никакого давления Можешь Спокойно Совершенствоваться Не нужно Герои Сядь рядом Со мной Я все таки Могу тебя Защитить А Ладно Это Тут Знаменитый Новичок Он Храбрый Раз Сразу Пришел На пятый Уровень Но Готов Поспорить Оно Больше Одного Дня Здесь Не Протянет Сразу Сбежит Отсюда Не знаю Сколько Дней Он Забронировал Но Если Их Слишком Много То Он Точно Идиот Расступитесь Расступитесь Господин Взя Вот этот Парнишка Ударил Брата Юя Я пойду Увижусь С ним Дя Пин Господин Кто-то Вас Обеспокоил Ян Юя Ты Хочешь Бросить Нам Вызов Какой Вызов Я просто Прикид Выкрикиваю Все Наугад У вас Есть Вопросы Парень Я На него Положу Глаз Быстро Вон Отсюда Раз Разве Твой Учитель Не Учил Тебя Что Мешать Самосовершенствуем Других Равно Сильному Убийству Ради Денег Прекрати Нести Чушь И Убирайся Отсюда Пока Я Не Разозлился Тяпин Хватит Ты Самовольно Девушка Ты Самовольно Здесь Беспокоишь Людей Пока Они Совершенствуются И ты Не боишься Что Другие Будут Смеяться Над Томой Ян Сесюа Какие У тебя С ним Отношения Что Ты К Удивлению Защищаешь Его Той Жених Все Еще Лежит К Кровать А Ты Даже Не Присматриваешь За Ним Не Слишком Лето Бесчувственно Я Просто Говорю Правду Если Это Распространится Вы Только Поставите В Неловкое Положение Семью Дзя А Как Там Ю Фен Лун Меня Не Касается К Тому Ж Он Вовсе Не Последний Мой Жених Честный Поединок Вот Что Такое Мужская Способ Решить Недопонимание А Эти Дешевые Уловки Поединок Я Конечно Ж Хочу Сразиться Осмелишься ли Ты Принять Мой Вызов И Сразиться Со Мной Хм Конечно Так Друзья И Вот У Нас 87 Главушка Так Если Кто-то Подзабыл Это Крайняя Главушка На Сегодня Точнее Крайняя Главушка Среди Открытых Свободный Доступ Так Что Друзья Не Забудьте Поставить Лайк Под Видосиком Мда А То Нас То Сегодня Достаточно Много А Лайков Как Обычно В Два Раза Меньше Так Что Друзья Ставьте Лайк И Мы Сейчас Продолжим И Да Кстати Если Кто-то Захочет Поддержать Канал То Ещё Успеет Сделать Это На Стриме Так Ну Что Продолжаем Как Как Ты Ты Хочу Помириться С Тобой Духовной Силой Тот Кто Пробудет Здесь Больше Количества Времени Тот И Выиграет Если Я Преиграю То Буду Уполнять Твои Поручения В течение Года А если Преиграешь Ты Будешь Уполнять Мои Поручения Ну Что В этом Нет Необходимости У тебя Ещё Не хватает Опыта Чтобы Быть Моим Слугой Я Не Прошу Многого Всего Лишь Дам Тебе Пощечину Чтобы Ты Извёг Из Этого Урок Хорошо Ты Смелый Если Сможешь Победить Меня То Дай Мне Пощечину Не Надо Ты Заслуживаешь Пощечину Тогда Давай Начнём Что-то Скучновато Давай Немного Поспим Этот И Тянь Юнь Слишком Спокоен Он Принял Вызов И ещё Сразу же Согласился На этот Поединок Он Ещё Слишком Молод Придёт Время И он Даже Не Замет Как Умрёт Если И Тянь Юнь Проиграет То Правда Позволит Кому-то Командовать Им В течение Года Учитывая Характер Дзенпина То Он Будет Обращаться С ним Как Собака Или Даже Хуже Давай Давай Поспорим Поспорим Слева Те Что Ставят На победу Дзенпина А Справа Те Кто Ставит На победу Тянь Юня Соотношение Один к Трем Ух Разве Это не Пустой Трот Денег Я Ставлю Все На Дзенпина Я Ставлю Тысячу Юаней Я Ставлю Пятьсот Юаней Девушки отдыхают... Он выглядит очень измужденным. Количество моих дней истекло. Подожди, я сейчас же вернусь. Братец, ты как? Дайте мне еще пять дней. Молодой человек, не нужно действовать импульсивно. Вы уже не можете тут находиться, вы бесполезно тратите дни. Ничего, я поставлю на место этого юнца. Не, не получится. Это невозможно победить за пина, который занимает 24 место в рейтинге. Боже, я все свои сбережения потратил впустую. Этот парнишка и правда победил. Это ведь невероятно, не так ли? Я поставил только 10 ляний серебра. Я так и знал, что братец победит. Но я поставил 3000 ляний серебра. Давайте быстро свои деньги. Вот тебе 9000 ляний. Младший ученик. Ты уже победил? О, оказывается, я уже победил. А что с ним? Он потерял сознание. И талисман телепортировал его отсюда. Я здесь. Ты, кажется, хочешь разрешить этот спор. Парень, ты не наглей. Смотри сюда. Возьми, это кисть шаневаяни высшего уровня. Это духовный инструмент. На этом и закроем наш спор. О, это инструмент высшего уровня. Его даже за деньги не купишь. Я говорил о пощечине. Значит, вот тебе пощечина. Мне не нужна эта безделушка. Братец, ты действительно хорош. Ты так легко разгромил запина. Просто потрясающе. Здесь 4500 ляний. Я получил их благодаря ставкам в спорте. Ставкам в спорте. Поделим это все поровну. Ты их заслужила, если я проиграю тогда и потратишь их. Братец, зачем церемониться? Без тебя я бы не смог заработать так много. Ян Юй. Все еще увлекаешься азартными играми? Сейчас я тебя устрою. О, сестра, прости. Младший ученик и тебе в ближайшее время лучше никуда не высовываться. Они все состоят в банде. Если будешь продолжать в том же духе, потом еще больше людей будут с тобой разбираться. Сестра, чего ты боишься? Братец так крут, он только что дал пощачину наставнику. Хватит безобразничать. Хотя я знаю, что уровень культивирования ученика и кажется не низким. Но от внезапного удара сложно уберечься. Нужно быть очень осторожным. Тебе лучше всего дождаться, когда сюда вернется управитель Хэ и разберется с этой проблемой. Иначе они никогда не отвержатся от тебя. Если они осмелятся что-то сделать, я не против даже им еще несколько дать им еще несколько пощачин. Ладно, если что-то случится, обращайся к нам. Хотя у нас с братом нет каких-то способностей, но все же мы сможем чем-то помочь. Ну, ученики, у нас с братом дела, так что мы пойдем. Братец, я скоро вернусь снова. Эти брат с сестрой, семье Ян, люди, с которыми стоит подружиться. А ты должна быть тут самой Итиньо, не верно? Ооо. У нас здесь давно не было таких новичков, как ты. Я правда впечатлена. Если я не ошибаюсь, ты Мусянь Эр, которая занимает трое место в рейтинге. Не ожидала, что ты меня знаешь. Я просто догадался. Все-таки здесь не так много молодых талантов, которые могут войти в Вашню Небесной Души и совершенствоваться там. Благодарю за комплимент, братишка. Желаю тебе пройти испытания и в следующем месяце занять хорошее место в рейтинге. М-м-м, спасибо большое. У меня еще есть дела, я пойду. Ага, увидимся на испытании. Братец, ты и бравда настолько хорош? Хорош или нет, проверим это на поле боя. Эти ловушки, они все еще играются со мной. Я не ожидал, что это ведьма. Братец, а ты летать умеешь? Летать? Хе-хе, я-то не умею, а вот ты... Да. Что? Ты... когда это? А-а-эй! Ты ужасный человек! Эй, на помощь! Если ты хочешь разыграть меня, то у тебя еще сто лет впереди. Осмелишься ли ты на это в будущем? А-а-а! Да как ты смеешь меня бить? Ты действительно бессовестный. Я преподал тебе урок. Если хочешь разыгрывать остальных, то ладно. А если хочешь разыграть меня, то за это придется заплатить. Я убью тебя! Во дворце Тянь-Вэнь запрещено устраивать бойню, так что сначала подумай как следует. Ты такой потаском? Э-э-э-э, ты не сильно старше меня, но как оказалось, так и подлый. О, я пытаюсь помочь и научить тебя, что нет ничего страшного в том, чтобы вмешиваться в дела других людей. Будь умницей, не нужно так капризничать. Отлично! Погоди у меня, я заставлю тебя пожалеть об этом. А вот же... Это действительно катастрофа. Эй, скорее, смотрите! Это тот самый популярный новичок. Разве это тот, который проверил Дзепина? Разве это тот, который победил Дзепина? Его тогда можно называть гением. Ага. Братеца, информация о том, что ты победил Дзепина в Башне Небесной Душе, уже распространилась по всему дворцу Тянь-Вэнь. О, обновленный рейтинг тоже уже вышел. Этот рейтинг меняется очень быстро. Ты ведь и Тянь-Юнь, верно? Братец, это Ля Бин, который занимает 19 место в рейтинге. И Джан Бин, который стоит на 20 месте. У них довольно неплохие отношения с семьей Фэн-Изио. Они явно пришли с добрым намерением. Ой, Ян Юй, не ожидал, ты ожида... Неожиданно стал слугу этого мальчишки. Как только у него появился защитник, он вдруг обнаглел и осмелился противостоять нам. Раньше я не знаю, кто, но тех, кто избивали, просили о пощаде. Избегали всех они. Они осмеливались даже прямо в глаза нам посмотреть. Ха, Джан Бин, не говори так, он всегда был таким. Только дурак примет такого человека к себе. Но в будущем будет сражен. Когда столкнешься с какими-то трудностями, он будет первым, кто бежит и бросит тебя. Как я могу быть таким человеком? Я хоть и проиграл вам, но я никогда не просил о пощаде. Не несите чепуху. Похоже, вы наговорили столько ерунды, только чтобы спровоцировать меня на поединок. Если хотите, то можем начать прямо сейчас. А, ты правда не боишься смерти? Тогда давай сейчас же пройдем к месту, где проводятся все соревнования. Братец, они знают, что нельзя сражаться здесь лицом к лицу. Поэтому они хотят затащить тебя на место для соревнований. Если ты согласишься, то попадешь к ловушку. Если ты проранишься, то не сможешь участвовать в следующем аттестационном испытании. Все в порядке. У меня есть план. Кто бы не оскорбил человека из моего окружения. Я заставлю его заплатить за это. Братец. Первый кто-то готов заступиться за меня. Этот и Тянь Юнь, что хочет смерть, оказывается, он собирается сразиться с Лян Бином. Уровень Жань Уэнь Лян Бина неплохой, но в боевых искусствах он действительно хорош. Кажется, он согласился на поединок только ради того, чтобы помочь Ян Юю. Ради этого Ян Юя, он пошел насмерть. Он точно глупый. Вы можете мириться с силой, но вам запрещено убивать друг друга. Ха, спокойно. Я не собираюсь ее убивать. В конце концов, мы ведь соученики. Я как старший ученик. Немного проучаю его. Ты готов? Я уже давно готов, но раз ты младше, то я позволю тебе сделать три удара. Три удара? Это слишком много. Мне хватит одного, чтобы победить тебя. Ха, ты действительно наглый. Тогда я встану здесь и посмотри, как ты победишь меня одним ударом. Тогда не будем церемониться. Брат-наставник. Что за один удар? Брат-ля-на. А, братец, ты молодец. А, ты тоже хочешь сразиться со мной? Я сначала пойду вылечу брата Ляна. А тебе я еще покажу. Братец, тебе пора вернуться и отдохнуть. А я сначала полюбуюсь на их жалкий вид, как у собака. Ахаха, да. Этому парню лишь бы поглазить на какое-то происшествие. Ха, пришла. Ахаха, это и правда ты? Ты и правда пришел? Ахаха. Мы снова встретились. Управитель Хэ. Ну, вот такая вот была 88-я глава. Да. Кстати, почему-то та главушка была очень хренового качества на реманке. Тут дальше вроде как идет получше. Ну что, продолжаем? Как только я вернулась, старейшины сказали мне, что новый ученик, которого я представил, не только изучил башню небесной души, но и также он неплох в боевых искусствах. Но я тебя рекомендовала в качестве гостя. Как ты смог стать учеником? Я дал им этот пропуск, и они сказали, что это пропуск для тех, кого рекомендовали. Так они и разрешили мне войти сюда в качестве ученика. Я как раз думал, чем бы мне заняться, и согласился на это. И считается, что я обычно рекомендую очень многих людей, поэтому охранники не стали тщательно рассматривать пропуск. Важнее всего то, что ты слишком молод. Никто и не мог подумать, что это гость, которого пригласила я. На самом деле, я виновата. О, не нужно извиняться. Мне довольно нравится этот период, проведенный в качестве ученика здесь. Несмотря на твой уровень, ты можешь быть нашим управителем. Зачем тебе быть учеником? В этот раз мы неправильно приняли гостя. Сейчас я отведу тебя в главный зал, чтобы официально приветствовать тебя. Ха-ха, хорошо, благодарю вас. Смотри-ка, этого талантливого ученика действительно ценят. Управитель сразу же встретилась с ним, как только вернулась. И его, кажется, собираются наградить какими-то сокровищами. Как я ему завидую. Зал Цинзи? Эти три иероглифа полностью усыпождают подавляющую силу. Тот, кто написал эти три иероглифа, совсем не простой человек. Он должно быть кто-то на уровне предка. Эти старинные украшения все сделаны из духовного дерева. Когда они были построены, на них ушло много денег. Управитель Хэ, что? За многообещающий талант вы снова привели сюда. Он выглядит довольно молодо. Слышу, что новый звездный ученик, которого вы рекомендовали, очень неплох. После возвращения стольких учеников, одному, наконец, повезло. Управитель Гуань, это тот самый новый ученик, о котором вы и говорили. Но, честно говоря, это не тот ученик, которого я рекомендовала. Он почетный гость, и которого я пригласила во дворец Цинзи. Это все потому, что охранники несерьезно осмотрели пропуск, который я дала, и расценили приказ о приглашении как рекомендательный приказ. Вот оно как! Я и думал, как тебе посчастливилось найти такого талантливого ученика. Интересно, из какой силы третьего уровня ты происходишь? Я не пересхожу из силы третьего уровня. У меня сила второго уровня. О, второго уровня? Я думал, что он из... Я думал, что он происходит из высших сил. Как он может быть почетным гостем, имея силу второго уровня? Управитель Хэ, вы становитесь все более и более ненадежны в своих действиях. Я сомневаюсь, что ты можешь иметь татус управителя. Человек со вторым уровнем силы не может быть почетным гостем. Уровень его... Шеннивэнь? Не, низкий. Он очень ценится Звездным Дворцом. Уровень Шеннивэнь не низкий, говоришь? Какой? Из уровней начальной, второй или третий. Во дворце Тяннивэнь много людей с похожим уровнем, а он не войдет даже в первую пятерку. Он мастер Шеннивэнь четвертого уровня. О, теперь он мастер четвертого уровня? Что? Мастер Шеннивэнь четвертого уровня? О, он мастер Шеннивэнь четвертого уровня? Как такое возможно? Хотите верьте, хотите нет. Господин И, пройдите сюда, пожалуйста. Я представлю вас остальным старейшином рода. О, я все-таки посмотрю, какой из него мастер Шеннивэнь четвертого уровня. Господин И, может он такой потрясающий? Не знаю, есть ли у вас мысль о том, чтобы остаться в нашем Дворце Тянди? Пока что у меня нет таких планов. Вот как. Управитель Хэ, если вы планируете присоединиться к нашему роду Тяньсюань, то я буду очень рад. Господин И, спасибо за вашу доброту, у меня сейчас тоже таких планов пока нет. Приходите в любое время, вам всегда будут рады. Хм, они, кажется, являются основными учениками Дворца Тяньзи. С их культивированием все хорошо. Некоторые даже прорвались до этапа выполнения ядра, что равносильно уровню управителя. Главное, старейшина! Управитель Хэ, вы вернулись? Вы постоянно все в хлопотах за пределами Дворца. Спасибо вам за ваши труды! Это ты! О, мисс Сен-Эр, мы снова встретились? Да уж, встретились! Сен-Эр, что такое, он тебя обидел? Это... это... это просто... Разве нужно тогда так громко кричать? Девочка моя, нужно говорить мягко, не слишком грубо, а то кто тогда захочет стать твоим даотским партнером в будущем? Девочка, как ты можешь так и мне говорить? Человек, который достоин быть моим даотским партнером, еще не дойдя вся. Хе-хе-хе, главная старейшина, это господин И, он почетный гость, который ранее мне помог в Звездном Дворце. Он также занял первое место в крупном турнире в Звездном Дворце. Из-за определенных обстоятельств его приняли за ученика, которого я рекомендовала. Первое место в крупном турнире Звездного Дворца? Так говорят, но кто знает, правда это или ложь? Мы этого не видели, так что можем привести любого человека и сказать, что он занял первое место. Он такой же, как группа у деньгов, которых привело правительный Цахэ. Про них тоже говорили, какие они потрясающие. Но что в итоге? Их талон совсем не затягивал и даже дошел до того, что некоторые не выдержали и убежали. Я... я всегда всем сердцем была предана нашему роду. Как вы можете такое говорить? Ради рода? Не приводите сюда так много мусора. Вы попросту тратите ресурсы. Честно говоря, если бы вы не были потомком Небесного Ленвона, то вас бы давно сняли с поста управителя. Так это... Управитель Гуань, довольна. Хэцзяньхань все еще является потомком Небесного Ленвана. Неудивительно, что она делает все возможное ради Дворца Тяньзи. Здесь все еще подвергается притеснениям. Главная старейшина, я разве не прав? Она часто приводит сюда так называемые многообещающие таланты, которые в итоге просто сбегают. Знаете, почему люди, которых приводит Управитель Хэ, убегают? Ооо? Да потому, что ваш Дворец Тяньзи просто ужасен. Здесь есть сборище учеников, которые изо всех сил давят на новичков. И если они не будут слушаться их, то их вышвырнут отсюда и заставят сражаться с ними. Не говоря уже о том, что я новый ученик, это означает, что я должен немедленно уйти. Ты кто такой? Это дело нашего Дворца Тяньзи. С какой стати ты нас перебиваешь? Потому что я являюсь потомком Небесного Ленвана. Этого будет достаточно. Что? А потомок Небесного Ленвана? Девянастая главушка. А где доказательство того, что ты являешься потомком Небесного Ленвана? Зачем ты пришел во Дворец Тяньзи? Говори, какова цель твоего прихода сюда? Ты что, хочешь разграбить ресурсы нашего Дворца? Что? Это... Что это за трюки? Это действительно духовная способность неба. Это уже забытое учение Небесного Ленвана. Но ведь ученик не может практиковать его. Даже если бы я была потомком Небесного Ленвана, у меня бы не было такой способности. Не видишь? Это Небесная Духовная Способность. Хочешь сказать, что я самозванец? Тебе до Небесного Ленвана еще далеко. Ох, быстро, быстро, да, это Небесная Духовная Способность. Это учение нашего Дворца Тяньзи. Верно. Это способность начального принадл... Верно. Это способность Инозайна принадлежала Дому Эльджин Дворца Тяньзи. Поэтому я прошу этого отважного молодого человека вернуть Небесную Духовную Способность. Второй и Третий Старейшины, подойдите. Вторая Старейшина. Мои предки, они сообщали, что Небесную Духовную Способность можно передавать только своим ученикам. И я не всему роду, а не всему роду. Управитель Хэ, говорил ли такое? Сам Ленван или нет, мы не знаем. Так что вряд ли мы можем согласиться с этим. Тем более, сейчас положение Дворца Тяньзи довольно критичное. Не вздумай уходить отсюда, пока не отдашь Небесную Духовную Способность. Второй Старейшина прав. Необходимо отдать эту способность. Я поддерживаю второго Старейшину. Что вы здесь устроили? Вы не хотите признавать последнее желание Небесного Ленвана? Но я готов признать, что... Дедушка, не помойся. Он наследник Небесного Ленвана. И пока он не захочет передать способность, никто не сможет заставить его сделать это. Даже если ты был бы моим братом, все равно не заставишь. Брат, ты, кажется, хочешь противостоять всего Дворцу Тяньзи? Даже хозяин Дворца бы не поддержал меня в этом вопросе. Даже хозяин Дворца поддержал бы меня в этом вопросе. Сила Дворца Тяньзи с каждым днем все слабее. Сила третьего уровня уже на грани исчезновения. Если бы Небесный Ленван был все еще жив, то он бы природно решил передать способность нам. Второй Старейшина, вы беспокоитесь только об этой Небесной Духовной Способности. У вас годами не было никакого прорыва, поэтому для вас культивирование этой Небесной Духовной Способности последняя надежда. Вы каждый раз говорите, что все это ради Дворца Тяньзи, но вы не хотите соблюдать наставления предков. Если бы вы действительно заполучили Небесную Духовную Способность, то поделились бы вы и с каким-то из учеников. Поделиться с учеником? Разве каждый может культивировать эту способность? Если ученик не обладает потрясающим талантом, и у него нет достаточного вклада, то он не заслуживает получить способность. Подождите, не несите чушь. Мне все равно нужна вам способность ради рода или ради ваших личных эгоистичных желаний. Она все равно в моих руках. Отдавать вам ее или нет? Все зависит от моего настроения. Понятно? Спокойно. У меня есть сотни способов заставить тебя говорить. А у меня есть сотни способов избить тебя до полусмерти. Если не верите, то можете попробовать это на себе. Какой ты наглый мальчишка. В таком случае, я за Небесного Линвана расчущу эту территорию. Прекрати. Прекрати. Некоторые из них напрашиваются на бой. Но у вас действительно толстая кожа и ваша стойкость к борьбе также достойны восхищения. О, сволочь! Сдохни уже, наконец. Посмотрим, кто умрет первым. Сила и тянь юня выглядят страшащи. У второго старейшины ведь четвертый этап избегания духа. Как ему удалось, так легко победить второго старейшину. Уровень культивирования и тянь юня уже выше четвертого уровня этапа избегания духа. Этот мальчишка наверняка получил от Небесного Линвана особо артефакта. Иначе совсем невозможно в таком молодом возрасте достичь такого уровня культивирования. Хорошо, мальчишка. Кажется, мы тебя недооценили. Но в этот раз ты точно не сбежишь. Это... это же Стража Темной Империи! Вы, оказывается, сговорились... людьми из Темной Империи? Неужели это Стражники, которые напали на меня два дня назад? Главная старейшина, похоже, вы не так глупы. Вам повезло, что вас не убили во время этой атаки. Изначально, спустя некоторый период времени, я хотел взять под контроль дворец Сэнзи. Но потомок Небесной Духовной Способности вернулся. И это даже отлично теперь. Я полностью все уничтожу. Когда придет время, Небесная Духовная Способность вместе с Хозяином Дворца будут переданы Стража Государю Темной Империи. И тогда я точно получу высшую награду. Неужели хозяин... Хозяин дворца? Он уже давно под нашим контролем. А вы все еще думаете о том, чтобы закрыть двери дворца? На самом деле, ему давно повредили кровеносные сосуды и заперли в подволе. Ха-ха-ха... Ай-яй, он всегда отказывался сдаваться, и вот результат. Вы просто предатели! Не удивительно, что вы так упорно искали Небесную Духовную Способность! Это все ради Темной Империи! Ха-ха-ха-ха... Дедушка... Дворец Сен-Зи уже в упадке. Нужны ресурсы, но их нет. Вся надежда только на подношение клонов. Я не хочу так жить. Подчиниться Темной Империи лучшее, что мы можем сейчас сделать. Ха-ха-ха... Помогите! Умри, ничтожество! С этого дня хозяином дворца буду я. Что касается вас, сегодня вы все умрете. Рано радуешься. Изначально я хотел просто преподать вам урок ради Небесного Ленуана. Но теперь я хочу расчистить это место. Девяносто первая глава. Я убил всех, кроме этого парня. Никто не остался в живых. Они культивируют особое пространство для технику. Она может скрыться. Она может скрываться в воздухе, чтобы внезапно убить цель. Дедушка! Держитесь вместе и позаботитесь друг о друге! Вы активировали глаз дня исследования. Вы активировали глаз для исследования. Господи, быстрее подойдите сюда! Вы успешно сразились с Теневой Стражей. Вы получили 170 тысяч очков опыта, 3200 очков безумия, 50 очков злодеяний. Вы успешно сразились с Теневой Стражей. Вы получили 170 тысяч очков опыта, 3200 очков безумия, 50 очков злодеяния. Хм, ну и мусор. Ох, он, 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 правда взял и убил Теневых, Трех Теневых Стражников за раз. Осторожно! Хотите подкрасться ко мне? Вы успешно сразились с Теневой Стражей. Вы получили технику «Шаг сквозь тень». Теперь твоя очередь. Ох, нет, нет, нет! Сначала схвати заложника. Зянька, осторожно! Вот же подлеца! Я думаю, у вас точно есть что-то, о чем вы хотите спросить его, поэтому я дам ему пожить еще немного. Ох, о-о-о! Хой же ты предатель! Кажется, это именно ты раньше нападал на дворец Тензи! Ха-ха-ха! Да, это все наших рук дела! Если собираешься убить меня, то давай, убей любым способом! Теперь уже ничто, ничего нет! Хозяина дворца нет! Дворца Тензи тоже пришел конец! «Ах ты, мерзавец! Я накажу такого предателя, как ты! Все ради дворца Цензи!» «Дворец Цензи! Рано или поздно он станет принадлежать Темной Империи!» Вы успешно сразились с третьим старейшиной. Вы получили 23 тысячи очков опыта, 3300 очков безумия, 50 очков злодеяний. Вы овладели боевыми искусствами ладонь Цензи, Шак Ченчжэнь. О, я не ожидал, что могу получить очки опыта всего лишь за то, что ударил его ногой. Наконец-то мы избавились от этого подонка! «Большое спасибо тебе, молодой воин И! Я не ожидал, что в столь юном возрасте ты достигнешь такого уровня культивирования! Ты действительно превзошел все мои ожидания, и ты полностью превзошел нас, старшее поколение!» «Не стоит благодарностей! Я, как потомок небесного Ленвана, не хотел, чтобы дворец Цензи был разрушен этими предателями!» «Теперь давайте пойдем спасем хозяина дворца, где находится подвал!» «Да я знаю! Позвольте, я покажу дорогу!» «Угу, у меня что-то на лице!» «Нет, ничего нет!» «Ты почти мой ровесник, но твой уровень культивирования намного сильнее моего! Как же ты добился этого!» «Ну, если будешь постоянно сражаться, то сможешь улучшить свой уровень!» «Оно и видно!» «У предка остались еще какие-то последние пожелания?» «Хмм, это, впрочем-то, все! Позволь мне прийти во дворец Цензи и узнать, могу ли я стать учеником дворца! Но я не настаиваю на этом!» «Могу ли я стать их учеником? Но этого все не обязательно!» «Ах, вот что!» «Воин И, если честно, с твоим уровень культивирования ты без проблем можешь стать нашим старейшиной!» «В этот раз ты помог нам разобраться с таким большим количеством предателей! Ты спаситель нашего дворца!» «Если готов присоединиться к дворцу Цензи, то я отдам тебе свою должность старейшина! Я готов стать твоим подчиненным, если пожелаешь! Войн И, подумайте над этим!» «Ох, это...» «Я знаю, что ситуация во дворце Цензи сейчас не очень хорошая! Но, пожалуйста, подумайте об этом еще раз! Но мы, конечно, не настаиваем!» «Я тщательно подумаю над этим!» «Это подвал, который обычно используется для содержания заключенных! Обычно сюда никто не спускается! Кто бы мог подумать, что хозяина дворца будут держать здесь!» «Вы, сволочи, что снова пришли сюда мучить меня!» «Это хозяин, да?» «Ох, вы, сволочи, что снова пришли сюда мучить меня!» «Хозяин!» «Хозяин!» «Как это... Как это произошло?» «Главный... Главный старейшина!» «Невинаста вторая глава!» «Хозяин! Я пришел спасти тебя!» «Хозяин?» «Как... Как такое произошло?» «Здесь очень опасно! Скорее уходите отсюда!» «Нет! С небе уже все покончено! Включая псов Темной Империи! С этими теневыми стражниками тоже все покончено!» «Это правда? Тогда все отлично!» «Хозяин! Скорее примите это лекарство, чтобы вылечиться!» «Хозяин!» «Это симптомы отравления! Ему кажется в тайне что-то... кто-то подсыпал яд!» «Отравление?» «Теперь точно нужно разорвать на куски этих ублюдков! Как они смеют покушаться на хозяина дворца?» «Я не могу! Не беспокойтесь обо мне!» «Хозяин!» «Похоже, яд уже проник на внутренние органы! И даже если его потом вылечить, восстановить уровень культивирования будет сложно!» «Мы сейчас найдем противоядие! Хозяин, держитесь! Это бесполезно!» «Вывести яд, которым он отравился, можно только с помощью специальной пилюли!» «Здесь поможет только божественная пилюля высшего уровня! Но боюсь, что нам нужно будет продать весь дворец цинзи!» «Она нам не по карману!» «Позвольте мне попробовать!» «Уровень лояльности старейшина увеличился на 100!» «Уровень лояльности мусюнь-эр увеличился на 100!» «Уровень лояльности хэццэнхань увеличился на 100!» «Ваши моральные качества увеличились на 100!» «Вы активировали глаз для исследований в анализе яда!» «Хм, получилось! Я могу приготовить пилюлю противоядия!» «Вы активировали безумный режим изготовления пилюли!» «Он? Он еще и готовить пилюли умеет!» «Процесс сплавления!» «Изготовление прошло успешно!» «Изготовление пилюли противоядия высшего уровня прошло успешно!» «Хм, этот режим безумия действительно быстрый!» «Он будет еще более эффективным для изготовления высококачественных таблеток!» «Ты справился с первого раза?» «А так быстро приготовить таблетку? Это просто изумительная скорость!» «Дайте эту пилюлю противоядия хозяина!» «После того, как яд будет выведен, пусть он примет восстанавливающие пилюли!» «Иначе никакого эффекта от этого не будет!» «Хорошо!» «Спасибо тебе, мальчишка!» «Хозяин не стоит благодарностей!» «У хозяина разрыв мышц рук и ног!» «Чтобы вернуть их в прежнее состояние, необходимо использовать заживляющую мазь!» «У хозяина разрыв мышц!» «Его... его могут изготовить только химики четвертого уровня!» «Ты точно справишься?» «Ага, без проблем!» «Ну...» «Ну и отлично, Зиньер! Проводи война и в аптеку!» «Состояние хозяина немного стабилизировалось!» «Мы вынесем его отсюда и начнем лечение!» «Хорошо, дедушка!» «Мастери, следуйте за мной, пожалуйста!» «Маленькая ведьма, ты назвала меня мастером?» «А я разве не по тоску?» «Это... об этом я...» «Ладно, не времен для шуток!» «Мы должны быстрее вылечить хозяина!» «Темная империя не спускает глаз со дворца Чинзи!» «Мы не должны сдаваться!» «Ага!» «Дедушка!» «Дедушка, мастер И приготовил лекарства!» «Дочка, нужно быть немного спокойнее и сдержаннее!» «Поняла!» «Старишина, нанесите эту масть на руки и ноги!» «Она для заживления поврежденных сухожилий!» «Через какое-то время все заживет!» «Хозяин, я вам правда премного благодарен!» «Ах, не стоит! Это моя обязанность, как наследника небесного Линвана!» «Вы успешно завершили задание вылечить хозяина!» «Вы получили 1 миллион очков опыта, 10 тысяч очков безумия!» «Кровень лояльности хозяина!» «Старишины, Му Сень Эр, Хэ Цэнь Хань увеличились на 100!» «Награда за это задание весьма неплохое!» «Оно увеличило мои реальные качества на 100!» «Мой уровень культивирования уже на нуле! Я не могу быть хозяином дворца!» «Сейчас я официально передаю титул тебе!» «Старейшина, поможет тебе! Ты согласен стать хозяином дворца Тензи!» «Но у меня нет никакого авторитета! Я точно не смогу заполучить поддержку многих учеников! Я не смогу покорить их!» «К тому же, на земном континенте у меня есть клан! Я старейшина клана Тянь Цюань!» «Первоначально он назывался дворцом Тянь Цюань, но только недавно его сила была повышена до уровня второго!» «У меня и в мыслях не было примыкать к другим кланам! Я лишь хочу укрепить свой клан!» «Если я стану хозяином дворца, то я начну объединять клан Тянь Цюань дворцом Тензи!» «А что касается того, кто из них будет главным, не думаю, что мне нужно много говорить об этом!» «Если начать их объединять, то дворец, то от твоей задумки, то дворец Тянь Цюань полностью исчезнет!» «Наш дворец Тянь Цюань существует уже много лет! Пусть даже если он падет, я правда не хочу, чтобы он исчез таким вот образом!» «Подождите! Клан Тянь Цюань дворец Тянь Цюань? Тянь Цюань!» «Что такое, хозяин? Неужели вы знаете, чье это имя, Тянь Цюань?» «Ну, девяносто третья глава!» «Так, ладненько, продолжаем!» «Верно! Тянь Цюань – это имя небесного Линвана! Его настоящее имя – Хэ Тян Цюань!» «Раньше небесный Линван был недоволен дворцом Тянь Цюань, поэтому он уехал! Если это не совпадение, то клан Тянь Цюань, скорее всего, был создан небесным Линваном!» «Тогда мне нужно вернуться и тщательно изучить этот вопрос!» «Вот только! Хотя в клане Тян Цюань только женщины, но первый хозяин дворца, который основал клан, действительно был мужчиной!» «А, если это так, то ситуация уже совсем иная! Мы согласны объединиться!» «Хо-хо-хо-хо!» «В таком случае, я согласен стать хозяином дворца Тинзи!» «Расток, то теперь я спокоен, так как дворец в ваших руках!» «Теперь, когда вопрос объединения решен, официальное объединение будет сделано позже!» «Хозяин дома, официально вступите в должность!» «Но, подождите, пока я буду твердо стоять на ногах, тогда и не поздно будет объединение объявить об этом!» «Положение дворца Тинзи действительно не очень хорошее! К нам уже давно не присоединялись новые люди!» «Верно! Были новички, которые присоединились, но они вскоре покинули дворец!» «Мы ответственны за то, что довели клан до такого плохого состояния!» «Упадок дворца?» «Упадок дворца Тинзи – это не проблема кого-то конкретного!» «Разве я уже побывал во дворце Тяньвэнь?» «Ранее я уже побывал во дворце Тяньвэнь, и ситуация там довольно тяжелая!» «Хоть я не против конкуренции, но это не дело! Открыто вытеснять и оскорблять новичков!» «Нужно избавиться от пережитков прошлого, и лучше начать набирать сюда чуть менее талантливых учеников!» «И не стоит принимать этих ужасно избалованных детей!» «Мы тоже думали об этом раньше, но если принимать в внимание вопрос о их подношениях императору!» «Без подношения детей из клана ежедневные расходы клана будут сокращены!» «Но если все так оставить, это будет равносильно утолению жажды отравленными вином!» «Рано или поздно это погубит весь клан!» «Я не верю, что такой большой клан не справится с собственными силами!» «Старишина, пора это остановить! Если мы избавимся от них, это пойдет только на пользу дворцу Тинзи!» «Это разумно! Раз вы теперь хозяин, то мы будем следовать вашим деяниям! Мы все слушаем ваши указания!» «Отлично! На самом деле я не силен в управлении клана, но в клане Тинзиань есть немало таких талантов!» «В дальнейшем я собираюсь переместить клан Тинзиань, чтобы было проще управлять им!» «Я тоже с нетерпением жду обновления дворца Тинзи!» «Старишина, к нам прибыл посланник из Темной Империи!» «Посланник из Темной Империи?» «В такое время противник явно пришел не с добрыми намерениями! Пойдемте, посмотрим, что там!» «О, вы пришли!» «Это же посланник Иван! Прошу прощения, что я не пришел поприветствовать вас!» «Что ж, на этот раз я прибыл, чтобы пригласить вас на Императорский пер!» «Непременно приходите! Когда он начнется, я не хочу, чтобы вы пропустили его!» «Благодарю вас, посланник Иван! Мы обязательно придем!» «Отлично! Если сможете явиться, будет очень хорошо! Если вы не придете, то в последствиях вы наверняка знаете! А теперь я прощаюсь с вами!» «Хозяин, что вы думаете?» «Боюсь, что все не так просто! Раз они так внезапно нас приглашают, то вероятнее всего для того, чтобы заманить нас на их сторону!» «Погибло так много теневых стражников Темной Империи, и они определенно заметили, что на нашей стороне еще есть сильные люди!» «Вся их рабочая сила мертва, а та, что осталась, может перейти на сторону противника!» «Если бы это было обычное предложение, то можно было бы притворно извить покорность! Если же принимать подчиненных грубо, а потом непрерывно посылать людей для управления, то тогда будет сложно!» «Времени мало! Уже скоро пора выдвигаться в путь! Вы идете в город Дзилой!» «Вы идите в город Дзилой и ждите там! Мне нужно кое-куда сходить, я приду чуть позже!» «Хорошо! Мы подождем вас по стоялом дворе Тянь-юань в городе Дзилой!» «Теперь, если вы хотите быстро повысить свой уровень культивирования, вы можете поглотить духовные силы только в нефритовом пруде Тянь-лин!» «Хотя, это неправильно по отношению к Звездному Дворцу, но это единственный выход!» «Хмм, кажется никто так и не нашел этот тайник здесь!» «Техника поглощения небесных духов активирована!» «Техника поглощения звезд активирована!» «Духовная способность Северное море активирована!» «Вы получили 58 тысяч очков опыта! Вы получили 47 тысяч очков опыта!» «Эй, кто-нибудь! В этом нефритовом пруде Тянь-лин уже нет никакой духовной силы! Позвольте мне спуститься, попрактиковаться и вернуть свой артефакт!» «О, такого не может быть! В прошлый раз, когда я проверял, духовная сила была еще крепкая, и как это ее нет?» «Иди сам посмотри!» «Это... Как эта духовная сила исчезла?» «О? Что здесь в конце концов происходит? Неужели сюда кто-то входил?» «Нет, это место какое-то время было закрыто! Сюда никто... Никто никогда не входил!» «Старейшина Юнь! Как мне теперь решить эту проблему?» «Мне очень жаль! Я вернул все артефакты! Мы тоже не ожидали, что такое произойдет!» «А? Вот неудача! Пустую потратили мое время!» «А теперь давай сходи и посмотри, как это произошло! Хорошо!» «Привлеките еще нескольких человек для расследования!» «Поздравляем игрока и Тянь-лин! Вы успешно дошли до девятого уровня этапа избегания духа!» «Я поглотил духовную силу! Здесь тоже все рухнуло!» «Нет воды?» «Неудивительно, что я чувствую, что скорость поглощения стала намного медленнее! Оказывается, все это было поглощено мной!» «Хм! Времени осталось не так много! Пора ехать в город Дзилун, чтобы встретиться со старейшиной и остальными!» «Говорит Дзилун! Постоялый двор Тянь-янь!» «Старейшина сказал, что он занял комнату на третьем этаже!» «Хозяин! Здесь нет других комнат!» «Господин! У нас, правда, больше нет комнат! Все уже заняты!» «Принесите мне расчетную книгу! Я все же хочу посмотреть, кто тут живет!» «Мы из дворца Шаньвэнь! Если ты посмеешь обмануть меня, тебе конец!» «Дворец Тинзи? Как этот отстойный дворец смеет занимать отдельную комнату? Да еще и две!» «Я прямо сейчас! Войду, пойду и вышвырну их оттуда!» «Парень, уйди с дороги! Не загораживай мне путь!» «Ничтожные силы, все из-за которых являются членами клана второго уровня и сейчас смеют занимать две комнаты?» «Подозреваешь, что их сюда пригласила Темная Империя? Скорее всего, они здесь, чтобы присоединиться к их празднику!» «Так, девяносто четвертая глава» «Так, ладненько, продолжаем» «А ну стой! Что ты сейчас сказал о дворце Тинзи? Сейчас же, извинись, я пощажу твою жизнь!» «А? Ты из дворца Тинзи? Сынок, ты хоть знаешь, кто я такой?» «Мы ведь из дворца Шэнь Вэнь! Стой на колени и прости прощения, мы тоже пощадим твою жизнь!» «Тогда вам, троим слабакам, лучше воспользоваться своей силой!» «Ну все, ты труп!» «Хозяин, что случилось?» «Все в порядке, просто эти приспешники устроили тут скандал» «Я... я убью тебя! Лихонь!» «Молодой... молодой господин!» «Не нужно всегда быть таким импульсивным!» «Всегда будьте внимательны, чтобы своими словами и поступками не запятнать репутацию дворца!» «Я... Линь Фэн из дворца Шэнь Вэнь, а вы из дворца Тинзи?» «У вас к нам какие-то вопросы?» «Нет, вопросов нет, но как такой отстойный клан смеет здесь так могло себя вести?» «Так вы еще и смеете ранить члена моего дворца Шэнь Вэнь?» «Даже если вы побьете собаку, все равно нужно смотреть на ее хозяина!» «Вы что, не слышали о такой истине?» «Лихонь, кто тебя только что ударил?» «Вот он!» «Господин, вы должны сделать это ради меня!» «Раз ты осмелился пойти против дворца Шэнь Вэнь, то теперь даже не думай о возвращаться целым и невредимом!» «Давай так, если спустишься отсюда по лестнице...» «Сюда ко мне только с помощью одной руки!» «Тогда я не буду разбираться с вашим дворцом Тинзи!» «Не будьте разбираться с нашим дворцом!» «Следите за своим тоном! Позовите сюда вашего хозяина дворца! Я хочу поговорить с ним!» «Я говорю в последний раз! Спускайся сюда! Одной рукой иначе будет хуже!» «Тогда я тоже говорю в последний раз! Либо убирайся с моих глаз! Либо я тебя вышвырну отсюда пинком!» «А? Ты еще смеешь так вести себя передо мной?» «Вы думаете, что ваш дворец Тинзи такой, как прежде?» «Ваш дворец уже давно на грани исчезновения! Рано или поздно дворец Шэнь Вэнь присвоит его себе!» «Уничтожьте его!» «Ох, как такое возможно?» «На, теперь твоя очередь!» «Ты чего ты хочешь? Смеришься сразиться со мной?» «Я, я молодой господин дворца Шэнь Вэнь!» «Убирайся отсюда!» «Вы успешно сразились с Лин Фэнем! Вы получили 23 тысячи очков опыта! 2400 очков безумия!» «Вы получили 30 очков злодеяний! 500 очков уровня мастерства Шэнь Вэнь!» «Вы получили техники Чао Тянь и Тянь Ян!» «Господин! Он, он умер!» «Не ожидал, что Лин Фэн окажется таким хрупким!» «Господин, держитесь! Господин, господин не дышит!» «Вам, вам конец! Мы придем за вами!» «Хозяин, не слишком ли много шума вы здесь развели?» «Если мы постоянно будем терпеть, то будем все слабее и слабее! Люди думают, что нас легко запугать! Раз я теперь хозяин дворца, то я должен отстаивать интересы дворца Тянь Зи и защищать его авторитет!» «Хорошо! Мы будем следовать вашей воле! Будем защищать наш авторитет!» «Благодаря нашим совместным усилиям, дворец Тянь Зи будет становиться все лучше и лучше!» «Времени мало, нам уже пора и на пир!» «Не ожидал, что в городе Цзилун такой огромный императорский город!» «Это пригласительный билет!» «Времень культивирования этих людей не низкий! Их лидер особенно силял на него этап избегания духа!» «В других силах третьего уровня он мог бы стать старейшиной, а здесь он, к удивлению, всего лишь голова сторожа!» «Ого! В прошлый раз я видел этих двух девушек на острове Мойюнь! Если их сюда пригласили, то они наверняка ученицы какого-то крупного клана!» «Из какого клана? Те две девушки!» «Это ученицы дворца Байлянь! Дворец Байлянь очень известен на континенте Тянзи! Они принимают ученики только девушек! Он известен также, как и ваш клан Тянзюань!» «Сейчас на мне они... Сейчас на мне нет той маски, так что, думаю, они меня не узнают!» «Господин И, вы пришли!» «А, старейшина Юнь?» «Господин Мо думал, что вы не придете! Он немного расстроился! Мы не ожидали, что вы придете вместе с членами дворца Тянзи! Господин И, вы ведь уже присоединились ко дворцу Тянзи?» «Да, я уже присоединился к дворцу, и я прошу старейшину Юня позаботиться об этом!» «Ох, я не заслужу в такой чести! Тогда поздравляю вас, господин И!» «Ой, это ведь главный старейшина?» «Я... Я вас помню! Вы Джао Бин из дворца Тянзиань! А что вы здесь делаете?» «Как я мог не прийти!» «Многие из нас уже присоединились к дворцу Шаньвэнь!» «Это последний раз, когда я называю вас главным старейшиной! Теперь я член дворца Шаньвэнь!» «Что?» «Зал Тяньвэнь во дворце Тянзи уже не развивается!» «Пересоединиться к дворцу Шаньвэнь полумутрым решением!» «Снова этот дворец Шаньвэнь!» «Девяносто пятая глава» «Знаете ли вы, какое наказание предусмотрено за мятеж против клана?» «Конечно знаю! Если восстать против клана, то твой уровень культивирования будет уничтожен!» «Может, у дворца Тянзи есть вещи, которые нужно выбросить!» «Все, что там есть, это мусор!» «Это мусорные Шаньвэнь и боевые искусства!» «Даже палец дворца Шаньвэнь не сравнится с этим!» «О-о-о-о!» «А-а! Ты меня ударил! Теперь я член дворца Шаньвэнь!» «Если ударишь меня, то это будет равносильно тому, что ты ударишь по лицу дворца Шаньвэнь!» «Лучше хорошенько подумай, ведь это может привести к конфликту между двумя семьями!» «А-а-а-а-а!» «Ты... ты все же посмел ударить меня!» «Раз ты так хочешь, чтобы тебя избили, как я могу не помочь тебе в этом?» «А-а-а! Что происходит?» «О-о-о! Шан! Управитель Шан! Он ударил меня! Он из дворца Шаньвэнь! Он избил меня!» «А-а-а! Дворец Шаньвэнь? Вы настолько осмелились, что посмели прикоснуться к члену нашего дворца Шаньвэнь?» «Эти люди еще не знают, что я убил человека из дворца Шаньвэнь! Кажется, они сюда приходят по отдельности!» «Я тронул только предателя дворца Тиньзи! А что не так?» «Предателя? Он теперь относится к нашему дворцу Шаньвэнь! Слышали о таком? От дворца Шаньвэнь?» «Вы хотите и дальше с ним сражаться?» «Троните его! Значит троните! Наш дворец Шаньвэнь!» «Верно! Я уже принадлежу дворцу Шаньвэнь! Я больше не имею никакого отношения ко дворцу Тиньзи!» «Ты должен извиниться за все свои действия! Как минимум за две пощечины, что ты меня влюбил! Иначе это дело так просто не закончится!» «У Клона есть свои правила! Ты хочешь убрать весь этот мусор?» «Хорошо! Тогда можете убрать его отсюда!» «Мой, мой Тиньцань! Мое культивирование!» «Ох ты! Ты внезапно появился перед нами и уничтожил культивирование моего ученика!» «Шаньцань! Что такое? Ничего! Просто этот молодой человек кажется мне знакомым!» «Неужели он тебе интересен? С чего ты взяла?» «Этот парень очень молод! Он действительно очень храбрый! Но его противник дворец Шаньвэнь! Он поступает очень импульсивно!» «Старейшина дворца Тиньцань не стала его отговаривать, но он правда достал немало хлопот!» «А? Как ты смеешь? Ты... Вы собираетесь соперничать с дворцом Шаньвэнь?» «Старейшина дворца Тиньцань, неужели это вы надоумели своих учеников на эту борьбу?» «Сейчас я дам вам шанс уничтожить обе руки этого парня и его культивирование! И я сделаю вид, что ничего этого не произошло, пока наш хозяин не пришел!» «Хочешь уничтожить мое культивирование?» «О? Ты обладаешь четвертым уровнем Шаньвэнь?» «Бороться с учениками других клонов, да еще и так уверенно и смело!» «Ты... Ты...» «Управитель Шан, что тут произошло?» «Хозяин, вы пришли?» «Этот дворец Сензи ведется слишком много! Они еще и осмелились начать борьбу с нашими учениками, и уничтожили их, и еще и ударили меня!» «Снова этот дворец Сензи?» «Мы как раз искали вас! Кто из вас убил нашего ученика?» «Это он Линьфэнь?» «Он бросился с лестницы и разбился насмерть! Он действительно просто ничтожество!» «Ох! Это ты убил молодого господина! Хозяин! Вот он, убийца!» «Он убил ученика, хозяина дворца Шан Вэнь!» «Изначально предполагалось, что Нань Шэнь Фэнь Юнь пришел сюда, чтобы восстановить репутацию, наказала, что он здесь, чтобы отомстить!» «Подарив управителя Шан, он уже навлек Нань немало проблем!» «Не ожидал, что он еще и убил ученика, хозяина!» «Он перебарщивается своей храбростью!» «Мальчишка! Это ты убил Линьфаня!» «Тогда ты заплатишь за это своей жизнью!» «Давай, я стану твоим противником! Мы во дворце Сензи не дадим его на растерзание!» «Остановитесь!» «Осподин Чен Фэнь сейчас придет! Что за скандал вы тут устроили?» «Это город Ценлон! Это не ваша территория!» «Считай, что тебе повезло! Я сохраню твою жизнь на какое-то время!» «Погоди, после того, как дело разрешится, я тебя убью!» «Это тебе просто повезло! Иначе ты бы здесь уже был мертв!» «Империя Теней наш дворец Шэнь вы не стал бы оскорблять!» «Вы так осмирели! Кажется, у вас появился защитник!» «Хозяин Нань, вам не обязательно об этом знать!» «Хозяин ли, это господин И!» «Не ожидал, что этот господин И еще и так любит создавать проблемы!» «Боюсь, что мы, Звездный дворец, сейчас не в силах разобраться с людьми, которых он задел!» «О, господин! Господин Чен пришел!» «Господин Чен! Он здесь! Я видел господина Чена!» «Девяносто шестая глава!» «Так, ну что, друзья?» «Вообще у нас на данном тайтле 99 глав в свободном доступе!» «Ну, надеюсь, у меня хватит на это сил, а то что-то у меня уже немножко начинает хрипеть горлышко!» «Ребят, чтобы сегодня были озвучены все главушки по 99, давайте дружно, если кто-то это не сделал, проставим лайки!» «Джоз, привет и тебе!» «Рад, что ты заскочил на огонек!» «Так, ну, ладненько, давайте тогда продолжать!» «Напомню, если кто-то захочет поддержать канал, то вы еще успеваете это сделать на стриме!» «А мы продолжаем!» «Девяносто шестая глава!» «Все хозяева дворца привели сюда людей!» «Я очень довален!» «В этот раз я пригласил в общей сложности 15 сил, и один из них оказался очень невежественным и нанес вред нашему посланнику!» «Он был полностью подавлен нами еще до начала банкета, и в будущем этой секты больше не будет!» «Вот почему я пришел немного поздно! Прошу простить меня!» «Но на этот раз я приглашаю вас сюда, потому что мне нужно обсудить с вами одну вещь!» «Это связано с приказом, который император лично отдал мне!» «Сегодня у меня день рождения! Так совпало! Я почти забыл об этом!» «День рождения? Почему он об этом заговорил?» «Поздравляю господина Ченга! Это 100-летний духовный Жэнь-Шэнь, заботливо приготовленный нашим особняком Сёнь-Жэнь для господина!» «Его употребление может пополнить ци, продлить жизнь и стабилизировать культивацию!» «Какая жалость! Но этот Жэнь-Шэнь очень хорош! Мне очень нравится!» «Мастер Ченг! Это первоклассный крест-траж нашего поместья Тинь-Вэй! В нем содержится кровь клана дракона! При нападении он может выпустить силу дракона и отпугнуть врага!» «Мастер Ченг! Это трехсредняя нефритовая трава! Тщательно подготовленная в нашем поместье Сунг Шан!» «О, неплохо!» «Я думал, он какой-то великий персонаж! А он оказался просто ненасытным злодеем!» «Мастер Ченг! Это крест-траж высшего класса нашего поместья Шан-Вэй! И еще на нем выгорен божественный узор пятого класса, пожалуйста! Будьте осторожны, снимаю это для вас!» «О, очень! Это очень хороший крест-траж! Эффект божественного узора пятого класса заключается в увеличении урона, верно?» «Он может добавить два слоя эффекта от царапин! Вы будете довольны!» «Это мой меч, но что-то случилось, и чтобы он не попал в другую секту, мне пришлось им пожертвовать! Думаю, хозяин дворца меня сильно вознаградит!» «О, да, неплохо! Я давно слышал, что в особняке Шан-Вэн сейчас хороший уровень мастерства, но и теперь кажется, что это действительно так!» «Кстати, в имперской столице есть сильная раса духов! Так вот, общаетесь ли вы друг с другом в своем особняке? Я хотел это с вами обсудить!» «Раса сильных духов? От имени особняка Шан-Вэн я хотел бы поблагодарить господина Чена!» «Господин Ченг, я слышал, что многие ученики особняка Тян-Зи решили покинуть его из-за нехватки ресурсов!» «Особняк Тян-Зи потерял много поддержки и сейчас находится в тяжелом положении!» «Фух, вот! А что за дар приготовил особняк Тян-Зи?» «Господин, что нам делать? Похоже, нам нечего предложить!» «Все в порядке! У меня еще есть кое-какие запасы!» «Вы только что стали главой дворца! И вам приходится тратить деньги!» «Дела особняка Тян-Зи – это мои дела! Не говоря уже о тратить денег!» «Нашего дворцового владыку вот так убили! А мы еще должны дарить подарки Нижней Империи!» «Я так много имею, что сам себя корю за некомпетентность!» «Не волнуйтесь за то, что вы взяли мои вещи! Придется заплатить!» «Хозяин, не будьте таким ипульсивным! Он министр Нижней Империи! Если вы будете сражаться против него, особняк Тян-Зи – постигник катастрофа!» «Будьте уверены, я не буду действовать необдуманно!» «Подарки, естественно, подготовлены! О них не нужно напоминать!» «О? Какой дерзкий! Это же неважение к господину Чанго! Раз хозяин дворца не пришел! Теперь даже старейшины не хотят посылать подарки! Пожалуйста! Скажите, что это значит?» «Это ничего не значит! Я хозяин дворца! Чем проблема?» «Что? Ты хозяин дворца?» «Правильно! Он наш дворцовый хозяин!» «Неудивительно, что великие старейшины особняка Тян-Зи не пришли! Оказывается, этот молодой человек – глава особняка! Хватит ли у тебя сил быть главой дворца в таком юном возрасте? Это просто нонсенс!» «Неудивительно, что он пришел сюда со своей свитой! Это совсем неожиданно!» «Особняк Тян-Зи! Оооо! Он действительно в упадке! Только драка смирится оставить его хозяином дворца! Можно сказать, что в нашем дворце Тян-Зи вообще никого нет!» «Есть ли кто-нибудь или нет? Какое отношение это имеет к тебе? Разве ты тоже не хочешь стать главой особняка Тян-Зи? Тогда боюсь тебя разочаровать!» «В будущем я планирую передать должность хозяину дворца своему сыну! Но ничего страшного, если ты признаешь меня крестным отцом!» «Господин Ченг, это специально приготовленное для вас нашим особняком Тян-Зи!» «Господин Ченг, это специально приготовленное для вас нашим особняком Тян-Зи! Ледяной Экскалибор!» «Это Крест Расс высшего класса! Хуан Зин, мастер Сион его, одобрил!» «А, это оружие действительно хорошее! Совсем неплохое по сравнению с тем, что подарил хозяин дворца Нане! Я его принимаю!» «Если в едином возрасте уже стать хозяином дворца, то у тебя точно большое будущее!» «Спасибо, господин Ченг!» «Использование пилюли очищения» «Я не знаю, как используется пилюля неудачи, которую я получил от системы ранее, и сегодня я протестирую на тебе!» «О, мастер!» «Наш меч намного сильнее этого! На мече выгравен узор бога пяти рангов, а на его даже и узора нет!» «Фух, я испугался до смерти, думал он не спалил!» «Почему бы нам не добавить веселья в день рождения Ченга? И, кстати, не попробовать силу оружия! Просто чтобы посмотреть, насколько силен новый глава особняка Тянзи!» «О, это предложение хорошее! Я тоже хочу посмотреть, как поживает новый хозяин особняка! Решено! Качество забавного шоу! Маэстро не против?» «А, без проблем! Готов поддержать старейшины!» «Это было бы издевательством! Только сегодня я привел отличные первого ученика! Все они молодые, пусть он проверит уровень мастера Е!» «В соревнованиях по боевым искусствам на сцене у меча нет глаз! Если потом ты увидишь кровь, пожалуйста, не обижайся!» «Джен Ву, элитный ученик особняка Шанвэй, пожалуйста, пусть мастерей увидит, насколько ты силен!» «Легко сказать!» «Мастерей, это ваше оружие! Поймай его!» «Вливая столько энергии, он явно пытается смутить меня!» «Спасибо, господин Ченга!» «Давайте начнем!» «Ох, это хорошо! Хозяин особняка уже сдулся или что?» «Давай начнем!» «97 глава» «Как ты смеешь бросать невызов с таким мастерством?» «Давай!» «Перевоплощение повторить!» «Вы успешно убили Джен Ву, получили 170 тысяч очков опыта, 2600 очков безумия, 30 очков зла» «Мастерство Шанвэй увеличилось на 500 баллов!» «Хозяин особняка Цензи победил!» «Потрясающе!» «Хотя Джен Вюссю не очень силен, но, по крайней мере, у него шестой уровень стадии алхимии, и он победил одним движением!» «Почему ты не сказал этого раньше, дрянь?» «Это... это...» «Дворцовый мастер Нан, я не ожидал, что ваш выдающийся ученик окажется таким хрупким!» «Но у мечей нет глаз, вы же понимаете...» «Нет, я не возражаю!» «Это правда, что герой рождается подростком, и он имеет такой уровень культивирования, как настоящий герой в молодом возрасте, что действительно неожиданно!» «Особняк Цензи способен обучить тебя, у него есть способность, и он определенно станет большим в будущем!» «Это же всего лишь эффект оружия, вроде он еще не был показан, верно?» «Похоже, что ситуация с мастером И может продолжаться, почему бы и нет, как насчет того, чтобы послать людей на вызов!» «Это слишком... да...» «Согласен, я согласен с предложением господина Чена!» «Что за идея у мастера боевого искусства И?» «Я убил так много теневых стражей! Чен Фэн, должно быть, и он имел много проблем в своем сердце, и хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы подавить особняк Цензи!» «Раз господин Ченг заинтересован, конечно, я не возражаю!» «Почему эта пилюля невезения до сих пор не сработала? Включай ее! Сейчас же!» «Как только эффект волшебной пилюли невезения активируется, длительность 5 минут!» «Оказывается, чтобы официально открыть его, нужна моя жизнь?» «В этом случае, все зависит от хозяина дворца Нану!» «Нет проблем!» «О-о-о, что?» «О-о-о, я это ненавижу!» «Дай, дай мне вода!» «Ленися еще! Мне нужно прополоскать рот еще несколько раз!» «О-о-о, он горячий!» «О-о, ты, да ты, ты даже дал мне кипяток! Ты меня убить хочешь или что?» «О-о-о, господин Чанг! Этот подчиненный сделал это ненарочно! Это было скрытое оружие, которое внезапно сработало под действием силы!» «Господин Чанг, как вы?» «Ну и люди!» «О-о, это несчастный случай! Это несчастный случай! Травму можно вылечить одним кукусом пилюли!» «О-о-о-о! Это ядовитая пилюля! Наш хозяин отравлен!» «Черт, я принял не то лекарство! Где противоядие? Где, где противоядие?» «Наконец нажал! Я в норме! Не помогайте мне! Я сам справлюсь!» «О-о-о! Моя голова так кружится!» «О-о-о! Учитель, будьте осторожны!» «Действие волшебной пилюли невезения закончилось!» «Хм... Эта волшебная пилюля слишком сильна!» «Достойный эксперт по лохимии превратился в такой призрачный облик!» «Жаль, что прошло всего несколько минут! Иначе бы он точно кони откинул!» «Мастер! Мастер, очнитесь!» «Празднитесь! Ну же, давайте!» «Внимание! Отдохните сегодня! Поговорим об этом через несколько дней! Просто отправляйтесь во дворец! Наша империя будет хорошо к вам относиться!» «А кто смирится рассказать о том, что произошло сегодня?!» «Пощады не будет!» «Итак... Девяносто восьмая главушка! Предпоследнюю на сегодня!» «Так, продолжаем!» «Хозяин, это ваша комната!» «На улице! Комендантский час, пожалуйста, не гуляйте произвольно!» «Хм... Они сделали это специально! Все остальные отправили нас в комнату столь скромного слуги!» «Мы должны были присутствовать на этом званом ужине, но они просто устроили нам настоящий удар!» «Мы и так убили очень много теневых стражей, что нам осталось лишь держать лицо!» «Скорее всего, они тайно отправят людей изучить ситуацию в небесном особняке, чтобы узнать, какая у нас помощь!» «Разве старый хозяин дворца не очень опасен? Мы должны найти способ вернуться!» «Не беспокойтесь! Об этом сейчас! Их цель — набрать охрану!» «Они хотят, чтобы скрытое могущество особняка Тэнзи было использовано ими, и прежде чем мы сделаем четкое заявление, они ничего не будут делать!» «Ну, а если мы откажемся, особняк Тэнзи окажется в тупике!» «Особняк Тэнзи, вероятно, не имеет права говорить «нет!» «Дедушка!» «Вместо того, чтобы сидеть на месте и ждать смерти, лучше нанести удар первым!» «Дай мне придумать выход!» «Дьякон Хи может сначала вернуться в особняк Тэнзи и убрать скрытых теневых ухронников!» «Хотя осторожнее! С таким количеством стражей хозяин дворца слишком опасно оставаться одно!» «Ах, не стоит беспокоиться! Если там будет какое-то движение, то Дьякон Хи использует эту возможность, чтобы выйти!» «О-о-о! Не так быстро!» «Его культивационная база мастера действительно непостижима!» «Хм... Этот блюдочный мальчишка! Я не ожидал, что он станет хозяином дворца! Дрянь!» «Если бы не вся эта ситуация, я бы убил его на поле!» «То, что творится в особняке Тэнзи, это просто беспредел!» «Дворцовый мастер, успокойтесь! Мы еще успеем дать им жару!» «Мастера выяснил, что этот парень все еще звезда владеет божественным узором четвертого класса!» «Это неожиданно! Такой молодой, а уже владеет таким мастерством божественных узоров!» «Не удивительно, что он смог занять должность хозяина дворца!» «Но он не может долго сидеть на месте! Я его выкорю!» «Если ты хочешь истребить нас, посмотрим, хватит ли тебе способностей!» «Пусть у тебя будет еще несколько больших мечтаний, включая это!» «Здесь должна быть резиденция Чэнг Фэна! Если пробраться туда напрямую, то меня точно обнаружат теневые стражники!» «Использование телепортации» «Вся эта информация, которую ты собрал, да тут вообще нифига полезного!» «И даже с того дня ничего не удалось собрать!» «Подчиненные действительно не смогли найти никаких следов присутствия синейшего особняка Тинзи!» «Только видели хозяина особняка, который потерял всю свою форму!» «Да и как они смогли убить так много теневых стражей? Это невозможно!» «Эти теневые стражи – это то, над чем я трудился много лет!» «А ты говоришь мне, что ничего не нашел?» «Ох, кучка дворосов! Я не верю, что сильнейший никогда не покажет свое лицо!» «Если ты не можешь найти его, то иди и поймай бесполезного хозяина особняка Тинзи и вытолкни этого таинственного сильнейшего!» «Неважно, кто противник, я не верю, что он сильнее нашей империи!» «Мы можем просто убить их всех сразу!» «Даже если они имеют какую-то ценность, если они нам не полезны, это будет пустая трата времени!» «Думаешь, я не хочу?» «Если бы не идея нанять охрану сверху, я бы уже на нас сравнял особняк Тинзи с землей!» «Нам погибло столько моих теней, что я просто не могу это проглотить!» «Наша империя никуда не боялась подобных ничтожеств!» «Господин, мои подчиненные сделают все для вас!» «Валяй, не разочаруй меня еще раз!» «Принято!» «Похоже, я здесь как раз в нужное время!» «Эй!» «Кто тут?» «Что за...» «Вы успешно убили Стража Теней!» «Получено 250 тысяч очков опыта!» «3 тысячи очков безумия!» «Получено 50 очков зла!» «Вы получили технику Теневого Шага!» «Позволь мне одолжить твою одежду!» «О, ничего себе!» «Одежда может регулировать рост и голос злодельца!» «Рост замечательно!» «Я пойду на встречу с Чинг Фэном в таком виде!» «Ха!» «Активация Теневого Шага!» «О, кто тут?» «Уровень культивирования!» «На теле нет защитного снаряжения!» «Боевая мощь!» «Девятьсот тысяч!» «В чем дело?» «Что-нибудь еще?» «Как и ожидалось от сильного алхимика!» «С любым защитным снаряжением и оружием!» «Его боевая мощь уже была бы равна двум миллионам!» «В начале предок кровавого зверя стоил всего миллион долларов!» «Когда он взорвался!» «Почему ты так смотришь на меня? С чем дело?» «Таблетка невезения заставила бояться других мужчин!» «У подчиненных есть информация, которую нужно представить!» «Просто положи на землю и уходи! Держись от меня подальше!» «Да, мой господин!» «С таким большим расстоянием атаковать становится сложнее!» «Си навыки я смогу использовать только для увеличения шанса атаки!» «Сумасшедший урон!» «Помноженный на восемь активирован!» «Общая боевая мощь 3,9 миллиона!» «Даже если он будет заморожен всего на одну секунду, шанс есть!» «Отправляйся в ад!» «Девяносто девятая главушка!» «Так, друзья!» «Это финальная глава на сегодня!» «Так, давайте, наверное, включим что-нибудь!» «Отправляйся!» «Ты посмел покушаться на своего господина!» «Облюдок!» Устроился саду. А? Там ассасин. Если я позволю ему сбежать сейчас, в следующий раз убить его будет гораздо сложнее. Быстрее. Там убийца. Кто ты такой? Меня не так-то просто убить. Уходи. Что? Это? Шпионская ука. Тень тигра небесного императора. Пик культивации на стадии алхимии длится 10 секунд. Урон атаки составляет 6,5 миллионов. Тень тигра императора. У него на самом деле общий урон атаки составляет 6,5 миллионов. Это даже выше, чем мой обычный урон от разрыва. Если ты посмел притворяться моим теневым стражем, ты должен умереть. Это тигриная тень императора Недр. Несмотря на лимит, может позволить ему выжить. Я должен найти способ использовать этот 10-ти минутный лимит. Активирую охлаждение. Ох, вот же сволочь. Посмотрим, сможешь ли ты еще выжить. Там не должно остаться ни одной кости. Прости, я снова тебя разочаровал. Как ты за мной увязался? Как мерзко. Я должен вытащить тебя в желтый источник. Он должен был умереть, но у него остался еще один талисман. Тень тигра, небесного императора, все еще находится в режиме ожидания. Не нужно подождать 10 минут, чтобы снова его использовать. Похоже, на этот раз у меня нет выбора, кроме как спрятаться на некоторое время. Пережить этот удар, затем выступить снова. Экипировать теневой плащ. Быстрее! Это резиденция мастера Ченга! Плащ, невосприимчив к атакам, только 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. 5 секунд, пока фантом не закончится. Я должен полагаться на свое собственное село. Кровная линия бога, дракона, открыть. Божественное искусство Сюнтянь, открыть. Экипировать броню из драконей кости. Я сдержал его. Он действительно селян. Ты хозяин особняка Тензи? Ты еще не умер. Видимо, у тебя очень прочная натура. Ты прав. Запомни меня. Я последний, кого ты увидишь перед смертью. Все еще думаешь о том, чтобы разрушить особняк Тензи? Сегодня день твоей смерти. Подожди минутку. Вы успешно убери Ченг Фенга. Вы получили 460 тысяч очков опыта, 4500 очков безумия, 200 очков греха. Получено золотое тело боевых искусств. Редкое. Получен талисман Нидр. Может призвать культиватора пика стадии алхимии для фантома императора Нидр. Карта опыта. 20 штук. Редкое. Получен ключ от тюрьмы старейшин. Редкое. Поздравляем игрока Итинь Юнь. Вы успешно убили элиту. В дополнение к этому, получили одноразовый шанс, лотерейные рулетки и дополнительный уровень. Поздравляем игрока Итинь Юнь. Вы успешно прорвались к пиковой базе культивации этапа избегания духа. Ох, наконец-то. Наконец-то я поднялся до пика избегания духа. Ох, это кольцо хранения Ченг Фена? У меня много сокровища и особняка. Я не могу его пустить. Теперь ты будешь со мной. Хозяин, что происходит? Хозяин? На хозяина совершено покушение. Прикажи им высадить убийцу любой ценой. Быстрее, обыщите все. Не пропустите ни одного места. Хм, надеюсь, Дьякон? Дьякон вас сможет позаботиться об этом месте, когда я вернусь в особняк Тиньзи. Хм, эта атака была очень мощной. Хотя мне удалось вырваться, мое тело все еще чувствует себя подавленным от нее. Кто ты? Черт, плохо. Меня нашли. Откуда взялся этот вор? Как смело. Двинешься хоть на дюйм, я заберу твою жизнь. Госпожа Йо, пожалуйста, не свердитесь. Я просто побуду здесь некоторое время, а потом удалюсь. Откуда ты знаешь мое имя? Кто ты такой? Я? Месье, не двигайтесь. Не бойся, я здесь только для того, чтобы спрятаться, а не для грабежа. Сейчас освобожу тебя. Только не шуми. Какой же ты развратник? Смеешь так неуважительно относиться ко мне? Ха, разве мы уже не договорились не драться? Ты не сможешь победить меня, так что хватит тратить силы. Ты? Раз ты такой сильный, зачем тебе понадобилось спрятаться у меня дома? Что-то случилось снаружи? Узнаешь завтра. Стражи приказаны все обыскать. Открывайте! Открывайте дверь. Открывайте дверь. Ооо. Не бойся, просто веди себя, как обычно. Подожди. У тебя тут расстегнуто. Ооо. Хорошо, теперь иди. Ладно. Почему вас занесло сюда посреди ночи? В районе появился подозрительный посетитель. Вам лучше с нами сотрудничать. Ищите. Ах, вы что делаете? За такое короткое время он точно не успел бы сбежать. Здесь ничего нет. Здесь тоже. Дом обыскали. Ничего нет. Продолжайте искать других местах. Да. Сбежал так быстро? Я, конечно, не имею к этому никакого отношения. Но это все равно заставляет меня нервничать. Лучше мне не знать, кто на самом деле этот вор. Иначе. Мастер И, выходите. Стражени Зины, занимайтесь своими делами. Дедушка, что нам делать? Почему они вдруг решили нас проверить? Если мастера и сестры Лин сейчас здесь нет, то могут быть проблемы. Они только рыщут по особняку. Ничего не произойдет. Я не знаю, когда вернется хозяин, поэтому все, что мы можем сделать, это задержаться на некоторое время. Почему вам нужно столько времени, чтобы открыть дверь? Неужели особняки Эйцензи осмелились ослушаться приказа из Империи Низо? Есть лишь небольшая причина для задержки. Наш господин. Что происходит? Господина нет. И нет поблизости. Поймайте их. Зачем искали? Я даже... Ночью не могу спокойно спать. Хорошо, что откат телепортации закончился. И я смог вернуться вовремя. Простите, ягонец. Наш господин не любит беспокоить во время отдыха. Раз хозяин здесь, значит все в порядке. Если бы его не было, мы бы говорили с вами по-другому. Завтра будет важное объявление. Пойдемте. Пора проверить следующий дом. Что за качка грабителей? Хозяин, вы... Вот и все. Прошу всех вернуться и отдохнуть. О делах поговорим завтра. Когда объявят о смерти Чингфенга, может случиться еще больший кризис. Я должен воспользоваться возможностью улучшить свою боевую мощь, пока есть время. Похоже, карта улучшения пригодится. Использована карта улучшения. Поздравляем игрока и Тянь Юнь. Вы успешно прорвались на первый уровень стадии алхимии. Этап трансформации дзена. Перешел на первый уровень культивации и набрал 800 тысяч очков. Если произойдет еще одна безумная ситуация, я смогу набрать 6 миллионов 400 тысяч боевых очков. Даже если мы встретим других врагов, таких как Чингфенг, я легко смогу их сокрушить. А теперь надо глянуть на пакет обновлений 41 уровня и посмотреть, что внутри. Успешно открыт пакет обновлений 41 уровня. Вы получили 30-кратную карту опыта, 5-кратную карту мастерства, 5-кратную карту безумной ценности, 2 карты преступной ценности и 51 подарочный пакет обновлений. Успешно изучено мастерство ловли питомцев для новичков. Ловля питомцев? Мастерство начинающего ловца питомцев. Можно ловить не только людей, но и любых других существ, кроме собственных питомцев. При повышении ранга повысится скорость ловли и уровни ловли питомцев. Ха! Эта способность просто прекрасна! Я могу поймать их сумасшедших монстров и сделать их своими питомцами! В прошлый раз у меня был такой шанс, а теперь, пока железо куется, надо и сюда взглянуть! Оружие Ледяной лук Кристраж высшего класса, улучшаемый. Может выпускать замороженные стрелы, превращая врагов в ледяные скульптуры. Дальность полета увеличивается с каждым улучшением. О-о-о! Вот это да! Спецэффект Потребляет 5 сумасшедших карт. Может взорв... Может взорваться с удвоенной силой, увеличить скорость в два раза, удвоить расстояние для конечного морозного удара и увеличить радиус в одну милю. Это хорошая штука. Могу уничтожить врага на страйне миле. Как круто! Хе-хе-хе-хе, да! Дедушка, пойдем посмотрим, хозяин точно в порядке. Я думаю, с ним все хорошо. Его метод культивации выходит за рамки наших представлений. Способность культивировать в столь юном возрасте на таком уровне сама по себе необычна. Мастер И Лорд Хань О Приглашает всех пройти в главный зал, чтобы немедленно обсудить важные дела. Лорд Лень Хао не мастер Ченг Фэнг. Еще один из Лень Хао снова пришел сюда. Кто-то приходит, кто-то уходит. Сто первая глава Дедушка, почему здесь такая странная атмосфера? Детям не стоит так много говорить. Ладно. Все это от хозяев разных особняков. Они разрешают попавшим в виду остановиться в комнатах. Гостеприимство нашей империи недостаточно высокое. Причина встречи провокация, произошедшая той ночью. Это связано с величеством империи. Что случилось? Кто посмел спровоцировать величество Нижней империи? Вы все знаете, что важный министр моей империи, господин Ченг Фэнг, был убит. Что? Ченг Фэнг был убит? Как это возможно? Кто бы мог это сделать? Сила культивации седьмого уровня алхимической стадии Лень Хао действительно мощнее, чем у Ченг Фэнга. Может ли вчерашняя вылазка мастера быть связана с убийством? Может ли он быть тем, кто его убил? Кто бы мог быть настоящим? Кто бы мог быть настолько умелым, чтобы сделать такое? Вот именно. Я потратил кучу денег, чтобы установить хорошее отношение с Ченг Фэнгом, а теперь боюсь, что все напрасно. На кого теперь может положиться особняк Шэнвэн? Смерть мастера была весьма странной. После поисков никто из мастеров не вышел. Ладно. Досадно, что все компоненты носят имя мастера. А его тела? Его больше нет. Теперь это кучка пепла. Да, на первый взгляд кажется, что вы тут ни при чем. Но у вас у всех высокий уровень культивирования, так что вполне возможно, что кто-то пробрался внутрь. Господин Линь, это не имеет значения. Мы поместье Тиньюи в верной империи. Мы поместье Люфэн тоже. Не волнуйтесь, я лишь сделаю небольшие предположения. Я проведу тщательное расследование смерти хозяина. Когда мы узнаем, кто убийца, ему не поздоровится. Я здесь, чтобы завершить важное дело для императора Нижней Империи, а именно призывать всех присоединиться к нам. Присоединившись к нам, вы сможете пользоваться многими ресурсами и быть под нашей защитой. Соответственно, вы должны полностью подчиниться Нижней Империи без лжи. Конечно, если вы хотите не присоединяться к нам, мы не будем вас принуждать. Какой путь вы выберете, решить вам. Шенвенский особняк согласен притяниться к Нижней Империи. Это служить Империи, быть верной слугой и в горе и в радости. Очень хорошо. Поместье Шенвен, я вас запомню. Особняк Тянь-Юй согласен присоединиться к Империи. Мы особняк Люфен тоже согласны. Особняк Бэйлань пока не рассматривает возможность присоединения. Большое спасибо за приглашение, но у моей стороны есть свои трудности. Мы надеемся, что вы простите нас. Все в порядке. Мы уважаем ваш выбор. Мы не будем вас принуждать. Мы павильон Цинчена также воздержимся от приседения, но спасибо за приглашение. Павильон Лусяу временно принимает решение не присоединяться. Мы не будем принуждать вас. Те, кто посмеет не присоединиться к ним, рано или поздно будут репрессированы и в конце концов падут в Нижнюю Империю. Но от мысли присоединения к ним меня воротит. Они не позволят нам держаться на плову. Сейчас без ответа остался только особняк Тяньцзи. Как ваш выбор? Господин, какой бы выбор вы не сделали, я буду уважать это решение. Отлично. Спасибо, повелитель Линь, за приглашение, но мы особняк Тяньцзи. Пока что предпочитаем не присоединяться. Мы благодарим Империю за приглашение. Поместь Тяньцзи, еще не очень развито. Они уже осмеливаются отклонить предложение от Империи. Он должен быть сошел с ума. Малыш, ты представляешь Тяньцзи и осмеливаешься принимать такие роковые решения? Конечно, я же хозяин. Какой молодой мастер. Хм, раз ты не хочешь присоединиться к нам мы не будем тебя заставлять. Те, кто решил присоединиться к нам, пожалуйста, оставайтесь здесь. Остальные, кто не присоединится к нам, могут уйти. Особняк Тяньцзи должен остаться. Разве я сказал, что вы можете уйти? Не бойтесь. Вы знаете, почему мы заставляем вас остаться? Дедушка? Заставить нас остаться здесь это не что иное, как принуждение к вербовке. Или заставить передать божественное искусство Сюань-Тянь. Как и ожидалось от недавно назначенного хозяина особняка у вас. Хорошим. Надо прекращать этот бред. Передадим божественное искусство Сюань-Тянь и я позволю тебе жить в особняке Тянь-Зи. Думаешь, я тебе верю? божественное искусство Сюань-Тянь, я боюсь, что мы умрем раньше. Тогда все зависит от тебя. Если ты не отдашь божественное искусство Сюань-Тянь, ты умрешь прямо сейчас. Я полагал, что с заменой мастера Чэнг Фэнга на лорда Лина дела пойдут лучше. Но кто бы мог подумать, что вы друг друга от друг друга не отличаетесь. 102 глава Особняк Тэнзи не стоит того, чтобы его позорить. Просто любя запередайте божественное искусство Сюань-Тани, все будет решено. Люди из империи медленно вкружают нас. Но проблема в том, что у нас нет божественного искусства Сюань-Тани. Тогда что мы должны передать вам? У вас его нет? Я схвачу тебя и буду искать твои душе одну за другой. Не волнуйся за это. Дедушка, что нам делать? Поиск души это принудительный поиск чужих духов и душевных воспоминаний. Тот, кто практикует поиск души в основном превращается в настоящего идиота. Пойдем. дай мне минутку. Не надо себя так вести. Я и сам в состоянии отдать. Хозяин? Ха-ха, разве это не ты у нас самый прямый баран? Уже слишком поздно отдавать его по-хорошему. Нет, так не надо говорить. Если ты отдашь мне его добровольно, то я отпущу особняк Тянь-Зи. Тогда иди сюда и забери его. О? Мастер Линь, я помогу вам. Позволите ему забрать его? Я передумал. Убейте их всех до единого, не оставь живых ни одного. Мастер, разве вы уже не получили божественное искусство Сюнь-Тань? Почему вы передумали? Я только сказал, что оставлю особняк Цен-Зи живых, но ничего более. Вы успешно победили Стража Теней и получили 250 тысяч очков опыта, 3200 очков безумия, 50 очков греха. Вы успешно победили Стража Теней. Это сила божественного искусства Сюнь-Тань? Я знал о твоей лжи. Так, посмотри на то, что у тебя в руках. Это кормление и уход за домашними свиньями? Ты смеешь обманывать меня? Чувства взаимные. Ты нетерпелив пытаешься распить шампанское слишком рано. Что такое шампанское? Эх, смело. То, что у тебя есть способности, делает тебя слишком высокомерным. Мастер Лин, позвольте мне прикончить его. Мастер Лин, позвольте мне. Мастер Лин, давайте я. Нехорошо. Эти люди крадут мое внимание. Хорошо. Поймайте всех, но этого дитя наш оставьте вживую. Остальным займетесь вы. Выполняйте приказ. Как быстро? Особняк Шен Лин пытается идти в лоб? Особняк Лю Фена не может отстать. Ребенок, твое высокомерие меня вымораживает. Ты убил моего брата и расплатишься за это сегодня. дня. Вы успешно победили Нань Фен Ю и заработали два с половиной миллиона очков, 22 тысячи очков безумия и 200 очков греха. Вы успешно победили Шен Вэнь и заработали 5000 очков. Сегодня я хочу продемонстрировать сияние особняка Тянь Цзи. теперь ваша очередь. Этот уровень культивации захватить остальных. Все встаньте за мной я с ним разберусь мы не должны тянуть хозяина вниз. Дедушка будь осторожен. Если вы собираетесь взять их за ложники то сначала пройдите через меня. Использована пилюля бога шторма скорость увеличена в 2 раза. Вы успешно победили хозяина особняка Лю Фэнга и заработали 2 и 3 миллиона очков опыта 21 тысячу очков безумия и 200 очков греха. Вы успешно победили хозяина особняка Тайсюань заработали 2 и 3 миллиона. Вы успешно победили Это сила. Это ты убил Чанг Фэнга. Верно это я его убил. Но не только он не только хотел украсть божественное искусство Сюань Тань он хотел сжечь особняк Тянь Цзи и должен понести наказание. И поэтому сегодня я убью и тебя. Это черный дракон черный дракон бежим помогите Сколько бы вы не кричали никто вас не спасет Сегодня день вашей смерти 103 глава Я слышал что для спасения Ян Сюэ тот который поймал дьякона Сена кажется был с черным драконом Может этот человек и есть наш хозяин Очень хорошо малыш Ты спрятался достаточно хорошо Но сегодня наступит день твоей смерти Выходи сейчас же Император фантомов Нижней империи Скорее убейте всех из обняка Цзи Посмотрим сможет ли мальчишка стоять Как и думал Лень Хао был служителем небесной империи То и талисман небесного призрачного императора был у него К счастью я уже прорвался Что за бегите Не начинайте атаку Мы все еще здесь Мастер Лин спасите нас Вы все просто бесполезные существа Вы даже не можете справиться с обычным мусором Как смысл вас спасать Сдохнете Ты даже более могущественный чем император фантомов Что ты делаешь Попробуй и увидишь У тебя есть кровь дракона Он действительно убил императора призраков Неужели его культивирование достигло такого высокого уровня Даже простой фантом осмелился притвориться тигром Исчезни с глаз моих Ты действительно Теперь твоя очередь Умри Ты пытаешься использовать это чтобы утомить меня Ты слишком наивен Это инструмент фантомного императора империи света Не Не спеши радоваться Не думай что только у тебя есть кровь дракона Не зазнавайся Я признарочный император небесной империи Черт не не ожидал что послушник нижней империи будет обладать драконей родославной Какой эликсир он использовал его боевая мощь достигла 6,5 миллионов Я хочу чтоб ты сдох Безумная драконья кровь Зря ты со мной стукнулся Эффект двойного критического урона активирован Орел удачи активирован Как обычная атака Как урон может быть таким большим Как лежалость Похоже что низкосортное оружие вообще не может позволить себе такую силу Но ты довольно живучий Так я послушник Нижной Империи Если ты убьешь меня то Империя точно уничтожит особняк Тяньзы Если я отпущу тебя разве вы оставите отстанете от нас Я уже убил Ченг Фенга и на очереди ты Раз уж ты так хочешь Расплата тебя настигнет Хочешь убежать Я же сказал сегодня день твоей смерти Как раз использую свой лук ледяного бога на тебе 104 глава Ты не сможешь убежать Вы успешно победили Линьхао Заработали 2,8 миллиона очков опыта 16 тысяч очков безумия 300 грехов 5000 очков мастерства Шанвэнь Получен разрывающий душу палец боевых искусств Центянь Дзюя Получена десятикратная карта опыта предмета Магический персонаж редкий Получен счастливый жребий с улучшенной версией лотереи Получить все это неплохо Но жаль что я был столь близок бонусным призам Мастерия Мы умоляем вас и просим отпустить нас Мы не раскроем ничего из того что произошло сегодня Мы были вынуждены присоединиться к сильной Нижней Империи Мастерия пожалуйста пощадите наши жизни Вы все ранее окружили член особняка Тяньцзы и похоже что это было сделано по вашей воле Это не было похоже на принуждение Пожалуйста подумайте если вы убьете нас то Империя потеряется много сторонников и они точно не дадут вам уйти Если ты сразишься с ним не вини нас в том что мы неправедные если что-то случится Не волнуйтесь я пойду к Империи а вы будете сидеть здесь Никто не должен уходить Помогите Успешно побежден старейшина Шенвейн получено 120 очков опыта 5000 очков безумия Получил 150 очков грехов 5000 очков мастерства Шенвейн Успешно побежден старейшина Шенвейн получено Получено Эта волна очков не так уж и плоха Учитель мы очистили предметы на их телах Прекрасно не нужно отдавать их мне Подержи их у себя пока мы разбираем выбираем верных дьяконов и учеников Передайте их им Особняк Цензи может использовать больше ресурсов Это это очень много Просто делайте что я говорю Да мы выполнил приказ господина Быстро опечатайте дворец Императорские гвардейцы здесь Не паникайте Черный дракон отправь всех обратно в Особняк Цензи Господин вы не идете Я останусь здесь активирован безумный режим Использовать неугасаемый огонь Смотрите в городе пожар Огонь настолько большой Это необычный пожар Осмелиться сжечь землю императора Это объявление войны с Нижней Империей Я не знаю кто может быть настолько силен Но они должны быть недавно здесь Боюсь что для такого инцидента они слишком стары Нам следует эвакуироваться Храм Нижней Империи Два наших великих служителя были убиты дворец императора Я Я не хочу как только сможете Я хочу получить все к завтрашнему дню Лорд Луна пожалуйста успокойтесь Мы предполагаем что это мог сделать призрак империи небесного дракона Только они способны вызвать такой огромный хаос Так же это может быть последняя новость Линдзо Видя что мы набираем так много сил они могли устроить пожар Линдзо За такой короткий промежуток времени это не может быть Линдзо Не говоря уже о Павшей Империи Небесных Драконов Они все хотят чтобы на них наступила Нижняя Империя Пусть подождут О Мастер И действительно силен Он убил сильнейших людей из Нижней Империи И даже вызвал Черного Дракона Он сжег всех тех кто перешел ему дорогу Говоря о Черном Драконе я давно хотела спросить Это вы спасли Ян Си 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 Верно Это был я Но тогда почему она не смогла узнать тебя Это Она знает только вот это лицо О Не удивительно что она тебя не узнала Я был в недоумении как нам удалось стать такими сильными Передать тебе должность хозяина сорняка было правильным решением Сейчас Империя не может нас проверить но повсюду есть свидетели и так что во избежание лишних неприятностей мы пока не будем высовываться Есть государственные дела хозяин Лаоли приехал на помощь так что у нас все как прежде Я потерял всю свою культивацию и не могу позволить себе быть лордом позвольте мне пользовать Дьекана Ли позвольте мне позвать Дьекана Ли Если я смогу помочь особняку Тензи я буду очень рад Господин плохие новости А? Что случилось? Там группа членов из особняка Шэньвэнь и они просят у нас государственный долг Особняк Шэньвэнь? Это основание 105 глава Это мусорный особняк Тензи Если вы сегодня же не дадите нам объяснений мы особняк Шэньвэнь раздавим вас Убирайся с дороги Брат Фэн Брат Ляу Кто сказал что мы ваши братья а мы теперь в особняке Шэньвэнь Стоять Фэн Йой Ляу Ляу Вэнь Вы предатели смели свернуться Ян Йой перед тобой сестра Я советую тебе убраться с дороги иначе ты даже не узнаешь когда наступит твоя смерть Ты Что за шум Что происходит Особняк Цэньзи не позволит вам парни свободно заходить на нашу территорию Ты ты кто Ваша милость Сестренка это тот о ком ты говорила тот кто спас тебя Госпожа Янь прошло уже несколько месяцев Ваша милость почему вы особняки Цэньзи Я здесь как гость Большое спасибо за спасение моей сестры Недаром она все время мечтала А этот товарищ так молод и красив С первого взгляда можно сказать что я возможно ваш будущий зять Thank you Сестра разве не ты смотрела в окно и мечтала о чем ты таком Эй Зачем ты так говоришь Хватит Ты тоже когда-то была невестой семью Фэн и ты еще смеешь при мне перепихиваться с другими мужчинами Си-сюа я даю тебе последний шанс либо ты будешь со мной либо будешь сама за себя отвечать если случится что-то непредвиденное не смей винить меня ни за что я не стану как ты предавать хозяина перестань болтать ты еще не видела самого страшного раньше был мальчик с фамилией и он убил двух любимых братьев особняка Шинвэн верно я был на месте преступления на этот раз особняк Цинзи обречен дело плохие это он он тот из особняка Шинвэнь что два брата из поместья Шинвэнь были убиты вами это правда это правда так из-за чего вся суета старейшина сего где твой старший старейшина это не то что вы экицин можете уладить позвольте мне все уладить в чем дело вы всего лишь гость а уже предлагаете уладить дело наш брат был убит вы должны заплатить нам эликсирами и оружием этот И должен быть убит нашим хозяином но мы можем отпустить вас так что просто договоримся о компенсации компенсация должна быть это вы спровоцеливали моего хозяина иначе зачем бы он решил принять меры мы должны принять меры если вы начали копаться в уголках особняка тяньзи старейшина сяло похоже они все так же упрямые не стоит давать им шанс они подумают что особняк Шэнь Вэнь так легко запугать кажется вы хотите дать нам возможность получить все самим я все правильно понял больше никаких выпадов в нашу сторону умри посмотрим как ты будешь молить о пощаде мастер сяло убить их я знаю где в особняке тяньзи хранится все сладости отлично приступим иди к черту старейшина успешно побежден старейшина особняка Шэнь Вэнь получено 230 очков опыта 3000 очков безумия 50 очков греха 500 очков мастерства Шэнь Вэнь получено мастерство мяча Фэй Нюнь издеваться над одним из наших людей значит подписывать себе смертный приговор молодец это было сильно теперь ваша очередь два предателя мой господин пожалуйста пощадите меня я не хотел предавать особняк Цэнзи это был предатель Фэн Вэнь все что вы слышали от них это ложь это была их идея меня заставили предатель предательство секты отменяет только база культивирования но привести людей чтобы уничтожить всю секту это смертная казнь успешно побежден Фэнь Вэнь получено 650 тысяч очков опыта 1500 очков безумия 20 очков греха и 100 очков мастерства Шэнь Вэнь то же самое касается и тебя успешно побежден Фэн Юлун получено 7800 очков опыта 1800 очков безумия 50 очков греха и 100 очков мастерства для Шэнь Вэнь отличный способ убийства я всегда знал что эти двое бесполезны раз предателями покончено нам пора идти думаешь сбежать сделаешь хоть шаг и ты троп хорошо сказано давайте избавимся от них скорее бегите на помощь подожди если ты убьешь меня у тебя не будет такого хорошего ты убил много людей с особняка Шэнь Вэнь наш хозяин не оставится вот так неужели мне тебя жаль тебя точно не станет никто оплакивать особенно твой хозяин ведь именно он тебя убьет и весь особняк Шэнь Вэнь так это ты открою тебе секрет твой хозяин уже мертв так что приготовься свои участи твое время прошло нет не надо успешно побежден лихон из особняка Шэнь Вэнь получено 2300 очков опыта 3000 очков безумия получено 50 очков греха ребята пожалуйста приберитесь мне нужно кое куда сходить господин вы куда уладить небольшое дело хотел отложить его на потом но похоже откладывать поздно 106 глава финальная черный дракон отправляемся в особняк Шэнь Вэнь успешно получен предмет особняк Шэнь Вэнь изгнание бедствия получено 10 миллионов опыта 1000 очков безумия 1 документ тирана 1 крутка зачарованной рулетки 100 очков ценности персонажа и 1000 очков грехов сейчас трудно понять как система относится к этим предметам похоже что теперь система этого не видит особняк Шэнь Вэнь налогоплательщики здесь да эти бандюки мы уже предупреждали их о повышении арендной платы но они опять хотят разыграть нас вот же мы с братом побьем их и тогда они будут служат за нас ну вы уже достаточно наделали жести просто работайте со своими товарищами братьями со своими старшими братьями в особняке Шэнь Вэнь нет места мягкотелом я не знаю когда вернется старший и сколько ресурсов можно привезти я слышал что в особняке Тензи полно сокровищ интересно поделится ли они с нами вот задница ты вообще ничего не делаешь и все еще ждешь что твоя что твои старейшины дадут тебе что-то если бы мы если бы мы могли пойти то мы могли бы убить всех из особняка и украсть все их сокровища ничтожить весь особняк Шэнь Вэнь звучит потрясающе а почему здесь огонь это черный дракон помогите бегите кто здесь мы четыре старейшины особняка Шэнь Вэнь это ты привелся до черного дракона ты посмел напасть на наш особняк а кто ты такой я здесь чтобы убить вас ты успешно побежден старейшина особняка Шэнь Вэнь вы получили 270 тысяч очков опыта 3000 очков безумия 1000 очков грехов 500 очков мастерства Шэнь Вэнь пугающее зрелище успешно побежден старейшина особняка Шэнь Вэнь вы получили 260 тысяч очков опыта 3300 очков безумия как много очков грехов вы должно быть совершили много злых дел и вам нет прощения открыть карту опыта x5 паренек ты не с тем связался если ты посмеешь тронуть особняк мы тебя размажем в пух и прах это громовая формация смотри-ка мы еще не вымерли если думаешь что сможешь противостоять нам то ты ошибаешься сосанак что происходит как это возможно как он выжил после трансформации грома спасибо вам за гостеприимство попробуйте на вкус мое звездное поглощение получено 12000 очков опыта получено получено нет не может быть бред бред умри не важно сколько раз вы ударите я все поглощу звездное поглощение успешно повысилось до высшего навыка земного уровня почти дай мне сломать его даже трансформация грома не может его сдержать что такое ничего не осталось это всего лишь крупица энергии и не хватит даже на то чтобы поцарапать личико не расслабляйся до крана наш особняк ни за что наш особняк не за то величественен что это за формация активация глаз исследования формация разрешителя богов собирание разрешительной силы и атака врага можно использовать только один раз так это и есть формация разрушителя богов а ты много знаешь наша богоразрушающая формация бьет всех на своем пути даже самых сильных культиваторов сегодня день твоей смерти сила формации намного сильнее чем у небесного грома проникающая сила очень сильна в атаке но какая жалость против меня эта формация бога разрушителя бессмысленна смертельный луч 7,3 миллиона боевой мощи звездное поглощение открыто получено 810 тысяч очков опыта получено 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 7,3 миллиона очков неплохо он поглотил силу формации разрушителя монстр какой же он монстр дар мою силу он их поглощает нет а 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 особняка шеннивэйни больше не будет существовать поздравляем игрока и тяньюнь вы успешно перешли на духовный этап дзена я наконец-то попал в духовный этап не важно будет ли это шеннивэйни или другая империя мира кто бы не осмелился задирать нас они будут разбиты тяньзи будет находиться на этом месте в небесном материке мы станем могущественнее империи тяньсюань и станем самыми могущественными на континенте я и тяньйонь использую всю свою силу чтобы защитить тех кто вокруг меня до самого конца света